YouTube-канал «Познавательная аудиокниги с иллюстрациями» представляет Друг Здравия Энциклопедия гигиены и физико-диететического Физиатрического Пользования Составил Канинский Витольд Болеславович Член Германскаго Общества физиатров Поднятие и поощрение общей гигиены возможно лишь тогда, если весь народ будет в данном направлении совместно мыслить, стремиться и работать С 85 рисунками в тексте Склад и здание Мариинско-Благовещенская улица, дом 20 Дозволено цензурой у Санкт-Петербург, 28 ноября 1904 года Предисловие Это та часть книги, которую обыкновенно не читают Зная это, я покорнейше прошу сделать на этот раз исключение, предупреждая со своей стороны, что не буду утомлять читателя просторным изложением Ввиду новизны излагаемого предмета, необходимо тем лицам, которые желают применить сказанный способ лечения, предварительно хорошо себе уяснить и усвоить основные принципы этого чисто гигиенического пользования Здесь имеются резкие отличия от привычных укоренелых, тем не менее ложных взглядов Есть и масса якобы мелочей, имеющих однако важное значение Эти взгляды для очень, очень и очень многих составляют нечто новое, поражают своей кажущейся смелостью, парадоксальностью Но чем больше читатель углубится в чтение этой книги, тем более расширится кругозор физиатрического и его мышления, тем яснее и тем понятнее станут для него эти мнимые небылицы Вот почему я просил бы взяться за основательное чтение этой книги, служащей отпечатком физиатрического учения, на досуге, во дни здоровья А не начинать ознакомливаться с ее содержанием, когда беда уже приключилась А также советовал бы упражняться при незначительных недомоганиях в применении того или другого из указанных в книге лечебных средств Дабы свыкнуться с техникой и действием разничных приемов для достижения, на случай надобности, известной сноровки Я же, со своей стороны, старался по возможности избегать сухости изложения, дабы чтение книги сделать поучительным и интересным А так как невозможно дать точный рецепт для каждого болезненного состояния и соответственной случаю дозировки физиатрических приемов 4. Бующих специальных познаний и опытности со стороны врачующего То я включил истории болезней с перечислением всех примененных в данном случае средств для примера, как индивидуально ведется лечение болезней, их особенностей и осложнений опытными руками врача-физиатра Во избежание частой выписки полностью названия иностранных физиатрических журналов, из коих взяты приведенные истории болезней, я придерживался сокращенного обозначения Название остальных журналов выписано полностью Дабы придерживаться одной, какой-либо однообразной системы относительно правописания иностранных фамилий и названий, я пользовался русским шрифтом лишь для тех из них, которые пишутся и произносятся одинаково, остальные же я обозначал латинским шрифтом Произношение таких слов, а также значение слов, заимствованных из иностранных языков, я поместил в конце книги Излагая свою 14-летнюю практическую опытность в применении безлекарственного пользования, я выражаю вместе с тем искреннее пожелание, дабы этот первый в России оригинальный физиатрический лечебник послужил добрым советником и верным другом, доверяющемуся ему страждущему человечеству В. Киев В. Канинский Айоновой гигиены и физиотречейкового лечения Предварительные сведения Так как гигиена желает, чтобы ее научные выводы и теории были применены и к восстановлению здоровья, то она может считаться соперницей лекарственного лечения, и то соперницей, у которой принадлежит несомненная победа в будущем В известном смысле она даже служит противницей всей медицины, ибо она обладает и желанием и возможностью сохранить здоровье человека П. П. Аустерлен В. Канинский В. Канинским мероприятиям до сих пор отводилось самое последнее, самое жалкое место в лечении болезней Тому же, кто уяснил себе все законы В. Канинский В. Канинский В. Канинский Если мы проследим историю возникновения физиатрики, то убедимся, что в семье и всегда признавалась польза факторов естественного лечения Весьма правдоподобно, что этот способ был самым первым, первобытным, и остался бы им, если бы волновавший ум и прогресс в химии, ее и мистицизм временно не заглушил его Особенно вредно отозвался на нем период алхимизма с усиленным применением, живого серебра, отыскиванием, философского камня и способов изготовления золота, а также изобретения различных жизненных эликсиров и тому подобных химических чудотворных препаратов Когда, однако, дело лечения дошло до страшных опустошений рода человеческого, когда применение ртути и других металлических ядов, кровопусканий, рвотных и слабительных достигло своего апогея Тогда только народ встрепетнулся, стали появляться протесты, сперва в виде сатирических отзывов и поруганий, затем критических статей Наконец, в самом начале 18 столетия, возникли одаренные проницательным умом мужи, высказывая и подтверждая словом и делом истинную пользу водолечения 1. Флайер, 1702 Фридрик Хоффман, Сигмунд Хан, Тисоу вот первый из подвижники прогресса в лечении Однако тогдашнее водолечение, несмотря на все старания его приверженцев, не двигалось вперед Увязшему в средневековой грязи народу их пример и достигнутые ими результаты не могли казаться убедительными Они не могли поднять и укрепить веру в столь простое, невинное средство Для этого надо было больше, надо было народиться к гениальному человеку И вот 4. Октября Нового стиля 1799 года родился в Гриффенберге, в австрийской Силезии Этот гений в лице крестьянина Викентия Пресницеа Винсент Пресниц Который совершенно самостоятельно стал применять воду совместно с другими факторами физиатрического лечения Сперва к себе, затем к другим, с таким успехом, что 1816 год можно смело считать началом новой эры для терапии Гениальный ум Великого Пресницеа создал почти все приемы, которыми мы ныне пользуемся для естественного лечения болезней Поразительные успехи Пресницеа облетели весь мир и привлекали все большее и большее количество больных в Гриффенберг Несмотря на то, что тогдашний медицинский мир всеми силами старался подавить это новое веяние, притесняя Пресницеа и вредя ему на каждом шагу, денунцируя его даже неоднократно у власти, а будь это раньше, наверное его сожгли бы на костре за мнимую связь со злым духом Все же истина взяла верх, и он получил разрешение на постройку специального лечебного заведения, творя здесь чудеса С тех пор физиатрика начала распространяться, вне влияния медицинских школ и даже в постоянной борьбе с ними Пров Винтернице Поощряемая такими преданными и убежденными сподвижниками, как Лохан Шрот, Ортел, Эфар Ровер, Росе, Теодор Хан, Манде, Флури, Прайс, Волболт, Шиндла, Эйкли, Херман Кенец и даже отец Кнюйб, который хотя и не дал водолечению ничего нового и даже временно засорил его лекарством 7. Ними, совершенно лишними примесями, но все же способствовал распространению физиатрических идей во все концы света В новейшее время Пров Винтернице в Вене, бывший ученик Пресницеа, поставил водолечение на прочную научную ногу, тщательно разрабатывая физиологию водолечебных приемов и подыскивая научное объяснение для подтверждения прежних эмпирических наблюдений и истин 10. Десятки лет, говорит он, я должен был перед оповещением каждой научной работы предварительно просить якобы извинения, что осмеливаюсь утруждать врачебную публику сообщениями о действии совершенно простой воды Несмотря на все труды физиатрика все еще не завоевала себе храмов науки Представители господствующей школы, увлекаемые временными эффектами различных химических, органотерапевтических и прививочных опытов Настолько обременены бесконечным испытанием все новых изобретений в сказанных областях, что прислушиваться к простым, бесхитростным жемчужинам неизменных истин природных лечебных сил становится положительно невозможным При таком положении дела, конечно, нельзя еще так скоро ожидать в этом направлении победы гигиенического способа с его диаметрально противоположными взглядами, тем более что по изречению Жан Поля требуется 200 лет, чтобы свет истины мог проникнуть в сознание народа и другие 200 лет, чтобы он был усвоен им Каждый больной, желающий восстановить свое здоровье должен выбирать для достижения этой цели не только кратчайший, но и радикальнейший путь, не оставляющий после себя никаких вредных последствий Вполне понятно отсюда, что он должен себе поставить вопрос, какими же преимуществами обладает физиатрика перед иными способами лечения На это я отвечу следующее Первое При физиатрическом пользовании, на ИР, острых инфекционных заболеваний, улучшение наступает значительно быстрее Болезнь протекает вполне естественно, так как картина течения ее не затемняется и не усложняется действием различных посторонних химических веществ Больной все время удерживает свою естественную бодрость, и в общем получается не только совершенная очистка организма от болезненных веществ, но и полное предохранение от простуды, что дает возможность выпустить больного, даже зимою, на свежий воздух далеко раньше общепринятого срока, на прим Прикорить через неделю после падения температуры, при суставном ревматизме, при первой возможности свободы движений Второе В хронических болезнях этим способом не только радикально излечивается данное страдание, но и весь организм на ново возрождается, так как мы лечим не болезни, а больных людей Этим объясняется тот общеизвестный факт, по которому люди, привыкшие пользоваться физиатрическим способом при различных недугах, приобретают с каждым следующим заболеванием больше здоровья Ибо, чем чаще приходится применять это лечение, тем более организм очищается, омолаживается и крепнет, тогда как при всех других способах, связанных с оведением чуждых ему, ядовитых соединений, он все более загрязняется, расшатывается и слабеет Было бы, конечно, безрассудно утверждать, что при пользовании физиатрическим способом никто не умирает Течение болезни может быть настолько бурно, молниеносно, количество яда настолько велико, что больной быстрее погибает, нежели удастся выделить всю отраву Также болезнь может быть настолько запущенной, важные для жизни органы могли настолько переродиться, что излечение его становится прямо немыслимым Где однако человеческая помощь возможна, там ее безусловно принесет естественный способ лечения, который кроме того ограждает больного от обычных возвратов и последующих заболеваний 3. При всем этом физиатрическое пользование значительно дешевле лекарственного, ибо нам не нужны ни дорогие лекарства, ни тяжелые вина, ни крепкие бульоны Вода, полотенца, простыня, шерстяной платок и одеяло найдутся везде С другой стороны, несомненно, меньшая продолжительность болезни Абу 8. Словливает миныпий денежный расход, быстрое же восстановление сил позволяет в сравнительно короткое время воспользоваться своей рабочей силой А так как главнейшие наши стремления направлены к тому, чтобы люди по возможности предупреждали заболевания, а при различных неосложненных недомоганиях могли быть своими собственными врачами То все это составляет значительную экономию для несостоятельных людей 4. Приверженцам естественного способа лечения нет надобности выжидать, какая болезнь разовьется из данного недомогания, чтобы воздействовать лечением, тогда как при других способах необходимо иметь перед собой вполне выясненную картину болезни, чтобы выбрать соответствующее лекарство На это могут потребоваться целые часы, даже дни, в течение которых болезнь успеет произвести в организме такие изменения, что помощь окажется зачастую поздней Мы же, применяя наши обмывания, компрессы или ванны, предотвращаем серьезные заболевания, или же умеряем силу болезни, так что в большинстве случаев опасность устраняется еще до выяснения диагноза 5. Родители, привыкшие применять в своем семействе естественный способ лечения, не приходят в ужас, не теряются, при случайном заболевании членов своей семьи Они знают, что требуется предпринять при первых зачатках болезни, и поэтому хладнокровно относятся к различным заболеваниям, которые для них теряют свой грозный облик Приглашенному врачу-физиатру нет надобности терять золотого времени на посылку в аптеку и на изготовление лекарства, которые часто получаются либо поздно для спасения больного, либо, вследствие изменившегося состояния болезни, оказываются непригодными, он может тотчас применить свои циелительные средства, имея все нужное под рукой 7. Физиатрическое Пользование составляет единственный лечебный способ, который может быть применяем даже в тех случаях, когда употребление лекарств невозможно, напрямь Во весь период беременности, при затрудненном глотании, при истерическом отвращении к пище и напиткам и тому подобное 8. Зиждясь и совершенствуясь на точных, непоколебимых законах природы, все физиатрические истины постепенно завоевывают себе стойкое положение в науке Вспомним только о признании болезненных веществ и элиостоксинов О дифтерите, ставшем дифтерией О переходе антисептики в асептику Об остановке кровотечений паром и горячей водою, о механотерапии Массаж простой и тюре-брантовский, ортопедическое лечение ХСНА Об успешном пользовании грыж, опухолей, волчанки, смещения почек и матки без хирургического вмешательства О лечении чахотки без лекарств и сывороток О применении лечения световыми лучами и тому подобное Остается, однако, еще много, много физиатрических истин, ожидающих давно заслуженного признания в лагере противников и утверждения в правах гражданства Говоря о высоких преимуществах данного способа, нельзя пройти молчанием его недостатков Наша юная наука, во-первых, не обладает еще природными средствами, усыпляющими и обезболивающими организм, насколько это необходимо для производства тяжелых хирургических операций, хотя значительные попытки в этом направлении уже предприняты Во-вторых, по словам W Сигеор Тей, физиатрический способ не так удобен, как принять через 2 часа по столовой ложке 11 или по 5 крупинок 11, а ответственность за исход взваливать всецело на плечи врача Также нельзя при нашем уходе за больными ограничиваться простым приведением в порядок подушки или простыни Отец и мать должны сами наблюдать, сами обдумывать, сами действовать, сами сознавать ответственность за применяемые приемы Здесь Самостоятельность краса человека Это, конечно, вещь нелегкая Но тем полнее удовлетворение, когда результат не замедлит проявиться, когда дети вырастают здоровыми и цветущими, когда после дней болезни сызного наступает цветущее здоровье Сознание награжденного исполнения долго ста крат возмещает неудобства, причиняемые естественным лечением 11 Мы, таким образом, создаем из окружающих больного не механических исполнителей врачебных предписаний, а мыслящих 9. надежных помощников, которые, понимая цель предписанных мер, тем рациональнее применят их к делу сообразно с изменениями в ходе болезни Ознакамливаясь с чудными, облагораживающими душу и тело, истинными физиатрики и приучая себя к гигиеническому образу жизни, каждый приверженец, каждый последователь этого способа, таким образом, сдерживает и предотвращает столь быстро шагающую общую дегенерацию, общее вырождение рода человеческого, принося не только личную, но и общесоциальную пользу В следующих главах мы постараемся ознакомить читателя с основами гигиены и образом мышления физиатрики по отношению к таковым Воздух Одной только водою я не могу вас вылечить Поверьте, не имея воды я бы лечил, только воздухом Присниться Наши проповедники и учители должны прежде всего преподавать моральность здоровой каравы Когда вы производите глубокое вдыхание чистого небесного воздуха, вы воспринимаете этот вдох через свою кровь в свои сердца, а вместе с тем в мысли мозга Более высокого значения нельзя было бы придать атмосферному воздуху Джон Тиндаль В Альпах Обширная земная атмосфера, простирающаяся вверх около 70 километров, производит громадное давление на поверхность земного шара и его обитателей Считая 1033 грамма давления на каждый квадратный сантиметр, и применяя эти данные к поверхности человеческого тела в 15,00 кВ Сайт Получится круглым счетом 15,00 кг или 900 пудов на взрослаго человека Это ужасное давление переносится нами Однако, благодаря эластическим элементам нашего организма, довольно легко, более же резкие отступления от этой нормы вызывают значительные изменения в состоянии нашего здоровья Так, например, при усилении давления воздуха работа кожи и обмен веществ тормозятся, выделения совершаются вяло и сердечная деятельность ослабевает, вот почему больные с вялыми болезненными органами, особенно с ревматическими, легочными и сердечными болезнями, чувствуют себя в это время прескверно Чем меньше давление воздуха, как это бывает на пр В гористых местностях, тем больше облегчается работа сердца, кожа функционирует усиленно, газовый обмен совершается деятельно и, вследствие этого, самочувствие больных значительно улучшается 10. Окружающий нас воздух состоит из смеси различных газов, в которых содержится один, в часть кислорода, поддерживающего нашу жизнь, и четыре в азота, хотя не пригоднаго для дыхания, но служащего противовесом чрезмерно окисляющему действию кислорода Кроме того, содержится в воздухе еще незначительное количество углекислоты, водяного пара и других случайных примесей Насколько организм свыкается с известным постоянством состава воздуха, приходилось многим испытать при переходе из города в лес, в деревню, на дачу Сравнительное изобилие здесь кислорода, непоглощаемого, как в городе, его фабриками и зловонием, проявляет свое усиленное окисляющее действие с приятным чувством утомления, сонливости, которая охватывает вас в первые дни пребывания в такой непривычной атмосфере Наоборот, кому неизвестно действие угара, где обилие углекислоты производит спячку и смерть от недостаточного окисления крови При обладании в воздухе серноводорода, болотнага газа, вызывает лихорадку, малярию, с опуханием селезенки и общим худосочием, не нуждаясь в присутствии модных бацилл Смотри бактерии! И если в зловонных испарениях болот, клоак, отхожих мест и канализационных сооружений ученые не находят этих, вредоносных микроорганизмов, то этим еще отнюдь не доказывается полезность зловония Какую массу других вредных для здоровья примесей может содержать комнатный воздух при отсутствии вентиляции и скопления народа Об этом нетрудно сделать себе правильное представление, если принять во внимание, что только человек, особенно при усиленной работе, выделяет легкими и кожа Здесь имеется углекислота, азот и другие Газы, кожные испарения и пот с конечными продуктами обмена веществ, как то Различными солями, жиром, летучими маслами и разными ядовитыми веществами, преимущественно от расщепления принятых с пищей белковых соединений Токсины, птомоины, лейкомоины Неудивительно поэтому, если во время Индийского восстания в 1755 году В числе 146 пленников, проведших ночь в тесном помещении, черной пещеры в Калькутте, к утру оказалось 123 трупа Но и у нас дело обстоит не лучше Находясь в спальне с закрытыми дверьми и окнами при горящей лампе коптилки звездочка При наличности цветущих растений, ночной посуды, массы были, личных выдыханий, испарений и прочих запахов При недостаточности притока свежего воздуха и одновременном быстром израсходовании наличного кислорода Мы превращаем свою спальню в своего рода черную пещеру и умышленно сокращаем свою жизнь Проводя целую треть своего существования в такой убийственной атмосфере И еще удивляемся, что сон наш неспокоен и часто прерывается тревожными сновидениями Что мы утром просыпаемся какими-то утомленными, разбитыми, с тяжелой головою Бичи, великий английский проповедник, будучи принужден говорить в плохо вентилированном помещении, сказал однажды Как бы вы стеснялись взять что-либо в рот, что вы уже выплюнули Но мы делаем хуже, поступаем еще грязнее, если вводим обратно в наши легкие телы дыхания, которые выделились не только Звездочка От сгорания 1 дециметра обыкновенной стершиевой свечи развивается 47 литров ядовитой углекислоты 11. Из наших, но изо всех чужих легких, находящихся вместе с нами После всего поясненного казалось бы вполне логичным, считать самым чистым, в смысле гигиены, тот воздух, который содержит наименьшее количество сказанных посторонних веществ, а также что очистка плохого воздуха возможна лишь 1. Проветрыванием, то есть ведением более чистого воздуха извне, ибо наружная окружающая атмосфера представляется для данной местности самой чистой И 2. Удалением всех веществ, издающих более или менее сильный запах или зловоние и таким образом поглощающих необходимый нам кислород или же вредно изменяющих нормальный состав воздуха На деле, однако, принято думать иначе При неприятном запахе в комнате окна оставляют закрытыми Да и зачем их открывать, отвечают мне, когда можно очистить воздух адеколоном, туалетным уксусом, скипидаром или карболкой В результате вместо одного, получается два запаха, которые друг друга изменяют или пересиливают, оба же они для здоровья вредны Повторяю Улучшить комнатный воздух можно только ведением свежего наружного воздуха, а улучшить последний удастся только оздоровлением местности при посредстве насаждения деревьев, очистке болот и чистого содержания Смотри дезинфекция Примером пользы последнего рода мероприятий служит следующий факт В крепости Гермерсгейн свирепствовала настолько сильно лихорадка, что из гарнизонов 6000 человек в 1859 году переболело целых 59%, а смертность в течение 1854-1863 года Составляла в общем 35% С тех пор, однако, как начали постепенно окружать крепость растительностью, густо насадив валы, гласис и крытые ходы деревьями, улучшились гигиенические условия настолько, что ныне смертность не превышает 1А Этот факт ясно доказывает, насколько подобные гигиенические меры целесообразнее и поэтому радикальнее всяких палеотивных приемов, как НАПР Чрезмерная трата отдельными государствами на летучие врачебные отряды, санитарные станции, бараки, карантины, изоляцию, дезинфекцию и другие весьма стеснительные для народа мероприятия Гораздо полезнее было бы международным постановлением утилизировать эти капиталы на основательное оздоровление мест заразы, очагов холеры, чумы и лихорадок, путем засыпки, осушки, дренажа, насадки деревьев, снабжение здоровой водою и тому подобное Мы настолько отвыкли от чистого воздуха, что не только изменили, извратили понятие о сущности его чистоты, но и стали бояться прикосновения малейшего ветерка к обнаженному телу Надо свое тело, восклицает доктор философии Н. Щам, вывесить на свежий воздух как-то, простыню, если желательно остаться здоровым, и в другом месте Не мешало бы человечеству повиснуть на несколько сот лет между небом и землею, дабы таким образом хорошенько проветриться С каким трудом мы подаемся всякому требованию гигиены, даже в самом миниатюрном его виде, это показали трудности, с которыми приходилось бороться Арнольду Рикли, которому мы обязаны ведением воздушно-световых ванн в естественное лечение При его первых попытках применения их на практике, после того, как он сам в течение четырех лет 1865-1868 Изучил на 12 Себе благотворное действие утренних прогулок по свежему воздуху без всякой одежды В специально устроенном для этой цели, обведенном забором месте своего обширного парка К концу четвертага года моего изучения воздушно-световых ванн 11, пишет он, я убедился в приобретении достаточной опытности, дабы применить таковые к пациентам своего заведения, и приступил ко включению их в свой лечебный план Однако введение этого нового лечебного фактора не обошлось без затруднений Все новички, руководимые тем же укоренелым ложным догматом простуды, как и я раньше, были понятно проникнуты тяжело, побеждаемым предубеждением Эта новая идея казалась им какой-то несообразностью с моей стороны, пригодной лишь для меня как особенно тренированного в этом специалиста Потребовалось продолжительных уговариваний, чтобы вести первых, и то лишь наполовину убежденных пациентов, в воздушную ванну, тем более, что этот прием предписывался утром, точас после оставления постели Отдельные постоянные посетители противились этому даже годами, пока решились на такое кажущееся опасным предприятие Конечно, сделав первую попытку и почувствовав благотворное влияние этого приема, они немало сожалели о том, что столь продолжительное время пренебрегали им Так случается зачастую на нашем нуждающемся в свете истинно-земном шаре Человек в своей душевной тяжеловесности часто упорно отстраняет от себя величайшие, тем не менее простейшие истины, но слепо и с полным доверием отдается совершенной бессмыслицеи Не следует упускать случая воспользоваться свежим воздухом, а комнаты надо проветривать и держать окна по возможности днем и тем более ночью открытыми Последнее многим покажется странным, даже опасным, между тем именно ночью, когда дыхание гораздо глубже и потребность в кислороде вдвое больше против дневного расхода Не следует пренебрегать этим средством, особенно больным воспалительными, лихорадочными болезнями, на которых свежий воздух действует замечательно благотворно Если бы ночной воздух действительно был вреден, звездочка 1, шутил отец к ней, то Господь Бог при создании мира и управления им сделал бы непростительную ошибку 1 звездочка Наука говорит доктор Павел Немеер в своей книге «Берегите легкие 11» не имеет указаний на то, чтобы действие ночного воздуха вызывало какие-либо болезни Неизвестно, чтобы ночные сторожа, железнодорожные кондукторы и машинисты, люди, приходящие постоянно в соприкосновение с ночным воздухом, страдали больше других какими-либо болезнями Скорее наоборот А другой стороны опыт учит, что внутри домов ночью часто начинаются болезни, соединенные с кашлем пли, если они уже были раньше, то ночью ухудшается 1 звездочка Конечно, надо все это всегда проделывать с толком, последовательно и предусмотрительно, тем более в нашем климате с его резкими колебаниями температуры Поэтому необходимо предварительно ознакомиться с применением этих средств из отдельных статей настоящей книги Смотри вентиляция спань ее при открытых окнах Летом следует ходить босиком, дабы приучить себя не бояться стать босому на холодный пол, подготовив к этому ноги частым обмыванием их холодной водою, хождением по мокрому полу 13. По воде, по рассе Смотри хождение босиком Детям нужно для лета пошить короткое платье без рукавов и с большой вырезкой ушей В городе можно пользоваться легкой одеждой, ажурными чулками и сандалиями, то есть туфлями, состоящими из подошвы, укрепленной к ноге ремешками Не следует также упускать случая поупражняться в глубоком вдыхании чистого воздуха Смотри легочная гимнастика А также почаще пользоваться воздушными ваннами Смотри таковые, чтобы приучить себя к воздуху, закалить кожу и тело, сделать их стойкими ко всяким невзгодам и таким образом, приобрести невосприимчивость к простуде Смотри Насморком и иным заболеванием Солнечный свет Да будет свет Моис 1 1, 3 Lumen perpetu tenor lasens et his, cui carant nasa soritim et his, cui carantar Hippocrate звездочка Благотворное действие солнечного света характеризуется известной пословицей Куда солнце не заходит, туда врач входит Простой народ давно уже подметил, что преимущественно солнечному свету он обязан своим здоровым цветом кожи, упругости мышц и общем благосостоянии Организма Отсутствие света порождает бледность крови и покровов, рыхлость клетчатки, вялость всего организма, особенно малокровие, золотуху, худосочие и чахотку Кому не приходилось наблюдать, как фрукты и ягоды в пасмурные дни хотя и созревают, но остаются бледными и безвкусными, и какой яркой краской они покрываются, какой сладостью, каким ароматом они обладают, когда их пригреет ясное солнышко В лучах солнца ускоряется рост и развитие растений, увеличивается количество, усиливается питательность плодов Как это доказано опытами ботаника Декандалы, а также новейшими опытами Джон Клайфон и над ростом и плодовитостью бобов под влиянием солнечных лучей и рассеянного дневного света Тени Причем полу Звездочка В беспрерывном своем действии свет необходим как лечащим, так и лечащимся Гиппократ Вода, конечно, свое сделает, однако не все Выше стоит воздух, наивыше свет 11 Рикли 14 Лилось в первом случае мощность развития, значительная величина и вес бобов, во втором хилость, малые размеры, недозрелость их, которая с каждой следующей посадкой тех же бобов все ухудшалось и, наконец, при четвертой посадке хотя появились листья и цветы, но, увы Без плодов Сходное действие солнечного света наблюдается и в животном царстве Известно, что лошади, работающие в копьях, слепнут от отсутствия света В недавно открытой сталактитовой пещере в Канаде, штат Миссури, в которой находится большое озеро, служащее началом реки Танка, нашли много пауков, тысячи ножек, жучков, стрекоз и саламандр, но все эти животные слепы и лишены ярких окрасок Тицициани и филети указывают в своих наблюдениях, что молодые кролики, тщательно охраняемые от проникновения света, погибают, тогда как другие, при обыкновенных условиях действия света, увеличиваются в весе Точно так же нас учат опыты Графенбергера на кроликах и Диме на детях, заключенных частью в светлые, частью в темные помещения, что под влиянием света обмен веществ и температура тела повышаются, выделение углекислоты и мочи усиливается и кроветворение улучшается При отсутствии света наблюдаются противоположные явления Голова стик 11, говорит один американский врач Диэр Мур, помещенный в темное место, никогда не станет лягушкой, а ребенок, лишенный свободного небесного света, вырастает уродливым идиотом, вместо красивого и разумного создания Поэтому мы находим в глубоких темных ущельях Швейцарии, куда прямой солнечный луч никогда не проникает, ужасная слабоумие, бросающаяся путешественнику невольно в глаза Это какое-то особенное меланхолическое тупоумие Многие из жителей этих ущельей не умеют говорить Некоторые глухи, иные слепы, а другие совмещают разные из этих недугов, вообще все они калеки Я вполне уверен, что и в отдельных домах существуют, хотя и не всегда ярко заметная, разница в душевных и физических силах их обитателей в зависимости от расположения комнат на солнечную южную сторону и на постоянно плохо освещенную северную Заразительные болезни свирепствуют на теневой стороне улицы, оставляя солнечную сторону нетронутой Даже при лихорадках наблюдается обыкновенно то же явление Как разносторонне благотворное действие солнечного света Оно не только улучшает работу нервов, усиливает обмен веществ в организме, питание тканей и газовый обмен в легких и коже, но и служит лучшим дезинфектором воздуха, ибо окисленный солнечными лучами кислород Озон Становится сильнейшим разрушителем всякого рода гнили, миазм брожения и бактерий Даже туберкулезная, чахоточная, и сибириазвенная бациллы не в состоянии устоять против солнца, и погибают под влиянием его лучей Можно ли найти более могущественное средство, так щедро расточаемое Матушкой Природой для благ человечества, пренебрегающего им именно в тех болезнях, которые зиждятся в неправильностях крови и плототворения? Имя упомяну тага выше физиатра Арнольда Рикли, который впервые обратил всеобщее внимание на целебные свойства солнечного света и научил на деле применять этот небесный дар к лечению болезней, останется незабвенным в истории физиатрики Надо видеть собственными глазами 15. Как быстро всасываются выпады и отеки, какую упругость приобретают дотоле вялые, малокровные мышцы, как суживаются расширенные сосуды при рациональном применении общих и частных солнечных ванн Смотри, таковы! И после всего этого, как не станет досадно и прискорбно видеть малокровных барышень, отравляющихся понапрасну железом, пухнущих от мышьяга яда Мышляка, в тщетном предположении улучшить этим путем состав своей крови, одновременно усердно оберегающихся всеми возможными средствами от непосредственного влияния Солнца, этого бесплатного чудотворного лекарства Ведь Солнце, и только Солнце с его живительными, химическими, тепловыми и электрическими лучами им-то и не достает Многие, однако, полагают ошибочно, что благотворное действие Солнца выражается исключительно в его теплотворных лучах Будь оно так, то баня с избытком заменила бы Солнце Нет, не теплота, а лучевая энергия составляет этот могущественный эффект Солнца, причем лучи его не только освещают тело, но и пронизывают его насквозь, в чем легко убедиться, всматриваясь хотя бы в протянутую против сильного света рук Всеми цветами спектра Радуги Так мудро соединенными в один общий белый цвет, мы можем пользоваться также в отдельности с лечебной целью Смотри световые ванны Холод Чрезмерное раздражение делает телесные ворсинки ломкими, а сухими Ледяными ваннами мы достигнем лишь преждевременную старость и сократим свою жизнь Доктор Вальсер Самые нежные степени холода, от воздействия обыкновенного комнатного воздуха на непривычную обнаженную кожу и до более низких температур воздуха и воды, все они могут служить целебными средствами при лечении болезней Кому не бросалась в глаза разница в состоянии сил и аппетита летом и зимою Там вялость, изнуренность, упадок сил, отсутствие аппетита, здесь бодрость, выносливость организма с повышенным аппетитом Все органы работают напряженно, а усиленный обмен веществ требует усилен 16. Ногопитание Еще нагляднее выступает благотворное действие холода при воспалительных заболеваниях Когда раздраженная от изобилия блуждающих в ней ядовитых веществ кровь ведет усиленную борьбу с инфекцией Когда легкие, работая поверхностно и учащенно, не в состоянии воспринимать достаточного количества кислорода для покрытия чрезмерных трат То первым условием лечения ставится забота об усилении притока свежего, а главное прохладного воздуха Необходимого не только для постоянной замены из раба-таннага легкими кислорода, но и для усмирения разгоряченной крови Обыкновенно принято поступать иначе Окна закупориваются, а духа-то и вунь вот пища изнемогающего больного Ведь можно простудиться 11, говорят бабушки, воспитанные в предрассудках о вреде воздуха и в боязни простуды А между тем еще никем не доказано, чтобы воспалительный больной мог на свежем воздухе простудиться Больные с повышенной температурой вообще не простуживаются 11, говорит проф. Юргинсон И правильность моего утверждения ныне едва оспаривается 11 Если уже прохлада комнатного воздуха так приятно больному, то гораздо интенсивнее действует на улучшение его благосостояния Прямое охлаждение тела частыми обмываниями водой соответствующей температуры, пеленаниями и ваннами Тифозный, скорлотенозный больной, мечущийся во все стороны в тяжелом бреду, успокаивается после 2-минутного пребывания в прохладной ванне и становится рассудительным Надо видеть эту быструю перемену к лучшему, чтобы изумиться, поразиться такому моментальному действию воды С которым не может сравниться ни одно из средств иных систем лечения, так как здесь не получается ложный эффект симптоматического лечения, то есть мнимое самочувствие, а истинное благотворное целебное действие, которое с каждым следующим приемом становится все лучше, все прочнее Благодаря применению холода в виде обмываний, пеленания и ванн смертность, примерно от Тифа понизилась с 30-40% до 6-7% Такие же поразительные результаты достигаются при нашем лечении дифтерита Воспаление почек при скарлатине стало под влиянием водолечения прямо археологическую редкостью Казалось бы, что самым лучшим средством для освобождения организма от ядовитых продуктов и понижения таким образом температуры, было бы не охлаждающее, а скорее патагонное лечение К сожалению, оно применимо только в скоропроходящих острых заболеваниях, где не требуется сбережение сил на продолжительное время Кроме того, есть типичные инфекционные заболевания Тиф – воспаление легких, в которых патагонные приемы скорее вызвали бы общий упадок сил, нежели потение В таких случаях самое главное противодействовать ослаблению организма, а поэтому с целью освобождения его от болезненных веществ Токсинов Нам не удастся апеллировать к кожным выделительным органам, а остается только могущественной поддержкой естественных лечебных сил, при помощи холодных, укрепляющих приемов, повлиять на успешную борьбу их с инфекцией Но не только наружное применение холода улучшает состояние такого больного, мы можем еще дополнить лечение и внутренним употреблением холодной воды, в виде прохладительного питья и холодных промываний Лед и ледяная вода применяются в физиатрике в самых исключительных случаях, а именно там, где 17 Требуется вызвать сильнейшую реакцию, то есть сильнейший обратный прилив и отвлечение, напр В последнем стадии холеры, при замерзании Что же касается воспалительных состояний, то здесь физиатрами лед никогда не употребляется, ибо это означало бы полнейшее незнакомство с основными правилами физиологии и водолечения Странно думать, чтобы столь сильный раздражитель мог успокаивать раздраженные части Тем более, что унять воспаление посредством физического действия резкого холода возможно лишь тогда, когда удастся притупить, парализовать чувствительность в данной области доведением ее до безжизненности, до замерзания Неудивительно, что для этого потребуются циолы и недели замораживания, тогда как при местном успокаивающем пользовании прохладной водою при содействии общих отвлекающих приемов, достаточно было бы стольких же дней, чтобы устранить воспаление Как следствие сказанного, безостенчивого оперирования резким холодом наблюдаются зачастую упорные ревматические, а также паралитические явления сплошь до гангрены Антонова огня На месте применения холода, а при воздействии на голову выпадения волос от прекращения их питания и ослабления мозговой деятельности Проявляющееся повсюду сознание вреда подобного начинания побудило к следующему видоизменению применения льда Держат последний до охлаждения данной части, затем снимают, дабы при надобности опять приложить Худшага нельзя себе представить Здесь нельзя уже подыскать оправдание ни в физическом, ни в физиологическом действии холода Резкое первичное охлаждение вызовет сперва прилив, как это всякий испытал при игре в снежки Причем прилившая кровь скопится, в засаде вблизи охлажденного места, чтобы в сипу реактивного действия холода Точас после отнятия мешка со льдом, обнаружить свое превратное действие на больной орган в виде бурнага Активнага прилива И это я наблюдал неоднократно в тех болезнях, как НАПР Кровоизлияние в мозг, когда запрещаются спиртные напитки во избежание прилива крови к ломким сосудам мозга А сказанную гидропатическую гимнастику их помощью льда частенько применяют, из предосторожности Если такие понятия существуют по отношению ко льду как самому ходкому из общепринятых холодных приемов То можно себе представить, какие причуды должны курсировать относительно остальных факторов естественного лечения Друг здравия 2.18 Теплота Выброт энд вин, вилчст флайш унд бин ин фючтер варме Лохан чрол звездочка Всегда здоров человек, тело катарага сохраняет нормальную температуру, но всегда болен тот, у кого температура тела переходит за предел нормальный Пров Вундерлих Под влиянием теплоты совершаются все процессы органической жизни Ведь и в природе, говорит придворный хирург и прозектор Фейзебек, теплота составляет живительный принцип Когда солнечные лучи не в состоянии пронзить густые дождевые тучи, когда продолжительное время отсутствовала солнечная теплота, тогда медленно развиваются растения, а также животные и люди не преуспевают Неужели можно предполагать иное по отношению к крови человеческого тела? Если кровь имеет только 29 градусов тепла, то рост и обмен веществ совершается вяло Как только вырабатывается немного большее количество естественной теплоты, она воздействует на улучшение обмена веществ Как удивительно велика приспособляемость живущих существ к различным температурам Мы не только выносим ужасный холод полярных стран, 32-50 градусов Р Не только находим в снегу, льду и ледяной воде живущие креатуры, но и встречаем водоросли даже в горячих источниках Форстер наблюдал растительность вблизи действующих вулканов при температуре почвы в 79,2 градуса Р Гумбольд находил живые рыбы в горячих вулканических водах, а в Южной Калифорнии проживают и размножаются в бассейне, адской пещеры Масса небольших ярко-красных черепах при температуре в 87 градусах Р Но и человек чрезвычайно вынослив В горячей ванне в 36,4 градуса можно пребывать около 8 минут Руки выдерживают 40,4 градуса, но не выносят 41,3 градуса При 48 градусах в наружных покровах тела ощущается сильнейшая боль Гораздо лучше переносится сухой горячий воздух Известны случаи Дух Эммл делает, что девушки-булочницы пребывали 12 и более минут в печке, где пекся хлеб и жарились бифштексы при температуре 96-105,6 без особенных изменений в самочувствии Айсайок Ге, названным «огненным человеком», рассказывают даже, что он имел обыкновение входить в печь, имеющую около 160 градусов Р Наконец, человек переносит хорошо и накопление собственного тепла при воспалительных заболеваниях Если нормальная температура тела под мышками Смотри термометр и температура Доходят до 40 градусов То мы такое состояние именуем уже сильным жаром, тогда как сравнительно Звездочка Как хлеб и вино, так и тело и кости произрастают во влажной теплоте Иоанн Шрот 19 В безопасных случаях воспалительных заболеваний, НАПР Горловая жаба, свинка, перемежающаяся лихорадка, температура тела часто переходит в 41 градус В других случаях неоднократно наблюдались, доказанным образом, температура в 43, даже 45 градусов Целебное действие теплоты чрезвычайно разнообразно Мы согреваем ею холодные конечности тела для урегулирования правильного распределения крови в организме Этим уменьшаем воспаление, то есть чрезмерное скопление крови в иной части тела Мы сберегаем ею расходование жизненного тепла недоношенных новорожденных и изнуренных малокровных Теплотой мы пользуемся для рассасывания выпатов и гнойников, то есть для образования искусственного полнокровия в данной области и улучшения здесь борьбы крови с вредоносным началом, а также для извлечения из тканей вредных отложений и введения их в общее кровообращение, где они нейтрализуются и выводятся наружу через выделительные органы Ею же мы производим созревание нарывов При более продолжительном воздействии теплоты, получаемой извне или вводимой внутрь, или же являющейся следствием усиленной мышечной работы, происходит раздражение потовых центров и вызывается потение, действие катарага весьма благотворно, особенно в различных заболеваниях лимфы и крови Простуда, английская болезнь, золотуха, худосочия Есть многие, которые полагают, что все равно каким образом достигнуть потения и верят в тождественность потения, вызванного физиатрическим и химическим путями Новейшие опыты подтвердили и здесь преимущество естественного способа Самый ядовитый, а поэтому самый целебный для данного больного пот, выделяется при потении от применения высокой теплоты или усиленного движения Самый же недействительный, ибо не очищающий организм от продуктов обмена веществ и различных других ядовитых соединений А содержащий преимущественно воду с примесью введенного лекарства, это пот, вызванный напр Салициловым натром, пилокарпином и другие Ядами Смотри пот и потение Но и теплота, смотря по способу и продолжительность ее применения, может иметь свою вредную сторону Если напр Держать тело долгое время в постоянно однообразной температуре, продолжительным пребыванием в постели, частым потением или воздействием летних жаров, то все это ослабляет нервы, мышцы, сосуды и органы Они теряют свою упругость, обмен веществ ухудшается, аппетит пропадает, кровь становится густой и раздражает нервы, мышцы и разные органы Особенно при назначении ослабляющих энергию патагонных приемов, надо знать меру, надо строго индивидуализировать, имея в виду, что вся наша жизнь состоит из контрастов Для удержания наших жизненных сил в постоянном бодрствовании, необходимо упражнение их при содействии чередования напряжения с расслаблением Этим великим естественным законом нашего существования мы обязаны гениальному Карлу Буктинштету Он дал нам анализ понятия о жизненной энергии Доктор Джи Бертонсон С. Питерсбек Дай Бетенстет Челебенскрафт Юбертрагн Кунцпанунгстерой Два звездочка, двадцать Он разъяснил нам, не будучи сам врачом, многое да то ли необъясненное в применении нашей системы Он доказал возможность заражения посредством нервной передачи как болезнью, так и здоровьем Ослабление жизненности животной клетки, этой мельчайшей составной части, этой канвы нашего организма, есть начало его гибели Вот почему ни одна из существующих лечебных систем, не обладая средствами для естественной поддержки органической силы, не достигает столь блистательных результатов, как физиатрика Вот почему ни один физиатор не допустит потери упругости ткани и не оставит рассабленное, напр После согревающего компресса, горячей ванны или потения, тела без последующего его укрепления посредством прохладных гидриотических приемов, необходимых для восстановления ослабленной энергии, пониженного напряжения в тканях Вот почему мы так строго дозируем величину раздражения и ослабления, так приноравливаем температуру и силу лечебного приема к силам организма, остерегаясь дать перевес ослабляющим приемам Каковое тонкое индивидуализирование приобретается только продолжительной практикой в применении исключительно факторов физиатрического лечения Вода Аптотофра Аппиатир Наилучшая вода Пиндор Вода, специально водолечения, побеждает все вообще излечимые болезни, ибо различные применения воды имеют целью вырвать корень болезни Она в состоянии А. Растворять в крови болезненные вещества Б. Выделять растворенное В. Восстановлять правильную циркуляцию крови Наконец, Г. Укреплять расслабленный организм, то есть побуждать его к новой деятельности Отец к ней Какую выдающуюся роль играет вода в нашей жизни Это уже яствует из ее значительного распространения в природе, где она составляет ион всей земной поверхности и почти столько же нашего тела Она встречается в природе в трех различных видах В парообразном, жидком и твердом К первой категории принадлежат водяные испарения, туманы, облако, которые все более сгущаясь образуют росу, дождь, а при сильном охлаждении и не снег и град При массовом сцеплении влага образует воду, а последнее, при воздействии резкого холода лед Кроме этих физических, 21 свойств воды, мы подразделяем ее, смотря по месту ее нахождения и химическому составу, на ключевую, речную, прудовую и колодезную, а также дождевую и дистиллированную Перегнанную Из них первая при высокой ее прозрачности и нормальном химическом составе, самая вкусная и самая здоровая, тогда как колодезная содержит много извести, поэтому на ощущение жестка и именуется «твердой 11 водою», в отличие от «мягкой 11 речной и прудовой воды» Дождевая и дистиллированная вода совершенно безвкусной, ввиду отсутствия в них воздуха и необходимых солей, непригодна для питья Количество содержания в воде различных химических соединений, как-то Азотной кислоты, хлора, серной кислоты, извести магнезии, а также органических веществ, зависит от свойств данной почвы НАПР Ключевая вода, проходящая через гранитные и глинистые породы содержит самое малое количество растворенных веществ, вытекающие из известковой почвы богато известью В болотных и торфяных местностях вода имеет гнилостный вкус и запах от примеси илу и органических веществ Физико-химические свойства питьевой воды состоят в разжижении тканевых влаг и принятой пище, растворении последней и приведении ее в удобовсасываемое состояние Часть принятой вовнутрь воды выделяется обратно в виде различных отделений и выделений, так что ежедневная потеря организмом воды доходит до 3 литров Следствием чрезмерного выделения влаг или уменьшения введения жидкостей, является жажда Первое мы наблюдаем при сильном потении и при болезнях, связанных с большими потерями жидкостей, НАПР При простом и сахарном мочеизнурении Смотри А также при сильных поносах, особенно холерных Смотри Второе при голодании и сухой диете Смотри При голодании первым и самым томительным симптомом является жажда, которая, вследствие сгущения крови и задержки кровообращения ведет быстро к смерти, тогда как такое же голодание при достаточном потреблении воды переносится сравнительно легко Многие помнят наделавшего столько шуму американского врача доктора Таннера, который несколько раз повторял опыт сорокодневного поста, поддерживая свою жизнь исключительно питьем воды Это объясняется не только пополнением израсходуемой влаги, но и химическим составом самой воды, служащим своего рода питанием для организма При процессе всасывания и утилизирования самой воды играют громадную роль так называемые астматические явления, которые лучше всего поясняются примером Если в сосуд с пресной водой погрузить пузырь, наполненный насыщенной соленой водою, то несколько часов спустя можно убедиться помощью вкуса и показания ариометра, что вода как в сосуде, так и в пузыре получила совершенно одинаковый вкус и густоту Это свойство животных перепонок уравновешивать плотность различных жидкостей, мы наблюдаем не только в тканях нашего тела, но и пользуемся им в домашнем хозяйстве, напр При настаивании вишени другие Ягод на водке Вишневка, сливняк, рябиновка Причем часть водки переходит в ягоды, замещаясь выделяющимся из них фруктовым соком Явление это основано частью на волосности сосудов перепонки, частью ж На законах равновесия, которому все стремится в природе 22. Если мы выпьем стакан чистой дождевой или дистиллированной воды, то она, имея гораздо меньшую плотность Чем тканевая влага, быстро всосется через стенки желудка в ткани организма, разжижая и вымывая тканевую влагу Таким образом, вода лишает последнюю необходимых питательных солей, производит набухание и гибель самой клетки, то есть основание ткани и вызывает тошноту, рвоту и явление острога катара желудка Поэтому такая вода не только непригодна для питья, но, по свидетельству проф Шотдебергера, Лебрейха и другие Составляет даже сильную отраву Природный лед, будучи вследствие его медленного замерзания, чище искусственного, особенно вреден и если больной чувством отвращения не предостерегается от приема его вовнутрь, то это лишь благодаря притупляющему действию холода на вкусовые ощущения В Гаштейне имеется источник Если она долго стояла и умерщвленные кипячением грибки, водоросли и инфузории перешли в гниение, что летом довольно быстро наступает С другой стороны, избыток различных посторонних примесей к воде производит обратное действие Имея больший удельный вес Густоту По отношению к крови и тканевой влаге, она почти совсем не всасывается, а напротив, жидкости организма перейдут в нее, осушивая ткани, сгущая кровь Жажда Затрудняя ее отциркуляцию и обмен веществ Избыток соленой воды в кишках производит расстройство пищеварения, понос, упадок сил и исхудание, наконец, при продолжительном употреблении таких Минеральных Вот, организм будет принужден выделять излишек солей преимущественно через почки и мочевой пузырь, раздражая их чрезмерно и вызывая различные заболевания сих важных органов Смотри воспаление почек, катар мочевого пузыря, каменная болезнь Вот причина, почему все употребляющие минеральные воды всегда, рано или поздно, наживают себе дополнительные серьезные заболевания, всегда худшие того страдания против катарага они принимались Как только где-либо из почвы вытекает минеральная вода, представляющая продукт химических процессов, внедрив земли, точас человеку кажется, что она предназначена для его здоровья И чем хуже ее вкус, тем выше он ее ценит, а если она ко всему этому еще издает противный запах, то он видит в ней идеал, с ее ли многоисточника 11 Проглотившись чувством тошноты и отвращения несколько чашек такой минеральной воды и получивший от нее понос, он убеждается, что им кое-что достигнуто, что он учинил кое-что полезное для своего здоровья О грозях жаль терять слов, ибо один уже термин, грязь 11 доказывает, что она с гигиеной ничего общага иметь не может, ее же патагонное и раздражающее кожу действие всецело заменяется соответствующими физиатрическими приемами По отношению к углекислым, шипучим водам надо иметь в виду, что их свободная газообразная углекислота легко всасывается в кровь, расширяет сосуды и увеличивает давление крови 23. Вследствие чего является усиленное сердцебиение, чувство опьянения с возвышенным настроением духа, отрыжка от расширения желудка газами и прилив крови к голове Здоровому, конечно, при редком употреблении такой воды, все сойдет, но когда ее пьют за поем, как это делается на курортах, якобы с лечебной целью, то вред такого питья неминуемо обнаружится различными расстройствами в кровеносных и пищеварительных органах Особенно у малокровных и тучных субъектов, принимаемыми за благотворное аккуративное действие Последнее легко оценить правильно, если принять во внимание, что этот газ, являющийся физиологически доказанным образом, последним продуктом ретрогрессивного обмена веществ, от катарага все живущие создания всеми силами стараются освободиться, организму от них не может быть полезен 11 Хиорзак, Мус, Луэн Суммируя все вышесказанное, мы получаем тот вывод, что здесь, как и повсюда, следует придерживаться золотой серединки и пить поэтому ту воду, которая привлекает своею прозрачностью, в которой не чувствуется ни особой жесткости, ни отдельного запаха, ни посторонява вкуса Речную воду надо фильтровать через гигроскопическую вату, белую пропускную бумагу или угольный фильтр Во всяком случае, эта жизненная вода в 100 крат здоровее воды мертвой переваренной Хорошая проба на пригодность воды для питья состоит в следующем Прибавив к стакану исследуемой воды За чайной ложки сахару, оставляют ее простоять 48 часов Если после этого в воде окажется хлопчатая или молочная муть, то такая вода для питья в обыкновенном виде не годится Самым же ненадежным показателем загрязнения вод следует признать количество находящихся в них микробов С этим согласится всякий, кто лично занимался санитарным исследованием воды 11 Проф. В. Хлопин Это воочию доказали тифозные эпидемии, а также страшная холера в Гамбурге в 1892 году Многим кажется непонятным, как можно лечить все болезни водою, и они не могут допустить, чтобы простая мокрая вода могла больше сделать, чем смачивая вода Кожа и очищать ее при помощи мыла, служить приятным охлаждением в жаркие дни или же основанием для подделки различных напитков К сожалению, мне приходилось неоднократно в этом убеждаться, понятие это имеет еще очень большое распространение Постараюсь поэтому дать объяснение действию воды на организм Всем известно свойства воды разжижать, растворять соки, очищать кожу и слизистые оболочки, наконец ее согревающая и расширяющая, в противоположность охлаждающему и сжимающему ее действию Все эти явления причисляются к физическим свойствам воды, то есть происходящим без участия нервной системы, ибо наблюдаются в природе даже на телах неводушевленных Однако, одновременно со сказанными явлениями мясного действия воды, мы легко можем подметить еще иного рода влияние таковой на живой организм Именно как только холодная вода коснется кожи, последняя моментально бледнеет, чтобы при прекращении воздействия дать место резкой красноте с ощущением повышенной теплоты Одновременно появляются различные непроизвольные движения не только в данном участке тела, но и на расстоянии от него, при явлениях якобы испуга, самозащиты Напр При брызге 24. Воды в лицо, невольно закрываются веки, мускулы лица вздрагивают, голова отстраняется, тело отворачивается, даже руки принимают оборонительное положение У находящихся в обмороке вырывается при этом глубокий вздох, и они приходят в сознание Такое действие воды не происходит от нашей воли, а совершается при участии нервов и мозговых центров на основании известных физиологических законов, по которым раздражение передается чувствительными нервами кожи на головной, затем спинной мозг, а оттуда, посредством возбуждения мышцы и сосудодвигательных нервов, получаются различные эффекты, соответствующие силе и месту раздражения Один из главнейших законов при применении водолечения, основанный именно на сказанном физиологическом действии воды, это закон реакции, гласящий Обивы ретатия, и биофлаксос или другими словами, чем сильнее раздражение, тем сильнее прилив крови к месту раздражения Если бы все, принимающиеся за водолечения или назначающие оное безо всяких познаний, а лишь под наитием личной фантазии, руководствовались хотя бы этим принципом, наверное не получалось бы столько грубых, непростительных физиологических ошибок при применении и назначении воды, какие нам на каждом шагу встречаются Одну из таких несообразностей я упоминал раньше относительно применения мда На другого рода ошибки я буду указывать при всяком подходящем случае Законы физиологического действия воды настолько установлены прочно, практические наблюдения настолько подтверждены многочисленным опытом преданных сторонников водолечения, что ныне для получения верного действия не требуется внушительных приспособлений, никелированных кранов и других блестушек, а только точных специальных познаний при скромнейших водолечебных приспособлениях, имеющихся на лицо в каждой семье звездочка Не требуется даже непосредственного применения воды на больное место, ибо, большую частью, влияние на отдаление 11 вернее мясного воздействия При воспалении правой стопы достаточно менять согревающие, выжатые из холодной воды компрессы, на правом бедре или даже на левой ноге, чтобы победить воспалительный процесс Сходные действия наблюдал случайно проф. Сэмюэль в Кёнигсберге Погружая в холодную воду здоровое ухо кролика, он замечал каждый раз исчезновение всех симптомов воспаления в больном, кратонизированном ухе При воздействии холодом на женскую грудь сжимаются сосуды матки, а при погружении кистей рук в холодную воду сосуды легких Обратное действие вызывает теплота Кому напр? Неизвестно, что горячие ножные ванны не отвлекают кровь от тазовых органов, а напротив привлекают ее туда, вызывая маточные и геморроидальные кровотечения Таким образом, мы можем по желанию влиять на кровообращение, произвольно то увеличивая количество крови в данном органе и расширяя его, то уменьшая его полнокровие и суживая он и Производя непродолжительные приемы, как-то Кратковременные, прохладные до холодных, обмывания, ока Звездочка Я бы желал, дабы было обращено внимание на то обстоятельство, что отнюдь не требуется большого разнообразия в приспособлениях для достижения хороших гидротерапевтических результатов Доктор Коэт 25. Чевание души, погружение или ванны, самостоятельно или в связи с предварительным согреванием тела, если оно малокровное или холодное Мы тонизируем, то есть укрепляем посредством нервов мышцы и внутренние органы, производя нечто вроде их гимнастических упражнений Далее вода, в виде согревательных и паровых компрессов, может размягчать опухоли, а также разжижать напр Мокроты, а последующим холодным обмыванием или обливанием согретого участка, производить от харкивания таковых Для рассасывания выпатов и гнойников требуется обыкновенно продолжительное местное применение теплоты, а на отдаленные части короткие холодные приемы При невозможности достигнуть рассасывания, мы способствуем местными согревающими компрессами и паровыми приемами созреванию и вскрытию опухолей При раздражении нервов мы успокаиваем таковые прохладными компрессами, пеленаниями или тепловатыми ваннами на всю поверхность тела или на органы, находящиеся в раздражении, а при болях от воспаления отвлекаем, кроме того, кровь от воспаленного органа к здоровым частям тела При нервных же болях применяем теплоту в виде общих или местных приемов Наоборот, при упадке энергии, меланхолии, назначаем раздражающие холодные или горячо-холодные приемы То же самое, если надо холодный нарыв превратить в жизнедеятельный, воспалительный, или если необходимо вызвать скрытые скарлатинозную или другие сыпи на кожу Имеются также приемы, усиливающиеся обмен веществ и очищающие кровь Имеются мочегонные, кровегонные, желчегонные, патагонные, слабительные средства, а также различные гематогены Кровеобразователи И антитоксины Обезвредители инфекционных веществ И все это способно произвести с удивительной верностью одна и та же, мокрая, невинная вода Для проявления сих разнообразных действий имеется масса различных водолечебных приемов, описанных подробно во второй части книги под соответствующими буквами алфавита Вот краткий перечень этих приемов Обмывание, вытирание и растирание Купание и различного рода ванны Погружение тела и его частей Хождение в воде Обливание, окачивание, дождевые и струевые души Питье воды Клистиры Промывание различных полостей тела Компрессы и пеленания Сильно согревающие и патагонные приемы Паровые компрессы, паровые и сухие ванны 26. Питание От плохого питания и плохого воздуха не умирают тотчас, но медленно, верно и преждевременно Доктор Зандерагер Пищевые свои продукты следует получать от сельского хозяина, от садовника, но от них не от аптекаря или химического фабриканта Пров. Доктор Бунге Какой удивительный химик наш организм и как ловко он извлекает из различной пищи необходимые ему химические препараты Рот, желудок, кишечник, лимфатические и кровеносные сосуды и все органы нашего тела до мельчайшей клетки, все они участвуют в непрерывной работе перерабатывания доставленного материала в составной части нашего организма Прав Фейербах, говоря, что человек – продукт пищи звездочка Ибо соответствующее питание дает все необходимое для поддержки нашего здоровья и продления нашего существования, несоответствующее же питание ведет хотя медленно, но зато верно к преждевременной гибели организма При установлении правильного диететического режима встречается масса затруднений, вытекающих не только из окружающей среды, климатических и социальных условий и вековой привычки, но и из измененного состояния здоровья данного организма и неправильности работы его органов Какое выдающееся влияние на различия в питании имеет климат, это подтверждается сравнением в этом отношении различных народностей Жители холодных стран питаются напр Преимущественно жирами и мясом, умеренных смешанной пищей, а жарких растительной пищей Если японский полонкиноносец, при питании рисом и фруктами проходит ежедневно бегом до 50 километров Верст Если итальянский каменщик при кукурузном хлебе и винных ягодах пли при паленте Густом отваре кукурузной муки, крупы, хлебе, маслиных и сыре от утра до вечера тяжело работает, то эскимост Или лапланлиц от такой диеты, наверное, быстро отправился бы к своим праотцам Организм поневоле должен приспосабляться к местным условиям, а привычка становится для него уже второй натурой В более слабой форме мы у нас можем подметить разницу в температуре воздуха и соответствующей диете Зимою, как мы указывали раньше, все органы работают усердно и могут справиться с более тяжелой пищей, требуя усиленного питания Летом же, вследствие ослабления организма Звездочка Один больше, чем Ек Мэн Шист Воса Ист Фуэр Бач 21 Вырабатывается меньше пищеварительных соков, аппетит уменьшен, органы слабы и даже не вегетарианец Инстинктивно переходят на легче перевариваемую растительную пищу, чувствуя отвращение к мясу Очень многие еще полагают, что именно мясная пища принадлежит к самым питательным и легко перевариваемым блюдам И что без мясной пищи человек сделался бы хилым, негодным к труду Постараемся выяснить, насколько этот взгляд соответствует истине Во-первых, мясо, в противоположность общепринятому поверью, требует значительно большого времени для переваривания, чем какая-либо другая пища Рис-напр Переваривается в течение одного часа Яблоки, сырые яйца, овсянка в 172 часа, свежее молоко в 2 часа, затем уже идет мясо в разных видах, требующее от 3,5-2 ч Для переваривания Смотри пищеварение Этим продолжительным пребыванием мяса в желудке и объясняется, почему публика называет мясные блюда сытной едой, тогда как при растительной пище вскоре опять хочется кушать Понятно, что после мясного обеда человек на много часов гарантирован от новой потребности воспринятия пищи, тем более, что желудок после такого труда и громадного расхода пищеварительных соков Ослабевает и пожелает еще некоторое время отдохнуть, чтобы набрать свежих сил, но это еще не доказывает преимущество мясной пищи по отношению питания организма В-вторых, мясо содержит большое количество различных весьма вредных для организма экстрактивных веществ, из коих креатин, креатинин, ксантин, сардин, тирозин особенно вредно влияют на нервную систему, а калиевые соли раздражают сосудистую систему Неудивительно, поэтому, что у питающихся мясом так сильно преобладают неврастения, животные инстинкты и преждевременное половое развитие, а также перерождение сосудов, сердечные и худосочные заболевания В-третьих, мясная пища, изготовленная из мертвой и быстро разлагающейся ткани, содержит в изобилии разные гнилостные трупные яды, птомоины и другие ядовитые белковые соединения, лейкомоины, загрязняющие наш организм Особенно богаты различными ядовитыми, токсическими, продуктами, дичь, рыба, устрицы, раки, старый сыр и тому подобное Смотри пищевые животные продукты и отравления Наконец, сырое и плохо поджаренное или плохо прокопченное мясо содержит личинки различных животных паразитов, причиняющие нам тяжелые страдания Смотри трихины, глисты Мне ответят, что несмотря на все это, крепкий бульон, которым угощают больного, несомненно весьма питателен Хотел бы я знать, в чем состоит эта его питательность Белок, катарага знаменитый Либих, изобретатель, мясного экстракта 11, считал идеалом питания Чистоплотная хозяйка тщательно снимает и выбрасывает в виде загрязняющей суп пены, накипя По отношению к клеидающему веществу хрящей, сухожилия и костей послушаем того же проф Либиха, впоследствии сознав шага свою ошибку касательно питательности мясного экстракта Доказано самыми убедительными опытами, что клеидающее вещество, само по себе безвкусное и вызывающее отвращение при употреблении его в пищу, не имеет ни 28. Какого диетического значения? Что оно, даже в соединении со вкуснейшими частями мяса, не только не в состоянии поддерживать жизненный процесс, но, напротив, умаляет он и, будучи скорее вредным, чем полезным 11. Об экстрактивных веществах и их вредном влиянии на нервную систему мы уже говорили Как ложно определяют диетическое значение мясных блюд, это яствует исследующего расчета Всякому 11, говорит доктор Рубнер, гораздо легче принять литра молока, чем фунта 250 грамм Мясо В общем принято считать такое количество мяса с 200 граммами хлеба более питательным завтраком, чем большой стакан молока 50 С двумя ломтиками хлеба, 200 граммов И 60 граммов Масло, тогда как в действительности последнее содержит более чем двойное количество питательных веществ 11 После всего приходится верить проф Верхову, что если бы не крупа, овощи, хлеб и другие Приправы к мясному супу, то при исключительном потреблении мясной пищи, мы умерли бы голодной смертью, ибо по авторитетному свидетельству этого ученого, а также проф Сиджан, Войт, Клемперер, Лейман и другие Мясной бульон не принадлежит к изряду питательных веществ, а служит лишь возбудителем, вернее раздражителем, нервной системы, сходным по действию с чаем, кофе, вином, водкой, табаком и пряностями Перец, корица, ваниль, горчица и тому подобное Все они не питают организм, не придают ему силы, а служат физиологическим для него бичем, то есть действуют наподобие кнута на изнемогающую лошадь Чтобы себе вполне уяснить всю мнимую пользу мясной пищи, надо принять еще во внимание возбуждающее ее влияние на без того болезненную раздражительность нашей нынешней нервной системы, напряженной до крайности в погоне за добыванием средств к существованию, а также отсутствие в мясной пище тех солей, которые должны пополнять ежедневную трату организму Действительно, мясо содержит кроме всего сказанного немного фосфорной кислоты, остальные же минеральные вещества находятся в мясе в таком ничтожном количестве, что о них и речи быть не может, напр По отношению к железу оказывается, что содержание его в зале составляет По вулфуай, для слив 3,2%, для крыжовника 4,56%, для земляники 5,89%, для яблок еще 1,40%, а для воловьяга мясо 1,7%, для телятины лишь 0,27% Между тем, для правильного функционирования организма для питания, роста и обновления всех его органов, необходима наличность 12 Минеральных веществ, каковые суть Известь, магнезия, калий, натрий, железо и марганец, связанных с хлором, фтором, фосфорной, серной, угольной и кремниевой кислотами Эти вещества поэтому именуются питательными солями Химик Джулиас Хензелл, впервые указавший на великое значение последних, предложил ряд неорганических химических препаратов для прибавки к малопитательной пище и для лечения различных болезненных состояний Но он упустил именно из вида, что человек так создан, что не может усваивать неорганические вещества, если они предварительно не перетерпели известное изменение проходом через растительный организм Проф Ландойс Поэтому, хотя и чисто неорганические вещества легко переходят в соки Жи 29. Ватнага организма, коль скоро это допускает растворимость этих начал, но они не в состоянии служить питательными средствами, так как им не присуща способность ассимиляции или полезного усваивания Ввиду всего этого мы должны признать великой заслугой физиатра доктора Ламана, который не только заменил сказанные неорганические соли органическими, добытыми из растительных пищевых веществ, но и блистательно доказал на деле их преимущество, широко применив соответствующую растительную диету и свой растительный экстракт питательных солей в своем лечебном заведении в Дрездене Особенно богаты этими солями лиственные, зеленые овощи, салаты и тому подобное Сухие составные их части содержат в среднем 10% питательных солей, между тем как в мясе их 5%, а в зерновых и стручковых плодах лишь 3% Вот почему растительная вегетарианская диета, смотри таковую, играет такую громадную роль в питании здорового и больного организма, тем более что она содержит и прочие необходимые вещества, как жиры, белки, крахмал, в более или менее значительном количестве Ни в одном лечебном способе значение химического состава пищевых веществ и рациональное применение их при лечении болезней не развито так высоко, как в физиатрике, которая ими же заменяет химические лекарства, прописываемые аллопатию Что может сделать такая рациональная диететика, это доказал доктор Швейнингер, пользовавший ею, между прочим, князя Бисмарка В пищевых веществах содержатся все необходимые нам химикалии в самом удобоусвоямом состоянии, будучи таким образом наиболее приспособленными к воспринятию и утилизации организмом гораздо лучше, чем самые изысканные изобретения белковых соединений лекарственных составов Служащих только лишним балластом для нашего организма Физиатрика назначает напр Сливы, землянику, шпинат, яблоки вместо железа Черничный и черносмородинный кисель, как вяжущая Прованское масло, как слабительное Миндальное и маковое молоко, как успокаивающее средство, но не даст ни танина, ни ляписа, ни касторки, ни опия, ни лавровишневых капель и тому подобное Этот принцип тянется золотой нитью через всю физиатрическую науку, и тот, кто поступает иначе не имеет понятия о естественном лечении Смотри Чем больше человек стал уклоняться от законов природы, тем более он начал заменять питательные вещества возбудителями своих нервов и тем более стал обманывать сам себя по отношению к своему собственному здоровью Этот обман тем более пагубен, что он проявляет свое действие исподоль, подкрадываясь незаметно, с каждым годом все более и более подтачивая основы организма, пока наконец преждевременно не обрушится само здание К таким одуряющим средствам принадлежат чай, кофе, спиртные напитки и табак До введения первых трех Но и теперь еще в захолустьях, куда не успели проникнуть эти плоды культуры Народ питался и питается пищей, дающей ему материал для возобновления затраченных сил С появлением чая тот же труженик, вместо пищи, наполняет желудок чайной водой, если обработанные жженым сахаром, дубильным веществом и душистым маслом испитые чайные или не чайные листья заслуживают вообще этого названия, а так как сахар надо покупать, то для экономии 30. Он привыкает пить этот чай, вприкуску, не сознавая как горько он обманывает свой бедный желудок, лишая его этого единственного в чая питательного вещества Чай и кофе содержат теин и кофеин, сходные по действию раздражителей нервов и сердца, которые своим повышенным, но скоро проходящим возбуждением должны заменить питание Их главное действие состоит в том, что они делают нас нервными и ослабляют мышечную силу Они ласкают нас до смерти Такой же нервный эффект ищет ослабленный организм в якобы укрепляющем действии спиртных напитков, в водке этом истинном истребителе рода человеческого Не хватило бы ослиной кожи, чтобы поместить на ней, хотя бы краткие сведения о вреде спиртных напитков О пользе курения табака и говорить нечего Желающих ближе познакомиться со сказанными нервными ядами отношу к соответствующим статьям в практическом отделе книги Одно только можно сказать, что народ платит дорогие деньги за то, чтобы сознательно сокращать свою жизнь, по меньшей мере, на одну треть Как от крайностей по отношению к употреблению жидкостей, так и от несоответственного питания и бестолковаго применения пищи порождаются различные расстройства здоровья Недостаточное или несоответственное питание вызывает напр Тиф, циингу, золотуху, английскую болезнь, худосочие и тому подобное Неумеренность же в питательной пище, особенно при уменьшенном расходовании ее организмом, производят ожирение, артрит, подагру, желудочно-кишечные катары и тому подобное Наоборот, регулируя диету можно благотворно влиять на множество болезненных процессов При расстройстве пищеварения, голод лучший повар, то есть не должно вводить новой пищи, пока организм не справится с предыдущей, не приедет в порядок и пеодохнут, и появлением аппетита не выскажет свою готовность к воспринятию новой пищи Лучшее диетическое правило поэтому, не есть, по заказу 11, а когда ощущается инстинктивная потребность в еде и питье Иной раз приходится по неволе, морить себя голодом 11, что бывает при воспалении слепой кишки, сужении пищевода, воспалительных процессах в зеве и тому подобное В таких случаях прибегают к искусственному питанию посредством питательных крестиров Смотри таковые Многие вредят себе употреблением пищи резкой температуры Всякому известно, что те же горячий чай, суп и тому подобное Которые, попав случайно на тело, несомненно произвели бы ожоги, сравнительно легко переносятся слизистой оболочкой Так точно последние хорошо справляются с очень низкой температурой в отцей, мороженого, льда, но считать эти резкие раздражители полезным никому не придет в голову Тем более, что имеется множество наблюдений предрасположения к простуде, тяжелым горловым болезням Даже получение рубциевых сужений горла и пищевода после горячей пищи и питья С другой стороны, весьма часты заболевания дифтерией, параличом голосовых связок, тяжелыми, инфекционными 11 болезнями, бронхитами и воспалением легких от питья резко холодных напитков 31. Глотание мороженого, снега и льда В рациональной диететике принято не переходить за пределы температур, вертикальный слэш ЗО 0Р вверх и ФИА 0Р вниз Еще гибельнее, особенно для зубов, переменное употребление теплоты и холода, НАПР Питье воды во время обеда От этого пищеварительная способность желудка понижается, развиваются катаральные явления Зубная эмаль трескается от внезапных перемен температуры и происходит порча зубов Не менее вредна привычка быстрой еды, которая совершенно расстраивает пищеварение, вызывая изжогу, отрыжку, желудочно-кишечные катары, так как недостаточно пережеванная и ослиненная пища попадает в неподготовленном виде в дальнейшие органы, которые не в состоянии работать за двоих, да и не обладают подходящими для замены друг друга приспособлениями Большие индивидуальные разности и особенности встречаются у различных лиц по отношению к пищевым веществам, причем в одном случае играет роль постепенная привычка, в другом организм прямо не переносит данную пищу Однако многие, имеющие естественное отвращение к рыбьему жиру, к серной воде могут наконец привыкнуть и к подобным прелестям Конечно, это не всегда удается, и организм рвотой доказывает свое пренебрежение Сюда же относится потребность организма в разнообразии в пище, играющая немаловидную роль в деле питания Самое любимое блюдо станет при частом употреблении противным, а отвращение – признак негодности его для питания Вариате, говорят Деллектат Знаменитый путешественник по Африке Стэнли рассказывает, как он и его люди всегда слабели и заболевали от однообразной пищи Они при ней страдали, болезненным влечением к мясу, граничащим умопомешательству Перспектива отравленной стрелы, астрага, как бритва копья и варильного котла дикарей-людоедов не отстрашали их от вылазок за добычу дичи Они охотились за всем Из-за какой-нибудь козы они давали себя убивать и пожирать 11 Бывает и особенное состояние организма, какое-то отвращение его к известной пище, именуемой идиосинкразией, при котором иногда даже любимое пищевое вещество не переносится и производит какие-либо общие расстройства Напр Очень многие получают после сиденных Земляники, раков или устриц, всякий раз крапивную лихорадку Всем тоже известно, как различны действия молока, производящего у одного запор, у другого понос Есть также люди, имеющие жадное влечение к неудобоваримым веществам Кушают напр Глину известь, магнезию, уголь Пьют чернила В этом отношении отличаются особыми вкусовыми извращениями беременные и истерические особы Наконец, больной орган не в силах справиться с известной пищей вследствие болезненного состояния его стенок и соков Напр При катаре желудка в желтухе, желудок не переносит жиров, а при расширении его не всасывает и не переваривает жидкой и крахмалистой пищи, а также растительной клетчатки, тогда как при нервных и острых инфекционных Болезнях, где и без того имеется изобилие всяких отбросов, при крайнем раздражении нервной системы, мясная пища безусловно ухудшает общее состояние После всего сказанного, нам станет понятно, какая сложная, тяжелая наука диететика Сколько требуется знания, сколько здравого, 32 Смысла Сметки 11 И наблюдательности, чтобы правильно применить таковую к известному состоянию данного организма, а так как по компетентному утверждению проф Верхово, рациональной диететики мы, к сожалению, еще не имеем 11, то приходится часто не только считаться с привычками и особенностями организма, но даже иногда прямо полагаться на инстинкт и личный опыт пациента, знающего из горького опыта, что ему служит во вред, а что в пользу В таком случае, при совмещении теории с практикой, диета будет большим подспорьем Полагать однако, что помогать организму пепсином или соляной кислотой, то есть угождать лености лениваго органа, равносильно лечению, значило бы отрицать рациональную терапию, которая требует, чтобы, отбросив всякое симптоматически-паллиативное образ пособия, довезть больной орган причинным лечением до такого состояния, при котором он бы сам вырабатывал необходимые ему пищеварения Воспорительные соки и сам справлялся бы с возложенными на него прямыми обязанностями Сюда же относятся общепринятые лечения за паров слабительными, внимание кислотности желудка содою, успокаивание боли наркотиками и тому подобное Устранение симптомов, вместо лечения причины болезни Мы еще будем часто встречаться с подобными воззрениями А пока хотелось бы указать на одну странность русских диететических руководств, которые большую частью переводны или составлены по иностранным источникам и поэтому для нас непригодны Недаром русская пословица гласит Что русскому здорово, то немцу смерть 11. Какая масса чудных народных пищевых веществ имеем мы в своем распоряжении и пренебрегаем ими при заболеваниях только потому, что о них умалкивает иностранный ученый, не имеющий ни малейшего понятия ни о них, ни о нас С удовольствием вспоминаем по этому слова покойного проф Моносейна, который вместе с проф С. Д. Костюрин им пользовал больного тяжелым тифом Пашутина, состояние катарага резко улучшилось, когда Моносейн дозволил ему, к ужасу некоторых коллег, кушать его любимые блюда варенец и соленый арбуз Нам русским врачам особенно следовало бы помнить, что руководство, по которым мы учимся, по большей части еще иностранные и потому в них и речи нет о наших народных кушаниях и напитках Между тем диететика изо всех отделов терапии должна быть наиболее национальную Только привычкой пользоваться иностранными руководствами им можно объяснить, что напр Такой прекрасный напиток как квас, столь редко назначается лихорадочным больным 11 33. Движение, мацион Люди, выделывающие сукна, валяют материи под своими ногами, чистят их, выбивают, моют и делают их более прочными, освобождая их от всяких нечистот То же, что относится к сукнам, можно сказать и о нашем теле, в котором вся эта чистка производится гимнастикой Гиппократ Движение составляет одно из жизненных условий, как воздух, свет и питание Человек, который все жизненные побуждения заставляют правильным образом воздействовать на свой организм, станет все-таки больным, если он не примет во внимание движения, гармонически чередуя мага с отдыхом Физиатор доктор Вальсер Всякого рода движения совершаются человеком при помощи пучков упругих волокон, называемых мышцами и составляющих двойную систему сил, из коих, смотря по надобностям, одна помогает или противодействует другой Напр Если медленно согнуть туловище вперед и вниз, то брюшные мышцы сильно сокращаются, сгибая тело, а спинные мышцы одновременно сдерживают силу этой тяги, дабы движение совершалось плавно Все двигательные побуждения здоровой мышцы исходят из спинного мозга, но стоят под контролем головного мозга, который ими управляет В больном же организме это чинопочитание может измениться до полнага неповиновения Могут являться непредвиденные головным мозгом и нежелательные движения мышц, напр Судороги, непроизвольные мочеотделения или испражнения, или, наоборот, двигательные желания головного мозга не исполняться Полные и неполные параличи Если проводящие пути Нервы Соединяющие головной со спинным мозгом или последние с мышцами повреждены, или же, наконец, сам мозг болезненно изменился Для правильного функционирования мышц, однако, еще недостаточно здоровых центров и проводящих путей Надо еще, чтобы сам мышечный аппарат был в порядке При усиленном питании мышц и недостаточном их упражнении они претерпевают жировое перерождение и теряют силу, так как жир умаляет упругость мышц Наоборот, при недостаточном питании или чрезмерной работе, мышцы становятся жесткими, теряют эластичность, худеют и превращаются, в конце концов, в простые сухожилия Поэтому, для здоровья мышц необходимо не только снабжать их достаточным количеством питательных веществ, но и способствовать полезному усвоению таковых при помощи частой смены напряжения и расслабления Это относится, однако, только к разумным упражнениям всей мускулатуры, ибо чрезмерная работа, особенно одной и той же мышечной группы, ведет к исхуданига и атрофии ее, как это мы замечаем, на икрах людей, переутомляющих ноги гимнастикой Достаточно только взглянуть на эти, спички, именуемые ногами, у балерин, цирковых наездниц и ярых велосипедистов, чтобы убедиться в справедливости сказанного Это обратная сторона медали Однако нам гораздо чаще приходится встречаться с более или менее тяжелым ослаблением и гибелью мышц от недостатка питания и упражнения, чем с переутомлением их Нынешние извращенные условия жизни ведут самостоятельно к такой гибели мускулатуры от бездействия насчет мозга, который должен на всех мягкий знак парах работать, из кожи лезть, чрезмерно раздражаться и переутомляться в доставлении средств к пропитанию, в борьбе за существование Тренировка ума взяла верх над физическим развитием тела, поэтому люди, работающие исключительно умом, имеют обыкновенно слабую мускулатуру А атлеты обладают сильными мышцами и слабым умом, ибо все питание и все упражнения у каждого из них направлены на исключительное развитие данного органа, они равномерно распределены на все вместе Древние греки отлично сознавали весь вред такой односторонности, прилагая все старания, дабы вложить душу мудреца в тело атлета, и на деле доказать возможность сочетания высокого ума и физической силы Куда делись прежние силачи, прежние панцирные рыцари и подобные образцы физической силы Мы любуемся показываемыми в цирке силачами, этой пародией прежних атлетов, этими жалкими остатками прежняга величия, но и они становятся все большей редкостью, а гораздо чаще преподносят нам продукты вырождения Смотри! В виде карликов-лилипутов, рахитиков, истерических чудовищ, монструально-тучных субъектов, бородатых женщин, хвостатых человеков, людей с альвинами и собачьими головами и тому подобное Физических и психических уродов Для нервных болезней, неврастений, психозов, этих переходных стадий к истинному сумасшествию, скоро не хватит терминологии Открывают одно заведение за другим Для воспринятия умолешенных, этого произведения нервно-мозгового века, и если человек не очнется, не приблизится к матушке, природе и не подчинится ее гигиеническим требованиям, то в недалеком будущем весь свет станет одним собранием идиотов Физический труд все меньше ценится, а блистательные идеи становятся все дороже, все прибыльнее Мы так сроднились с мыслью видеть в человеке исключительно духовное создание, считать человеком лишь его мозговую кору, что с какой-то жалостью смотрим на труженика-каменотеса, дровосека или булочника, зарабатывающих в поте лица свой насущный кусок хлеба, и невольно спрашиваем себя, неужели нельзя было бы выдумать какую-либо машину, заменяющую их руки, и предоставить мыслящему, разумному созданию разумный труд Мы постепенно все более отвыкаем от физической работы, становимся все более к ней негодными Та работа, которая раньше считалась пустяком, теперь уже вызывает серьезные расстройства в организме, а всякий пересол в физическом труде становится роковым для неосторожного труженика У сказанных каменотесов, дровосеков и тому подобное Сплошь и рядом замечаются расширения сердца, 35, и перерождение сосудов У музыкантов скрипачей чахотка, у трубачей расширение легких с расслаблением их Швеи работницы на ножных шейных машинах, вследствие развития легочных и брюшных заболеваний, вскоре становятся зрелыми для больницы Французский фабричный инспектор Лапорт сообщает следующее из доклада одного врача департамента Сена Даже двухлетней деятельности у швейной машины достаточно, чтобы разрушить самый сильный организм девушки Наступают смещения матки и неправильности в месячных очищениях И еще несколько лет такой работы достаточно, чтобы столь сильно повлиять на брюшные органы, что такая швея не в состоянии вполне доносить плод, получает выкидыши и преждевременные роды Доктор Клемперер наблюдал почечные кровотечения у одного здорового человека после семичасовой конной езды, а доктора Болингер, Диккенсон, Флейшер, Каст, Робин, Лен Нойс и другие После усиленной ходьбы и бегания Непомерная велосипедная езда тоже вызывает исхудание мышц, астму, нервные расстройства, болезни сердца и сосудов Даже неоднократно наблюдались смертные случаи от усиленной езды, так напр Доктор Бедот сообщает о смерти велосипедиста, проехавшего 14 километров в А, Г-часа, причем пульс повысился до 200 ударов в минуту, а пров Аппетит приводит три дальнейших случая внезапной смерти у велосипедистов Этими наблюдениями я от них не намерен отнять охоту к различным спортом, но хочу указать на хилость нынешняга века и предостеречь поэтому от бестолковаго применения гимнастических упражнений, которые при разумном пользовании становятся самыми лучшими друзьями нашего организма Поэтому, если желательно иметь существенную пользу от гимнастики, не следует возводить ее в разряд заправских спортов Здесь не миновать пересола, один будет состязаться с другим, будет злоупотреблять неравными силами, и в результате получится только вред Я, собственно, не симпатизирую гимнастическим упражнением в виде скучных монотонных солдатских передвижений, автоматических отсчитываний ногами или руками известного количества движений Это не та гимнастика, которая способна возвышать душу и тело, оставляя после себя чувство приятного удовлетворения Взгляните на детей, играющих на лугу, на лоне природы Сколько здесь гибкости, сколько граций, сколько задушевнага смеха и радостных возгласов Не найдется фибринки во всем теле, которая бы не работала, не упражнялась Вот идеал гимнастики Здесь нет спиртага воздуха гимнастических залов и танцклассов, где вся польза гимнастики умаляется вредным действием пыли на дыхательные органы, нет духоты и принужденности И М. Радецкий, этот ярый поборник детских подвижных игр на открытом воздухе, указал на выдающееся их значение и установил следующие для них тезисы 1. Скука есть следствия Без деятельности физической и психической природы живого организма 2. Если животное существо, а человек в особенности, стремится достигнуть в жизни удовольствия и наслаждений, то общество ни в каком случае не должно ставить детей в такие условия, при которых они не получают радости и удовольствий 3. У наших детей много труда, всяческих обязанностей, но мало радостных ощущений, здоровых развлечений Тогда как у взрослых есть все 4. Удовольствие средство укрепляющее 3. Подвижные игры способствуют всестороннему развитию молодого организма 6. Военная гимнастика и упражнения на снарядах вызывают у детей утомление и скуку и вообще, часто приносят отрицательные результаты, особенно при неумелом ведении дела 7. Военная гимнастика и упражнения детей, по команде 11 подавляют волю, инициативу и обезличивают детей 8. Подвижные игры, любимые детьми, дисциплинируют волю и способствуют укреплению тела и духа 9. Как умственные, так и физические упражнения должны согласоваться с основными законами физиологии и психологии 10. Насилование детской природы гимнастикой, не основанной на вышесказанных законах, поселяют в детях отвращение к физическим упражнениям, а от этого происходит громадный вред 10. Мы обладаем достаточным количеством относящихся сюда прелестных гимнастических упражнений и развлечений, дающих пищу, уму и телу, таковы и суть 11. Далекие прогулки, хождение по горам, бегание, пилка и рубка дров, садовая работа, танцы 12. На открытом воздухе или в залах с усовершенствованной вентиляцией 13. Плавание, конная и велосипедная езда, катание на коньках, на лодках 14. Грибка 15. Различные игры 16. Мяч, крокет, доун-тенис, лон-тонис, сирсо, квач, перебежки, жмурки и тому подобное 16. Англия, в смысле физического развития народа, поощрением всех телесных упражнений и свободных игр на открытом воздухе для детей и взрослых, далеко оставила за собой все другие государства, вполне сознавая, что в здоровом теле пребывает и здоровый дух. 17. Мэнс сана ин корпор сану 18. Чтобы однако при всех вообще движениях, не перейти границу полизнага действия, нужно помнить, что лучшим мерилом усталости следует признать одышку. 19. Правда, этот признак субъективный, но зато он применим ко всем людям. 20. Одышка всегда указывает на неправильное распределение крови от переутомления и должна вести ко временному отдыху. 21. По отношению к врачебной гимнастике и ее видоизменению массажу, смотри. 22. Гимнастика и массаж 23. Отдых, покой, сон 23. Прильнет хоть к камню труд, он вмиг уснет 24. А праздности и на пуху не спится 24. Шекспир 24. Жизнь человеческого организма состоит в постоянной смене расходования и возобновления сил. 25. При равновесии обеих мы сохраняемся, крепнем. 26. Если преобладает потребление, мы худеем, чахнем. 27. Если превышает приход, мы полнеем, рыхлеем, жиреем и слабнем, причем, обыкновенно, 28. Расходование жизненных сил совершается гораздо быстрее, нежели пополнение затраченных веществ. 29. Нет лучшего средства для восстановления потраченных сил, как отдых. 30. Но последний не всегда равносилен физическому покою или сну. Уставший от труда да отдохнут в тихом мире. 37. Мышление Утомленный мышлением, да бросится в поток деятельности. Это наилучшая гигиена души. 38. Только пусть он не предастся размышлениям, когда надо действовать, и не действует, когда надо думать. 39. Иногда, однако, лучше всего отказаться от того и другого, и просто отдаться чувству бытия. 40. Такие минуты – это освежающий летний отдых для души 11. При правильном чередовании работы и отдыха мы всякий раз, в доказательство вполне установившегося равновесия в организме, с новой бодростью, со свежей силой придаемся дальнейшему труду. Как дивны, поэтому, требования СВ. Писание. 6 дней работы и седьмой день посвяти отдыху. А если бы мы могли строго придерживаться этого гигиенического правила и пользовались бы 52 раза в год повторяющимся воскресным отдыхом, распределенным на правильные промежутки в течение года. Но, увы, нас еще не научили заботиться о сохранении своего здоровья. У нас еще нет правильного понятия ни об общественной, ни о личной гигиене. Как многие еще думают. Поработаю хорошенько, а там возьму отпуск и все поправлю. Однако горько ошибается тот труженик, который полагает возможным соединить сказанные 52 дня и, взявши шестинедельный отпуск, поправить насилие, причиненное организму в течение эя. За месяцев усидчивого труда. Это уподоблялось бы совету, не обедать шесть дней, а на седьмой день сесть все с семь порций. Баланс жизненного, кредита и дебета все же не сойдется, ибо такой неопытный бухгалтер забывает причислить к дебету сложные проценты от учета сверхнормального, усиленного труда и долгосрочной суды, которые в течение лет составят долг, погасить который при наличном скудном капитале расстроенного здоровья, ему уже не удастся. Полное банкротство организма и закрытие фирмы гробовой крышкой служат наказанием за долгие годы систематической растраты сил. Даровым и лучшим средством для покрытия ежедневного расхода сил служит сон, который самовольно наступает, если головной мозг исполнил свою дневную работу по управлению организмом, устал и чувствует потребность в отдыхе. Напряженность души и тела сменяется общим расслаблением. Не следует, однако, полагать, что в спящем человеке все уснуло, все в бездействии, нет, отдыхают лишь высшие органы интеллектуальной жизни, отдыхают центры мышления и органы чувств, отдыхает двигательная сфера организма. Растительная же жизнь, кипит в нем наподобие домашней жизни, где слуги после ухода гостей, во время отсутствия или сна господ, очищают и приводят все помещение в порядок. Количество потребного сна различно. Оно в зависимости от дневного труда, от сил и другие условия организма. Обыкновенно достаточно для взрослого 7 часов, для детей 9-10 часов. Причем ребенок пополняет дневным сном необходимый ему больший отдых. Надо помнить, что обыденный физический труда, при усиленном росте детского организма значительно увеличивает потребность сна. Первый после засыпания сон самый глубокий, самый укрепляющий и самый полезный, утренний же, особенно обильный сновидениями, действует расслабляющим образом на нервную систему. В этом отношении деревня опередила город, избегая по возможности искусственного освещения. При наступлении сумерек здесь все идут спать, дабы пораньше проснуться. Нет худшага, как после пробуждения валяться в постели. Это служит лучшим доказатель. 38. Ством ленивой, праздной натуры. Проснувшись, надо одним прыжком стать обеими ногами и во весь рост на пол, быстро умыться и одеться вот лучшая утренняя гимнастика. По отношению к кровати и постели, служащих нам местом отдыха, нет надобности пускаться в хитромудрствование над изобретением и ведением различных реформ Беттон, ибо наша славянская кровать с ее твердым тюфекомой. Легким одеялом лучше всего отвечает правилам гигиены, пропуская воздух и испарение, горту и тело. Будучи за границей, мне приходилось познакомиться с пуховыми перинами, в которых я мерз и мучился бессонницей ее, пока не приобрел простое одеяло. И как я радовался, когда на обратном проезде через Варшаву я очутился в нашей твердой, но родной постели. Что касается положения тела во время сна, то признано самым рациональным это ровное положение с обращенной к северу головой, находящейся почти на одном уровне с телом, причем лежание на правом боку с несколько согнутыми в коленях ногами, предпочтительно. Однако, последнее не следует вводить в привычку, поэтому при просыпании часто менять положение. Нет худшей привычки, как спанье в одежде, сильно стесняющей правильное кровообращение. Если кто принужден спать днем, то надо хотя снять обувь и верхнее платье и освободить талию. Во всяком случае необходимо прикрыть себя хотя бы тонким покрывалом, так как при несоблюдении этого правила, обыкновенно является при пробуждении познабливание и дрожь, и можно легко простудиться. Вообще же надо избегать дневного сна, особенно с наполненным желудком, так как от этого сильно тормозится желудочное пищеварение. Очень ослабленные могут полежать после обеда, но не предаваясь сну или не занимаясь чтением. Многие имеют привычку закидывать руки за голову во время сна. Это инстинктивное положение весьма полезно, ибо оно значительно облегчает акт дыхания. С другой стороны, привычка спать с открытым ртом служит причиной тяжелых заболеваний, преимущественно дыхательных путей. Нормальное дыхание должно совершаться посредством носа, в котором воздух имеет время предварительно очиститься от пыли, согреться и овлажиться, то есть вполне подготовиться для воспринятия его легкими. В противном случае действует на зубы воздух более низкой температуры, чем бы следовало, и вызывает воспаление надкосницы и зубной мякоти, костоеду. Рот не смачивается слюною, высыхает, раздражается входящим сухим воздухом, следствием чего получаются хронические воспаления слизистой оболочки рта и зева с увеличением миндалин и отделением кислой слизи. В следствии испарения, при открытом рте, эта слизь сгущается, становясь пристанищем для пребывания и размножения массы низших организмов. Мышцы щек надавливают на мягкие ячейки и поэтому у детей развиваются неправильности в строении челюстей и образовании зубов, а носоглоточное пространство сплющивается. Не менее страдает ухо, соединенное с носом при помощи узкого канала, снабжаемого воздухом при дыхании носом. При открытом рте эти каналы от отсутствия правильной вентиляции и сдавливания пустеют, что служит поводом к постепенному развитию катара среднего уха, тупости слуха, глухоты. Кроме того, при открытом рте, верхняя часть и грудной клетки во время дыхания не, 39, приходят в движение, дыхание становится поверхностным, легочные верхушки бездействуют, газовый и кровяной обмен в них совершается вяло, а результатом является ослабление легких, катар и чахотка. Храпения во время сна тоже относятся к плохой привычке дышать ртом. Оно особенно резко выражено при лежании на спине, и обыкновенно прекращается при боковом положении. Но не только страдают от такого неправильного дыхания ближайшие органы и умственное развитие ребенка, но и наблюдаются значительные изменения в составе крови и в состоянии нервной системы. Интересный и поучительный в этом отношении случай сообщает доктор Эл. Берберов Дело касается 37-летнего пациента, страдавшего мучительными приступами сердечной астмы с грудной жабой, и лечившегося у различных специалистов знаменитостей по сердечным болезням. Наконец, не видя никакой пользы от лечения, он приютился для отдыха в эссентуках. Здесь сказанный врач, оказавшийся к счастью не специалистом одного какого-либо органа, осмотрел внимательно всего больного человека, обратил внимание на непроходимость носа, восстановил носовое дыхание, и все мучительные сердечные припадки совершенно исчезли. Есть люди, которые чувствуют потребность во сне, но не могут уснуть. Исключая различные заболевания, так или иначе влияющие на сон. Смотри Бессонницеа. Имеется масса других обстоятельств, отымающих у нас ночной покой. На одну из причин Бессонницеа мы указали раньше, отмечая вредное влияние сна с наполненным желудком, давящим, особенно при спинном положении спящего, на сердце и легкие, и тормозящим правильное кровообращение и дыхание. Так точно, сказанная привычка держать рот открытым препятствует спокойствию сна, требуя от времени до времени просыпания для откашливания и овложения высохшей слизистой оболочки рта. Не менее вредно отзывается чтение в постели возбуждающих нервы романов и тяжелой, серьезной литературы. Самое же главное для достижения спокойного сна после усиленной умственной работы это прогулка или другого рода физическое утомление перед сном, конечно, при соблюдении самого тщательного проветривания спальни, для которой должно отводить самую большую, самую сухую и светлую комнату. Если при этом удалить всякие вещества, издающие какой бы то ни было приятный или неприятный запах, тогда и сон будет глубокий и ободряющий. Есть же на свете чудаки, не говоря худого слова, которые, задыхаясь от невозможной атмосферы спальни, полагают найти покой от хорошей дозы сульфанала, хлоралгидрата или брома, и одурманив свой бедный ни в чем не повинный мозг, усыпают искусственно с тревожными сновидениями и судорожным передергиванием, а утром просыпаются не окрепшие от такого сна, а с чувством усталости, разбитости души и тела, с тяжелой, омраченной от плохого воздуха и лекарства головою, да еще с добавочным трудом необходимости нейтрализовать и выделить не только надыханные вредные газы, но и введенное ядовитое снотворное вещество. Часто встречаются, по-видимому, вполне здоровые люди, сон которых не требовал бы желать Лушага, но которые жалуются, что их мучат по ночам тяжелые сновидения. Сны не даром названы, пестрым калейдоскопом, обезьянной бодрствующей жизни, ибо они действительно составляют продолжающиеся после засыпания от 40. клики душевной деятельности вследствие сильных нравственных и душевных впечатлений, воспринятых в течение дня, особенно у нервных восприимчивых особ. Иногда причиной сновидений служит чисто механическое влияние. Напр. Опустившаяся вниз голова или случайно налегшее на лицо одеяло могут причинить расстройство кровообращения и дыхания и отравления собственной углекислотой, вызывая астматические припадки под видом сильнейшага кошмара. Дачникам советуем не воодушевляться чудным запахом свежего сена для ароматической подстилки, особенно в закрытом помещении. Запах этот исходит от содержания в душистых травах сена. Ясминик, пахучий, доник трилистый, трава благовонная. Кумарины, вещества одуряющего и снотворного, от вдыхания катарага многие поплатились тяжелую головою и сильными головными болями. Не только сон служит нам отдыхом и целителем, но уже одно спокойное положение составляет ценное подспорье при лечении болезней. Всякого больного с повышенной температурой следует уложить в постель. Так точно людям, изнуренным, обессиленным страданиями, кровать служит лучшим сберегателем дальнейшага расходования сил. Активное движение здесь ухудшило бы упадок. Наоборот, кто бы полагал целесообразным лечить вялость отдельных органов, напр. Расширение желудка, ослабление кишек, запоры и различные параличи, покойным положением и отдыхом, тот бы учинил непростительную ошибку, увеличивая слабость бездействием и поощряя лень без того разленившихся органов. Одежда Наряди пня, и пень хорош Пословица Наивысший упрек искусству этот человек. Он ныне весь потерялся в одежде, в которой его надо отыскивать, как булавку. И если, наконец, удалось найти голову, то в руке оказывается цилиндр. Генрих Шам Было время, когда все люди носили однообразное платье, так называемый Адамовый костюм, где собственная кожа служила единственным прикрытием тела. Надо же было Адаму согрешить. С тех пор постепенно развились самые разнообразные понятия остыдливости, приличия и красоте. С одной стороны стали некоторые части тела более и менее обнажать, существование же других только обозначать символически. С другой стороны, платьем самых причудливых фасонов с различными прибаутками вроде кринолины, и корсета, турнюра, шлейфа и так далее, старались изменять, уродовать чудное божье создание, как бы стыдясь создателя, Которому не пришло в голову предвидеть парижские моды и сотворить верблюдов, 41. Человеческом облике Сколько здоровья, сколько слез и сколько денег стоит эта мода и как смеются над людьми, не поклоняющимися этому идолу и не признающими его уже учения. Сколько насмешек выносят принимающие воздушные и солнечные ванны, пользующиеся хождением босиком и тому подобными чисто гигиеническими мерами. Морской капитан Э. А. Шмидт страдал чахоткой и исцелился от нее тем, что уменьшал поверхность носимага платья. Вот уже 20 лет ходит он в одних только коротких купальных панталонах, и что же? Многим кажется он сумасшедшим. Так точно, Карл Диффенбах, Юан Гудциейт, Генрих Шам и подобные реформаторы гигиены одежды считаются, по меньшей мере, чудаками. Художник Диффенбах и поэт Гудциейт облекаются в длинное толароподобное прикрытие, ноги их обуты в сандалии, голова всегда обнажена. Доктор философии Генрих Шам. Эйлиас Пудер. Носит даже зимую легкое платье, одеваясь в античном вкусе, наконец, граф Лев Толстой в своей простой синей рабочей блузе все они словом и личным примером стараются указать нам путь к сближению с природой. Быть может, эти господа несколько пересаливают и, по занимаемому своему положению, могут пересаливать, но мы должны, если не подражать, то все же стараться приблизиться к идеологии гигиенического костюма. При этом, конечно, приходится считаться, с одной стороны, с общим ослаблением, изнеженностью и малокровием нынешняга века и резкими климатическими условиями местности, с другой стороны, с налагаемыми общественным строем и положением рамками приличия и подчиненностей, наконец, с чувством эстетики, этим высшим сутью его вкуса. Тем же, которые вопрос об одежде считают пустую внешностью, отвечает Гуд Цей, так. Вы полагаете, что одежда нечто внешнее. Одеваясь плохо, мы обижаем вкус. Если же мы привыкаем к дурному, то это портит вкус, а последнее нечто внутреннее. Одежда, по-вашему, нечто внешнее. Одеваясь непосредством, мы доводим себя до горя и нужды, а это нечто внутреннее. Также обман, разврат, убийства и другие пороки и преступления, которым ведет нужда, происходящая от таких непосильных издержек, есть нечто внутреннее. Одежда нечто внешнее. Если тысячи людей нуждаются в одежде, для изготовления которой сотням тысяч их братьев и сестер приходится отказываться, за исключением нескольких воскресных часов, от радости существования, даже более или менее сокращать свою жизнь, то в этом кроется нечто безнравственное, а это для обеих сторон нечто весьма внутреннее. Одежда нечто внешнее. Если я одеваюсь негигиенично, то здесь страдает моя душа, мое сердце, более того, страдает мой нрав, а это нечто положительно внутреннее. Можно вполне согласиться, что род и качество одежды действуют определяющим образом на наше телесное состояние, и что дух обусловливается телом, поэтому одежда влияет посредственно и на нашу душевную жизнь. От гигиенической одежды требуется, чтобы она удовлетворяла следующим условиям. Она должна изящно облегать наше тело, не изменяя естественных его форм и не сдавливая, не уродуя его органов. Она должна быть настолько свободной, чтобы не препятствовать всевозможным движениям тела, а также настолько наздреватой, чтобы не задерживать кожное дыхание. Наоборот, она должна давать, 42, свободный доступ воздуха к нашей коже и, тем не менее, защищать нас от резких колебаний атмосферы, от жары и холода. Как мало подходит ко всем этим условиям нынешняя, особенно женская одежда и как она изменила к худшему прежние естественные очертания женского организма. Сравните оба рисунка. Вы видите слева. Фиг. Первое. Чудные контуры античной статуи медицейской Венеры, а справа. Фиг. Второе. Перетянутые, сдавленные корсетом уродливые формы нынешней культурной женщины, одновременно посмеивающейся над китайской модной ножкой. Невольно порождается вопрос, где же у нее помещаются брюшные органы. Я не могу пойти далее, чтобы не коснуться поближе всех ненормальностей, производимых в женском организме этим добровольным орудием пытки. Фиг. 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 Полудочная ободочная кишка принимает вид буквы U. Почка преимущественно правая, опускается. Смещение почки, блуждающая почка. Матка также смещается и искривляется. У других перетягивается печень. Шнуровая печень. И желудок, производя тяжелые страдания сих органов, или же по, 43. 3. Следние оттесняются вверх, давят на грудобрюшную преграду и вызывают приливы к голове, одышку и сердцебиение. Если принять во внимание, что давление на брюшные органы составляет, при свободном дыхании, полфунта на каждый квадратный С-энтиметр, а при глубоком дыхании 1Ч2Ф. Тогда как при легком стягивании корсетом это давление увеличивается до 30, а при сильном шнуровании до 65, даже 80Ф. То нам станет понятной причина столь значительного распространения женских болезней, не только между замужними, но и у девиц. Усиленное давление при затрудненной циркуляции крови через печень производит расстройства в пищеварительных органах, загибы и полнокровия матки, заболевания яичников с болезненностью и неправильностью месячных очищений. Наконец, от передачи болезненного раздражения на нервы, развиваются страдания нервной системы. Сердцебиение, плохое настроение духа, различные страхи, неврастения, истерия и тому подобное. С другой стороны, уменьшенное количество воздуха и крови в легких отражается на их здоровье. Если принять в расчет, что женщина без корсета вдыхает обыкновенно около 500 куб сайт воздуха, а в корсете лишь около 60, то станет ясно, что процесс дыхания, а вместе с ним и окисление крови, должны совершаться вяло и дать повод появлению малокровия и чахотки. Конечно, все сказанные симптомы развиваются медленно, делая больную постепенно раздражительной, несносной для себя и окружающих, и только когда состояние ее становится невыносимым, болезнь уже укоренилась и успела произвести значительные изменения в организме, тогда обращаются к врачебной помощи, каясь в своих гигиенических погрешностях, которые исправить зачастую является уже невозможным. Наблюдаются даже случаи преждевременной и внезапной смерти, причиной которой служит корсет. Доктор Вуни Ци Ци приводит следующий случай. 58. Летняя дама, носившая корсет, заболела резкими болями в области пупка и переливанием жидкости в кишках. В больнице ко всему этому присоединилась рвота, сперва пищей, а затем калом, начались поносы, увеличилось вздутие живота, и на 6. День наступила смерть от упадка сил. При вскрытии оказалась резко выраженная шнуровая печень с отдавленным куском ее величиною в 6 сайт, соединенным тонкой перемычкой с остальной частью. Желчный пузырь разделен был на две половины, из коих одна содержала камень величиною в мягкий знак орешек. Кроме того, желчный пузырь оказался срошен с поперечной ободочной кишкой и обе части были перекручены таким образом, что явилась полная непроходимость кишки. Берлинер Зайтон 11 от 1. Сентября 1895 год. Значится следующее сообщение. Жертвой тщеславия сделалась служанка из Дренфурта близ Кёнигсберга. Чтобы получить узкую талию, она жала себя в столь узкий корсет, что, вследствие давления, опухла печень. Состояние девушки, несмотря на тщательный уход, ухудшилось настолько, что она вскоре в сильнейших страданиях скончалась 14. Девица Беллини, член Карл Театра в Вене, получила от сдавливания талии корсетом болезнь почек, которая после долгих страданий причинила смерть этой едва 24-летней артистке. Известная лондонская танцовщица Кэтай Тиррэл, 84 лет, играла в Пантомиме, Дик Витингтон и его кошка 11. Во втором акте она принуждена была, танцуя, удалиться за кулисы. Здесь она упала и застонала. Боже мой, распустите мне корсет и зовите моего мужа 11, 44. Были ее последние слова. Врач констатировал причину смерти. Сильное стягивание талии корсетом. Я бы мог привести многочисленное количество подобных случаев. Но достаточно и этих нескольких примеров, чтобы убедиться во вреде корсета и отказаться раз навсегда от этого верного средства против долгой жизни. Смотри беременность. Не менее вредны круговые повязки для чулков, но к счастью они уже вытесняются боковыми резинками, прикрепленными до талии. Вредны также тесная обувь, ботинки на высоких каблоках, тесные шляпы, кушаки и тому подобные, притеснения звездочка органов, а также взбивающие пыль модные метлы, именуемые шлейфами, тренами. Сам материал может тоже служить опасностью для жизни, так напр. Наблюдаются частые отравления кожи крашенными чулками, кожей у шляп, красной, мышьяковистой, фланелью, черными вуалями и тому подобное. Причем последнее служит зимой частой причиной примораживания носа и впоследствии красноты его. По оптическому свойству тканей, женщина в платье с полосами, идущими сверху вниз, кажется ниже ростом, чем та же самая женщина, одетая в платье с поперечными полосами. Сходный зрительный обман производит черный и белый цвет платья. Этими явлениями пользуются женщины с эстетической целью при заказах платья. Вопрос о выборе цвета одежды по отношению теплопроводности сводится к следующему физическому закону. Белым цветам вообще следовало бы отдать предпочтение, так как лучеиспускательная способность их менее, нежели чернага. Поэтому зимой она будет представлять большее препятствие потере теплоты нашего тела, летом же, по причине слабой поглощательной способности и отражения лучей, белая одежда будет воспринимать из атмосферы значительно меньшее количество теплоты, чем черная. Прилегающая непосредственно к нашей коже одежда, то есть белье, изготовляется из холста, бумаги, шелка или шерсти. Раньше давали всегда предпочтение холсту, ныне наблюдается переход к бумажным тканям. Модное влечение не играет в этой перемене никакой роли, а дело сводится к приноравливанию свойства ткани к состоянию покровов при постепенном переходе прежняга полнокровного поколения к нынешнему малокровному, мерзлому люду. Холст сильно поглощает теплоту и охлаждает тело, бумага же согревает лучше, препятствуя чрезмерному охлаждению его шерсть для ношения непосредственно на коже непригодна. Она сильно раздражает кожные покровы и производит усиленный прилив к ним крови. Продолжительное такое раздражение постепенно переходит в ослабление функций кожных нервов. Является изнеженность, предрасположение к простуде и беспрепятственное просачивание зловонного пота. Потливость, которая усиливается свойством шерсти, плохо проводит теплоту и поэтому скоплять ее, тем более когда шерсть несколько поношена, всклочена и сбита, окончательно заграждая путь для вентиляции и кожных испарений. Доктор Йего, этот проповедник шерстяного режима, косвенно сознал это, требуя при ношении предложенной им одежды, от времени до времени мыть кожу спиртом для предупреждения этого неприятного явления. Шелк стоит посередине между бумагой и шерстью. Кто очень легко зябнет, чья кожа вяла, безжизненно, тот поступит весьма целесообразно, если, 45, будет носить тонкую бумажную или, еще лучше сетчатую, но не узловатую ткань, а поверх нее наденет бумажную или холщовую рубаху. Надо иметь в виду, что воздух представляет из себя плохой проводник тепла, а потому слой его, заполняющий промежутки сетчатой рубахи, составляет при сказанной двойной системе самую лучшую защиту от холода, регулируя теплоту таким образом, что летом чувствуется прохлада, зимой уже приятная теплота. На этом основании придумано заграничными фабриками много весьма ценных материалов для нижнего и верхняга платья. Много труда и стараний проявила Мария Альбрехт в подздаме в изобретении и введении в Германии в употребление упрощенной женской нижней одежды. Deutsche Reform Unterklading Здесь рубаха и кальсоны соединены в одно. Хэндхосы Причем для большей чистоплотности пристегивается между ногами кусок сложенного поперек холста. Для придачи жестойкости верхнему корпусу и для прикрепления юбок служит грудной пояс. Браствертел Из легкой вентиляционной ткани звездочка Как мы видим, за границей много работают над проведением идеи гигиенического платья, даже шляпы и сандалии из вентиляционной ткани все более входят во всеобщее употребление. Желательно, чтобы и у нас проявились интерес и соревнования в этой области. Жилище В тесных помещениях, которым некоторые люди дают особенное предпочтение, воздух испорчен так же, как и вблизи выгребных ям, поэтому частые заболевания неизбежны. ПРОФ Реклам Многие полагают, что для квартиры достаточно какого-либо уголка, лишь бы приютиться, переночевать, поэтому скряжничают по отношению к удобствам жилья, не предполагая даже выдающегося его значения в смысле общага своего благосостояния. Нередко приходится слышать заявление, что в данном помещении все болеют, да болеют. Приписывают это несчастной судьбе, злому уроку, вместо того, чтобы потрудиться отыскать причину забо. Звездочка Фабрика Чонгхерр в Кельне Петтендзеллен и Массенхенд А также фирма МЭЦ и Сахне в Фрюйбурге Баден Мэйн Эснец и Зеленстафан Терклейдер Выпустили пористое нижнее белье Мэгский Ихл в Берлине изготавляет доктора Ламан о бумажную ткань Те же Мен и сыновья доктора Волза и ткани с китайской травы Келна Ю Дехлинг, Хартманздор в Ченец ткани из сырого шелка Жакс Чайс Сер, Радл в золтриковые ткани из индийской крапивы Рамай И так далее Для верхняга платья наилучшую шерстяную пористую ткань производят фирмы Йорнст Хоббалт Лимбак Сачен И Фридрик Хэмерфорст Ласиц Здесь принцип вентиляции осуществлен чрезвычайно удачно Фирма Карл Брон Берлин С Ход Бассердом 5 46 Я помню случай, где в одном доме не выходили заразные болезни, где санитары производили неоднократно тщательнейшую дезинфекцию, вскрывали и перекрашивали полы, переклеивали комнаты, пропитали весь дом серой, карболкой и т.п. А заболевания, несмотря на все, не унимались, пока не нашли причины, заключающиеся в низкой трубе от дворового отхожага места, выбрасывающей струи благоухания в окна квартир. Достаточно было удлинения этой злополучной трубы, чтобы положить конец заболеваниям. Из этого следует, насколько рациональнее действует удаление очага зловония, нежели пресловутая дезинфекция, не устраняющая причины вони. При возведении построек одно из самых важных условий для здоровья жильцов, это сухость почвы. В этом смысле нет хуже болотистага, насыпного, пропитанного отбросами грунта. Если раньше по отношению гигиенического состояния местности отводили воздуху первое место, воде второе, а почве третье, то ныне этот порядок можно смело изменить в обратном чередовании 14. Пэттенкафер В постройках мягкий знак с возвышенным над землею полом, следует избегать углубления под ним грунта, где могла бы скопляться влага, а также необходимо при помощи хорошей вентиляции препятствовать застоям здесь спиртага воздуха и развития гнили. Там, где полнастлан непосредственно на земле, должно отделить его от почвы непроницаемым для воды веществом. Глина, цемент, асфальт Очень печально, что при постройках обыкновенно скупятся на самое важное, а именно на основу, на фундамент здания, на возведение катарага следовало бы обратить самое большое внимание, тогда как громадные суммы растрачиваются на бесполезные украшения фасада. Это мне напоминает тех мягкий знак, чистоплотных 44 лиц, у которых верхнее платье сияет блеском и красотою, а кожа и нижнее белье, увы, грязнее грязи. Сухость, плотность и тесная связь материалов Отделение фундамента от остальной части здания непроницаемым для воды слоем асфальта, цемента, жидкого стекла, цементировка подвалов, устройство отдельного помещения для стирки белья, тщательное устройство клозетов и хорошая вентиляция всего дома Поэтому вот главные точки приложения гигиенического рычага в жилищном вопросе. Но это дело хозяина, и большей частью хозяина, которому обыкновенно нет дела до жильцов. А между тем, как плохо он рассчитал свою пользу. Квартиранты у него все чаще меняются и ему все чаще приходится ремонтировать квартиру, пока совсем не перестанут ее нанимать. Немаловажную роль в гигиене помещений играет материал, из катарага изготовлены постройки, причем доказано, что чем пористее, наздреватее, материал для верхнего строения, тем теплее и тем здоровее помещение. Первое место в этом отношении занимают глиняные постройки. Липянки. За ними следуют деревянные строения, затем смешанные из дерева и кирпича, самые же худшие это кирпичные дома. 47. Находящийся в пористом материале воздух, будучи плохим проводником тепла, ограждает дом от холода. Каждому ведь известно, что новое шерстяное платье или одеяло, новый ватный халат гораздо теплее изношенного, где шерсти вата сбились и не содержат воздушных промежутков. Влажные стены, кроме того, наподобие влажного платья, расходуют громадное количество теплоты, которая уходит на счет здоровья жильца, не говоря об остальных вредных качествах сырости, как задержка кожного дыхания. Смотри простуда. Вдыхание застойного воздуха, плесневых грибков и тому подобное. Всем известно влияние сырого времени года на усиление катаральных и ревматических страданий. Это происходит от того, что влажный прохладный воздух не обладает реактивным свойством, то есть, действуя на кожу, он не вызывает ни прилива к ней крови, как это имеет место при резком холоде, ни раскрытие пор и потения, как это бывает при высокой теплоте. Он действует поэтому только физически, сжимает кожу и просвет ее многочисленных пор наподобие лака или мази, препятствуя таким образом правильному функционированию таковой. Хорошим средством для определения сырости служит следующее. Помещают 1 кг точно взвешенной, свежегошенной извести в исследуемое помещение, закрывают тщательно двери и окна и после 24 часов определяют вторичный ее вес. Если прибыль в весе извести составляет более 10 грамм равно 1, то помещение надо признать сырым и негодным для жилья. Квартира должна находиться выше уровня земли, выходить окнами на солнечную сторону и не затемняться деревьями или постройками. В этом отношении Саксонское Министерство внутренних дел, 13. июля 1896 год, сделало первый шаг на пути общественной гигиены жилья, воспретив возведение четырех и более этажных домов, заграждающих доступ света, а также воспретив помещения мастерских в подвалах. Такого рода подземные квартиры положительно непригодны для жилья, и та экономия, которую полагают сделать в материальном отношении, покроется с большим избытком расходами на постоянное лечение членов семьи и скорою неспособностью их к труду вследствие окончательного расстройства здоровья. Комнаты должны быть высоки и светлы, причем самая лучшая из них должна предназначаться для спальни и иметь надлежащее число вентиляционных приспособлений. Форточки и печные, стенные или оконные вентиляторы. Свежевыкрашенным дверям и полам, особенно с кипидарными красками, надо предварительно дать хорошенько просохнуть и обезвониться, ибо они неоднократно служили поводом к тяжелым заболеваниям, особенно почек. Не менее вредны испарения и запах свежий от штукатуренных пли побеленных стен и потолков, а также присутствие ковров, тяжелых занавесок, гордин, половиков и мягкой мебели, служащих лишь источником пыли, скопилищем насекомых и грибков. Кровати должны стоять спинками к стене, а изголовьем к северу. После пробуждения не следует сейчас же приводить кровати в порядок, а дать сперва несколько улетучиться накопившимся в постели сгущенному воздуху и кожным испарением. Еще лучше вывесить всю постель на воздух, дать ей проветриться, кроме того. 48. Припосредствии искусственного сквозника, очистить и освежить воздух в спальне. Содержание в чистоте помещений должно быть особой заботой хозяйки. Не могу закончить эту главу, чтобы не коснуться на болевшага вопроса о школах. Многие считают школу очагом заразы. Эта дурная слава зависит исключительно от плохих санитарно-гигиенических условий наших школ. Надо себе только представить количество кожных и легочных испарений, массу пыли, в таком тесном сыром, невентилированном школьном помещении. Несчастные дети, отравленные своими собственными выделениями, задыхаясь от духоты и наглотавшись изрядное количество пыли и плесени, должны болеть. Гораздо рельефнее выступают все сказанные вредные условия, дополняясь новыми, в холодное сырое время года, когда утомленные дети попадают для отдыха в гимнастический зал или другое рекреационное, вернее инквизиционное помещение, чтобы еще больше набрать в легкие густой пыли, взбитой играми и шалостями, ближе выбегают из натопленной парно-душной комнаты в легких костюмах во двор на холод. Чтобы подвергнуться резкой разности температуры воздуха в школе и на дворе. И после этого слышатся возгласы родителей. Мой бедный Ваня, представьте себе, заразился в школе от товарища 11, тогда как этот коллега стал сам жертвой невозможной гигиены школы. Не мешало бы нам поучиться от заграничных соседей, где представители общественной гигиены не только не дремлют, но и, при их справедливых требованиях, получают со всех сторон дружную поддержку, а не наш стереотипный ответ, что ж, мы рады стараться, да сметы не позволяет. Это не ответ, а отговорка. Если находят средства на сооружение миллионных театров, то на такое дело, как гигиеническое воспитание молодого поколения, должны быть средства. Душевное влияние и сила воли. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, ин ел саэм эн и тэс я в сердце своем, но повеер и тэ, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Евангелие Марка 11.23. Душевное состояние человека отражается на всем его организме. Радости светлый луч надежды ободряют силы, придают изнемогающему под гнетом несчастье или недуга человеку возвышенную, благотворную бодрость, тогда как убийственное уныние и полный упадок энергии выдворяются в душе несчастного страдальца, потерявшего всякую надежду на спасение. Проявление душевного состояния индивидуально возрасту и характеру. Ребенок кричит и скачет от радости, впадает в телячий восторг. Взрослый-то не находит слов, немеет, то смеется и плачет, выражая движениями. 49. Тело и мимикой высокий падем духа, а сердце, пригает от радости. 11. Солдат творит чудеса храбрости, воодушевляясь примером, воспламеняясь идеей. Внезапный испуг и сильное нервное потрясение производят дрожь, судороги, истерические припадки, обмороки. Вызывают даже поносы. Тоска и душевный аскорб, сжимают сердце 11, подавляют все жизненные функции организма, ведут к сильнейшему исхуданию, парализуют кишечник. Мнительные и впечатлительные люди постоянно терзают себя страхом заразы, болезни, и все более углубляясь, вслушиваясь в себя, улавливая, подбирая и сортируя различные симптомы, наконец создают и закрепляют в себе представление и убеждение в существовании искусственно созданного страдания. Вот истинная причина, почему, наоборот, врачи и больничная прислуга, постоянно трудясь в зараженной сфере 11, так чрезвычайно редко заражаются. Они в силу необходимости не боятся больного, свыкаются с опасностью, теряют боязнь заразы и поэтому не предрасполагают свои нервы подавляющим действием страха к воспринятию таковой. При многих болезнях очень полезно направить мысли больного в иную сторону, отвлечь его внимание от тревожащего его душу предмета. Многим, наверное, приходилось наблюдать, как усиленное занятие, занимательный разговор или другое развлечение, незаметным образом заглушают головную или зубную боль, помогают забыть их. Не следует, однако, смешивать забывчивость вследствие рассеянности, то есть недостаточной концентрации мысли с ослабленной памятью, которая, с одной стороны, помогает многим забыть горе, с другой стороны, служит несчастьем для делового человека. Для того, чтобы удержать в памяти известную мысль, надо, прежде всего, иметь желание запомнить ее, и, углубляясь, вдумываясь в нее или повторяя таковую, стараться запечатлеть последнюю. Моментальные, налетные впечатления не удерживаются в мозгу. На этом явлении основано общеизвестное наблюдение. Взглянув на часы, мы сознали и удовлетворились, но стоит кому-либо тотчас же спросить о времени, как мы уже забыли только что виденное, и с улыбкой смущения опять беремся за часы. Многие поневоле прибегают к разным хитростям, чтобы дать толчок слабой памяти к воспоминанию задуманного. Делают узелки в платочках, прикрепляют бумажки к часам, помещают закладки в книги, производят различные удобные для запоминания сопоставления, сравнения и сходства. Но иногда все это не помогает. При самом настойчивом напряжении мозга не удастся отыскать в нем утерянные мысли. Вы, наконец, бросили напрасный труд и давно забыли все это дело, как вдруг, во время каких-либо совершенно отвлеченных занятий, приходит на мысль именно то слово или тот предмет, над воспоминанием Катарага вы так трудились. Это явление объясняется способностью мозга самостоятельно работать под влиянием данного ему направляющего толчка до тех пор, пока поставленная задача не будет выполнена. Тогда созревшая мысль всплывает наружу. В приведенном примере требовалось от мозга, чтобы он только сохранил в памяти известную мысль, до востребования 11, то есть на случай надобности в ней со стороны данного лица. Но бывают, наоборот, в случае, когда является потребность, чтобы сам мозг, друг здравия, 4, 50, да еще в заранее определенное время, напомнил нам о чем-либо необходимом. Напр. Приказывая служанке разбудить вас в известный час утра, вы, наверное, не задаете себе вопрос, кто же разбудит ее. А между тем служанка просыпается своевременно, разбуженная отданным самой себе приказом, то есть побуждением собственной воли. Гораздо рельефнее выказывается действие такого самовнушения. Автосугестий. На проявление различных лечебных эффектов. Всем более или менее известна деятельность знахарей, так успешно заговаривающих зубную боль и рожу, останавливающих кровотечение, сводящих ячмений с век и тому подобное. Одним лишь нашептыванием и другими подобными причудами. Одни верят в магическую силу знахаря, другие относят эти излечения к случайным совпадениям, к симпатии, к бабьему поверию. Я сам много видел. А еще больше слышал из достоверных источников о подобных примерах излечения и всегда интересовался, придавая им высокое научное значение. Проследим образ действия такого лечения. Надо заметить, что все подобные врачеватели никогда не относятся к больному с непосредственным приказом «Будь здоров!» или «Уймитесь боли!» Знахарь отлично знает, что этого недостаточно, и пользуется поэтому, обыкновенно, посредственной передачей своей воли. Он нашептывает и проделывает различные маневры, советуя примерно. «Возьми ты, мать моя, семь углей из семи печей и продержи их трое суток в кипяченой воде. Потом эту воду принеси мне, я в нее три раза плюну, а ты пей ее на здоровье каждый день на заре. И что вы думаете, средство должно быть помогло? Почему? Во-первых, слух, что сказанный исцелитель славится, что он многим помогал, многих чудесно излечил, располагает вас к нему и заставляет относиться к нему с известным доверием. Во-вторых, он кое-что проделывает над вами или над назначенным вам средством, действия каковых процедур ему, как опытному специалисту, несомненно должно быть известно, им испытано и к чему-либо дослужит. Вы подаетесь всему этому и, если не совсем, то все же наполовину верите в возможность полезного действия и внушаете себе самому то, что полагаете внушенным со стороны целителя. Мало того, раз убедившись в непонятном, но верном действии известной процедуры, хотя бы примерно, симпатического средства от бородавки или ячменя, вы уже и другим будете советовать и применять оное с тем же успехом. Здесь вера исцеляет. Цель, как мы видим, достигается двояким способом. Либо пациент верит врачевателю, либо последний уверен в силу своего средства, своего внушения. Еще выгоднее, если совмещаются оба случая. Насколько велика сила сугестивного воздействия, яствует исследующего опыта, произведенного проф. С лассоном в университете Вайомен. Я взял флакон, пишет он, наполненный дистиллированной водой, тщательно завернутый в бумагу и, кроме того, положенный в ящик. В то время, когда я читал популярную лекцию, произведя несколько опытов, я объявил, что желал бы определить, с какой быстротой распространится в воздухе запах, и попросил присутствующих поднять руку, как только они его почувствуют. Я развернул флакон и, отвернувшись, налил немножко воды на вату, затем взял в руки часы и стал ожидать результата. Я заметил присутствующим, что вполне уверен в том, что никто во всей аудитории никогда не слышал за 51 паха того химического соединения, которое я желаю испытать, и выразил надежду, что, хотя запах и должен показаться сильным и специфическим, все-таки он никому не будет противен. Спустя 15 секунд большая часть тех, которые сидели впереди, подняли руки, а через 40 секунд, запах 11 распространился по всей аудитории довольно правильными параллельными волнами. Приблизительно три, а всего числа присутствующих заявили, что они чувствуют запах. Вес сомнения внушения распространилось бы на гораздо большее число лиц, если бы по прошествии одной минуты я не был вынужден прекратить опыт вследствие того, что некоторым из лиц, находящимся в первых рядах, запах показался отвратительным, так что они хотели оставить аудиторию 11. Psychological Review 11 Много говорят и пишут о чудесах гипноза, то есть о действии внушения на предварительно искусственно утомленный, ошеломленный, усыпленный мозг, заставляя его повиноваться воле внушителя. Здесь получается эффект болезненного, ибо насильно навеянного извращения мозговой деятельности, проходящей поэтому тотчас как только мозг придет в себя, отбросит чуждые ему идеи, и образ мышления возвратится к прежней норме. ПРОФ Фукс в Бонне удостоверяет, что каждый человек, который сознает свой долг и не желает играть комедию, может уклониться от действия гипноза. Лечить гипнозом притворяющихся он находит немыслимым. Он видел опыты Лаиса и Черкот и вывел из них убеждение, что все гипнотизируемые там лица более или менее желали себя сделать интересными или услужить гипнотизеру. Опыты с лечением пьяниц посредством внушения Истрихнина Дали весьма сомнительные результаты, а сколько вреда приносит это извращение мозговых функций, кем бы опыты не производились, то есть ученым или простым практикам, об этом существует целая литература. Не лишен интереса, между прочим, новейший доклад проф. Финкельберга на врачебном конгрессе в Вестбадене, сообщив Шага о молодом, вполне здоровом человеке, который, будучи загипнотизован с демонстративной целью таким опытным гипнотизером, каким был Ганзен, после этого сеанса много лет страдал нервными припадками, стоящими в тесной связи с означенными опытами. Гипноз вообще производит искусственное расстройство нервной системы, сходное с истерией, поэтому мы его приравниваем к палеотивному действию лекарственных средств, которые, доставляя некоторое кратковременное заглушение болезненных симптомов данного страдания, наносят тем более существенный вред всему организму. Гораздо благотворнее и прочнее действует сказанное выше сугестие или внушение наяву, особенно в тех болезнях, которые отразились на душевном состоянии организма, напр. При различных психозах, навязчивых идеях мнительности и тому подобное. Передача и воспринятие таких волевых импульсов значительно облегчается известным состоянием души, названным симпатию, то есть душевным влечением, душевным сродством двух лиц, инстинктивно чувствующих душевную связь между собою. Наоборот, пациент, не доверяющий своему врачу или врач, не умеющий внушить доверия своему пациенту, суть уже образцы антипатии или отталки. 4 звездочка. 52. Вающего влияния друг на друга, если не парализующего, то во всяком случае, тормозящего благотворное действие предписанного лечения. Проявления автосугестивной силы воли поистине поразительны. Они побеждают всякие преграды, всякие страдания. Мы в изумлении от муции исцеловалы, добровольно сжегшего свою правую руку на костре без малейшего искажения лица. Мы поражаемся героизмом несчастных жертв Инквизиции и тех счастливцев-мучеников христианства, которые, будучи подвергнуты самым утонченным страданиям пытки, во имя идеи и убеждения подавляли силой воли всякое выражение адской, нестерпимой боли. Быть может под влиянием душевного оцепенения, экстаза, они переставали даже чувствовать ее. Личная сила воли составляет могущественное лечебное средство при различного рода заболеваниях. Фехтер Слебен пишет в своей книге о заглавленной «Гигиена души». Можно смело сказать, что в известных случаях для того, чтобы выздороветь, достаточно этого захотеть. Бывает, что люди, прикованные годами к постели, вскакивали и спасались, когда им грозила гибель от пожара. Если воображение может причинить человеку столько горя и страданий, почему не допустить, чтобы оно не могло так же сделать его счастливым? Если я, воображая себя больным, могу наконец действительно заболеть, почему мне не окрепнуть и не излечиться при мысли, что я здоров и должен быть здоровым? Цель достигается, когда к ней стремятся всеми фибрами души, настойчиво и упорно, потому что желание составляет выражение потребностей нашей натуры. Если это удается при добывании богатства и славы, почему оно немыслимо относительно здоровья? 11. Еще яснее выразился Лайболт. Я глубоко уверен, что можно действовать морально не только на других, но и на себя сама. Для того, чтобы избавиться от физических недугов, незачем прибегать к помощи гипнотизеров, к различным маневрам, таинственным формулам, к фетишизму. Достаточно концентрировать все внимание на мысли быть здоровым. Этот способ до того верен и точен, что с ним ничего не может сравниться. Он удобен еще и тем, что всегда в нашей власти, всегда готов к нашим услугам. К сожалению, у больного человека обыкновенно нет достаточной силы воли, так как лишь в здоровом теле бывает здоровый дух. Вот здесь-то задача врача воздействовать лечением на улучшение жизненных соков, а также силой убеждения на падем духа, на укрепление в больном организме желания и воли быть здоровым. Надо, однако, различать применение силы воли для желания выздороветь от пользования ею для подавления болезненных симптомов. Не надо раскисать, не следует падать духом при малейшем заболевании, но и нельзя бравировать своим здоровьем, стараться бороться с болезнью на ходу, там, где она требует покоя и лечения. Легкие простуды действительно проходят от усиленного движения, но мы никогда не можем знать наперед, с чем мы будем иметь дело, и поступим поэтому гораздо благоразумнее, если при повышенной температуре тела ляжем в постель и применим лечение вместо упрямства. Имеются больные и отдельные звездочка врача говорит либермейстер, которые полагают целесообразным возможно долго и энергично бороться с болезнью, и не раньше лечь в постель, пока невозможность держаться на ногах не принудит. 53. К этому. Наблюдение показывает, что таким поведением состояние больного ухудшается. Я видел больных, которые, имея легкий ТИФ или инфлуенцел, всею силою и напряженными телесными движениями старались преодолеть болезнь и вследствие этого, падали в столь поразительной степени в силах, что вначале являлось настоятельное подозрение, не имеется ли здесь дело с иной тяжелой болезнью, вроде легочной чахотки, или, у пожилых людей, рака желудка и тому подобное. Причем выздоровление затягивалось на продолжительное, несоответствующая степени болезни, время. Электричество и магнетизм. Электричество и магнетизм представляют важные кольца в беспрерывной цепи природных сил. Физиатор доктор Вальсер. Животный магнетизм, обладающий большую силу, так что дотрагивание руками или магнитизирование воды уже вызывают большое действие, существует несомненно. Проф. Доктор Носбаум. Собственно говоря, все факторы естественного лечения основаны на целебном влиянии вызываемых или производимых ими электрических токов на наш организм. Разница состоит только в способе добывания, образования, в качестве и действии этого вида природной энергии. Мы различаем статическое электричество. Франк-линизация, добываемое посредством трения стекла и твердых смолистых веществ. Динамическое электричество. В виде гальванического электричества постоянного и переменного тока, получаемое при воздействии химических составов на металлы, или от магнетического влияния железо на изолированную проволочную обмотку, и фарадического электричества, представляющего прерывистый ток того же типа. Термическое электричество возрождается от воздействия температурных разностей на различные органические и неорганические тела. Наконец, месмерическое электричество истекает из живых тканей и органов при известных состояниях и условиях. Физиатрика пользуется преимущественно термическим электричеством, которое стоит в гораздо ближших отношениях к нашему организму, более доступно и более действительно. Кто видел продолжительное и зачастую безуспешное применение других видов искусственного электричества в сравнении с быстрым целебным действием термических токов, тот попрощается, как и я это сделал, с различными электрическими батареями, катушками Рум Корфа, инфлуенцией машинами и тому подобное. Приборами. Тем более, что применение сильных токов, которым так склонно прибегать не. 54. Только публика, но и специалисты, вызывает безусловно гибельное, разлагающее влияние на нервное вещество. К сравнительно новым изобретениям и открытиям в области электротерапии относятся электрические водяные ванны, которые могут быть с успехом заменены обыкновенными ваннами соответственного типа. Электросветовые ванны могут служить суррогатом таких же природных ванн для холодного времени года. Наконец, лечение переменными токами высокого напряжения с быстрейшей последовательностью перемен направления. Арзанваль Азоцея, которое надо считать вопросом дальнейших изысканий. Мне кажется, что если ныне убедились в целебном действии только нежнейших токов с их нарастающей силою и попрощались с прежним грубым электрическим насилием, то нельзя себе представить, чтобы переменные токи столь ужаснага напряжения и подобные этому нововведения, могли быть употребляемы с, удивительно благотворным влиянием 11 на больной организм, реагирующий уже на такие слабые возбудители, как прохладный воздух. Так как добывание и применение химического и механического электричества в домашнем обиходе связано с большими трудностями и требует опытного руководителя, которых вообще очень мало, то мы ограничиваемся здесь упоминанием этого рода лечебных факторов. Для ознакомления же с термоэлектричеством достаточно прочесть действия прочих физиатрических факторов, основанных на нем. Более подробного изложения требует мезмерическое электричество, месмеризм или животный магнетизм. Названия эти исходят от основателя науки о животном магнетизме, врача-месмера, жившага во второй половине 18. Столетие, которое утверждал, что здоровье и болезнь человека зависят от количества распространенной по всему телу особой жидкости, названной впоследствии флюидом, количество которой следует регулировать, вызывая в теле прилив и отлив ее. Человек, пропитанный такой силою, способен ее излучать. Тогдашние светила признавали это учение за обман, хотя отчасти и допускали некоторое благотворное влияние месмеризма, который долгое время был в загоне, пока дальнейшие беспристрастные исследователи, как Рюйхенбах и Немазер, Крамер, Губер, Шредер и много других, не позанялись изучением этого таинственного фактора, достигая при его помощи замечательно успешных результатов. Большие ошибки происходят от смешивания понятия о животном магнетизме и сугестий, между которыми существует огромная разница. Месмеру было уже известно, что животный магнетизм тождествен с жизненной и естественно-лечебной силой. Эта, то сила излучается из самого организма магнетизера и передается больному механически, тогда как при внушении она исходит из собственного тела пациента. Другими словами, магнетизм действует через влияние на периферические нервы. Материи. Гипноз же через влияние на внутреннюю сферу представлений. Душу. Последнее время неопровержимо доказано посредством фотографий и нежнейших измерительных прибору, что богатые этим флюидом люди испускают из головы. Сюда относятся, ореолу святых 11. И концов пальцев от приски электрических лучей в 55. Виде сияния, доказывая воочию, что при известных манипуляциях, как наложение рук и различных пасах 11, то есть проведение рук по воздуху, не касаясь самого больного, от них не участвует одна только сугестия, никто не может 11, говорил покойный проф. Ну, сбаум, защекотать себя до смерти или вообще сильно щекотать себя. Есть отдельные лица, которые имеют особенное успокаивающее влияние на других, иные действуют противоположно. Маленькие дети не могут уснуть на любой руке. Я знаю образованную даму, которая не позволяла себя причесывать девушкам-брюнеткам, так как ее волосы положительно следовали за пальцами таковых и становились дыбом, тогда как блондинкам удавалось чесание беспрепятственно. Женщина-врач Фишер Дюкельман пишет ГЭС 1897 номер 14 Между прочим, что в человеке имеется действительно нечто излучающееся, могущее быть более или менее ощущаемо для других, это я сама испытала. Один молодой человек в Цюрихе восхвалял свою большую магнетическую силу, в чем я однако сомневалась и пожелала ее испытать на себе. Я поместилась для этой цели удобно в кресле, тогда как сказанный господин стал на некотором расстоянии позади меня, так что я не могла видеть движение его рук. Вдруг я почувствовала нечто вроде удара и вскочила в то время, когда он, желая магнетически повлиять на меня, протянул руки по направлению ко мне. Из концов его пальцев что-то исходило, чего я не могла вынести. После такого результата меня, конечно, хорошенько высмеяли за мое неверие. С тех пор я неоднократно возлагала руки на больных и производила над ними магнетические пассы, и всегда достигала этим удивительное действие общага успокоения, уменьшения боли и усмирения судорог. Многие утверждают, что, так называемый, лечебный магнетизм объясняется сугестием. Я согласна, что внушение часто действует совместно. Если же, примерно, 60. Летние дома, страдающие раком, усыпают под влиянием магнетических пассов 20. Летней прислужницы, или если грудной ребенок, пользуемый безуспешно двумя врачами от тяжелых конвульсий, после двух посещений магнетопата исцеляется-то это не может быть отнесено к сугестии, а должно быть объясняемо воздействием иного фактора. Мы имеем в Дрездене двух известных магнетизеров. Часто упоминаемого поэта Вильгельма Реселя и ясновидящего Геселя. Благодарность, помещенная в одной Дрезденской газете, обратила недавно мое внимание. Там было сказано, что тяжело больная дама, без указания болезни, которая уже приготовилась к операции и сбежала таковой, вследствие магнетического пользования магнетизером Реселем, и совершенно выздоровела. Я навела справку и должна была признать этот факт. Таких исцелений содержит наша литература бепчисленное количество. Да, друг Гораций, есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам 11. Так как применение животного магнетизма составляет целую науку, а при сеансах могут, как и при всякого рода лечениях, наступать различные критические явления, с которыми надо уметь справляться, то я отношу желающих ближе ознакомиться с техникой магнетических приемов к специальным сочинениям. 56. Воспитание и образование Часто упускают из виду связь нравственного развития с умственным, часто даже первое приносят в жертву второму. Превозношение таланта над добродетелью и религией составляет проклятие нашего века. 57. Воспитание в настоящее время служит преимущественно только побудительной причиной к учению, и таким образом, люди приобретают силу умственную без всяких нравственных основ, которые единственно только и могут оказать пользу учению. 58. Философ-моралист Вильям Чаннинг Воспитание принадлежит к отрасли душевной гигиены. 58. Если мы под гигиеной тела подразумеваем содержание его в чистоте и опрятности, то гигиена души будет состоять в соблюдении такой же чистоты нравов. 59. Так точно, если общая гигиена души дает нам средства к достижению телеснага благосостояния и предупреждения различных заболеваний нашего организма, то хорошее воспитание облагораживает нас, придает нам стойкость в борьбе с жизненными невзгодами и предотвращает наш нравственный и социальный упадок. 60. Вольно ошибается тот, кто образовательный ценз смешивает с воспитанием. 61. Знание 11, говорит доктор Эвальд Гауфе-звездочка, имеет с воспитанием столько же общага, как шляпа с головой, на которой она сидит. 62. Если бы знание было равносильно воспитанию, то все обстояло бы совершенно иначе, так как знанием цивилизованные народы кормились в течение целых столетий 11. 63. Приходится очень часто встречаться со вполне благовоспитанными людьми, которые не посещали никаких училищ, а видеть очень мало таких, которым школа заменила бы воспитание. 63. Последнее составляет исключительно плод нравственно-воспитательного влияния семьи, в которой восприимчивая душа ребенка постепенно и прочно усваивает хорошие воспитательные начала. 64. Другими словами, воспитание человека начинается с самого его рождения. 64. Прежде чем он начинает понимать, он уже учится. 65. Опыт предшествует воспитанию 11. 16. Ш-ш-ш. Руссо. Для таких уже воспитанных детей средняя и высшая школа будут составлять прямое продолжение в научно-воспитательном смысле. 65. Совершенно иначе обстоит дело там, где ввиду известных социальных условий и низкого уровня развития среды, сказанное домашнее воспитание не могло иметь места. Здесь среднее и высшее образование составит какой-то непосильный прыжок, нечто вроде солта-морталет для неподготовленного смельчака, ибо оно не только не может заменить или восполнить пробел в воспитании, но... 67. Наоборот, в большинстве случаев производят в невоспитанных молодых людях целый хаос различных новых, чуждых их сфере понятий и идей, разобраться в которых, согласовать их с данными условиями и вообще отнестись общекритически ко всему новому, для них не по силам. 68. Под наплывом массы возвышенных идей, не обузданных хладнокровной рассудительностью, последние становятся навязчими с непременным желанием ПЛКГ ума сразу изменить все кажущееся ему нерациональными, но укоренившиеся веками народные привычки, и пересоставить весь образ правления, весь народ, даже весь мир по своему фантастическому плану. 69. Отсутствием или недостатком в низшем классе домашняга воспитания объясняются всем известные непривлекательные типы, невоспитанных воспитанников 11, эмансипированных эксцентричных воспитанниц 11 звездочка. 70. А также необходимость применения массы наружных отличительных примет, вроде форменных фуражек, форменных шляп и костюмов, гражданских мундиров, знаков и значков, как сдерживающий принцип для плохо воспитанной молодежи или как показатель степени образования, во избежание смешения интеллигента с безграмотным простаком, наподобие ученого-корейца с обязательными большими черными очками учености. 70. Меньшее или большее количество этих наружных примет может даже некоторым образом служить мерилом высшей или низшей степени культурности страны. 71. Истинно воспинный, истинно образованный человек докажет уже словом и делом свою несомненную принадлежность к благовоспитанной интеллигенции, тогда как самый лучший мундир или значок не скроет необтесанности и тотчас обнаружит под искусственно наведенным, тонким блестящим слоем серый, грубый, остров невоспитанности. 72. Для приближения сказанных, столь резко отличающихся уровней, к одному знаменателю высшей категории, допускающему возможность наступления полного равенства как по воспитанию, так и в соответствующем профессии образованию, единственной рациональной мерой может служить широко раскинутая сеть народных школ Министерства народного просвещения, строго приноравленных к понятиям, условиям быта и нуждам низшого класса населения. Дабы несколько расширить духовный кругозор простолюдина, ознакомить его с правильными понятиями о воспитании, о гигиене души и тела, о задачах и целях земного существования истинного христианина и гражданина, и увеличить запас необходимых в его быту, его профессии, теоретических и практических познаний, то есть подготовить родителей для будущего уже более совершенного поколения. Такое подготовительное, исключительно низшее образование, не отстраняло бы грамотных детей от неразвитой среды. Не заставляло бы их бросать домашний очаг и прежние занятия, а напротив, еще более упрочило бы их связь с домом, с хозяйством, с ремеслом, и способствовало бы созданию воспитанных и профессионально образованных хозяев и мастеров, в которых у нас полнейший недостаток. Специальная низшая школа составляет для постепенного развития низких слоев населения такую же настоятельную потребность. Как будто высшее образование несовместимо с нормальным женским организмом, а требует от женщины непременной потери ее обаятельной женственности и превращения чудного создания божьяга в третий вид породы, Homo sapiens звездочка, в какое-то чучело гороховое родо человеческого. 58. Как хорошие пути сообщения для развития промышленности и торговли. Нетрудно мчаться вперед иностранцу по его ровным, утрамбованным летами дорогам. Опас же рискуешь в городе сломать себе шею, торопясь по ухабам и препятствиям тротуаров и булыжниковых мостовых. Что говорить о проселочных дорогах? Школьный вопрос, несомненно, требует капитальной реформы. За границей давно введено обязательное, бесплатное, всеобщее низшее образование, поэтому там почти что нет неграмотных. Там нет злополучной буквы, Е, этого камня преткновения для филологов-лингвистов. Об ученике и говорить нечего. Там нет репетиторов этих показателей жалкой постановки школьного преподавания. Нет приготовления в приготовительный класс. Нет малопонятных при аттестате зрелости конкурсных экзаменов из-за переполнения высших учебных заведений, куда там стремится лишь тот, кто имеет на то средства или кто в действительной жажде к науке надеется добросовестным отношением к делу заполучить различные льготы, зачеты, субсудии или стипендии, остальные же остаются при низшем образовании, становясь образованными хозяевами, ремесленниками и служивым людям. У нас же взгляд иной. Здесь всяк лезет в паны, мы частенько субсидируем совершенно нежелающих учиться лентяев, которые только пополняют ряды образованных пролетариев, вместо того, чтобы стать полезными профессиональными тружениками в своем кругу. В прогрессе совершенствования народных масс поспешность неуместна. Кто здесь спешит, тот только людей смешит один, а тише едешь, дальше будешь, ибо воспитание народа совершается не годами, а поколениями. Я не намерен угождать пословица, там хорошо, где нас нет, упаси Божа, я вполне признаю даже факт перепродукции и в высшем образовании, которое за последнее время двинулось гигантскими шагами вперед с такой стремительной поспешностью, что народное воспитание, этот перл цивилизации, не поспевает за ним и явно отстает, именно благодаря наплыву туда массы элементов из неподготовленных в воспитательном смысле низких слоев. Взглянем на наших просвещенных соседей. Там простой ремесленник представляет не только существо вполне осмысленное, человече вполне благовоспитанного, вполне достойного уважения, но и научно, образованного специалиста, знатока своего дела. Для него, тесно связан многообщественными и социальными узами, в противоположность нашим понятиям о каком-то бесшабашном либерализме, нет худшага наказания, как внутреннее сознание порицания со стороны своих ближних, а тем более лишения свободы, тогда как наш грубонравый простолюдин еще и понимает иной скорби, иной боли, кроме физической, считая арестантские роты и тюрьмы, в сравнении с его домашней обстановкой, не местами наказания, а царскими домами, где его кормят и поют, заботятся о гигиенической и комфортабельной обстановке его быта, водят на прогулки, на работы, освещают электричеством и грамотой, дабы оп. В другой раз охотнее поступил туда же Звездочка. Звездочка. Примером образцовой постановки дела может служить центральная тюрьма Бацкага-Кантона в Лозане. Швейциария. Расположенная в живописной местности и окруженная садами и огородами, где работают преступники. Каждому из последних отведена в тюремном здании отдельная кёлия, дверяка, 59. При таком положении дела нам еще далеко до осуществления мечты о сословном равенстве и применении чрезмерной гуманности, о которых этот класс населения, к сожалению, еще имеет малопонятия. Для развития нравственного чутья надо обратить внимание не на листву, а на корень, на воспитание подрастающего поколения. О благотворном влиянии, в этом отношении, хорошей школы мы уже говорили, остается сказать несколько слов о воспитании ребенка в родном доме, в семье. При воспитании наших детей, как и при воспитании темнаголюда, необходимо строгое индивидуализирование, то есть посеньки и шапка. Один ребенок реагирует лучше на «поглаживание 11», то есть на ласковое, убедительное слово, другой требует чувствительного «поколачивание 11», даже «рубление», конечно, весьма желательно по возможности избегать телеснага наказания, тем более у нынешняга более изнеженного молодого поколения, нервная и душевная сторона катарага более чувствительна, более восприимчива, заменяя розгу нравственным наказанием, в виде словеснага порицания, стояния в углу или на коленях, лишения удовольствия и тому подобное. Однако совсем избежать карательных мер немыслимо. Попробуйте убедить годовалого ребенка, что разливать чернила это нехорошо. Я думаю, что всяк согласится, что труд здесь напрасен. Накажите же его слегка по предназначенной для этой цели части тела, и вы увидите, что он будет избегать чернильницы, потому что эта вещица связана с болезненным ощущением тела. Пока этого достаточно. А вот он подрастет, начнет сознательно относиться к делу, и тогда можно обойтись силой убеждения. Теоретики, то есть люди громко трактующие о бессвязности высокой гуманности с телесным наказанием, обыкновенно из-за кучи книг не видят ни людо, ни детей. Дай им, Боже, хотя бы побольше детишек для приобретения практической опытности в воспитании. Надо помнить, что в странах высококультурных по сие время еще не нашли возможным вывести розгу и линейку из народных школ, считая лучшей мерой наказывать виновника лентяев, чем наносить тяжелые удары родителям. Во всяком случае, надо всегда предварительно уяснить себе мотивы Дантера и выходят в общую залу. От преступника требуют абсолютного молчания во все время заключения, причем отношение к нему самое вежливое. Эти главные условия проведены со всей строгостью, имея цель не допустить, чтобы кто-либо знал провинность заключенного, во избежание различных намеков, толков и перетолков, весь срок заключения распределен на третьего части. Первое. Непродолжительное одиночное заключение. Второе. Период работы, доставляющий ему пропитание и подготавляющий его к трудовой жизни. Третье. Поручение более свободного характера. Побег для заключенного не выгоден, ибо таковой связан с переводом преступника в низший разряд. Из заработанных им денег относят одну часть на его содержание, другая часть поступает в сберегательный капитал, выдаваемый после выхода из тюрьмы. Незначительная же часть дается на руки заключенному для улучшения его быта и некоторых личных мелких расходов. Покупка спиртных напитков, понятно, строго воспрещена. Все расходы по содержанию тюрьмы и охране заключенных от них не ложатся на народ, а покрываются усердными трудами самих заключенных, которые живут якобы в частной гостинице на свои средства. Из записок А. Сари уж. Ввиду сказанных условий, такая тюрьма преследует вместе с наказанием еще и воспитательные цели, и публика охотно вербует со среды преступников различную прислугу и служащих, которые, как это доказал многолетний опыт, становятся честными тружениками. Конечно, для такой тюрьмы необходим преданный делу и добросовестный, вообще культурный персонал, начиная от заведевающего и кончая сторожем. 60. Ного проступка, дабы карательные меры соответствовали величине последняга, а не личной нервности или раздражительности воспитателя. Неужели, напр? Случайно разбитый стакан можно поставить ребенку в вину как умышленный вред, достойный наказания. Я уверен, что сам ребенок чувствует в душе свою вину и порицает свою неосторожность. Вид испуга и смущения должен нам указывать на это внутреннее душевное состояние. Боязнь же розги при сознании несоответствия вины и наказания заставят его в будущем прибегать к хитростям, изворотам и лжи, а кто лжет, тот и ворует. Как важно привить ребенку понятие о почтительности к старшим? Нам на первый взгляд покажется пустяком, если ребенок знает, что при появлении взрослага надо встать, снять шапку, поклониться, подать ему стул и тому подобное. А между тем лишь тот, кто сам смола научился подчиняться общепринятым правилам и законом, будет в состоянии исправлять должность хорошага начальника, сознавать права своих подчиненных. С этим понятием почитания старшага тесно связаны и понятия о вежливости и предупредительности, этими наружными показателями благовоспитанности. При каждом удобном случае надо развивать в ребенке чувство любви и сострадания к ближнему. Как часто мы можем наблюдать, что ребенок совершенно бессознательно, прихоти ради, бьет и мучит домашних животных, отрывает ножки и крылья у насекомых и тому подобное. Объяснив ему, что не только животное испытывает страдания наравне с человеком, но что даже растение, если его при срывании ерзать, гнуть и ломать, должно ощущать такие же боли, мы подобными наставлениями подавим зачатки плохих наклонностей, которые в будущем, быть может, превратили бы ребенка в человека-зверя. Религиозно-нравственное направление – великое дело в воспитании. При ознакомлении ребенка с религией следовало бы обращать внимание не на механическое заучивание массы длиннейших богословских цитат и обрядностей, а давать ребенку краткие, простые и доступные его детским понятиям молитвы, заставляя вникать в смысл таковых, объясняя ему самую душевную суть, самые простые, но глубокие истины чудного учения Христова с его основной мыслью любви и всепрощения. Мы должны порицать тот длинный ряд бессознательных, автоматических движений губ, языка и челюстей, относящихся скорее к области гимнастики, чем к глубокой религиозности 11, а признавать истинной молитвой, хотя бы краткое, но задушевное прочувствованное обращение к Богу, высказанное в уединении, вне развлечения шумом, пением и музыкой, которые только уместны для прославления Бога и отдачи ему почестей, но от них не для излияния наболевшей души. Для развития дальнейших хороших качеств в ребенке, родителям следует вырабатывать в нем характер и выносливость. Если ребенок упал и ушибся, было бы крайне нерассудительным посредством выражения глубока гособолезнования, воплей, вздохов и ласк, а также помощью необходимых приправ вроде «Обедный, несчастный ребенок, как же ты сильно ушибся!» Стараться растрогать его и способствовать тому, чтобы данное положение показалось ему безотрадным, ужасным, внушая сильную болезненность пустячна гоушиба с необходимостью тотчас разреветься. Тогда как слова «пустяки» до свадьбы заживет и тому подобное, исходящее из 61, той же сострадательной, но рассудительной материнской души, тотчас внушат ему обратное. Ребенок почешется, перетерпит боль, которая ему покажется менее чувствительной, выровнят готовое к плачу личико и, как ни в чем не бывало, придастся дальнейшей забаве. Такое воспитание имеет своим последствиям выносливость к болевым ощущениям, укрепляет характер, делает организм более стойким к жизненной борьбе. Будить к деятельности силу воли, вот что следует признать важнейшим правилом воспитания. Захария. А первое и самое важное, чему должен учиться ребенок, это переносить страдания 11. Штш. Руссо. Можно жалеть ребенка, но не надо распускать, развинчивать и расслаблять ненравственную, нефизическую сторону его организма. Разумные игры, особенно на свободе, замечательно способствуют развитию в ребенке самостоятельности, ловкости, резвости и физической силы. Высшая педагогическая мудрость состоит в том, чтобы содействовать развитию в ребенке хороших природных зачатков и сдерживать его порывы к дурным наклонностям. Английский философ Джон Лок уже более двухсот лет тому назад советовал в своих мыслях о воспитании, не производить бесполезного и тягостного для детей усилия в вырабатывании в них таких дарований, для которых в их душе мало или совсем нет зачатков. Бог, говорит он, наложил на дух каждого человека известную печать, которую, подобно его лицу, можно, пожалуй, немного переделать, но невозможно совершенно изменить и преобразовать в противоположную сторону. Наблюдение над детьми можно и должно производить, конечно, всегда, но всего удобнее и лучше в детстве, когда искусство и хитрость не научили их скрывать свои недостатки и прятать дурные наклонности под лицемерную наружностью. Строгое индивидуализирование и здесь необходимо, причем наличностью особенностей питомца и будет определяться метод его воспитания и ряд мероприятий, направленных к борьбе с дурными наклонностями его породы. При всем тяжелом чь больше, чем труде, с которым связано воспитание и образование детей, нас не должно смущать и останавливать болезненное чувство якобы разочарования, если мы в детях не всегда встречаем то чувство любви и привязанности к нам, с которым мы относимся к ним. Это происходит от того, что дети видят в родителях прошедшее, родители же усматривают в детях будущее, и если мы у родителей всегда встречаем больше любви к своим детям, нежели у детей к родителям, то это грустно, но вместе с тем и естественно. Кто же не любит больше своей надежды, нежели свои воспоминания? Этвиш Сознание добросовестно, по мере сил и возможностей, исполнено год долго, да послужит высшей нравственной наградой для родительской души, для которой счастье детей составляет личное счастье. 62. Здоровье и болезнь Естественная лечебная сила и лечение Отчудное состояние здоровья Оно поистине того сдит, чтобы ему пожертвовать не только свой пот, свой труд и деньги, но даже жизнь, если его иначе нельзя сохранить, ибо без него сама жизнь становится печальным бременем, без здоровья блекнут и чахнут наслаждение, мудрость, наука и нрав. М. Монтайгна Для лечения нужны не лечебные настои, а лечебные силы. Что такое здоровье, что болезнь, и где кроется причина, последний вопрос далеко не легкий для краткого определения. Здоровье, объясняет Вильям Гуль, это такое состояние нашего организма, при котором мы можем трудиться и думать, не замечая, что мы имеем тело. Здоровый человек живет и работает, бодрствует и отдыхает, не будучи тревожен своим телом. 11. То же самое выразил Тургенев словами. Не чувствовать своего организма признак полнаго здоровья 11. Противоположность этому составляет болезнь. Болезнь 11 по механической теории Бутин-Штетта, это показатель присутствия в организме ненужных ему веществ, а случайные боли, испытываемые больными, служат признаком, что посторонние вещества при энергическом стремлении завоевать себе место в наших эластических частях, оттесняют таковые из их влагалищ настолько, что происходит болезненное растяжение и напряженность в оттесненных атомах. Все болезни 11, говорит отец Кнейб, какие бы они ни носили названия, имеют свою причину, свое происхождение, свой корень, свой зародиш в крови, вернее, в изменении крови, которая либо нарушена в своем правильном обращении, либо испорчена в своем составе, в своих составных частях, присутствием посторонних дурных соков 11. Сходно выражается доктор Ламон, признавая ненормальный состав крови десемию и связанные с нею отсутствие или недостаток питательных солей, причиной всех болезней или дискразий. В противоположность приверженцам этой гуморальной патологии, полагают солидаристы, что подобное заболевание соков, в свою очередь, зависит от болезненного состояния нервов. Однако вскоре появились классические труды покойного Вирхова, доказывающие целым рядом фактов, что все сказанные явления суть только. 63. Последствия заболевания растительных клеточек, этих мельчайших основных частиц нашего организма. Эта ныне господствующая циолюлерная теория вскоре дополнилась весьма заманчивым новым взглядом на сущность заболеваний, заключающейся во вторжении в организм различных грибков-бактерий, бациллярная теория, набрасывающихся на ослабленную больную клетку и размножающихся в такой благоприятствующей их развитию почве. Таким образом, все-таки, главную роль при происхождении болезни играет сам организм, его клетка, которая, первично заболевая, становится восприимчивой к бактериям 11. Проф. Либрейх. Из всех этих теорий следует одно, что враги наши заключаются не в вездесущих бактериях, а зиждется в нас самих, в болезненном состоянии нашего организма, и что таким образом, всякая болезнь составляет продукт какой-либо вредности по отношению к живущему организму, а этих вредностей столько же, сколько жизненных условий 11. Доктор Зандерегер. К таким болезнетворным условиям принадлежат Вдыхание несоответственного состава и качества воздуха, резкие перемены атмосферы, простуда, дурное питание, ненормальный образ жизни, отравления принятыми во внутрь или самообразующимися внутри нас ядовитыми веществами, наконец, механические повреждения и препятствия правильному кровообращению. От всего этого могут произойти либо внезапные, бурные воспалительные явления нарушенного обмена веществ, именуемые острыми болезнями, либо медленное продолжительное раздражение, ведущее к постепенному упадку и угасанию жизнедеятельности сказанных клеток с последующим перерождением, разрушением или распадом их, составляя тип длительного или хронического заболевания. Громадное количество наблюдаемых самовольных исчезновений болезненных симптомов и тяжелых, кажущихся неизлечимыми, заболеваний без содействия врачебного искусства, иногда даже вопреки всякого рода несоответственным мероприятиям, должно невольно заставить нас призадуматься относительно загадочности природы этого явления. Действительно, в человеке, по-видимому, зиждется нечто оберегающее его от заболевания, а при заболевании, стремящееся всеми силами восстановить нарушенное равновесие. Это, нечто 11, этот ангел-хранитель нашего Я представляет из себя так называемую естественную лечебную силу или, иными словами, упругость, стойкость и жизнедеятельность сказанных клеточных элементов нашего организма. Пока еще в нас бодрствует эта самосохраняющая сила, мы можем рассчитывать на успешную борьбу с болезнью. Существование жизненной силы было известно в глубокой старине, она и поныне сохранилась под различными научными названиями. Всем известна древняя поговорка. Врач пользует, а природа излечивает болезни 11. Пусть врач 11, говорил Гиппократ, будет слугою природы, исполняя ее намерение звездочка 1, апарацельс. Природа совмещает в себе врача, лечущага то, что вы разбиваете 11. ПРОФ. Бухнер утверждает, что постепенно созрело убеждение и подкрепилось многими экспериментальными изысканиями, что в распоряжении организма имеются против болезнетворных начала естественные целебные силы 11. Наконец, ПРОФ. Натнагель доказал на последнем Конгрессе в Риме с убедительной ясностью, что человеческий организм при достаточной силе, сам в состоя, 64. НИП устранять повреждения, вызванные болезненными изменениями, посредством удивительных, вытекающих непосредственно из патологических состояний процессов, которые мы лишь теперь начинаем познавать с изумлением 11. Если при достаточной силе 11 множество болезней, доказанным образом, излечиваются без посторонней помощи, то первым условием для поддержки здоровья и для лечения болезней, служит сохранение этой удивительной жизненной силы, и слово «лечить» будет означать в физиатрическом смысле устранение от больного всего, чтобы могло ослабить эту силу, и применение тех средств, которые поддерживали бы ее. Наша кровь обладает природными свойствами уничтожать все посторонние вещества, внедрившиеся в организм или образовавшиеся в нем, с которыми она ведет безустанную борьбу. Что же организм требует от нас взамен этих услуг? Ничего больше, как дать ему свободу действия и не мешать его целебной деятельности несоответственными мероприятиями. Наполеон I неоднократно восставал против усиленной медикамента ЦИИ своего времени, сознавая вполне, что лекарства только тормозят естественную лечебную силу. «Жизнь», — говорил он, — «это крепость. Зачем же бросать препятствия на пути ее самозащиты. Ее личные средства превосходят весь лечебный аппарат ваших лабораторий. Взгляните только на детишек, больных корью, скарлатиной и тому подобное. Сыпной болезнью и полюбуйтесь их лечением. Хороший хозяин, поистине, своих свиней содержит чище. Тело детей замазано жиром, чтобы не зудило. Лицо от смеси пота, жира и слез грязнее грязи. Руки, как у сморовозов, — одним словом картина полнага поругания простейших принципов гигиены. И есть же еще люди, которые дают убедить себя во вреде чистоплотности. Мы также не назовем поддержкой естественных лечебных сил, если при бессоннице ей давать сульфанал или бром, тогда как отвратительный воздух спальни или болезненное состояние какого-либо органа служит ее причиной. Если при острых инфекционных заболеваниях не сдавлять высокую температуру и парализовать чрезмерную работу беднага, ни в чем не повиннага сердце, жаропонижающими ядами, вместо того, что облегчит непосильный труд естественной лечебной сил и посредством поддержки энергии организма и облегчения выделения раздражающих веществ. Доправпров. В интернице говорят, что главное несчастье водолечения состоит в том, что оно предъявляет столь большие требования к врачу. Конечно, гораздо легче назначить ПРПМИ. РПО – слабительное и довольствоваться временным эффектом прослабления с последующим все большим ухудшением, чем предписанием соответственной диеты и укрепляющего лечения постановить правильное функционирование кишечника и получать естественный стул. Мы постепенно ознакомились с множеством лечебных проявлений физиатрических приемов, позволяющих вызывать различнейшие целебные действия для успешной борьбы со всевозможными болезненными состояниями, а между тем приходится часто встречаться со вполне рассудительными людьми, которые хотя и не имеют понятия об этом способе лечения, тем не менее считают себя в праве кричать во всю глотку, что утверждение специалистов, физиатров о благоприятном действии данного способа на все без исключения болезни, сущие шарлатанство. Конечно, сказанное утверждение. 65. Физиатрических врачей исключает предположение, якобы физиатрика исцеляет все болезни. Такого совершенства не суждено достигнуть ни единой лечебной системе. Уже Раусси определил этот предел искусство афоризмом. Всякая болезнь излечима, но не всякий больной. Обстоятельнее выразился Спар, этот ветеран физиатрики. Все, что вообще излечимо, поэтому каждая излечимая болезнь излечивается физиатрикой вернее, чем лекарствами, но и физиатрика все же не в состоянии излечивать все стадии болезни. К сожалению, большинство больных обращается к нам именно в самой последней стадии, когда они кроме своей крайне развитой болезни превратились в ходячие аптечные склады, а их сосуды вместо крови начинены лекарствами. Если несмотря на то даже в таких запущенных случаях физиатрика еще достигает исцеления, то во всяком случае требовать этого не подобает. Ввиду несомненных блестящих успехов гидротерапии 11, пишет доктор Горжимала Звездочка. Самые знаменитые практики нашего времени не чуждаются прибегать к ней. И это, конечно, прекрасно. Жаль только, что эти знаменитые практики обыкновенно не имеют ни малейших теоретических, а еще менее практических познаний в гидротерапии при назначении ее, руководствуются какой-то безотчетной фантазией. В этом очевидно выражается положительное отрицание ими специального научного значения гидротерапии. Если бы, говорит доктор Г. Сторожов, кому-либо вздумалось такое своеобразное отношение к гидротерапии поставить в связь с большой простотой и однообразием водолечения, а потому считать применение его возможным благодаря одним общим медицинским сведениям, то при ближайшем ознакомлении нетрудно будет убедиться в неверности сделанного предположения и в необходимости, для успешного назначения гидротерапии, своего рода подготовки и навыка. Уже одно определение предмета гидротерапии, который состоит в изучении циолебного действия воды во всех ее видах. В жидком, плотном и парообразном должно навести на сомнение относительно однообразия водолечебной техники 11. Из этого следует, что физиатрика, в которую входят водолечения, наука совершенно отдельная от аллопатической, и этим объясняется, почему нам приходится так часто быть свидетелями последствий грубых ошибок по отношению к водолечению и неоднократно видеть предписания ВАН или компрессов в такой, противоречащей элементарным правилам гидротерапии, форме, в какой ее никогда не применил бы простой дилетант, хотя бы бегло прочитавший любую народную книжечку по водолечению. Врач, применяющий какой-либо физиатрический прием одновременно с лекарственными средствами доказывает этим, что он потерял веру в свою науку, а не постиг новый, одно из главных правил, который гласит. Только те вещества и элементы, которые полезны здоровому человеку, в состоянии восстановить потерянное его здоровье. Истинный физиатр не нуждается в каких-либо лекарственных примесях к воде, ибо вполне зависит от его желания. Звездочка. Новые правила водолечения. Петербург. Его. Гидротерапия. Друг здравия. 5,66. Чтобы изменением температуры и техники одного и того же приема превратить он и в успокаивающий, укрепляющий, раздражающий, рассасывающий и тому подобное. Он не только не прибегает к аптечным средствам, умея их с избытком заменить более рациональными приемами своей системы, но он знает, что при одновременном применении водолечения и лекарств получается такой хаос разнородных, большую частью друг другу противоположных симптомов, в котором нельзя разобраться, какое из полученных явлений принадлежит водолечению, а какое лекарству. Наконец, нужно принять во внимание, что лекарственные составы суть вещества для организма не только посторонние, но и не безразличные, которые ему придется, после проявления ими известного токсического эффекта, опять выбросить, тратя понапрасну силой для этого переливания из пустого в порожнее. Таких смешанных лечений, особенно теперь, когда вера во всемогущество лекарств сильно пошатнулась, масса. Но и что это за лечение? Недаром Раусе, этот великий реформатор водолечения, принужден был высказаться. Если врач, не специалист, возьмет стакан воды в руку, то наверно натворит им беду. А проф. Кусмауль в своей статье «Гидротерапия как предмет преподавания предостерегает от них не соединять эту к. едру стаковой по фармакологии». Нигде не требуется такого точного индивидуализирования, то есть такого тщательного и сознательного приноравливания температуры воды, самога приема и продолжительности его действия к силам больного и степени болезни, как при физиатрике, за которую должен браться врач со врожденным талантом звездочка. Но и нет другого лечебного метода, который, подобно ему, при посредственном даже знании дела, но врожденной сметке давал бы столь целебные и блистательные результаты. При предписании лечебных приемов я выбирал те из них, которые никоим образом не могли бы вызвать каких бы то ни было бурных проявлений избегал всякого резкого воздействия, требующего более глубоких познаний и опытности, одновременно указывая в приложенных образцах лечения, как последнее может измениться в силу совокупности всех симптомов и обстоятельств. В перечисленных основах физиатрического лечения вы познакомились со всеми гигиеническими мерами, необходимыми для предотвращения заболевания. Все это в еще большей степени относится к заболевшему уже организму, ибо болезнь, по словам доктора Егера, зловония, а противоядием последняга служит исключительно гигиена. Далее, следя за указаниями и ссылками, вы отыскали во двух отделе книги и уяснили себе всю техническую сторону и все тонкости применения отдельных приемов физиатрики. Остается только отыскать в подробном оглавлении описание болезней и предписанные меры, чтобы пустить свои познания в дело и получить сноровку в пользование ими, а это лучше всего достигается упражнениями при легких заболеваниях. Звездочка. В своей вступительной лекции известный проф. Доктор Эрн Стромберг в Лейпциге высказал следующие достопримечательные слова. Истинные качества хорошага врача нельзя не преподать, не приобресть. Они должны быть врождены или, говоря проф, заключаются в изречении. Мэдисина Эдивина Манасха Манитатистэ. Врачебная наука Божественный Дар Человечества. Смотри. Также воспитание Стр. 61. 67. Прежде всего надо помнить, что самое большее количество болезней изиждется в засорении желудка и кишек, а также что переполненный кишечник ухудшает общее состояние тела, повышая его температуру, поэтому следует начать лечение от очистки кишечника, лучше всего к листирами. Смотри запор. Затем необходимо обратить внимание на состояние рук и ног. До применения какого-либо холодного приема надо сперва согреть холодные конечности теплотою или растиранием, вообще же держать ноги тепло, приложив к ним напр. Бутылку с горячей водой, которую нужно тотчас удалить, когда ноги достаточно согрелись, иначе усилится обратный прилив теплой крови вверх. Не следует полагать, что чем больше применений, тем больше от них пользы, а надобно ограничиваться самым необходимым числом приемов, сокращая их количество сообразно улучшению болезни. Чем меньшей во сне достигается желанный результат, тем целесообразнее, тем правильнее было лечение. Дозировка приемов, то есть температура, продолжительность и количество применений самое трудное для новичка, потому что все это зависит не только от хода болезни и сил больного, но и отличной опытности лечащага. Для наблюдательного ока и здесь представляется много точек опоры. Во всяком случае надо бережно обходиться с ослабляющими приемами, всегда покрывая их с избытком укрепляющими. Особенно необходимо это помнить по отношению к продолжительным пеленаниям и теплым ваннам. Вообще, как только больной жалуется, что начинает ощущать тяжесть в голове, ослабление, сердцебиение или задышку, нужно тотчас закончить данный прием. В хронических болезнях у очень слабых пациентов приходится после одной-двух недель лечения, во избежание временного усиления слабости, чувства разбитости, сонливости и тому подобное. Явлений превышения расхода жизненных сил над их приходом, сократить лечение до самых необходимых приемов или дать полный отдых до восстановления сил питанием. Во избежание такого торможения лечения, надо тоже экономно и осторожно обходиться с низкой температурой воды и не вводить себя в заблуждение возвышенным, бодрым чувством, наступающим после резко-холодного приема. Этот эффект, не соответствующий силам больного, скоро заменится плачевной реакцией. Вода не должна волновать, пугать, раздражать больного. Особенно следует иметь это в виду при пользовании расстройства нервов, воспалительных заболеваний и вообще при чрезмерной чувствительности кожи. Когда замечается прекращение полезного действия данного физиатрического средства, нужно заменить его другим приемом. Вообще не следует приучать организм к постоянному побуждению напр. Ежедневными обмываниями. Войдя в привычку, этот прием перестанет быть полезным и превратиться в бесполезную, даже вредную потребность организма, наподобие водки для пьяницы, папиросы для курильщика или морфия для морфиниста. Не следует думать, что нервы, эти самые нежные проводники чувствительности, движения и впечатлений, суть веревки, которые можно теребить безнаказанно. Надо помнить, что человек по природе не амфибия, не житель макрогоэлемента, а обитатель воздушно-световой среды, поэтому вода, которая в ее различных применениях играет роль могущественного возбудителя нервов, составляет 5 звездочка, 68. Для него преимущественно лечебное средство, которым, как и всяким другим лекарством, следует пользоваться осмотрительно, а не постоянно и зря. Я встречал неоднократно фанатиков водолечения, бестолковых к ней пистов, которые, руководствуясь тезисом, чем холоднее вода, тем лучше и не вдумываясь, что слово холод составляет для каждого отдельного организма индивидуально разное ощущение с индивидуально разными пределами, доводили мнимую гортовку. Закалку. Тело до того, что окачивались зимою на открытом воздухе ледяной водой и гордились этим геройством, а затем приходили лечиться от последствий безумной тренировки нервов, проявившейся в виде дрожания рук и ног, исхудания, потери кожной чувствительности, различных экзем и другие. Симптомов расстройства и нервации. Сайвитер инмадо, фортитер инре. Звездочка. Заканчивая весь общий отдел книги и суммируя все сказанное относительно сущности и задач физиатрики, читателю станет понятным следующий гигиенический символ веры, физиатра. Естественным мы называем такой образ жизни и такой способ лечения, которые соответствовали бы стремлению человеческой натуры пребывать здоровым. Естественное влечение натьюртрайб. Или стать здоровым. Естественная лечебная сила Натар Хейлкрафт. При пользовании только такими средствами и методами, которые нам известны как жизненные условия. Факторы естественного лечения Натар Хейлфадор, способ естественного лечения Натар Элверфахен. Поэтому при естественном образе жизни, равно как и при естественном способе лечения исключается введение ядовитых и таких вообще веществ, которые для жизни непригодны и вследствие этого не могут быть отнесены к разряду жизненных условий. Мы видим из всего перечисленного, что физиатрическая гигиена это идеал благосостояния нашего организма, как христианская религия идеал блаженства души, поэтому провести гигиенический образ жизни во всей его частоте почти так же трудно, как прожить в духе истинно христианском. Стремиться однако подойти возможно ближе к этим идеалам может и должен всякий человек мало-мальски дорожащий своим здоровьем, своей жизнью и будущим своим и своего потомства. Чтобы познакомиться с деятельностью практического физиатра у кровати больного, я привожу для примера две весьма поучительные истории болезни, из коих первая случай подагры с неврастенией представляет тип чрезвычайно осторожна гонежного лечения, в противоположность пользованию тяжелой дифтерии с упадком сил, потребовавшего резких и решительных применений. Меня пригласили к вдостующей Франциске Кох в Аугсбурге, причем родственники ее сообщили следующее. Больная лежит уже шесть лет в кровати, страдая по определению врачей тяжелым артритом. Со значительным расстройством нервов. Состояние ее было признано безнадежным. Использовавших ее семь. Врачей под конец каждый заявил, что здесь нельзя ничего не сделать, не достигнуть. Болезнь должна все более ухудшаться, пока смерть не положит конец страданиям. Последний врач сказал дословно. Я больше не приду. Нет того в аптеке, че? Но бы я не испытала одиннадцать. Незадолго до того времени, как больная слегла, она пользовалась у отца Кнейпа, но тогда только по случаю своего нервного. Звездочка. Нежней по форме, действительнее на деле. Хроническое воспаление суставов, подагрического характера. Шестьдесят девять. Страдания. Он ей предложил возвратиться домой, говоря. Я сам вижу, что вы во время лечения стали себя только хуже чувствовать одиннадцать. С тех пор страдания ее с года на год усиливались, так что больная день и ночь стонала от боли. Часто появлялась у нее столь сильная дрожь, что даже кровать принимала участие в движениях тела. Затем больная стала путаться в разговорной речи и под конец постоянно бредила. Временами ей казалось, что пол уходить из-под ее ног. То опять она громко вскрикивала от боли. Пациентка не могла давать ответы, так как ее умственное состояние тоже пострадало. Артрит настолько согнул ее в дугу, что в напр. Колено почти касались подбородка, а ногти из уродованных рук врезывались в ладони. Сон отсутствовал. Пациентку кормили как ребенка. Но если бы она и могла действовать руками, то все же ей не пришлось бы ими пользоваться вследствие сильного дрожания. Ее подымали и переносили при помощи простыни, давно уже прибегали, как к последнему средству, к подкожным впрыскиваниям морфия. Родственники ее пожелали меня консультировать только для того, чтобы не упрекать себя впоследствии, что еще не все испытано. Довери. Жек естественному способу было подорвано тем, что шесть лет назад Книповское лечение, предпринятое при более благоприятных условиях, не увенчалось успехом. Эту весьма слабонервную и раздражительную малокровную особу необходимо было пользоваться чрезвычайно осторожно. Морфий, конечно, был совсем оставлен. Ощущения жара и холода чередовались у нее очень часто, особенно в руках и ногах, а главным образом в бедрах и голове. Пульс был очень слаб и неправилен. То чрезвычайно полный, то опять поразительно вялый. Пищеварение плохое. Стул получался только раз в несколько дней. Мочеотделение скудное. Вообще пациентка находилась в столь ослабленном состоянии, что потребовалась большая осторожность и нельзя было решиться произвесть, например, общее обмывание тела. Поэтому ежедневно одна или несколько частей тела быстро обмывались 27 градусов водою, несколько низшая температура уже усиливала боли, так что в пять дней было обмыто все тело. Первый день стопы и голени, второй руки, третий бедра, четвертый живот, пятый грудь и спина. А так как после каждого обмывания являлось общее ослабление, то через пять дней я нашел нужным приостановить на два-три дня всякие водолечебные приемы, стараясь диететическими предписаниями воздействовать на улучшение состава крови и усиленное ее образование. Больная имела влечение к фруктам, но таковые, вследствие содержания в них кислот, были ей представителями медицины строжайше запрещены. Это инстинктивное желание больной, особенно по отношению к яблокам, я удовлетворил полностью. Фрукты давались ей теперь попеременно с фруктовыми соками, а строго вегетарианская диета повлияла весьма благотворно и чрезвычайно успокоительно на ее организм. Дальнейшее пользование состояло в следующем. Так как в повышенной временами температуре я усматривал бессильные стремления организма выделить накопившуюся в изобилии мочевую кислоту и другие вредные вещества, то я старался посредством сухих ватных компрессов, к которым прикладывались бутылки с горячей водою, повысить температуру в особенно пораженных частях тела. Только голова и сердце пользовались влажно-прохладными компрессами. Полученные результаты оправдали мои ожидания. Под такими компрессами являлись сильные мочекислые поты, которые хотя приносили облегчение, но все же действовали несколько ослабляющим образом и поэтому применялись непродолжительно. Обычные прохладные обмывания после них не делались, ибо вследствие слабой реактивной способности я опасался обратного оттеснения кровяной волны и задержки поступательного движения и выделения самопроизвольных ядов. После того как в течение 14 дней сказанные компрессы несколько раз применялись, я сделал попытку произвести непосредственно после них тепловатые обмывания, но моментально появились сильные боли, несмотря на то, что тотчас после проведения влажной губкой поверх кожи, осушали тело согретым полотенцем. Кроме того, сердечная деятельность стала поразительно неправильной и явилось тревожное давление в сердечной области и в легких с переполнением головы кровью. Появились также сильные боли в висках и затылочной впадине и бред, но после дальнейших четырех недель, в течение которых сказанные сухие компрессы делались всего девять раз, больная стала уже переносить тепловатые обмывания после них, так как кожа содержала больше крови и сама больная высматривала гораздо свежее. Болезненные отложения, однако, не представляли ни малейших изменений. В течение первых восемь недель, во время часто появляющихся лихорадочных приступов, все тело, а в особенности конечности, представлялись ее ощупь холодными, а сердце работало с перебоями при явлениях переполнения головы кровью. Приходилось руки и ноги обвязывать сухими ватными компрессами, которым при семьдесят, кладывались бутылки с горячей водою. Прохладные компрессы на голову и сердце дополняли это пользование, причем вскоре кровь отливала от головы и сердца, и конечности приходили в нормальное состояние. После первых восемь недель наступило более разнообразное симптоматическое пользование. Смотря по надобности, сменялись влажно-прохладные компрессы сухими ватными слоями для отдельных, особенно пораженных и болезненных частей. При лихорадочном жаре производились теперь 18-20 градусов. Общее обмывание с тщательной осушкой тела, так как в противном случае испарение воды отнимало бы у больной очень много тепла и появились бы резкие боли. Более жизнедеятельная и увеличившаяся кровяная масса действовала реактивной волной, отесняя болезненные вещества к кожным порам с проявлением резкого выделения пота. Вскоре больная могла больше раскрывать руки и лучше распрямлять колени. От времени до времени производился легкий массаж отдельных частей, и хотя еще временами появлялось бредоподобное состояние и нервная дрожь, которая особенно туго подавалась лечению, все же стул стал более правильным и аппетит улучшился. Чтобы глубже повлиять на нервы, применялись частые 20 градусов. Обмывание спины и 15 градусов. Обмывание рук и ног, после чего больная каждый раз чувствовала усиливающуюся бодрость. После полугода пациентка могла ежедневно оставлять на некоторое время постель, получая примитивные солнечные ванны, прохладные обливания отдельных частей и еженедельно 1-2 частичных паровых ванн с 20 градусов. Общим обмыванием. Через 9 месяцев больная могла целый день находиться вне постели, но она все еще страдала сильной чувствительностью нервов с ясно выраженной дрожью, а также ей еще часто представлялось, якобы пол под нею проваливался, так что она цеплялась руками за предметы и лица. Постепенно она стала проявлять склонность к более прохладным водолечебным приемам и получала под конец холодные обливания 20 градусов. Сидячие ванны 20 градусов. Обливание спины и холодное обливание рук и ног, после каковых приемов часто еще наступало потение. Приходилось еще изредка применять к подагрически измененным суставам ночные сухие, ватные компрессы, после которых утром производилось быстрое холодное обмывание или обливание. После 13 месяцев пациентка совершенно исцелилась, так что ни единый подагрический узелок или какой-либо другой болезненный симптом не напоминал прежнее ее страдание. Два вывода я сделал из этого случая. Первое. Что к нейповское лечение в таких случаях неуместно и второе. Что фруктовые кислоты действуют превосходно растворяющим образом на мочекислые соли. Для закрепления своего здоровья, пациентка должна была только через день производить общее обмывание, легко одеваться, соображаясь со временем года, и много находятся на воздухе, избегая всякого раздражающего питания. В 1891 году поступила эта 40-летняя дама в мое пользование, а в 1894 году она вышла во второй раз замуж, представляя из себя крепкую, встроенную особу с видом цеветущего здоровья. Какие-либо, напоминающие прежние страдания, симптомы до сегодняшнего дня не появлялись. Ее нынешняя фамилия. Губер-11. Физиатор Крёйзельмейер в Охуксбурге. НЕТ. 1896 номер 5. 16. Января 1895 год. Заболел дифтеритом шестилетний мальчик, сын здешнего известного купца Милана-1. Георгиевича. При моем посещении встревоженная мать, которая уже потеряла пятеро детей в этом возрасте от инфекционных болезней, сообщила, что мальчик спал ночью спокойно, а предыдущий день провел в веселой игре. При одевании она заметила особенный неприятный запах изо рта ребенка, поэтому взглянула ему в горло и увидела, что левая миндалина припухла, покраснела и покрылась налетом. Ребенок ни на что не жаловался, даже на затрудненное глотание, лишь только казался ослабленным. Затем я предпринял осмотр Зевы и убедился в правильности показаний матери, а также в том, что здесь коварным образом вкрался дифтерит. Вложенный максимальный термометр показал субнормальную температуру в 36,2 градуса, то есть упадок энергии, что подтверждалось мутным взглядом и малыми и неправильными ударами пульса. Я велел мальчика раздеть, уложить в постели после предварительного согревания, произвел ему общие 16 градусов. Растирание тела в течение 3 минут при помощи служителя. Замедленная у ног реакция указывала на необходимость применения паровых бутылок, после чего следовали полоскания и шейные компрессы. Приблизительно 4 часа спустя термометр показал поднятие теплоты на 3,3 градуса Т. 36. 5 градусов. Затем следовало второе вытирание поверх посредственно выжатой. 71. Простыни, 14 градусов 3 минуты. С паровыми бутылками у стоп. К вечеру температура тела повысилась на дальнейшие 3,3 градуса и так как теплота равномерно распределилась по всему телу, то я назначил компрессы вокруг туловища и икр, после которых следовало опять вытирание как днем. Ночью мало делалось, так как пациент спал. Утром показал термометр 37,1 градуса и улучшился пульс. Осмотр Зева не указывал на распространение процесса. Ребенок был вполне бодр и не хотел оставаться в постели. Я применил утреннее вытирание, в полдень паровую полуванну, вечером 3 г пеленания. Само собой разумеется, что холодные полуванны и вытирания в этот и следующий день давались наравне с полосканиями горла и шейными компрессами. Однако в паровых ваннах не удавалось достигнуть потения. Состояние сил и аппетит хороши, но противоположная миндалина тоже вовлеклась в процесс. Налет слева в одном положении. Вдруг ночью во время сна меня встревожил лающий кашель у ребенка. Вместе с тем явились неспокойствие, падение температуры до 36,3 градуса и перебой пульса. Дело серьезное. Я усадил мальчика в паровую ванну, дабы поднять температуру тела, что мне удалось. Пульс улучшился и стал правильным, поэтому я мог дать кратковременную 18 градусов полуванну, после чего пациент успокоился и уснул. Но уже через короткое время показались тревожные симптомы. Лающий, жесткий кашель, задышка. Надо было действовать решительно. Я взялся усердно за паровые шейные компрессы с очень холодными высокими обливаниями, при которых дрожащий от страха отец оказался плохим помощником, вследствие чего, а также так как мальчик со сложенными руками противился этому приему, применение вышло неудачно, так точно не удалась и вторая попытка. Поэтому через некоторое время, я повторил паровые компрессы в третий раз при ассистенции и храброй и преданной делу матери, отец убежал, и на этот раз удачно. Отличное действие побудило меня проделать их еще раз, тем более что ребенок, чувствуя облегчение, не противился их применению. Затем я усадил его в восходящую теплую вампу, в которой он порядочно потел, и закончил ее 16 градусов окачиванием. Когда мы вытирали мальчика, он плутовски глядел на нас, говоря. Вот хорошо 11. На мой вопрос, что лучше, горячее или холодное, он ответил. Холодное 11, и побежал к кровати. Все тяжелые симптомы были устранены. Налеты отделялись, миндалины очищались. Лающий кашель и тяжелое дыхание исчезли. Жизнь мальчика спасена. С тех пор он получал ежедневно то пеленание, то паровую ванну, и так как пациент оказался полон жизни, то я позволил ему на 8. День оставить постель. Это оказалось для него роковым, ибо оставленный без надзора, только что выздоровевший пациент получил вследствие простуды возврат. Был вечер, когда я пришел. Ребенка уложили в постель и согрели очень холодные ноги. Температура тела опять показывала 36 градусов, явились упадок сил и гнусливый кашель. Все это служило симптомами нового приступа. Хотя трудно было вечером тщательно осмотреть весь зев, но руководствуясь общим состоянием, я произвел полное 14 градусов растирания, предписал приложение паровых бутылок к ногам и после согревания тела, применение широкого кругобрюшного и шейных компрессов. Ночью, если бы унявшийся лечением кашель начал опять беспокоить больного, было предписано повторение растирания. Оказалось, однако, что при обычном легкомыслии, ночью ничего не предпринималось, о чем мне при моем утреннем посещении сообщили, извиняясь, что ребенок не хотел 11. Ухудшение наступило по всей линии. Несмотря на относительно повышенную температуру, 37,4 градуса. Прощупывался малый пульс с перебоями, как явный показатель большого упадка сил. Двусторонние налеты на миндалинах. Сиплый, беззвучный и свистящий кашель дополняли печальную картину. Как не тяжело мне было на душе, я должен был действовать и действовать энергично, чтобы победить эти тяжелые симптомы, противодействовать все яственнее выступающему затрудненному дыханию. Тотчас была произведена 12 градусов простынная ванна с растиранием тела и поливанием головы и затылка около B. Мин. А после вытирания на сухо, наложен шейный компресс. Прошло некоторое время, пока наступило согревание и вместе с ним больше сил и явное облегчение дыхания. Взамен прежняга упорства, больного надо было ко всему принуждать, возвратилась большая податливость с его стороны. Наконец он потребовал завтрак и игрушки. Час спустя наложили компрессы вокруг туловища и икор, которые соответственно менялись. После них следовало в полдень 18 градусов полуона с высоким обливанием головы и шеи, ксимуклистиры, бутылки к ногам, шейные компрессы, а вечером, при явлениях повышения температуры и общей слабости, 3, иктилитиания с последующей 14 градусов простынной ванной с растиранием и обливанием. Предвиденные для ночи компрессы не делались, так как пациент, который после принятого с аппетитом обеда провел время в игре, спал до полуночи. Когда, в 72, опять начали проявляться тревожные явления, он получил полуванну 20 градусов ик 4. Часам утра, после просыпания, растирания. Припадок унился, кашель стал мягче, менее свистящ, дыхание лучше, пульс хорош, появлись аппетит и веселость. Предписание на этот день осталось по-прежнему. Ребенок при дневном сне потел, обедал с аппетитом, после обеда весело забавлялся, одним словом, все указывало на благополучный исход, как вдруг случилось нечто необыкновенное. К 4. Часам вечера я хотел дать мальчику, для катарага к 6. Часам я предназначил пеленание, немного молока, чтобы удовлетворить его потребность к пище, но, так как поданное молоко ему не пришлось по вкусу, я разрешил просимый мед, который ему дали в количестве маленькой чайной ложь. Чайки. Вслед за принятием этой незначительной дозы меда ухудшился кашель, дыхание стало тяжелее, ребенок потерял охоту к игре, жаловался, что ему плохо, делал упреки, что ему дали меда и часто повторял, что он должен умереть. Прошло лишь незначительное время после сказанных явлений, как вся картина внезапно изменилась. Ребенок вскочил на ноги, всеми силами стараясь добыть воздуха. Простынное растирание – 12 градусов. С обливанием – 10 градусов. Подавило этот первый приступ, совпадение катарага с приемом меда могло быть объяснено только качеством последняга. Пациент дышал свободнее, глубже, и через полчаса, после повторной отрыжки, обявил своей терзаемой страхом матери, что ему теперь опять легко. Однако явление сужения гортани и крупознага воспаления легких остались со всеми их ужасами. Ребенок лежал в кровати совершенно апатичен с меняющимся, слабым пульсом и упадком жизненной энергии, причем, вследствие разжижения воздуха, низ грудной клетки при каждом вдыхании глубоко втягивался, а вспомогательные дыхательные мышцы усиленно работали, чтобы победить угрожающие воздушный голод. Я должен признаться, что надежда моя была поколеблена, но не мужество и энергия. Несмотря на предложение отца не беспокоить ребенка, явно борющегося со смертью, я все же не сложил оружие. Вскоре я убедился, что поступил правильно. Моя настойчивость победила. Сообразно с новым положением дела лечебный вопрос был решен, план похода установлен. Возбудить возможно сильно не только центр дыхания с целью улучшения последняга и освобождения крови от углекислоты, но и устранить в легких препятствия для правильной деятельности сердца, чтобы избежать упадка сердечной силы, а также, дабы возложить на наружные покровы часть легочной деятельности. Все это было достигнуто смелым применением очень холодной воды в виде растирания и полуван с высоким обливанием и затылочными душами. Поразительно и ободряюще было видеть, как после каждого из вышесказанных приемов ребенок глубже и свободнее дышал, сильнее отделял мокроты, проявлял аппетит и желание к игре, как уменьшалась частота дыхания, и пульс становился полнее равномернее. Двое суток я боролся таким образом с этой убийственной болезнью. С семьей, которая давно считала ребенка безнадежным, ожидая предстоящей его кончины, и с беспощадно критикующими меня соседями, черпая бодрость от явного оживления больного после каждого водолечебного приема. Воистину физическая и нравственная пытка при столь близкой возможности потерпеть поражение. Только в третью ночь, когда наступило улучшение и несмотря на то, что мои предписания, которые, к счастью, оказались лишними, и на этот раз не были выполнены, я позволил себе кратковременный отдых, не будучи в состоянии побороть сон. После полуночи я опять находился у постели больного. Он спал спокойно и глубоко в полубрюшном положении с выпрямленными руками. Ребенок был спасен, моя настойчивость награждена. Некоторые подробности заслуживают специальной оговорки. Главным образом необходимо упомянуть, что указанные приемы водолечения от них не были грубы, несоответственно. Что решительный образ действия и беспощадное, часто насильное понуждение ребенка, противящегося в начале всякому приему, не носили характера инквизиции, доказал сам пациент, который в дальнейшем при простом приглашении охотно подавался пользованию, даже требовал таковое. Да, случилось однажды нечто невероятное для родителей. В одной из полуванн, в которой стоя за спиной у ребенка, я применял затылочный душ, он во время паузы повернул ко мне голову и рукою показывая, приглашал меня продолжать душ, а при вытирании после этой ванны, выворачивался из наших рук, энергически требуя повторения струи. Комментарий, кажется, не требуется. Наконец, я желал бы дополнить, что в самые тяжелые дни болезни стул приостановился лишь на второй день, несмотря на часто даваемые в этот день клестиры, вероятно вследствие ослабленного состояния брюшного пресса. На следующий день он явился в обильной массе, как равно и самостоятельная. 73. Выделение пота в помощь легким. Признаков слабости сердца, а также пересыщения крови углекислотой в течение пользования не наблюдалось, а голос возвратился ребенку уже на третий день после выздоровления. Вот данные, которые заслуживают, чтобы обратить на них внимание 11. Физиатра. Величек. Вершицы в Венгрии. НЭП. 1895 год. Номер 10. Часть 2. Предварительные сведения. Теория без практики, как война без солдат. Физиатр доктор Вальсер. Для руководства при чтении и исполнении содержания статей второго отдела книги необходимо придерживаться следующих сведений. Обозначение частей тела проведено здесь в строго анатомическом смысле. Таким образом, под термином «рука-нога» подокторазумевается вся верхняя или нижняя конечность. В противном случае говорится о кисти, предплечье и плече, или остапе, голени и бедре в отдельности, причем бедро обозначает только область от колена до паха, до тазобедренного сочленения, а не талию или верхний край тазовых, подвздошных костей, как то принято в публике. Температура указана согласно общепринятому обычаю. Для воды и воздуха по термометру Риамюра, для температуры тела в градусах Цельсия. Смотри термометры. Смотря по температуре мы обозначаем воду. От 0,1 градуса Р. Ледяной. 2,7 градусов, очень холодную. 8,14 градусов, холодную. 15,22 градуса, прохладную или холодноватую. 23,26 градусов, летнюю или тепловатую. 27,30 градусов, теплую. 31,34 градуса, горячую. А выше 35 градусов, очень горячую. Комнатную водою принято обозначать ту воду, которая с вечера была налита и простояла до утра в комнате, имея летом температуру 17-16 градусов, зимою 12-11. Кипящая вода показывает 80 градусов. Та вода, которую обыкновенно именуют кипятком, имеет меньше число градусов и начинается уже с 55 градусов. 75. Способ обозначения степени повышаемости или понижаемая торговая марка температуры воды для различных водолечебных приемов указан в статьях, ванны полные и полованы. Температура помещения, в коем производятся холодные гидроотические приемы, должна иметь не менее 13 градусов. Для теплых ванн и паров требуется высшее, 15-16 градусов. Температура комнатного воздуха. До применения каких бы то ни было холодных приемов, должно обязательно предварительно согреть тело, а в особенности ноги, движением. Ходьбой, гимнастикой. Или пребыванием в постели. Иногда приходится прибегать к растиранию и грелкам. Чувство озноба поэтому служит противопоказанием для применения холодных приемов. Чем теплее кожа, тем вернее, тем благотворнее действует последующее охлаждение. Смотри ванны и купание. После применения теплых или сильно согревающих приемов, надо быстро охладить нагретые выше нормы части. Это необходимо. Первое. Чтобы уравновесить температуру тела с температурой воздуха. Второе. Смыть накопившиеся на коже и в ее опорах грязь и пот и воспрепятствовать при медленном охлаждении обратному их всасыванию. Третье. Усилить реактивный прилив крови к коже. Четвертое. Восстановить тонус. Напряжение. В разрыхленных, ослабленных теплотою тканях. Исключение из этого общага правила составляют те случаи, где желательно успокоить разбушевавшиеся нервы или раздраженную кожу. Смотри ванны, общее правило. Относительно компрессов надо иметь в виду, что все они, если нет особой оговорки, предполагается без применения клеенкой, впрочем смотри. Компрессы, общее о них. Не следует воздействовать отвлекающими физиатрическими приемами при полном желудке, а лишь до или часа три спустя, после приема пищи. Насморк и бронхит. Кашель. Не служат показанием для прекращения лечения холодными кратковременными гидропатическими приемами, а наоборот требуют усиления таковых для скорейшего отвлечения на кожу и выделения болезненных продуктов и этим облегчения пораженных слизистых оболочек. Конечно, необходимо следить, чтобы ускорить тепловую после них реакцию хорошей осушкой, трением, одеванием или движением. Женские обычные очищения требуют, в общем прекращения всякого лечения, кроме местных, чисто гигиенических обмываний, 22-20 градусов, дабы не нарушать их нормальное течение. Однако при одновременно существующем заболевании, напр. Болезненности, чрезмерно обильном или скудном их выделении, затем при воспалительных местных и общих явлениях, наконец при острых инфекционных заболеваниях, водолечение применяется во всех его видах согласно требованиям данных условий организма. При хронических болезнях один день в неделю воскресенья предоставляется для полного отдыха от лечения. Амаврос или темная вода. Шверцерстар. Шверцерстар. Представляет медленную потерю зрения, зависящую от угасания жизненности зрительного нерва, который при исследовании глазным зеркалом оказывается бледно-розовым, в тяжелых же случаях совершенно бескровным, сморщенным, а сосуды сетчатой оболочки суженными и бледными. Такое состояние может зависеть от следующих причин. Первое. От, 76. Заболевание светочувствительной оболочки глаза. Сетчатки. Вследствие раздражения ее резким светом, от переутомления зрения или от общих причин, изменяющих состав крови и питания глаза. Сюда относятся. Воспаление почек, сахарная болезнь, заболевание сердца и легких. Второе. От заболевания глазного нерва, как передатчика впечатления виденного. Здесь иногда может наступить внезапная слепота. Чаще всего омаврос наблюдается при хроническом отравлении свинцом, ртутью, хиной, табаком, спиртными напитками и тому подобное. Третье. От заболевания мозга, теряющего способность сознавать виденное, в зависимости от кровоизлияния в мозг, воспаления, разжижения, водянки мозга, или от перехода воспалительного процесса на головной мозг со стороны спинного мозга, что случается особенно часто при сухотке его. Лечение этого состояния должно быть преимущественно общее, направленное на улучшение состава крови и пользование самой причины заболевания. Глаза необходимо оберегать от резкого света или переменных световых эффектов, но отнюдь непостоянным ношением темных стекол. Я уже указывал в статье, свет на то обстоятельство, что как вообще для жизни человека, так в частности и для правильного функционирования глазного аппарата, необходим белый свет, составляющий тесную смесь всех лучей радуги, очки же с преобладанием отдельных лучей, особенно синих и темных, убивают жизнедеятельность глаз, способствуя скорейшей потере зрения. Другое предостережение касается лечения глаз с трехнином, сильными электрическими токами и ртутными препаратами. Все эти средства никого еще не излечили, но привели зрение к быстрой и полной слепоте. Относительно мяснага лечения советуем применение теплых восходящих глазных ванн, а электризацию допускаем лишь в виде самых минимальных гальванических токов. Это лишь общие указания. Соответственное же пользование этого серьезного страдания с принятием в соображение всех индивидуальных особенностей данного организма, не может быть достоянием домашняга лечебника. Смотри. Главкома. Губенской газете от 8. Июли, Губенском ежедневнике от 11. Июля 1894 год, оповещалась следующая признательность. После того, как член нашей кассы, столер Карл Наак в течение пяти месяцев страдала маврозом. Диагноз Берлинской Королевской клиники. И почти ослеп, а также, несмотря на пользование, у нескольких специалистов по глазным болезням, не только не получилось улучшения, но, напротив, болезнь ухудшилась настолько, что он должен был оставить свою профессию, все члены ниже подписавшегося комитета порешили, несмотря на пониженную, но все-таки более высокую стоимость лечения, поместить больного в физиатрическое. Лечебное заведение доктора Мейнера в Альбертсбаде. Уже после четырехнедельного пользования мы получили благоприятное известие о состоянии здоровья больного, а через дальнейшие четыре недели мы имели высокое удовлетворение опять видеть больного с ясным и отчетливым зрением. Считаем своим долгом публично оповестить об этом и высказать нашу благодарность при виде такого успеха в столь трудном случае, после того, как сказанный Наак уже семь недель занимается по своей профессии. Губен 6. Июля 1894 год. Комитет местной кассы для ремесленников и других отраслей заработка. Г. Герман председатель. О способе пользования Наака в сказанном лечебном заведении нам сообщают, что он получал ежедневно утром 18 градусов полупеленания на 1-2 часа с последующими прохладными дождевым душем или полованной. После обеда следовал общий массаж тела с сидячей ванной 24 градуса 15 минут, а также специальный массаж глаз. Благодаря этим несложным средствам получился тот 77. Прекрасный результат, что человек в полном расцвете сил, не способный в течение многих месяцев к труду, был возвращен своей профессии, дающей средства для пропитания его семьи. НЕТ. 1894 Л. Английская болезнь или рахит. Родители обыкновенно обращаются к врачебной помощи с жалобой, что ребенок все еще не ходит тогда как, судя по возрасту, он давно должен бы ходить. Или же, что прорезывание зубов замедленно или неправильно. То опять жалуются на увеличение живота и расстройство пищеварения. При осмотре мы находим вялую, бледную кожу, общее исхудание, старческое выражение лица, раздутый газами живот, относительно большую, четыреугольной формы голову, искривление трубчатых костей и позвоночника, изменение в форме грудной клетки. Куриная грудь. Утолщение суставных и сочленованных конечностей костей, незакрытие родничков. Из расспросов выясняется, что моча у ребенка темная, насыщенная, с большим осадком. Что он ест до обжорливости, особенно сладости и мучную пищу, дабы возместить выпадающую в густой моче и в стуле извести пополнить необходимый для мышц сахар. Происхождение болезни довольно темно. Одни указывают на недостаток известковых солей, необходимых для образования костей и на одновременное усиленное поглощение наличной костной массы. Другие полагают причиной рахита изобилия в крови углекислоты. Иные признают виновницей болезни образующуюся при распадении белков серную кислоту, которая растворяет кости. Как бы там ни было, все же причины этим ненормальностям и недостачам не выяснено, а от теорий больному человеку не легче, но так как все сказанные симптомы ясно указывают на общее заболевание организма, на конституциональное страдание, то и лечение, как доказал опыт, должно не ограничиваться устранением того или другого отдельного болезненного симптома. А направлено на поднятие сил всего организма. Сюда относятся укрепление органов пищеварения, введение пищи, богатой питательными солями, особенно известью, и усиление обмена веществ для удаления избытка углекислоты и улучшения правильной деятельности трофических, то есть заведующих питанием, нервов. Мы назначаем грудному ребенку в подспорье груди, а также при искусственном его питании, отвар из овсяной крупы или хлебных зерен звездочка. А еще лучше растительное молоко доктора Ламон Эй и фруктовые соки. Смотри питание, новорожденный. Старшим давать сырые растертые фрукты, зеленые овощи и лиственные растения, овсянку и гороховый суп. Мясо как можно меньше и то только белое. Голуби, цыплята, курица, молодая телятина. И отвары из него. Молочные продукты, яйца. Далее мы заставляем детей много пребывать на солнце, сидеть и играть в горячем песке. Смотри воздушные, солнечные, песочные ванны. С последующей купелью в 25-23 градусах 2 минуты. Не дозволяя им. Звездочка. На 4 литра кипятка взять по 2 столовые ложки пшеницы, овса, ржи, ячменя, отрубей и кукурузы. Варить всю смесь 3 часа дать остыть, и процедить через густое сито. Если варилась очень сильно, то прибавить воды, чтобы отвара получилась 1 литр. Полученная желтоватая жидкость имеет приятный вкус. 78. Упражняться в хождении, пока они не наберут сил. Особенно вредны оказываются изобретенные для искусственного хождения кресла самокаты и тому подобное. Ходули, дающие повод к окончательному ослаблению организма и изуродованию формы еще мягких костей вследствие непосильного давления тяжести тела. Что касается водолечения, то оно состоит в следующем. Утром быстрое глубокое погружение рук, затем ног в 20-15 градусах воду на 5-6 секунд с последующим хорошим вытиранием до суха и согреванием в постели. Днем два раза в неделю до приема пищи, сидячая ванна 25-22 градусы. З1 Мин. С обмыванием в ней туловища. Вечером 4 рубля. В неделю согревательный кругобрюшный компресс 24-20 градусов до первого просыпания. Воскресенье отдых. Зимой, ввиду отсутствия солнца, еженедельно одна, две ванны 29 и плюс 10 минут. Затем осушить ребенка и уложить в шерстяное одеяло на несколько минут. В это время подлись к ванне столько холодной воды, чтобы довести ее температуру до 27-25 градусов, и обмыть в ней, хотя бы под нага ребенка, в течение одной минуты. Вот приблизительная схема физиатрического пользования рахита, от которой могут потребоваться уклонения при различных сочетаниях первичной болезни с искривлением позвоночника, тяжелым прорезыванием зубов, поносами, запорами, лихорадкой. Смотри таковы. И так далее. Привожу для примера образец лечения рахита. В начале сентября 1892 год. Заболела наша, тогда 10-недельная дочь, сильным поносом с РВТ и краткая. Так как при этом моя жена вследствие особых обстоятельств не могла сама кормить ребенка и мы принуждены были питать его искусственно, то он все более худел. Все примененные против холерины средства. Детская мука куфек, иныстли, сгущенное швейцарское молоко, какао и другие средства различных наименований, все они применялись без малейшего успеха. Наоборот, ребенок все более падал силами и к концу декабря весил только 5. АФ. Почти 7 русских. В это время, то есть в первых днях января 1893 год. Я имел случай слышать лекцию физиатра Клары Мухи о причинах и следствиях в физиатрике 11. Доводы этой известной лекторши убедили меня в преимуществах этого, тогда еще мне неизвестного способа лечения, а так как сказанная дама, между прочим, для питания хилых, искусственно вскармливаемых детей советовала употреблять доктора Ламон растительное молоко, то я на следующий же день приобрел таковое. Дочь моя брала это молоко очень охотно и через два дня приостановилась рвота, а через следующие пять дней прекратился и понос. С этого времени ребенок начал явственно поправляться и когда я его в начале апреля взвесил, вес его составлял уже 14 Ф. 17 Г 2 Ф. Постепенно однако я стал замечать, что ребенок не так весел и не так охотно играл, как другие дети в его возрасте. Он безучастно лежал в постели, и когда его поднимали, то каждый раз жалобно кричал. Голова и живот показались мне сравнительно очень большими. 28. В апреле я случайно присутствовал, когда жена осушала девочку после купили и заметил, что позвоночник ребенка сильно выдавался наружу. Изгиб составлял вероятно 3-4 сантиметра. Полагая, что искривление причинено падением или ушибом, я отправил ребенка к врачу, который объяснил моей жене, что последний страдает в сильной степени развитой английской болезнью, а искривление позвоночника, вздутие живота и сравнительно большая голова суть последствия этой коварной болезни, и что надо быть довольным, если ребенок в 3-4 года научится ходить. С этим малоотрадным заявлением и с рецептом на рыбий жир с фосфором врач отпустил жену. Что теперь делать? Тотчас после сказанной выше лекции я записался в члены мяснагогигиенического кружка и в нескольких собраниях, которые я успел посетить, настолько выиграл от слышанных там чтений, чтобы понять, что радикальную помощь для своего ребенка я мог найти только у опытного физиатра. По совету председателя нашего общества я отправился, недолго думая, с моим ребенком внесе к физиатру доктору Юрли Квай. После тщательного осмотра он подтвердил поставленный аллопатическим врачом диагноз. На мой, 79. Вопрос, чему приписать, что ребенок, несмотря на 4-х месячно, пользование столь рекомендованным растительным молоком получил эту болезнь, врач пояснил, что ребенок имел эту болезнь уже раньше, а это прекрасное средство хотя уняло халерину и подняло вес тела, но никоим образом не могло само по себе устранить столь тяжелое заболевание всего организма. Рыбьяга жира с фосфором доктор Эрлих, конечно, не прописал, а указал на лечебные факторы естественного метода. Воду, воздух, свет, массаж и покой для обильного и исключительного пользования. Ребенок должен был день и ночь лежать в спинном положении на тюфьяке, дабы этим производить давление на позвоночник и предотвратить дальнейшее его искривление. Далее предписывалось, утром в постели общее обмывание 22 градуса, в 9 часов купель 25-23 градуса с обливанием позвоночника 21 градус, вслед, не осушивая, укутать ребенка в одеяло и уложить в постель до согревания. Кроме того, ежедневный общий массаж, да и после обеда кругобрюшный компресс 22 градуса по 2 часа. Вечером, опять общее обмывание и на ночь широкий кругобрюшный компресс питания состояло из коровьява молока с примесью растительного молока ежедневно. За литра отвара из овсяной муки к нору. Кроме того, давался ребенку сырой апельсинный сок с сахаром, тертые яблоко, далее вишни и ягоды. При таком пользовании, которое в дальнейшем лечении дополнилось пеленаниями, песочными и солнечными ваннами, а температура воды для укутываний доводилась до комнатной, ребенок поправлялся не по дням а по часам. В начале лечения я считал 73 дыхания в минуту, но вместе с улучшением общага состояние постепенно уменьшалось и ненормально высокое число дыханий. Так же, постепенно исчезали утолщения ручных и ножных суставов и искривления позвоночника. Ребенок стал весел и шаловлив, пользовался хорошим аппетитом и имел правильный стул. Прорезывание зубов проходило сравнительно гладко. В конце ноября, то есть после 7-месячного лечения, ребенок сделал первые попытки хождения А14. Января 1894 год. Доктор Эрлих признал его, к великой моей радости, совершенно здоровым. Он ходил самостоятельно, ноги стали примехонькими, позвоночник ровным, дыхание нормальным, а вес оказался 23F. Равно почти 29F. С тех пор ребенок не хворал вообще чем-либо серьезным, так что я могу верить в прочность излечения. Всем же родителям, которые дорожат здоровьем своих детей, мне хотелось бы воскликнуть. Примкните к движению в пользу естественного лечения. Воспитывайте детей гигиенично. Сколько горя, сколько забот вы устраните этим от себя, сколько боли от ваших детей. 11 Густав Дресслер, Нейштадт в Селезии. НЭП. 1896 номер 2. Антисептика и асептика. Разница между ними та, что при антисептическом, то есть противогнилостном пользовании стараются убивать в ране всякие микробы, обеззараживать ее, тогда как при асептическом, то есть безгнилостном лечении ограждают таковую от проникновения в нее гнилостных начал. Первое достигается применением различных дезинфекционных средств, вроде борной карболовой кислоты, формалина, ядаформа, сулемы, марганциевого кислого калия и тому подобное. Второе употреблением чистейшей, дистиллированной воды. Смотри, с незначительной примесью сказанных веществ во избежание случайного засорения самой воды микробами. В настоящее время дело сводится к тому, чтобы применять антисептику при гнойных, зараженных выделениях, а асептику при чистых ранах. Антисептика, которая раньше считалась идеалом гигиены, под влиянием подавляющего против нее материала и появления лучших понятий о сущности гигиены, наконец, как и надо было ожидать с нашей точки зрения, почти что отжила свой век. Требовалось, однако, обилие фактов, чтобы попрощаться с этой мнимой чистоплотностью, которая, хотя и убивает бактерии, но, к сожалению, и их счастливого обладателя. Тяжелые отравления, все чаще наблюдаемые при применении НАПР. Карболки, упобудили, ПРОФ. Вильрота, этого знаменитого Венскага-хирурга, громогласно и повсеместно оповестить о ее вреде. При сулеме, кроме того, наблюдались упорные поносы, которые сперва относили к последствиям поранения или 80. Другим причинам, пока не выяснилось, что здесь имеется дело с отравлением ртутью. Особенно большая смертность от антисептики приходилась на долю родов вспомогательной практики, что еще более станет понятным, если принять во внимание сообщение известного хирурга-проф. Альберто, который заметил на себе явные признаки отравления от частых обмываний рук слабым раствором сулемы. Смотри ртуть. Насколько же сильнее должна она всасываться через слизистые оболочки и раневые площади? Но новейшим данным, НАПР. Лейпцигской клиники. Доктор Крёник. Антисептические спринцевания увеличивают смертность рожениц, оказывая вредное влияние на влагалищные выделения в том смысле, что уменьшают бактерицидные свойства последних 11. Раньше еще было сказано ПРОФ. Бухнером, что применение антисептических средств принципиально ложно, ибо будучи ядами, они действуют на тканевые клетки гораздо сильнее, чем на гораздо более устойчивые грибки 11. В дальнейшем изыскания ПРОФ. Берина доказали, что антисептические средства, имея вообще весьма ничтожное значение, обнаруживают весьма высокую ядовитость по отношению животной клетки. Доктор W. Линджен Шеймбейтер. Зур Экспер. Тер. 1903. А ПРОФ. Фон Бергман прямо говорит, что внутри живущих тканей нет возможности убить бактерии. Примененное средство. Карболка или сулема. Убьет скорее человеческие клетки, в которые оно попадет, нежели бактерийную клетку, уничтожение которой желательно 11. ФИСИКЛ. РАМСЧИ. 1904. Падение антисептики лучше всего характеризует верность нашего взгляда, по которому самая целебная вода это сырая, природная, профильтрованная. Всякая же посторонняя к ней примесь служит загрязнением таковой. В хирургии мы применяем обыкновенно горячую фильтрованную воду. Переход хирургии к асептике с непременным рудиментальным хвостиком в виде незначительной примеси сулемы, все-таки надо признать большим прогрессом на пути к истинной гигиенической асептике. Можно смело надеяться, что этот хвостик, созданный влиянием закоренелых привычек, постепенно атрофируется, так как уже есть хирурги, между прочим доктор Бентек в Лондоне, которые проводят самые опасные операции в брюшной полости при содействии чистой воды безо всяких примесей, и достигаемые блистательные результаты относят именно к влиянию такой, чистой 11 асептики. Смотри бактерии, дезинфекция, отравление, поранение, хирургия. Аппетит и его расстройства. Как хороший аппетит доказывает правильное функционирование не только желудка, но и других органов, так точно всякое изменение его служит симптомом какого-либо болезненного их состояния. Поэтому весьма опрометчиво поступает тот, кто полагает рюмкой водки улучшить свой аппетит, принимая временное улучшение симптома за устранение самой причины. Чтобы побудить слабую деятельность желудка, и таким образом вызвать аппетит, служит очень хорошим средством выпитые за ХЛ часа до обеда. Г1 стакана сырой холодной воды. Смотри питье воды. При болезненном состоянии желудочно-кишечного тракта надо лечить основную болезнь. Смотри. Различные заболевания желудка и кишек. 81. С другой стороны, приходится бороться и с чрезмерно повышенным, неестественным аппетитом, служащим опять-таки выразителем болезненного состояния, напр. При кислотности желудка и расширении его, при рахите, отравлении с парыньей, поражениях мозга, истерии, глистах, беременности и т.д. Наконец, бывает извращенный аппетит, причем либо не переносится какая-нибудь определенная пища. Смотри питание. Либо имеется влечение к совершенно непереваримым веществам, как кмелу, чернилам, магнезии и т.п. Что наблюдается при бледной немощи, истерии, беременности. Артерии. Закупорка их служит нормальным явлением при нарушении целости сосуда, где образовавшийся кровяной сгусток способствует остановке кровотечения и зарастанию просвета артерии. Другого рода закупорка встречается при местном перерождении стенок сосудов. Смотри перерождение артерий. Или от занесения свертков крови в какой-либо сосуд или орган с других частей тела. Такое состояние может иметь последствием смертельный исход от нарушения кровообращения и питания в данном месте. Благоприятствующими для образования таких пробок моментами служат ослабленные деятельности пороки сердца, сильные потери соков, изнурительные болезни. Тиф, рак, худосочие. Употребление створаживающих кровь веществ, особенно полуторахлористага железа и тому подобное. Установить общий тип лечения столь сложных болезненных состояний, происходящих от различнейших причин, невозможно. Отчаиваться, однако, ни в каком случае не следует ввиду весьма частых случаев излечения. Смотреть также кровоизлияние в мозг. 1. Я. СБ. 63. Лет, перенес в половине октября 1895 год. Грипп с различными осложнениями, в виде обострившегося бронхита и желудочно-кишечного катара, упадка сил и ослабления деятельности сердца. В последних числах того же месяца при полном отсутствии мозговых явлений, у больного внезапно явилась потеря чувствительности и движения в правой верхней конечности с исчезновением пульса в лучевой артерии. Диагностирована ЭМ более правой плечевой артерии. В течение нескольких дней чувствительность восстановилась в плече до локтя, но в предплечье и кисти осталось в прежнем положении с развитием припухлости пальцев, тыльной стороны кисти и явлениями атрофии мышц. Массаж и фарадизация несколько улучшили состояние мышц, однако онемение кисти и предплечья с невозможностью движения пальцами и болезненностью пораженных частей продолжается. Вот краткое описание болезни, сообщенное мне местным врачом. 4. Февраля 1896 год. Больной начал назначенное мною лечение, состоящее в главных чертах в следующем. Два раза в день переменная ванна для всей больной конечности. 31 и плюс 3 минуты. И 14-12 градусов. ГМ. С троекратной переменой. Вслед частые компрессы на сердце 10 градусов в течение получаса. Днем глубокая ручная ванна 11 градусов 3-4 мин. И массаж руки. При таком пользовании появилось все больше жизни в руке и к концу месяца пальцы приобрели чувство осязания, хотя пульс все еще не удавалось прощупать. С 20. Марта я применил на ночь 12 градусов. Согревательный компресс вокруг плеча и над плечи с клеенкой, утреннее обмывание всей конечности 10 градусов. Водою и массаж. Днем переменная ручная ванна и сердечные компрессы. 8. Апреля мне сообщили, что больной уже в состоянии поворачивать кисть ладонью вверх и вниз, двигает пальцами, и что пульс временами является в локтевом изгибе. В плече однако при пухлость все увеличивалось и образовался карбункул, который дал обильное выделение гноя. Явление критическое доказывающее, что природа здесь именно произвела радикальную очистку. С тех пор опухоль исчезла, вся конечность приобрела нормальную теплоту и чувствительность, движение пальцев заметно улучшилось, боли исчезли, пульс лучевой артерии стал все более ясменее и больной, несмотря на возраст, исцелился от своего недуга. ФИС, ВК. Друг здравия. 6. 82. Артерии. Перерождение их составляет хроническую форму воспаления артериальных стенок с постепенной потерей гибкости. Такое состояние наблюдается особенно часто у пожилых людей, а также у злоупотребляющих спиртными напитками, при подагре, суставном ревматизме, при хроническом отравлении ртутью, йодом и свинцом. Артерии твердеют, удлиняются и извиваются в виде пульсирующего плотного шнура, просвет их суживается, они становятся жесткими, ломкими. Особенно хорошо заметна это ненормальное состояние сосудов на висках и на месте ощупывания пульса. Мелкие перерожденные сосуды, лишившись упругости, легко лопаются. Смотри кровоизлияние в мозг, а не в ризма. Или вызывают старческое омертвение конечностей, мучительные припадки грудной жабы, одышку и т.д. Так как перерождение артерий составляет следствие долголетней, часто умышленной, порчи этих важных составных частей жизненного механизма, то в запущенных случаях излечения становятся невозможностью. Надо только изумляться китайскому терпению и выносливости, наконец пчелиному труду самосохраняющих органических сил, борющихся беспрестанно в течение многих десятков лет с самодурством своего верховнага начальника рассудка, который то и дело усиленно трудится над разрушением своего организма, не сознавая в своей детской наивности, что от здоровья после дняга зависит существование его собственного «я». Лечение запущенных случаев требует большой осторожности во избежание разрыва сосудов. Оно направляется главным образом на улучшение питания, устранение приливов и застоев, укрепление сердца и улучшение всего нервного строя. Этим показаниям удовлетворяет, прежде всего, переход к молочно-вегетарианской, богатой фруктами и овощами, диете. Надо строго избегать употребления спиртных напитков, кофе, чая, шоколада, пряностей соленых, острых и богатых токсинами пищевых веществ. Смотри питание. Пищу необходимо тщательно пережевывать, хотя бы она подавалась в измельченном виде. Лечение следует начать частичными обмываниями тела 22-15 градусов, ночными кругоблюшными компрессами 22-15 градусов, пассивной, затем осторожной активной гимнастикой. Прогулки. В дальнейшем перейти к непродолжительным воздушным и солнечным ваннам, последние с прохладными обмываниями или полуанной 26-24 градуса 1-2 минуты. К всему сидящие ванны 24-20 градусов 2 минуты. С массажем живота, 2-3 раза в неделю, попеременно с кругобрюшными компрессами. В теплые дни хождения в воде 16-13 градусов 3-4 минуты. В холодное время года еженедельно легкая паровая ванна или паровое 3 и пеленание 3 и 1 ч. С обмыванием тела 20-18 градусов. Вот главные меры к возрождению сосудов для совершенно безопасного применения в домашнем быту. Назначение других, более сильных приемов сообразно требованием каждого отдельного случая дела физиатрического врача. Смотри. Историю при СТ. Омертвение. Артерии, расширение их. Аневризмы. Различают ложные аневризмы, если вследствие поранения или ушиба артерий кровь изливается в окружающие ткани и производят мешочатые выпячивания их, истинные, где сам сосуд расширился во всех его слоях. По отношению локализации болезни, аневризмы бывают наэруш. 83. Неа, чаще всего в подколенной ямке, от ушибов и телесных напряжений, и внутрения, особенно часто в лизе сердца, на дуге аорты, вследствие перерождения сосудов. Смотри артерии. Так как при случайном свертывании крови в аневризматическом мешке заполняется сосуд и не позволяет ему продолжать расширяться, а такому свертыванию крови способствует замедление течения последней через опухоль, то предложено много, довольно опасных способов для достижения такого состояния, в виде пропускания электрического тока через аневризму, впрыскивания в нее свертывающих кровь лекарственных веществ, сдавливания приводящего кровь сосуды и тому подобное. В крайнем случае где можно удаляют опухоль хирургическим путем. Вовнутрь обыкновенно дают йодистые препараты, эту аллопатическую панацею. Однако этот йод, как мне неоднократно приходилось убеждаться, после непродолжительного повышения обмена веществ, ослабляет жизнедеятельность органической клетки и положительно ухудшает состояние сосудов, способствует ломкости, расслаблению, расширению и разрыву. Я не могу забыть относящийся сюда весьма характерный случай, виденный мною в 1898 году. Совместно с доктором Ф. Причем последний не мог воздержаться высказать свое изумление, что у данного больного, катарага он 7 месяцев назад осматривал на совещании с ДР-Л. И у катарага он тогда с трудом определил начинающуюся аневризму дуги аорты. Эта опухоль за столь короткое время под влиянием усиленного йодистага лечения, разрослась до величины детской головки. Ртутные препараты особенно сильно способствуют происхождению аневризм. Они служат положительно губителями сосудов, редко который пользующийся ртутью избежал тяжелаго поражения сосудов, в виде аортальных или мозговых аневризм. Наружных аневризм, которые должны хорошо поддаваться смешанному, общему и местному физиатрическому лечению, мне не приходилось использовать, но по отношению к столь частому аортальному типу, я могу из личного опыта уверить, что систематическое физиатрическое лечение, если и не всегда излечивает аневризму, то во всяком случае приостанавливает прогрессивное увеличение йо, ведущее обыкновенно к смертельному разрыву мешка. В столь серьезной болезни, где необходимо принять в очи больше чем соображения такую массу побочных обстоятельств, нельзя требовать подачи за очнага рецепта, поэтому приводим краткое изложение оснований для успешного лечения йо. Прежде всего необходимо строго регулировать стол. Затем избегать усиленных телесных движений, раздражающий мясной, пряной, острой пищи и спиртных напитков, а также шипучих углекислых вод. Вообще, переход к бедной токсинами и богатой питательными солями молочно-вегетарианской диете служит отличным средством для возрождения организма. Обильное пользование светом и воздухом. Применение всевозможных, однако не резких остальных физиатрических приемов для усиления обмена веществ и поддержки правильного кровообращения, как-то. Пассивная гимнастика конечностей. Гимнастика с сопротивлением. Холодноватые обмывания тела, переменные ножные ванны. Прохладные сидячие и простынные ванны. Простынные растирания. Солнечные ванны. Три дробь четырехпеленения, ножные струи, сердечные и другие. Компрессы, исключая холодные и полные. Шесть звездочка. Восемьдесят четыре. Ванны и речное купание, а также общие продолжительные паровые ванны. Вот главные черты физиатрического пользования аневризм. Асфиксия означает высшую степень обмирания, мнимую смерть. Смотри. Которая вследствие продолжительной остановки кровообращения и дыхания может легко перейти в настоящую. Асфиксия наблюдается при утоплении, поражении молнией, удушении и тому подобное. Она случается часто с новорожденными, которые родятся в безжизненном состоянии с похолоделым и посинелым телом. В таких случаях первая помощь должна состоять в доставлении чистого воздуха, очищении рта от слизи и обрызгивании лица и груди холодной водою. Если не наступит признаков жизни, то можно применить погружение ребенка на 2-3 минуты. В горячую воду, 30-31 градус, или искусственное дыхание по способу Шульца, причем кладут перед собою ребенка на спинку головой к себе, заводят три последние пальца своих рук на лопатки ребенка, указательные пальцы под мышки, а большие через верхнее плечо на грудь. Взяв таким образом ребенка, опускают его перед собой вниз, вертикально, потом вскидывают перед собою кверху, так чтобы колени загнулись на животик, что, сдавливая живот и оттесняя диафрагму, выгоняет из легких воздух и слизь. Выдыхание. После этого ребенок опускается опять вниз в прежнее положение, отчего вся тяжесть туловища повиснет на грудных мышцах, прижимаемых еще и большими пальцами, грудная клетка раздастся, брюшные внутренности опустятся и произойдет вдыхание. Афты. Они представляют белые или желтоватые, слегка возвышенные пятна, величиною от просеного зерна до горошины, окруженные красной каймой и плотно пристающие к слизистой оболочке рта и к языку. Скрываясь, они образуют ссадины язвочки, скоро заживающие без рубцевания. Обыкновенно афты наблюдаются у грудных детей в периоде прорезывания зубов, от нечистоплотности, худосочия, с предшествующими явлениями легкой лихорадки и симптомами общага недомогания, нежеланием сосать грудь капризами, бессонница ей, реже они бывают у взрослых от раздражения и воспаления слизистой оболочки рта и языка острыми зубами, от курения табаку, различных заболеваний рта и зева, наконец, являются иногда спутником менструаций. Чтобы предупредить эти, хотя не опасные, но все же неприятные осложнения, надо прежде всего обращать внимание на строжайшую частоту резиновых сосок и посуды при искусственном питании детей. При кормлении же грудью, после процесса сосания, обмывать сосок холодной водою, 14-16 градусов. Собственно, лечение болезни состоит в весьма осторожном обмывании полости рта пальцем, обмотанном мягкой кисеей, умоченным в прикисленную лимоном воду. 10 капель лимонного сока на столовую ложку воды. При этом, однако, не следует стирать пораженное место, а лишь слегка надавливать на них, после каждого же кормления давать глоточек сырой фильтрованной воды. Кроме того, надо следить за исправностью стула, ставить при надобности клестиры. 27-23 градуса звездочка, 2-1 стакана. Класть на ночь кругобрюшные компрессы 23-20 градусов, а утром обмывать тело по частям 20 градусов и продол. 85. Жать обычные купели для улучшения общага состояния. Смотри. Также молочница и историю болезни при эсте. Понос кровавый. Базедова болезнь. Это тяжелое своеобразное заболевание характеризуется большим количеством симптомов, из коих самые главные суть. Увеличение количества пульсаций до 160, даже 200. Ударов в минуту, сперва периодическое, затем постоянное без какого-либо изменения со стороны сердца. Далее присоединяется увеличение щитовидной железы, зоб, с сильной пульсацией как йо, так и шейных артерий и, наконец, более или менее резкое выпячивание глазного яблока, пучеглазия. Все эти расстройства нервной системы осложняются дальнейшими мучительными симптомами. Являются болезненные изменения аппетита под видом то отвращения, то жадности к пище, поносы, бессонница, потливость, расстройство зрения, головокружение, постоянные головные боли до извращения мыслей и бреда, дрожания, одышка до чувства удушья, кровотечения из различных органов, сердечные спазмы, малокровие, исхудание, плохое настроение духа. Базедова болезнь встречается у молодых особ, преимущественно женского пола, от различных причин. У девиц при расстройстве месячных очищений, у женщин после родов, вообще же как следствие сильного нервного потрясения, психического возбуждения, поранения головы, анонизма, недостатка питания, острых заболеваний и т.д. Лекарственное пользование относится к самым тяжелым и неблагодарным задачам врача. Атропин, мышьяк, бром, иод, вюратрин, антиперин, сердечные яды, электричество и органотерапия. Смотри. Все это дает лишь мимолетную пользу с последующим тем большим ухудшением вследствие дополнительного загрязнения организма и без того изобилующего различными токсинами. Относительно нашего способа лечения базедовой болезни ответим словами проф. Винтерницеа, высказанными на бальнеологическом сезде в Берлине. Я не помню ни единого случая, который принадлежащий проведенном пользовании нашими физико-диететическими лечебными средствами, не имел бы успеха. Улучшение в более или менее значительной степени составляет положительное правило. Единичные случаи, особенно менее выраженные формы, излечивались совершенно, иные улучшались настолько, что больные чувствовали себя здоровыми, и лишь только врач мог доказать признаки заболевания. Лечение. Прежде всего нужно совершенно отказаться от различных нервных возбудителей в виде чая, кофе, спиртных напитков, табака, мясной пищи и пряностей. Строгая молочная и растительная диета составляют наилучшее подспорье лечению. Кроме того, надо избегать душевных волнений усиленного физического труда, а также следить за правильным стулом. Приступая к лечению, необходимо урегулировать кровообращение и устранить застои. Это достигается применением утренних частичных обмываний тела 20-18 градусов и компрессов на сердце 16-14 градусов, 2-3 рубля. В день по трем дробь 4 ч. Меняем их при согревании. Вечером кругобрюшный компресс 20-1 час с последующим обмыванием согретых им частей 18 градусов и вытиранием ног 16 градусов. Спать с повышенным положением головы. Затем перейти к следующему. Утром хорошо выжатые 8, или полное пеленание 24-20 градусов до совершенного согрева. 86. Не я. 1 час. Вслед обмыть тело по частям 20 градусов. В дальнейшем, после пеленания полуванно 26-24 градуса 3 минуты. С растиранием в ней тела. Днем 3 рубля. В неделю узкий компресс на грудные позвонки 15 градусов, меняя его при согревании в течение часа и 3 рубля. Сидячая ванна 25-23 градуса 5-3 минуты. Вечером, при теплых ногах, хождение в воде по косточке 16-14 градусов 3-4 минуты. В противном случае переменная нож. 32-33 градуса 2 минуты. 1. На я ванна. Джей 4 раза. В те дни, когда нет сидячей ванны. На ночь кругобрюшной 20. Градусов компресс до высыхания. Раз в неделю паровая полуванна, при надобности одновременно с холодными компрессами. 15-14 градусов. На сердце, вслед обмывания тела 18 градусов или полуванна 26-24 градуса с обливанием верхних частей. Летом паровая ванна заменяется двумя солнечными ваннами по 3-4 ч. С последующей полуванной 24-20 градусов 3 минуты. А ножные ванна хождением в воде до. 2. Два голени, попеременно с коленной струей у 16-14 градусов, 1 ведро. 21. В декабре явился ко мне Ф, М. Изер. 33. Лет, в самом жалком состоянии, какое себе только можно представить. Упираясь на родственника, еле передвигая ноги и дрожа всем телом, больной в изнеможении опустился на кресло. Из рассказа выяснилось, что он около 4-х лет страдает в воскресенье. Усиливающимся сердцебиением, постепенно увеличивающуюся слабостью, болезненностью конечностей, сильную потливостью, поносами, задышкой и с кашлем. Малейшее, более усиленное движение увеличивало его страдания. Ночью он принужден был проводить сидя, мучимый бы. С аницеей. Больной исхудал, лицо его красно от прилива крови, шея раздута большим двусторонним, сильно пульсирующим зобом, сердце работает усиленно, пульс 160, а немного успокоившись, 120 ударов в минуту, глаза на выкат с выражением испуга, страха. В верхушке правого легкого мелкопузырчатые хрипы и слабое притупление, в левом легком только гул и дрожание. Вот вся непривлекательная картина запущенной базедовой болезни придявленной сигнатурки содержали ландыш, страфант, наперстянку, бромистый иодистый натор и массу других желудочных, легочных и нервных средств. Все это выпито без малейшей задержки поступательного движения болезни. Мною предписано больному. В дороге класть компрессы на сердце, а дома по утрам обмывать тело по частям 18 градусов, днем принимать перед обедом сидячую ванпу 24-23 градуса 5 минут. Вечером хождение в воде 16 градусов 2-3 минуты. Легкая молочно-вегетарианская диета. Приехавший 19. Января 1894 год. Вторично в Киев, больной по дороге ко мне зашел в клинику. Здесь терапевты советовали ему оперировать зоб, тогда как хирурги признали операцию бесполезной. Получив рецепт на кофеин, больной явился опять ко мне с тем улучшением против прижняга, что он чувствовал бдлыпую крепость в ногах и более спокойную деятельность сердца, а щитовидная железа оказалась с левой стороны уменьшенной. Предписано. Утром вытирание тела 18 градусов и массаж шеи в виде поглаживания сверху вниз. Днем сидячая ванна 23-22 градуса 4 минуты. Вечером 2 рубля. В неделю пеленание 24 градуса отдельным компрессом на сердце, который предписано менять при согревании, остальные дни погружения рук 16-14 градусов на 3 минуты. С растиранием их под водою, а затем на сухо. После согревания рук, погрузить ноги до колен на 2 минуты. С растиранием их, а на ночь класть икроножные компрессы. 7. В феврале больной заявил, что в сидячей ване пульс дает 80 ударов. Вообще же сон и все состояние значительно улучшилось, походка прочнее, одышка и сердцебиение также гораздо меньше, пульс ровный, около 116, зоб уменьшился, лицо бледнее, но кашель усилился и отходит много мокрот. Предписано. Утром вытирание туловища 16 градусов, два раза в день сидячая ванна 22 градуса 3 минуты. Вечером широкий кругобрюшный компресс 18 градусов 1 час. Ночью при пробуждении хождение в воде по косточке 14 градусов 2-3 минуты. 20. Апреля. Больной ходит бодро, сердце дает 100 ровных ударов, легкие очистились, глаза нормальные, зоб менее выдается, лицо бледно. Больной временами еще потеет и иногда являются поносы. Предписано чередовать. Один день утром пеленания 22 градуса 1 час. С 18,0 обмыванием тела, два раза в день кругобрюшный компресс 16 градусов, днем на 1 час, на ночь без замены. Другой день. Утром, вытирание тела в двух продольных приемах 18 градусов, вечером окачивание ведром 20 градусов и не вытираясь, лечь. 87. Спать. Третий день. Утром верхняя струя 22-18 градусов Х, Г ведра, затем согревшись, ножная коленная струя 18-14 градусов, один ведро, вечером сидящая ванна 20 градусов 2-3 минуты. С тех пор больной больше не приезжал, но 17. В мае я получил письмо от его родственника, в котором сказано, между прочим, так как в последнее время много рассказывали об успехах пациента вашего М, который также был без надежды, а теперь, слава Богу, с каждым днем поправляется. Затем 4. Июня сообщено мне двумя пациентами, знающими больного. Лично, что он уже занялся своей прежней профессией, сопряженной с усиленной ходьбою. ФИС, ФК. Бактерии суть мельчайшие микроскопические растительные организмы или грибки различной формы, то круглые в виде отдельно стоящих или размещенных в кучке и цепочке крапинок, хоков, то наподобие изогнутых нитей, спирил, вибрионов, то опять маленьких коротких палочек, бацил, которые миллиардами носятся в окружающем нас воздухе, одновременно состоя постоянными жителями нашего организма. Аллопатическая школа признает за бактериями способность порождать различные тяжелые заболевания, основываясь на данных, по которым первое. При известных болезнях находят обыкновенно один и тот же вид бактерий, и второе. Введение в кровь таких, специфических 11 и патогенных 11 бактерий, якобы вызывает типичное, только им свойственное, заболевание. Первое утверждение легко объясняется наличностью почвы, соответственной жизненным условиям данного рода бактерий, и, быть может, при достаточном числе точных наблюдений, со временем, даст прочную опору для распознавания. Диагноза. Болезней, наподобие того, как вид соснового леса вызывает в нас предположение песочного грунта, а присутствие комаров указывает на сырую болотистую местность. Второе же далеко еще не доказано, так как искусственные лабораторные опыты с прививками. Смотри. Тем более непромытых культур, а вместе с остатками их ядовитой домашней обстановки, не имеют ничего общага с естественным способом заражения. Смотри. Кроме того, находят самые сильновирулентные бацилы, как дифтерийные, холерные, тифозные, туберкулезные и тому подобное. Палочки, также у совершенно здоровых людей, а у больных этими болезнями они зачастую отсутствуют. Так точно доказан переход простых невинных бактерий в якобы, новый вид 11 патогенных бацилл под влиянием заболеваемости сомага организма, что весьма понятно, ибо измененные болезнью соки должны неблагоприятно отозваться и на самой бактерии, так или иначе, изменить ее форму. Таким образом, НАПР. Обыкновенная бацилла рта изменяется в дифтерийную, чахоточную. Простая кишечная полочка в тифозную и так далее. Наконец, проверочные опыты сидения здоровыми людьми целых колоний патогенных бацилл не вызывали никакого заражения. Что введение каких угодно посторонних ядовитых веществ, особенно приставших к бактериям, гнили и гноя, непосредственно в кровь, может вызвать отравление организма, об этом никто не спорить, ни прикословить не будет, но чтобы трупный, змеиный яд, чтобы дифтерийная, холерная, тифозная и тому подобное. Бациллы, попавшие в дыхательные пути или в желудок, порождали тождественное заболевание, об этом можно поспорить и поспорить очень серьезно. Физиатрика придерживается следующего взгляда по отношению к бактериям. 88. 1. Бактерии представляют такую же неразлучную принадлежность нашего организма, как инфузории в природном источнике звездочка. Они нам даже полезны, ибо их участие в химических процессах пищеварения, брожения, и усвоения пищевых соков в нашем организме несомненно. 2. Бактерии не служат причиной данного заболевания, а составляют лишь сопутствующее ему явление. Как плесневые грибки не причиняют сырости. Лягушки и комары не образуют болота, а черви не производят посмертного нашего гниения, так и всякие бактерии, находящиеся в нашем организме, не обусловливают его заболевания, которые происходят от различных причин, указанных в айотделе книги. Смотри здоровье и болезнь. Нынешняя бактериология страдает той основной ошибкой, что она отыскивает и якобы находит различного рода болезнетворные микроорганизмы, тогда как имеются лишь биологические разновидности бактерий в зависимости от питательной среды. То, что бактериологи называют, патогенными бактериями 1, суть заболевшие доморощенные, природные микроорганизмы. Встречающиеся поэтому в болезненных продуктах бактерии составляют следствие брожения, нагноения и гниения, то есть следствие процесса самой болезни ее продуктов. 11. НЭП. Стероши. 1902 номер 1. Третье. Так как мы окружены и наши органы населены несметным количеством бактерий, то уничтожение их в пораженном органе, при дальнейшем существовании болезненного процесса, дающего благоприятную для их развития почву, не может считаться идеалом радикальной терапии. Такому смешению следствия с причиной надо приписать то фиаско, которое потерпели и должны потерпеть все способы лечения, направленные на уничтожение бактерий в больном организме. Изыскание и испытание все новых средств в этом духе представляет только бесполезную трату времени и сил, тем более, что ядовитые вещества, вводимые с целью уничтожения невинных бактерий, заболевших под влиянием болезни хозяина, одновременно наносят существенный вред здоровой ткани и здоровым бактериям, способствуя их заболеванию и ухудшению болезненного процесса. Средств же, влияющих гибельно на бактерии, но не вредящих нашим тканям, найти немыслимо, так как бактерии составляют нечто тесно с нами связанное, якобы частицу нашего организма, а что им вредит, то еще в большей степени вредит нам самим. Вот почему физиатрический способ лечения инфекционных болезней, смотри, направленный исключительно на поднятие общих сил, на укрепление тканевых клеток и одновременную очистку организма от ядовитых продуктов болезни, сопровождается такими прекрасными результатами в смысле излечения больного организма и превращения заболевших бактерий в прежние здоровые божесоздания. Звездочка. Волее того, по новейшим изысканиям проф. Рудольф Арнтов Грейфсвольд. Дазбиологище Гранжисец 11. Бактерии составляют прямо частицу основных клеток нашего тела. Будь оно иначе, как же объяснить НАПР? Присутствие гангренозных бактерий в омертвевших от тугого перетягивания членах. 89. По-прежнему ревностно исполняющие свои, возложенные на них природою, служебные обязанности в пользу хозяина хлебодавца Азвездочка. Бесплодие. Главное естественное назначение женщины, как самке служить целям размножения рода человеческого. Поэтому всякий раз, когда эта конечная цель не достигается, женщина болеет от избытка тех веществ, которые у нее вырабатываются в виде специального запаса на случай беременности. Быть матерью, родительницей и воспитательницей здорового душой и телом поколения – вот истинная высокая задача женщины. А между тем, как тщетно многие ожидают этого семейного счастья, составляющего тесно связывающее звено между супругами, которые, сосредоточивая всю любовь на этом новом создании, тем плотнее привязываются друг к другу. Чтобы ориентироваться в громадном количестве болезненных состояний, влекущих за собой бесплодие, мы разделяем их на две главные группы, а именно на причины, лежащие вне женского организма, и на таковые, кроющиеся в самой женщине. К первой группе относятся различные виды мужского бессилия. Смотри. Ко второй следующее заболевание женского организма. А. Общие болезни, как то. Ожирение, худосочие, нервные расстройства, общая слабость. Местные заболевания полового аппарата. Ослабление и болезненное изменение матки от воспаления и катара-йо, от анонизма, частых половых сношений, выкидышей и белей. Болезни яичников и труб, В. Чисто механические препятствия для оплодотворения. Закрытие влагалищного входа. Узкость, сращение влагалища. Отсутствие или неразвитость матки. Смещение и загибы йоа. Узкость маточнага зева и его канала. Различные опухоли матки и окружающих частей, наконец, несоответствие половых органов у супругов. Сюда же относятся быстрое вскакивание с постели, а также промывание влагалища после сношений. Первые 10-14 дней после менструации составляют самое благоприятное в смысле оплодотворения время. В большинстве случаев разумным причинным пользованием удается восстановить способность к зачатию и дать женщине материнское счастье и здоровье. Смотри. Беременность. Бессилие половое. Импотенция. Обыкновенно подразумевается под бессилием неспособность мужчины к половой жизни вследствие ослабления физической силы полового органа до полного отсутствия необходимой его напряженности. Эрекции. С преждевременным выделением семянной жидкости. Главной причиной такого ненормального состояния служит анонизм, полюция. Смотри. Разврат, реже чрезмерное воздержание. Затем, заболевание спинного мозга, наконец, употребление различных лекарств, как-то. Ртуть, салициловая кислота, камфора, бромистый калий, мышьяк, белодонна, дигиталис, лупулин, морфи и тому подобное. Лечение. До еды 4-5 раз в неделю сидячая ванна 24 мин. Понижая постепенно по мере свыкания по 1 градусу и 1 минута. До 20-18 градусов. Вечером 3 раза в неделю обмывания позвоночника и бедер 18. Звездочка. Бацилла суть величайшие благодетели человечества 11 сказал известный ученый, покойный профессор фон Петт. Нкофер. 90. И 3 раза обливания бедер дождиком 18-15 градусов 3 и ведра. Смотри. Спинно-мозговые заболевания. Диета обыкновенная, исключая острой и пряной пищи и спиртных напитков. При полюциях применить способ, указанный в соответствующей статье. Другого рода бессилие представляет нервная, психическая импотенция. Здесь, при в общем здоровых половых органах, сам акт становится невозможным вследствие отсутствия эрекции или преждевременного истечения семени от чрезмерного нервного возбуждения или страха перед мнимой неспособностью. В таких случаях постепенные друг к другу привыкания часто побеждают болезнь. В противном случае необходимо лечить нервную слабость. Лечение. Утром окачивание ведром 26 градусов, понижая температуру воды постепенно по 1-2 в день, дабы дойти, по возможности, до 18 градусов. После окачивания не вытираться, а одеть белье и лечь в постель до полного согревания или, если погода теплая, одеться и производить усиленные телесные движения. Вечером 3-4 раза в неделю сидячая ванна 26-22 градуса 8 минут. Остальные дни вытирания ног 15 градусов. Третий вид бессилия – это ослабление жизнедеятельности семянных нитей до полного ее угасания или отсутствия таковых в семянной жидкости при общем даже нормальном функционировании полового члена. Это бывает следствием перелоя, заболевания яичек, удаления их оперативным путем, зарастания проводящих семянную жидкость протоков, чрезмерной расточительности семени и тому подобное. Если в данном случае еще есть надежда на улучшение, то можно применить лечение, указанное при первом виде бессилия, с заменой вечерних обмываний позвоночника и бедертообразным 18 градусов компрессом на ночь. Во всяком случае следует испробовать физиатрический способ лечения, так как даже тяжелая импотенция неоднократно еще подавалась систематическому лечению, местному. НАПР. Ванными и специальными зондами. И общему, направленному на улучшение состояния нервов, особенно спинного мозга. Бессонница А. В дополнение к сказанному раньше о бессонницеи. Смотри отдых, покой и сон. Необходимо сперва уяснить себе причину ее, дабы устранением таковой добиться спокойного сна. Главнейшие причины суть. Первое. Прилив крови к голове. В этом случае помогают. Высокое положение головы, вечернее вытирание ног холодной водой или общее вытирание 16-14 градусов, хождение в воде 16-14 градусов 3-4 минуты. Переменная ножная ванна в 35 градусов 10 метров. Переставляя стопы каждые 3 минуты. В 15 градусах воду на 10 секунд, ножны и чулочные 15 градусов компрессы. Второе. Расстройство нервов. При нервной бессонницеи, являющейся спутницей у нервных, раздражительных или истерических особ, действуют отлично следующие приемы, предпринятые перед сном. Узкий компресс на позвоночник 18 градусов 15 минут. Общее обмывание 26-20 градусов и не вытираясь, одеть белье и лечь спать, ванна 27-26 градусов 15-20 минут. С поддерживанием температуры воды настолько, чтобы не ощущать озноба. Затем, не вытираясь и не охлаждаясь, лечь в постель. Кроме того, надо бы наличить нервы. Во всех случаях бессонницы, кроме лечения основной причины, всегда необходимо избегать раздражающие нервы диеты, пряностей и спиртных напитков. Смотри два историю болезни при СТ. Одышка. 91. Беременность. Таковая происходит, когда яичко, выступившее из женского яичника, смотри, половые органы женские, встретятся с оплодотворяющим его мужским семенем. Особенно часто это наблюдается при половых сношениях, предпринятых в течение 10-14 дней после месячных очищений. Смотри. Если оплодотворение наступило в это время, то следующие регулы уже задерживаются. Если же беременность произошла незадолго до регул, то последние могут еще один раз появиться, хотя проходят всегда ненормально. На беременность указывают следующие симптомы. Отсутствие месячных очищений в менструирующих женщин, набрекание груди, потемнение около сосочного кружка, тошноты и рвота, сердцебиение, слюнотечения, запоры и частые позывы на мочу, головокружение, головная и зубная боли, изменение в аппетите с особенным странным влечением к различного рода веществам, даже не пищевым, увеличение живота, а с началом второй половины пятого месяца появление движений плода. Бывают, конечно, и значительные отступления от общага правила, НАПР. Продолжение месячных очищений во все время беременности. Двойная матка. Случается даже, что различные заболевания, как бледная немощь, истерия, застой крови, опухоли матки и даже просто воображение симулируют все симптомы беременности. Я помню случай с 35-ти летней девицей, явившейся ко мне с утверждением, что, не устояв однажды против соблазна, она чувствует себя на 5-ть месяца беременности. На мой вопрос, какие она имеет на это данные, она указывала на отсутствие менструаций, увеличение живота и грудей, наконец, на движение плода. Исследование выяснило вполне нормальную матку и слабое увеличение левага яичника. Все остальное представляло симптомы малокровия, движения газов во вздутом животе и плод. Воображение, раздутага угрызениями совести в течение 5-ти месяцев душевных терзаний. Упоминаю еще о беременности двойнями, тройнями и так далее, а также о редких случаях так называемой внематочной беременности, то есть развития плода в трубах, яичниках или брюшной полости, наконец, о случаях ложного и окаменелого плода. С того времени, как женщина чувствует себя матерью, она должна приложить все старания, чтобы способствовать возможно легкому появлению на свет ребенка, а также дать жизнь здоровому и нормально развитому плоду. Все это зависит от весьма многих обстоятельств. Первое, на что необходимо обратить внимание, это свобода кровообращения в органах брюшной полости, поэтому нет более гибельной привычки, как ношение корсета. Смотри одежда. Во время беременности. Сколько тяжелых, неблагополучных родов, сколько изуродованных, искалеченных плодов стояли в тесной связи со шнурованием талии. Привожу для примера следующий случай, демонстрированный доктором Шлянге на заседании Вольного объединения хирургов в Берлине. 9. Марта 1891 год. У11. Недельнага, в общем хорошо развитого ребенка, виднелась на середине правого плеча глубокая круговая борозда, доходящая на сгибательной стороне до слабо развитой двуглавой мышцы, а на разгибательной до самой кости. Рука находилась в сведенном положении. Более слабые борозды проходили по основанию большого пальца правой руки и по левому плечу. Далее на ноге, стопа которой находилась в положении лошадинага копыта, а именно на середине голени, имелся чрезвычайно ясный бесцветный рубец величиною в горы. 92. Шину, от катарага шла плоская борозда кнутри и кверху по направлению к подколенной впадине. Все сказанное представляло следствие сильнагоперетягивания талии корсетом и юбками. Избегая всяких шнуровок, необходимо в тех случаях, где стенки живота вялы, расслаблены, дать им требуемую опору посредством ношения легкого брюшного бандажа из прозрачной вентиляционной сетчатой ткани с резиновыми вставками на семага с пяти или шесть месяца беременности во избежание образования обвишива живота, грыжи и тому подобное. Болезненных состояний. Смотри роды и послеродовое состояние. Не менее важную роль играет в беременности состояние кишечника, на который необходимо влиять диетой, компрессами и клизмами. Смотри запор. Вообще же следует избегать вина, пива и других спиртных напитков, пряностей, жирнага теста, пикантных блюд, капусты, чернага хлеба и пучащих веществ. Наконец, остерегаться от подавляющих душевных волнений, раздражающих нервы аффектов и всяких зрелищ и видов, вызывающих чувство страха или отвращения. Так как сидячая жизнь и недостаток движения суть состояния, ослабляющие мышцы и вызывающие тяжелые, ненормальные роды, то во время беременности необходимо не только заниматься посильным физическим трудом, но и укреплять весь организм, а особенно брюшные органы, при содействии пребывания на свежем воздухе, прогулок, частых обмываний тела, кратковременных кругобрюшных компрессов. 22-18 градусов. А 3 дечи. 3 рубля. В неделю. Или стольких же сидячих ванн. 25-23 градуса 2 минуты. Приблизительно за месяц до родов нужно ежедневно 2-3 раза обмывать грудные соски холодной водою, слегка массировать и если они малоразвиты, вытягивать их наружу, чтобы укрепить и развить и, таким образом, подготовить их к акту сосания и предотвратить появление столь мучительных трещин и грудницы. Что касается различных заболеваний во время беременности, то они пользуются по общим правилам физиатрического лечения, избегая, конечно, с 5. Месяца всяких резких струй на область живота, и это обстоятельство составляет большое преимущество перед другими способами лечения. При нашем безлекарственном способе мы можем в это время лечить даже неукротимую рвоту и воспаление почек. Смотри. Безо всякого вредного влияния на плод. Многие полагают, что цель беременности – народить крупнага, упитанного ребенка. Этот совершенно ложный взгляд может иметь, особенно для первороженницы, весьма печальные последствия. Чем худее и мускулистее ребенок, тем легче совершается прорезывание его через родовые пути и тем меньше представляется опасности для обеих сторон. Чтобы избежать ожирения плода, необходимо, при соблюдении всего вышесказанного относительно мациона, питания и холи тела, остерегаться чистаго принятия теплых ванн. Не более одной в месяц. В течение первых 7. Месяцев, а с этого времени постепенно увеличивать число их с таким расчетом, чтобы под конец беременности дойти до двух полуванн. 29 плюс 10 метров. С последующим быстрым понижением до 24-23 градусов. В неделю, необходимых для придачи родовым частям гибкости и растяжимости и удаления продуктов обмена веществ. Кроме того, в эти два месяца уменьшить воспринятие всех жидкостей до Эпривыч, 93. Календарь беременности. Появление последних регул. Первое шевеление плода. Предполагаемый день родов. Появление последних регул. Первое шевеление плода. Предполагаемый день родов. Но и нормы, не есть картофеля, хлеба и мучных блюд. Крупную кашу можно. А питаться преимущественно фруктами, овощами, салатами и белым мясом. При таком ведении периода беременности значительно уменьшится продолжительность и болезненность родового периода и общее число послеродовых заболеваний. Смотри, эклампсия, родильная горячка. А также явление расслабения. Атонии. Матки и мышечного аппарата с надобностью применения щипцов. Столь частые разрывы промежности, требующие наложения швов, станут редкостью. Страшный же призрак узкаготаза с необходимостью хирургического вмешательства. Кесарское сечение и раздробление плода. Потеряет свой зловещий облик, так как здесь вся суть не в узком тазе, а в несоразмерно крупном плоде. Всякие маточные кровотечения во время беременности требуют консультации врача для выяснения, имеется ли здесь дело с двойной маткой или с предлежанием последа и другим каким-либо ненормальным явлением. Смотри. Истории болезней при статьях. Сахарная болезнь, воспаление почек, 3. Рассказ. Выкидыш, последняя история при СТ. Маточные опухоли и вторая история при СТ. Неврастение. Для быстрого вычисления срока предполагаемых родов, по расчету со дня появления последних месячных очищений или первых ощущений движения плода, служит помещенная здесь таблица беременности. Блохи. Кому неизвестны эти веселые, надоедливые скакуны? Сколько бессонных ночей, сколько нервного раздражения могут они причинять своими укусами, которые представляют крапчатые кровоизлияния, окруженные розовым или красным венчиком, а у детей нежнокожных людей превращаются в большие зудящие волдыри. До какой степени эти паразиты способны размножаться, видно из следующего примера. Будучи еще гимназистом и живя с родными в Мюнхене, мы однажды переехали на новую квартиру. Утомленные дневными трудами, мы дети предались сладкому сну, который, однако, продолжался недолго. Нас вскоре разбудил все усиливающийся кожный зуд с ощущением ползания миллиардов мурашек по телу, причиняющих несметное количество мелких болезненных уколов. Моментально была зажжена свеча, обнаружившая невероятное изобилие блох. Я помню, как мы надели туфли и начали шагать по комнате под шум трескотни раздавленных паразитов, тогда как они густою массою покрывали наши обнаженные голени. О сне не могло быть и речи. Всякие средства, примененные родителями, в виде частой мойки полов зеленым мылом и хлорезом, не имели успеха, так как блохи в щелях пола и под ним свили себе по-видимому прочное гнездышко, звездочкам в конце и жанцов пришлось отказаться от этой квартиры. Вылавливание, присыпка персидским, долматским, порошком, посыпка пола свежей мятой с последующим сметанием и сжиганием ее, а главное, частое проветривание постели и помещения, вообще чистоплотность, представляют лучшие против них средства. Уничтожение блох еще и потому необходимо, что в них предполагают прививатели различных заболеваний. Смотри клопы. Бледная немочь, хлороз болезнь преимущественно молодых девиц в период возмужалости. Она характеризуется бледную до 95, желтоватого-зеленоватого цвета, окраской у холодной кожи. Лицо может иногда даже пылать румянцем, тогда как все слизистые оболочки бледны, бескровны. При этом замечается усталость и общее ослабление. При малейшем утомлении являются сердцебиение, одышка, головокружение, обморок. Нервы расстроены, душевное состояние подавлено, аппетит уменьшен, пищеварение расстроено, живот увеличен, вообще имеется множество различных болезненных ощущений. Месячные очищения неправильны по количеству и окраске выделений и промежуткам чередования. Часто они на долгое время, на месяцы и годы, совсем приостанавливаются, заменяясь иногда белями. Кроме неизвестных причин этой болезни, кроющихся в половой сфере, указываем на слабое телосложение, плохое питание, недостаток света и воздуха, сидячую жизнь, ношение корсета, нужду и горе, анонизм, несчастную любовь и т.д. Бледная немочь представляет тип плохого кровотворения вследствие ослабления нервного строя с главным моментом недостаточного усвоения и полезного расходования вводимых в организм пищевых веществ. Вот почему усиленное питание, введение каких-либо отдельных, недостающих химических соединений и побуждение ослабленных сил химическими раздражителями дают неистинно полезный результат, а только массу дополнительного балласта, с которым ослабленному организму приходится вдвойне бороться. Кому примерно неизвестны большие надежды, щетно возлагаемые на железо при лечении бледной немощи? Касательно действия последняга принята теория, по которой оно не составляет прямого лечебного средства, а только способствует при посредстве легкой его окисляемости проникновению кислорода из воздуха в кровь и увеличению числа окрашенных кровяных телец. Если себе представить, что общее количество железа в крови составляет 15-45 грамм, тогда как самая высшая его потеря у малокровных не превышает 3-4 грамм, количество которое восстанавливается полуфунтом хорошей говядины, то чрезмерное введение его должно своим раздражающим действием, хотя и усилить окисление крови и возбудить напряженную работу в организме, но не с полезным для него действием. А с единственной целью удаления этого избытка, такая непроизводительная трата жизненных сил, при отсутствии всякого влияния на устранение причины болезни, отражается ухудшением общага состояния тотчас после прекращения приема железа. Прочие побочные действия последняга, как приливы крови к голове, общее раздражение, расстройство пищеварения, запоры и порча зубов дополняют вредные действия железа на организм, а химический анализ окрашенных в темный цвет испражнений доказывает ясно, куда уходят эти большие массы железа. Изобретательность химических фабрик создала много различных, органических соединений железа, всяких ферратинов, ферзанов, гемаллов и гематогенов, с целью заставить организм дорогою ценою принимать нежеланного гостя. Если бы вся суть была в пище, то богатым барышням, которым доступно чуть не птичье молоко, не подобало бы страдать хлорозом. Однако они это и более всего подвержены этой болезни. Касательно действия мышьяка, переливания крови и кровопускания при лечении 11 бледной немочи, относим читателя к соответствующим статьям. 96. Введение питательной, легко усваиваемой, богатой растительными средствами, солями пищи, одновременно с поднятием всех жизненных процессов, то есть укреплением организма при помощи нечуждых ему естественных побудителей физиатрического лечения, вот радикальные меры борьбы с бледной немощью. Исследования последних лет наглядно подтвердили связанные с улучшением общагосостояния могущественный прирост красных кровяных телец и усиление щелочности крови под влиянием общетонизирующих физиатрических приемов. Первое из вышесказанных условий выполняется соблюдением вегетарианской диеты с усиленным пользованием овощами. Шпинат, различные салаты, морковь, редиска и тому подобное. Фруктами и ягодами. Яблоки, вишни, сливы, сочные груши, виноград, земляника, черника и т. Кроме того весьма полезны. Чечевица, рис, горох, фасоль, различные каши, молоко во всех видах и яйца. Для зимняга времени надо пользоваться сушеными овощами, компотами, киселями, фруктовыми соками и растительным экстрактом питательных солей. Смотри диета вегетарианская. Инстинктивное влечение хлоротических особ к растительным кислотам. Лимон. Легко объясняется потребностью организма в щелочах, в которые кислоты в нем перерабатываются. Смотри подагра. Укрепление нервов для тонизирования ослабших клеток с целью усваивания сказанных пищевых веществ, достигается усиленным пользованием светом и воздухом, соответственными пассивными и активными гимнастическими упражнениями. Смотри гимнастика. Водолечение очень ослабленных организмов следует начать с утреняга-быстрага обмывания верхней половины тела 18-14 градусов днем класть согрев. Компресс на желудочную область 18-14 градусов с клеенкой, на 2 часа, наложив его за 3-5 минут. До обеда, а после снятия, обмыть эти части 16 градусов водою. Вечером один раз в неделю ванна 28-29 градусов 10 минут. Вслед дождик на верхнюю половину тела 26-20 градусов, а выйдя из ванны, дождик на нижнюю половину тела по полведра. Остальные дни чередовать. То кругобрюшный компресс 23-20 градусов на г. ночи. До первого просыпания. То обмывание ног 18-14 градусов, то обливание головы 20-18 градусов один кувшин, сосушкой волос и обвязыванием головы шерстяным платком. При появлении слабости прекратить водолечение на несколько дней, заменив таковое утренними воздушными ваннами, 15-13 градусов 5 минут. И ежедневными сердечными компрессами 13 градусов, меняя их по 5 минутам. В течение 30 минут. 1-2 раза в день. При улучшении можно перейти к утренним окачиваниям ведром воды в 26 градусах, понижая температуру ее, по мере свыкания, до 20-18 градусов. До обеда делать дождик по живот 23-20 градусов х. з. ведра попеременно с кругобрюшными компрессами 21-18 градусов на полчаса. В ясные, солнечные дни принимать 3 рубля. В неделю солнечную ванну, открытую в продолжение 3, и часа, с последующим окачиванием двумя ведрами 23-22 градуса или полуванной, согретой солнцем, 25-23 градуса 2-3 минуты. Вместе с прогрессирующим улучшением состояния можно окачивание заменить простынной ванной 23-18 градусов 1 минута. До обеда. 3 раза в неделю сидячая ванна 23-29 градусов 3-2 минуты. С массажем в ней живота. 97. Кроме того, включить. Хождение в воде 16-14 градусов 3-5 минут. Или ножно-бедренную струю 16 градусов 1 ведро с таким расчетом, чтобы больной получал не более 2-3 лечебных приемов в сутки, руководствуясь силами организма и состоянием его органов. Конечно, летом можно простынные ванны с успехом заменить непродолжительными ваннами и купанием. Смотри. Так же. Малокровие. Прошлое лето мне пришлось пользоваться случай высокой степени бледной немочи, который представляет большой интерес в силу сопутствующих его, редко наблюдаемых явлений. Он касается 13-летней девочки, у которой уже на C1-2 году наступили менструации. Вероятно, последствием такого раннего их появления в связи с несоответственным питанием, пребыванием в плохо вентилированном помещении, усиленным сидячим трудом и недостатком в движении при исполнении ручной, домашней и школьной работы, развилась довольно сильная бледная немочь. В общем, эта девочка была хорошо развита, имела однако резко выраженный золотушный строй, который, несомненно, служил способствующим болезни моментом. К неприятным осложнениям принадлежало холодение рук и ног с частым появлением холоднага пота и ощущением полнага онемения в конечностях. Обыкновенно наблюдались при этом головные боли, которые держались по несколько часов и сопровождались различными переменами в окраске лица до краснага, серога, даже синяга цвета. Предпринимались различные способы лечения, делались даже пеленания и обмывания бессистемно и без особенного обращения внимания на диету, каковому обстоятельству и следует приписать безуспешность пользования. Постепенно болезнь ухудшалась, появились боли в животе, спине и боках, которые особенно во время менструации отличались большой резкостью. В марте 1897 год. Болезнь вступила в новый, весьма тревожный фазис, так как ко всему сказанному присоединились ежедневные довольно сильные припухания рук и ног, особенно головы, которые в течение 10-30. Мин. Девицу сильно обезображивали, сопровождаясь тошнотами. При этих летучих отеках она синела, впадала в обморочное состояние и теряла способность к передвижению. Часто сопутствовало этим явлениями обильное истечение крови из носа. После трехмесячного пользования я мог больную отпустить вполне здоровой, так как все описанные симптомы за это время совершенно исчезли. Главным фактором при лечении служила диета. Больная получала разнородную вегетарианскую пищу, преимущественно фрукты, орехи и салаты. Ее ежедневно массировали и отправляли в воздушный парк. Кроме этого, применялись на первых порах прохладные, кратковременные водолечебные приемы, в виде обмывания сидячих ванн, которые в дальнейшем заменялись более холодными воздействиями, особенно сидячими ваннами и струями. Насколько позволяла погода, больная получала солнечные ванны, которые в большой мере способствовали общему целебному эффекту 11. Физиатр Ганск Норберлин. НЭП. 1898 номер 3. Боль. Это только воззвание о помощи, передаваемое мозгу посредством чувствительных нервов из нуждающегося в спасительной руке участка организма. Можно ли поэтому согласовать с требованиями рациональной терапии, отравления хлороформом, опием, морфием и тому подобное? Ядами посланника, приносищага такие тревожные вести, в предположении исправить или не допустить сообщаемую им опасность. Пока мы заняты умиротворением разбушевавшегося по долгу и обязанности стражи нашего здоровья, сама болезнь успевает все более укорениться. В общем, мы пользуем нервные боли теплотою, воспалительные ажи при помощи двойных прохладных, часто переменяемых компрессов на место воспаления, и одновременных отвлекающих приемов на отдаленное от пораженного место участки. Но так как боль представляет не саму болезнь, а лишь один из ее симптомов, а терапия боли всецело зависит от устранения столь разнообразных причинных моментов, то нам невозможно дать точные правила. ДРГ Здравия 7.98. Для пользования различных родов боли, а относим читателя к описанию соответствующих болезней. Бородавки сутного образования величиной до горошины, состоящие из разрошавососочного слоя кожи, прикрыта гоноружным роговым ее ослоем. Они чаще всего встречаются на руках, особенно у молодых особ. Бывают единичные и множественные. Нечистоплотность увеличивает их рост. Общепринятое лечение состоит в срезывании и прижигании соком цейбуле, лимона, чистотела, адским камнем, хромовой и азотной кислотою, а также в перетягивании бородавки ниткой. Физиатрика применяет на ночь согревательные 15 градусов компрессы на пораженное место. С клеенкой. Еще лучше с предварительной местной ванной 32 и плюс, мин. 15 или паровыми компрессами в течение 30. Мин. После снятия компресса, но и без того, обмывают данное место в течение дня, возможно, часто. Многим покажется такое лечение бородавок хлопотливым, но меньше чем. Ризы бывают, как долго приходится возиться с бесконечным срезыванием и прижиганием их. Я сам в детстве боролся с одной бородавкой до крайнями терпения. В течение многих месяцев я ее добросовестно срезывал и прижигал различнейшими веществами, накрест прокалывал раскаленной иголкой, даже приставлял к ней головку зажженной фосфорной спички и все напрасно. Наконец, выйдя из себя, я хватил ее кривыми ножницами до самого основания и прижег ляписом. Суммируя все затраченное время и испытанные болезненные ощущения, надо признать указанный нами фензиатрический способ более скорым и человеколюбивым. В начале июля 1887 год, я нанял девочку лет 14 в помощь хозяйке. После перехода к нам, мы обнаружили, что ее правая рука усеяна бородавками в количестве 25 штук. Отсылать ее обратно мы не пожелали, тем более, что она плача сообщила, что эти бородавки, особенно некоторые из больших, у нее имелись со второго года жизни. Мы обдумывали на разные лады, свесть ли их адским камнем и дымящей азотной кислотой или посредством симпатии, но каждое из этих средств в отдельности было сомнительно, а для полезнага действия симпатии у нас положительно не хватало ни необходимой веры, ни обязательного присутствия последней четверти луны. Мы порешили наконец не позволять девочке касаться пищевых веществ рукою, а при прогулке с детьми она должна была надевать на правую руку перчатку. Несмотря на все эти меры предосторожности присутствия 25. Бородавок все-таки нам было не особенно приятно, тем более, что они не показывали виду уйти добровольно. И вот получился августский номер нашей газеты с заметкой во врачебном почтовом ящике о лечении бородавок. В тот же день было приступлипо к правильному лечению согласно данному предписанию. Утром и вечером делались по одному часу паровые компрессы с заменой через каждое. И часа. На ночь рука обкладывалась согревательным компрессом, а утром, после снятия его, следовало 18 градусов обмывания руки. Первое время я сам исполнял компрессы, дабы показать девочке технику их применения. Несмотря на то, что последнее из опасения ожогов, не всегда брала кипяток для паровых компрессов и вообще все приемы выполняла не с надлежащей точностью, все-таки успех был поразителен. На второй день девочка заметила недостачу целой партии мелких бородавочек, бесследно исчезнувших. После приблизительно трех недель попрощалась и последняя бородавка, которая 12 лет, вопреки всем мерам, удерживала свою позицию. Бородавки оставляли после себя белые пятна, которые однако вскоре принимали нормальную окраску кожи. Можно с уверенностью утверждать, что при энергичном пользовании достаточно было 8 дней, чтобы удалить самое большое количество бородавок. Я имел возможность неоднократно убеждаться, что каждый раз, когда я сам, 99, надлежаще применял паровые компрессы, к утру не хватало большага против прежняга количества бородавок. Кто рассудит, как тяжело и болезненно удаление бородавок камнем и дымящей кислотой, симпатия не может быть принята в расчет, тот не применит испытать при надобности этот простой способ, предлагаемый нам естественным лечением. М. Бронзовая болезнь получила свое название от характерного бурага, серого до черного цвета кожи, причем данная окраска сперва является на тех местах, которые носятся открыто, затем поражаются участки кожи, окрашенные вообще темнее, наконец, изменение цвета кожи переходит на области, на которые давит одежда, распространяясь постепенно на всю поверхность тела за исключением ногтей, зубов и белочной оболочки глаз. Даже слизистая оболочка рта покрывается бурыми пятнами. Общие симптомы этой довольно редкой болезни, причины коей относят к заболеванию надпочечных желез, суть. Постепенно возрастающий упадок сил и малокровия, расстройство органов пищеварения до тяжелых поносов, боль в суставах, угнетенное душевное состояние с головокружениями, обмороками, головной болью, бессонницей, бредом и судорогами. Смерть наступает от общага упадка сил или от мозговых симптомов. Хотя предсказание в данном случае вообще довольно неблагоприятно, все же физиатрика неоднократно доказывала и здесь свое преимущество. Лечение состоит в поднятии питания с применением легко усвоямой, не возбуждающей вегетарианской и молочной диеты, за исключением раздражающих мочевые пути веществ, как то. Краснага, мясо, сельдерея, петрушки, спаржи, яиц соленой, острой и пряной пищи, а также спиртных напитков. Надо избегать усиленного движения, заменяя оное общим массажем, пассивной гимнастикой и частичными обмываниями тела 20-18 градусов. Летом по возможности ежедневные солнечные ванны, 3 и часа. Изредка под конец с укутыванием в многоцвета одеяла на 15-20 минут. Вслед ванна 26-23 градуса 2 минуты. Ежоночно-круга брюшные 18 градусов компрессы. При отсутствии солнца, а также в холодное время года. Один раз в неделю верхний пар с 18 градусов обмыванием, 1 рубль. Нижний пар с таким же обмыванием, 1 рубль. Паровая ванна с последующим сухим пеленанием. ГЧ. И ванной 26-24 градуса 2 минуты. Остальные дни утрения частичные обмывания и кругобрюшные компрессы на ночь. Роберт Астерман из Лунова-Блисядерберга страдал в течение четырех лет Адисоновой. Бронзовой. Болезнью, которая была диагностирована и безуспешно восьми врачами. Также четырехнедельное пребывание в Королевской больнице Чарити в Берлине не принесло улучшения. Два следующих врача лечили пациента от рака и признали его неизлечимым. Тогда только сказанный Астерман поступил к нам, оставив наше заведение после с больше чем. Недель вполне здоровым человеком. Я, конечно, затруднялся взять в свое пользование пациента, признанного столь многими неизлечимым, тем более, что и в наших учебниках не описываются сходные случаи, но уповая на естественный способ лечения, я решился сделать попытку. Больной получал ежедневно продолжительные солнечные ванны, а также частичные паровые ванны, которые тоже превосходно на него действовали. Кроме того, больной массировался, а для правильного действия кишечника давались клестиры. Диета была строго растительная. Больной уже четыре месяца занимается своей профессией, прибавился на 31F. Весом и чувствует себя вполне здоровым. Кожа приняла опять свою нормальную окраску. Физиатор Георгий Ремеле Эберсвальде. Нед. 1898 номер 11. 7 звездочка. Г. 100. Бронхит или воспаление слизистой оболочки воздухоносных путей. Бывает острым и хроническим. Острый бронхиальный катар начинается обыкновенно познабливанием, лихорадочным состоянием, более или менее сильным повышением температуры, насморком, раздражительным щекотанием, циарапанием, вдыхательном горле с учащенными позывами на сухой резкий кашель. Постепенно усиливаясь и учащаясь, последний становится наконец мягче с появлением отделения сперва стекловидных, затем более густых, желтых или зеленоватых мокрот. Кашель сопровождается чувством давления, разбитости, израненности в грудной клетке, и резкой болью при откашливании в груди с болезненностью верхних брюшных мышц. При усилении кашля и большой его напряженности являются приливы крови к голове, головные боли, одышка, слезотечение, кровотечение из носа, рвота, непроизвольная моча отделения, бессонница, общая слабость. Весьма опасную форму, особенно для маленьких детей и стариков, представляет бронхит, перешедший на мельчайшие разветвления бронхов капиллярный бронхит, ибо он, поражая обыкновенно убы легкие, затрудняет до крайности дыхания, кровообращение и обмен газов в легких, вызывает значительную одышку, сонливость, и часто ведет к смертельному исходу от недостаточного окисления крови и общага упадка сил. Поэтому в сказанном возрасте должно всегда серьезно относиться к острому бронхиту и пользовать его тщательно. Причиной острога первичного бронхита служит обыкновенно простуда. Смотри. Вследствие ли общага влияния нереактивного холода, в дыхание резкого холоднага или едкого воздуха или же от холоднага питья при разгоряченных и набухших слизистых оболочках верхних дыхательных или пищеварительных путей. В виде вторичного заболевания бронхит составляет сопутствующее явление или осложнение при острых инфекционных болезнях НАПР. При инфлуенции, корейской латине, тихе. Смотри кашель. Лечение должно быть начато с отвлекающих средств, применяя лучше всего полное пеленание 23 градуса, а если существует сильная одышка, то 3Т пеленания 1. 2 часа при надобности, с горячими бутылками у ног, с последующим вытиранием тела по частям 18-16 градусов. На ночь шотландский 23 градусов и чулочные компрессы 16 градусов. В случае необходимости, при высыхании или очень сильном согревании, следует заменить таковые. При незначительной лихорадке сделать вместо пеленания ножной пар с 18. Градусов вытиранием ног. Ксему частые горловые 18. Градусов ванны, легкая, не раздражающая диета и пользование свежим воздухом. При тяжелом бронхите у маленьких детей дают полуванну 29 плюс, 5-6 минут. С последующим в ванне, обливанием спины дождиком 23-20 градусов. И ведра. Осушив верх тела, уложить пациента в постель и вытереть ноги 16-14 градусов. Утром простынное растирание 23-20 градусов 2-3 минуты. В лежачем положении. Во время дневного сна, а также на ночь, шотландские ножные чулочные компрессы. Днем, после снятия, вытереть тело по частям 18 градусов, ночью сбросить компрессы без последующего влажного вытирания или заменить их свежими. При улучшении перейти к лечению, указанному ниже для хронического бронхита. 101. Хронический бронхит развивается чаще всего из запущенной острой формы, но и бывает следствием продолжительного раздражения слизистой оболочки дыхательных путей к курениям табака, пребыванием в запыленных или заполненных едкими испарениями помещениях, наконец, при общей слабости, худосочия, золотуха, сифилис, запой. Хронический бронхит может, улучшаясь летом и зимою, тянуться годами и перейти вследствие ослабления легочной ткани, весьма мучительное состояние легочного катара, эмфиземы легких, бронхиальной астмы и даже в чахотку. Лечение. Прекратить курение табака и употребление спиртных напитков, а также избегать других причин, вызвавших и поддерживающих бронхит. Пользоваться в течение дня и ночи чистым свежим воздухом, который служит наилучшим лекарством при легочных заболеваниях, избегая большой сырости и сильного ветра при особой чувствительности кожи. Часто применять 16 градусов горловые ванны, заниматься легочной гимнастикой, начиная с осторожных вдыханий. Утром вытирать грудь и спину 16-12 градусов и производить поколачивание спины и груди поверх рубахи в течение 10 минут. Днем хождения в воде 16-14 градусов 3-4 минуты. С последующим согреванием ног посредством движения или гимнастики. Вечером. То массаж груди и спины, то шотландский или широкий кругобрюшный компресс 20-18 градусов сперва на. За ночи с целью разжижения мокрот, а в дальнейшем на 1-1. 1 час. С вытиранием согретых частей 18-16 градусов. Очень вязкие мокроты приходится иногда размягчать паровыми переменными компрессами на спину по А6 Мин. В течение УК-3, Ти часа с 16 градусов обмыванием данного места при каждой замене компресса. Далее перейти к обливаниям верхней струё 22-16 градусов. А3 А ведра 3-4 раза в неделю, особенно после согревания спины солнечными лучами или растирания сухою суконкою. Конечно, при общем упадке сил необходимо включить сюда приёмы общеукрепляющего характера, указанные, примерно, в СТ. Малокровие и тому подобное. Насколько простыми средствами можно достигнуть полного излечения даже устарелых бронхитов показывает следующий случай. 14. Летний гимназист КБ. С детства был весьма золотушен, всегда страдал хероен и чаевским насморком, спал с открытым ртом и вечно кашлял, причём бронхит, обостряясь переходил в тяжёлую форму бронхиальной остеэмы, а малейшие, более усиленные телесные движения сейчас вызывали одышку и сердцебиение. Лечили его очень много, но бесполезно, ибо лечение состояло не в укреплении лёгких, а лишь в применении отхаркивающих и успокаивающих химических средств, которые хотя временно заглушали некоторые симптомы, но имели последствием ещё большее ослабление бронхов и лёгочной ткани. При пользовании одной из частых у него ангин, я, 27. Сентября 1898 год. Впервые познакомился с этим глубоким катаральным состоянием слизистых оболочек воздухоносных путей, в которых развилась уже эмфизема с массой мокрот и звучными, вязкими хрипами. Золотушный строй мальчика, тяжёлая и застарелая форма бронхита с резким кашлем, нарушающим классное преподавание и покой общежития, заставили пользующих врачей требовать удаления мальчика из гимназии. Это решение, однако, не согласовалось с желанием живущих в деревне родителей, которые, будучи несколько ознакомлены с физиатрикою, предложили мне взять их сына в своё пользование. Лечение было начато 30. Сентября следующими несложными приёмами. Утром вытирание груди и спины 16-12 градусов и поколачивание сих частей колотушкой клемма в течение 8. Мин. Вечером вытирание ног 13-12 градусов, ксему широкий кругобрюшный компресс 16 градусов на. А ночи попеременно с массажем и поколачиванием груди и спины. Всё это проделывалось при незатейливой помощи гимназического служителя. Через неделю лёгкие оказались гораздо чище, кашель, однако, стал редким, да метким, а насморк усилился. Новое предписание гласило. Утром по-прежнему. 102. Днём лёгочная гимнастика попеременно то одной, то другой стороны, вечером вытирание ног 12, два раза в неделю сказанный широкий кругобрюшный компресс, остальные дни массаж по-прежнему. Для носа. Промывание 30-35 градусов 2 рубля. В день по одному стакану, заканчивая этот приём быстрым прополаскиванием 20 градусов водою. Через неделю эти промывания можно было оставить. Днём включено хождение в воде 15-14 градусов 2-3 метра. А продолжительность компрессов сокращена до одного часа. Через месяц такого лечения лёгкие стали неузнаваемы. Нигде ни единого хрипа, вдох и выдох чисты, нормальной продолжительности. Для восстановления носового дыхания я производил до Рождества массаж слизистой оболочки носовых ходов, сперва ежедневно, затем через день и достиг полного излечения. Насколько последнее было прочно, доказывает то обстоятельство, что даже заболевание корью, которое при прежнем состоянии лёгких несомненно вызвало бы их воспаление, не повлияло даже хотя бы на проявление прежняга бронхита. Для упрочнения лечения более интенсивным воздействием на золотуху мы воспользовались каникулярным временем. Лечение состояло в речном купании, хождении босиком и солнечных ваннах. На сегодняшний день. Январь 1904 год. Мне не встречалось надобности лечить этого пациента, катарага я имею возможность видеть довольно часто. ФИС, ФК. Брюшина, ЙО, ВОСПАЛЕНИЕ. Острое воспаление брюшины, начинается обыкновенно потрясающим ознобом, повышением температуры, потерю аппетита, тошнотою, рвотую, сильной жаждой и неправильностях в стуле, причем большую частью понос переходит в запор. Самым характерным симптомом представляется чрезмерная чувствительность живота, усиливающаяся до невыносимой боли при движениях, при кашле, чихании, рвоте, даже мочеиспускании и испражнении. Эта чувствительность бывает настолько велика, что не допускает ни легкого дотрагивания к животу, ни даже прикосновения рубахи к нему. Боли весьма разнородны и крайне мучительны. Живот раздут газами. Существует отдышка, икота и отрыжка. Сильная жажда. Голос сиплый, беззвучный наподобие холернага. Часто бред и потеря сознания. Ограниченное и тем более разлитое воспаление брюшины составляет весьма тяжелое и опасное заболевание, убивающее больного иногда в несколько часов в проявлениях упадка сил, удушие, прободение брюшины, гнайнага или гнилоснага заражения крови с воспалением плевры, сердца, мозга. Бывает также переход в хроническое, продолжительное страдание. Наблюдается и полное излечение, особенно часто при тщательном пользовании, которое всецело должно находиться в руках физиатра. Редко встречается самостоятельное, первичное воспаление брюшины от толчка, удара, падения, поранения или простуды. Обыкновенно приходится иметь дело с воспалением брюшины от распространения воспалительного процесса с соседних органов, НАПР. При воспалении матки, особенно в послеродовом периоде, при воспалении слепой кишки, при чахотке, ТИФИ. Смотри. Лечение. Часто меняемые, слабо выжатые и слабо покрытые двойные компрессы на живот, 26-18 градусов, одновременно с шотландским, ручными и ножными 15 градусов компрессами по 2-3 часа, заменяя их по очереди с таким расчетом, чтобы каждому новому компрессу дать сперва согреться, а тогда снимать следующий. Нересницы совсем не пользовал воспаленную брюшину, оклав лишь отвлекающие компрессы на остальные части тела. Клизмов 28-30 градусов, 2-3 стакана с полустаканом молока. После стула, но и без этого, 2-3 раза в день тонические 18 градусов клистиры. 103. Если состояние больного позволяет, можно применить паровое пеленание 24-23 градуса 1Р, ГЧ. С часто меняемыми компрессами на животе поверх влажной простыни, вслед вытирания тела по частям 20-18 градусов. Два раза в день сидячая ванна 26-23 градуса, 15-20 минут, остальное время кругобрюшные компрессы 22 градуса 18 градусов дополнительными на животе, причем кругобрюшный компресс может лежать до полнага высыхания задней и боковых его частей. Строгая жидкая диета, состоящая преимущественно из коровьява, маковага или миндального молока, воды, овсенага или ячменного отвара. Хроническое воспаление брюшины, причиняет неясные, иногда колекообразные боли в животе, усиливающиеся от давления. Вечерами, зачастую повышение температуры. Разлитые очаговые выпады, утолщение и сращение брюшины. Лечение. Согревательное 18 градусов компрессы на живот, по 2-3 часа, на ночь кругобрюшный компресс. Иногда необходимо для усиления рассасывания применять клеенку поверх компрессов или винтерниц, 1-2 раза в неделю паровое пеленание. 2 часа, вслед обмывания 20-18 градусов или погружение вместе с простынею в ванну 26-24 градуса 1-2 минуты. Сухой брюшной бинт на ходу. Диета жидкая и полужидкая молочно-растительная. При водянке смотри. Таковую. Брюшная водянка это накопление водянистой влаги в брюшной полости. При этом живот может увеличиться до громадных размеров и содержать до 20 литров жидкости. Запоры, уменьшение мочи отделения, сухость кожи, жажда, бессонница, одышка, рвота и постепенное распространение отеков на остальные части тела суть дальнейшие симптомы этой серьезной болезни, развивающейся под влиянием различнейших причин, как. Ялости сосудистой системы, особенно сердца, плохого состава крови, худосочия, и различных заболеваний брюшных органов, главным образом, печени. В последнем случае злоупотребление спиртными напитками более всего способствует застоям в воротной вене и происхождению печеночных заболеваний, осложняющихся брюшной водянкой. При лечении последние обыкновенно прибегают к оперативному удалению скопившейся жидкости посредством прокола брюшной стенки, но это всегда способствует все чащим возвратам, ибо только временно устраняет следствие болезни, не касаясь ее причины. Физиатрическое лечение состоит в применении суховоздушных и паровых ванн или паровых пеленаний. 23-22 градуса. С последующим частичным обмыванием 18 градусов или, лучше полуванной 26-24 градуса 2 минуты. 2-3 раза в неделю, смотря по силам больного. Ежедневно надо ставить глубокую клизму с длинным наконечником 20-15 градусов, 4-5 стаканов, для воздействия на улучшение кровообращения в печени. Частые согревательные кругобрюшные компрессы 20-18 градусов по 2. 2-4 часа. Утром и вечером вытирание рук и ног. Раза 3 в неделю массаж живота 15-30 минут. Сперва поверхностно, затем более глубоко. Диета. Молоко, гороховый процеженный суп, отвар молока с тыквой, овощи, фрукты и кашицы. Мясная пища, соленые, острые и пряные вещества, а также спиртные напитки воспрещаются. Иногда приходится включать среднюю сухую диету, попеременно с усиленным питьем. 104. Так как всякого рода водянки составляют лишь симптом серьезного заболевания какого-либо важного для жизни органа, то при лечении всяких выпадов необходимо отыскать и пользовать одновременно причинное страдание. 5. Августа 1888 год. Меня пригласили к здешнему портному Павлу Бауману, который находился в самом плачевном положении, страдая брюшной водянкой. В декабре 1887 год. Он заболел плевритом и пролежал, несмотря на усиленные старания кассового врача, до Пасхи 1888 год. До Троица состояние больного настолько улучшилось, что он мог опять начать работать. Болезнь, однако, не была излечена, а лишь подавлена, что доказывали постоянные колотья в Баку. Поэтому не могло не появиться новое обострение, если организм пожелал бы избавиться от задержанных болезненных веществ, служащих истинной причиной заболевания. Но чтобы создать такое воспаление, надо иметь достаточно сил. Организм больного за последнее время настолько окреп физически, что мог предпринять новую борьбу с вредоносными началами. И действительно, больной опять слег. Место боя осталось по-прежнему. Легочная и подреберная плева. Несмотря на все старания известных медиков, состояние больного не только не улучшилось, но становилось с каждым днем все хуже и хуже. Несколько недель спустя живот больного значительно увеличился, и появились сильнейшие в нем боли. Болезненные вещества и болезнь распространились на брюшину и брюшные органы. Если бы силы организма не были так истощены, то он попытался бы при помощи остроговоспаления брюшины освободиться от сказанных веществ и принятых ядовитых лекарств, но от изобилия последних он так ослаб, что уже не мог пуститься в горячую свалку. Пищеварение было расстроено. Желудок не был в состоянии превращать воспринятую пищу в химус, а кишечник не мог этот недостаточно подготовленный пищевой сок переработать в млечный сок. Челас. Поэтому здоровое кроветворение было немыслимо. Отсюда сывороточный выпад в брюшной полости, то есть брюшная водянка. Против этой болезни кассовый врач применял наружу серую ртутную массе смазывания иодом, а вовнутрь солицеил и другие лекарственные составы. Ужасные боли подавлялись морфием. При таком пользовании состояние становилось все опаснее. Убедившись, что лекарствами не удается победить болезнь, сказанный врач предложил операцию. Однако как больной, так и его близкие не хотели на это согласиться, пригласили меня, дабы безлекарственная врачебная система исправила то, что причинила действующая сильнейшими ядами лекарственная терапия. Я нашел больного в весьма плохом состоянии. Аппетит отсутствовал, стулов течения б. Дней не было. В животе бушевали ужаснейшие боли, так что больной не мог пребывать спокойно ни в каком положении. Кожа вокруг пупка была окрашена в темно-с, не и цвет. Живот сильно увеличен и тверд на ощупь. Деятельность печени, поджелудочной железы и почек ненормальна. Язык покрыт густым т. На серым налетом, лицо сильно опухш. Стопы, ноги, кисти и руки все время холодны, поэтому постоянные приливы к голове. Цвет кожи почти пепельный. В таком состоянии я получил больного в пользование. Хотя было мало шансов на исцеление, но я надеялся на крепкую его натуру. Главной задачей было улучшение пищеварения и побуждение всех выделительных органов, дабы могла образоваться здоровая кровь и организм приобрел способность выделять все болезненные вещества. Я предписал легко усваиваемую, но питательную и вкусную диету. Дабы растворить и выделить прочно засевшие болезненные вещества, я назначил в течение первых дней, до обеда, ножную паровую ванну и паровые компрессы на живот с вытиранием спины, живота и ног водой в 18 градусах и соответствующим массажем, особенно живота. Затем больной получал 18 градусов. Клистиры, дабы возбудить деятельность кишечника и укрепить его. Эти клизмы я велел ставить ежедневно каждые 2-3 часа до получения правильного стула. После обеда больной принимал сидячую ванну в 22 градусах, в которой сильно растирались живот и крестец. Теплота рук и ног постоянно поддерживалась растиранием и паровыми бутылками. Вечером применялось вытирание туловища 24 градуса, рук и ног 18 градусов растиранием насухо, после чего больной укладывался в постели, когда все тело совершенно согрелось, получал кругобрюшные галеные компрессы, в которых он пребывал до утра. Утром, после снятия компрессов, следовало вытирание, как вечером до наложения их, с легким массажем всего тела. Кроме этих факторов естественного, без лекарственного, 105. Пользование, применялись еще гимнастические упражнения и другие побочные куративны. Приемы. Улучшение наступило раньше, чем я предполагал. Через неделю общее состояние совершенно изменилось. Пищеварение значительно улучшилось. Приливы к голове исчезли. Живот стал гораздо мягче и меньше. Боли прекратились. Дальнейшее лечение состояло в паровых и простых пеленаниях, сидячих в ваннах, массаже, соответственной диете и другие. Лечебных приемах, которых потребовало индивидуальное пользование. Изо дня в день улучшения двигалось в поступательном направлении, и через неполных два месяца я мог сказанного больного признать основательно излеченным. Ныне он служит в Хемнице и почтальоном и все время чувствует себя здоровым и бодрым. Свет, воздух, вода, теплота, движение и покой, а также соответственная вегетарианская диета вот целебные средства, которыми достигнуто основательное исцеление этого тяжело больного, искусственно доведенного до такого худосочия и до необходимости оперирования. Безлекарственный способ таким образом, опять одержал великую победу над лекарственным пользованием 14. Физиатор Карл Циопке Вейбинштоке. НЭП, Ю. ВЛК. 1889 номер 5. Начиная с 1871 года. Я постоянно хворал ревматизмом, который появлялся ежегодно, а именно осенью, в такой силе, что я принужден был оставаться в постели и прекращать занятия. Невзирая на врачебную помощь и тщательный уход, состояние моего здоровья с каждым годом все более ухудшалось, так что летом 1880 год. Я должен был отправиться в теплиц. Но и это принесло мне лишь временное облегчение. Осенью 1885 год. К моему ревматизму присоединилось еще астматическое страдание, поэтому в апреле 1886 год. Я поступил в лечение к доктору Бехеру в Берлине, который до июня того же. Годы меня пользовал как легочно больного, предписавший мне четырехнедельное пребывание в деревне, которое я отбыл в Гермсдорфе близ Берлина. За это время состояние моего здоровья ухудшилось значительно. Я возвратился обратно в Берлин с добавлением к вышесказанным болезням отека стоп. Здесь я не застал доктора Бехера, поэтому обратился в университетскую клинику, где был исследован профессором Мейнером, который поставил диагноз. Воспаление сердечной сумки. До середины сентября я пользовался в сказанной клинике. За это время отеки распространились на ноги и на живот настолько, что затрудняли до крайности всякие движения. Затем в последних днях сентября я консультировал доктора Калипиера, определившего водянку. Последний стал меня пользовать микстурой, которая, по его заявлению, должна была действовать мочь. Гонна. Однако при таком лечении вода пребывала все более и более, так что три. Октября необходимо было произвесть первую операцию, причем выпущено 8 литров жидкости. Доктор Калишер придерживался на Читага прежде пользования. Результат как был, так и остался отрицательным, ибо уже после дальнейших четыре. недель следовала вторая операция с выпуском 12 литров, после три. Недель третья операция с 13 литрами и так далее, так что за промежуток времени от трех. Октября 1886 до трех. Марта 1887 год. Когда производился последний из семи проколох, было выпущено почти 100 литров жидкости. После седьмой операции доктор К. прописал мне еще йодистый калий в течение двух недель. Все это лечение ослабило меня настолько, что я вот-вот ожидал своей кончины. Доктор К. Вероятно, и сам имел сходное относительно меня предчувствие, ибо сообщил моей невестке ту печальную новость, что к данной моей болезни присоединился туберкулез кишек, который в непродолжительном времени положит конец моей жизни. Доктор К. Хотел меня поместить в больницу. Этому, однако, я воспротивился с положительностью. Такого же мнения была и моя жена. Если мне уже было суждено покончить жизненные счеты, то хотелось отбыть этот акт у себя дома. Я неоднократно слышал, что физиатор Герман конец звездочка. Спасал жизнь и возвращал здоровье многим кандидатам смерти, и поэтому, выразил желание отдаться в его пользование. После тщательного осмотра, последний прописал мне паровые компрессы на живот, сухие пеленания с горячими бутылками, прохладные вытирания, массаж, разминания, и легкую диету. Внутренние средства, понятно, не давались. Несмотря на мою слабость, я был в состоянии провести это лечение и провести его с успехом. Результат получился положительно удивительный. Вскоре явился аппетит, и вместе с ним поднялись силы. После. Звездочка. Умер в 1894 году в 106. Трех недель я уже мог самостоятельно приподниматься в постели. Пребывание воды сперва остановилось, затем количество ее стало явственно уменьшаться, так что не требовалось более операции. После дальнейших трех недель я уже мог встать без посторонней помощи, оставить постель и предпринять первые шаги по комнате, а 7. Майя 1887 год. Я сделал первую прогулку в Фридрихсгейн. До сентября 1887 год. Я пользовался УГ. Каницеа. Первые три месяца я получал ежедневно полное лечение, затем два месяца через день, наконец, в течение четырех. Месяцев по одному разу в неделю паровое пеленание с относящимися к нему охлаждающими приемами. Сегодня я вполне здоров и могу беспрепятственно заниматься делами, чему я обязан, кроме Бога, одному личге. Каницилу сердечное отношение Катарага заслуживает высшей похвалы. Берлин 10. Октября 1889 год Г. Грибовский. НЭП. 1889 номер 11. Бутылки горячие применяются в тех случаях, где требуется сухая теплота, а также при паровых компрессах и пеленаниях. Для этой цели наливают бутылки, лучше всего глиняные, горячей водой или наполняют горячим песком и тщательно закупоривают. Можно также пользоваться металлическими грелками. Смотри. Там, где является необходимость тщательного прилегания к телу, заменяют бутылки мешочками с горячим песком или резиновым пузырем, наполненным до половины горячей водою. Смотри. Правые бутылки. Бубоны. Бубонами называют увеличенные паховые железы. Последние обыкновенно болезненны, воспалительны, затрудняют походку и либо рассасываются, либо переходят в нагноение и вскрываются. Бубоны происходят иногда первично от усиленной ходьбы, танцев, велосипедной езды, обыкновенно же представляют вторичное заболевание, составляя сочувственное, нервное явление при воспалительных процессах в близлежащих частях, или образуются вследствие распространения инфекционного начала по лимфатическим путям. Бубоны лечатся покоем, 18 градусов вытиранием рук и ног Корпоэйшн компрессами, 20-18 градусов, на опухшую железу, меняемыми, смотря по силе воспаления, через 1-3 час. На ночь применяют Т-образные 18 градусов компресс. При прекращении боли и склонности к рассасыванию переходят к осторожному массажу. Поглаживанию. От краев бубона во все стороны и сидячим ваннам 29 плюс до 30 и плюс 10 минут. С вытиранием остального тела 18-16 градусов. При образовании нарыва класть местно-паровые компрессы 2-3 рубля. В день по 40 минутам. Сочувственные бубоны проходят без специального пользования вместе с излечением причинного состояния. Инфекции ионные же требуют как мяснага, так и общага лечения смотри. Железы, перелой, почесуха, сифилис, чума, шанкар. Бельмо. Под бельмом подразумевают помутнение роговой оболочки глаза. Смотри. Или пятна на ней, более или менее затрудняющие доступ световых лучей через зрачок к сетчатке. Лечение. Вечером глазная ванна 29 плюс 5-6 минут с последующим обмыванием лица и краткое 18-16 градусов при закрытых глазах и ручной ванной 16-14 градусов 5 минут. Утром массаж глаза посредством легких круговых движений века, производимых прижатым к нему пальцем в течение 1-1-2 мин. К всему, вытирание тела 15 градусов и 1 рубль. В неделю паровая ванна с прохладной полуванной 2-3 минуты. Или окачиванием 24-20 градусов. 107. В случаях, не подающихся лечению, напр. Когда рубец, оставшийся после поранения или язвенного процесса на роговице, служит препятствием для зрения, прибегают к оперативному вмешательству. Смотри. Катаракта. Бели. Это название служит собирательным именем для различного рода выделений из женских половых органов. Самый обыкновенный вид белей представляет жидкие, молочные или несколько сыроподобные выделения, как симптом простого влагалищного катара. Более густые слизистые белковые бели указывают на катаральное состояние, особенно, шейки матки. Смотри. Огнойные, желтые, зеленоватые и кровянистые, весьма едкие, разъедающие бели, мы наблюдаем при застарелых катарах влагалища и матки, при более глубоких поражениях всех органов, особенно зависящих от мясного заражения перелоем. Смотри. Водянистые цвета кровяной сыворотки, зловонные бели сопутствуют язвенным и раковым поражениям матки. У детей и девиц бели появляются часто от усиленных телесных движений, преимущественно тазовой и ножной мускулатуры, от поднятия тяжестей, езды на велосипеде или работы на ножной швейной машине, особенно при малокровии и общей слабости. Далее, бели бывают следствием механического раздражения половых частей анонизмом или от заползания из заднего в передний проход мелких глистов. Смотри острицы. Или же от заражения половых частей грязными руками или бельем. В замужних, кроме того, от различных заболеваний внутренних половых органов. Все бели, заискал. Острых воспалительных, представляют ослабленное состояние слизистой оболочки и должны лечиться укрепляющим способом сообразно с требованиями основной причины. Независимо от этого, необходимо применять и местное лечение. Частые обмывания крестца и бедер 16 градусов. В более сильных случаях 2-3 раза в день компрессы на кресте с 16 градусов 10 минут. Вслед за сим обмыть бедра 16 градусов и слабо осушить их. Хождение в воде 16 градусов 2-4 минуты. При едких белях надо принимать 2-3 сидящих ванн в сутки 26-22 градуса 5-8 минут. Где возможно, следует при надобности присоединить 2-3 рубля. В день промывания влагалища из кружки эсмарха чистой водой в 28-24 градусах безо всякой примеси стягивающих или прижигающих веществ, которые дают мнимое улучшение во время их применения, весьма вредно отзываясь на будущем слизистой оболочке, так как болезненный процесс вследствие стягивающего влияния сих средств с задержкой привычных отделений больной оболочки, распространяется вглубь ткани и ведет к более глубокому, хроническому ее окатару. Ванны. Общее замечание. Первое. Температура комнаты, предназначенной для приема холодных ванн, не должна быть ниже 13 градусов, а для теплых ванн, не ниже 16 градусов. Второе. Ванны не следует принимать при наполненном желудке. Лучше всего брать их до приема пищи, а во всяком случае не раньше 2-3 часов после еды. 108. Третье. До принятия холодных ванн тело должно быть равномерно согрето. Особенное внимание следует обращать на нормальную теплоту ног, которые в противном случае необходимо предварительно согреть движением, трением или теплотою. Чем больше согрето тело, тем теплее кажется холодная вода. В этом мог каждый убедиться при летнем речном купании с его 15-12 градусов водою, тогда как зимою такой же температуры вода казалась бы чрезвычайно холодной. Четвертое. Чем холоднее ванна, тем обыкновенно должно быть короче пребывание в ней. Исключение из сего общага правила указано при отдельных случаях. В очень холодных ваннах это время определяется секундами. Появление в ваннах озноба служит показанием для немедленного выхода из нее. Пятое. Лицам, непривыкшим или предварительно неподготовленным к водолечению, не следует принимать холодных ванн. Шестое. То же самое относится еще в большей степени к почечным, сердечным, чахоточным больным, а также к страдающим перерождением сосудов, которым не следует применять холодных ванн без разрешения врача-физиатра. Седьмое. Малокровные и хронические больные должны после холодных ванн, особенно в холодное время года, тщательно вытираться до суха, нервные же не переносят трения и резких манипуляций. В последнем случае осушка тела должна производиться посредством легкого прижатия простыни к телу. При очень сильной нервности мы велим надевать сухую рубаху на мокрое тело и укладывать больных в постель до полна до согревания, но и здесь приходится зимою вытирать стопы до суха. Восьмое. После теплых ванн всегда должно следовать охлаждение тела прохладными окачиванием, обмыванием или ванной, необходим для восстановления ослабленного тонуса сосудов и тканей, а также для урегулирования кровообращения и восстановления теплового равновесия. В холодное время года необходимо всегда после теплых ванн вытирать стопы холодной водою, что особенно важно для устранения последующего прилива крови к голове. Исключение из общага правила охлаждения после теплых приемов составляют некоторые болезни. Нервные, сердечные и хронически сыпные. В которых требуется либо успокоить кожу и рассосать сыпи, либо уменьшить чрезмерное давление кровяного столба. Девятое. Теплые ванны успокаивающего типа следует принимать преимущественно перед сном, возбуждающие же горячие, переменные и холодные ванны днем. Кого ванна, принятая перед сном вообще возбуждает, отымая или ухудшая сон, тот должен ее брать за несколько часов раньше. Десятое. Страдающим приливами крови к голове необходимо во время пребывания в ванне, держать холодноватые, 18-16 градусов, компрессы вокруг головы. Смотри выше восьми. Пункт. Одиннадцать. После всех теплых ванн, оканчивающихся охлаждающими приемами, то есть низведением искусственно поднятой температуры до нормы, можно летом тотчас, а в холодное время года один, а три дробь четыре часа спустя смело выходить на воздух. Двенадцать. Привычные женские месячные очищения исключают водолечения, дабы не тормозить нормальный ход этого физиологического акта. Однако, при надобности специального лечебного на них влияния, 109. Или при общих острых болезненных состояниях, лечение ведется на основании общих положений во все продолжение менструаций. Ванна полная содержит столько воды, чтобы все тело до самой шеи было покрыто ею. Этого рода ванны применяются реже полуванн по той причине, что большое количество воды обыкновенно производит ощущение стиснения в груди и прилив крови к голове, а также они действуют гораздо слабее последних, в которых одновременное влияние воздуха, обливание и растирание усиливает лечебный эффект. Полные ванны, при отсутствии подходящего сосуда, могут быть некоторым образом, заменены простынными ваннами. Смотри. Ванна полная с медленным повышением температуры или медленно восходящая. Здесь в течение назначенного времени постепенно подливается горячая вода. Такого рода ванны обозначаются знаком «плюс», поставленным позади цифры, показывающей первоначальную температуру. Таким образом, НАПР. Ванна 27 плюс, 15 метров. Означает, что надо сесть в 27 градусов воду и подливать в течение 15. Мин. Столько горячей воды, чтобы поддерживать приятную по самочувствию температуру ванны, то есть подливать лишь настолько, чтобы избежать познабливания и дрожи. Если же требуется повышение в течение известного промежутка до известной температуры, то помещается в скобках указатель этого предела, НАПР. 27 плюс, 28, 15 минут. Так как этого рода ванны действуют успокоительным образом на нервную систему, то обыкновенно последующее охлаждение применяют либо в очень нежной форме, либо совсем отказываются от него, а также не вытирают тело насухо. Тонизирующий же прием откладывают до утра. Эти ванны применяются при сильном возбуждении нервов, нервной бессонницеей и хронических кожных сыпях. Ванна полная с быстрым повышением температуры или быстро восходящая. Здесь горячая вода подливается по мере терпимости, если не указана предельная температура. Графическое обозначение такое же, как для предыдущей формы, но позади исходного градуса ставится два плюса, иногда с постановкой в скобках предельной температуры на пр. 29 и плюс, 15 минут. 29 и плюс, 32 градуса. 15 метров. После такой ванны надо осушиться, укутаться в шерстяное отдело и полежать некоторое время, смотря по назначению ванны от 15, м. до 1. Часа или, по возможности, до прекращения пота и закончить действие этого приема обратным погружением. На первых, амин. В ту же ванну, взятую на несколько, 2-4 градусов прохладнее первоначальной ее температуры. При этом получается сильное рассасывание различных водянистых выпотов и удаление ядовитых веществ из органов и ткани частью посредством пота, главным же образом, переводом их в общее кровообращение, где они погибают, нейтрализуются и выводятся через выделительные органы. При большой наличности выпотов и токсинов надо однако с этого типа ваннами бережно обходиться, соразмеряя их силу и количество с силами больного и количеством подлежащих выделению веществ, иначе можно легко вызвать весьма бурные явления всасывания. Ванна полная переменная или альтернативная. Ставят две ванны рядом. В одной из них довольно теплая, 29-30+, в другой холодноватая вода, 25-20 градусов. Посидев в первые 5-10 минут, больной быстро переходит во вторую на 2-1 минуту. Отсюда обратно в горячую ванну на 5-10 метров. И так далее, всего попеременно от 1-3 горячих и столько же холодных ванн. Действия это обозначают следующей формулой. Напр. Мин раза вместо второй, холодной ванны можно взять любой подходящий сосуд или, в крайнем случае, окачивать больного один. Ведрами воды или сделать простынную ванну, но действие последних двух приемов далеко не так корректно. Альтернативные ванны применяются в тех случаях, где требуется в значительной степени повысить жизненные силы или усилить обмен веществ в напр. При внезапном упадке сил. Асфиксия, коллапс. При хроническом ревматизме, подагре, сифилисе, ожирении и так далее. Полуванна представляет самую употребительную форму общих ванн. Смотри ванны, общее замечание. В обыкновенную ванну наливают столько воды, чтобы последняя, покрывая ноги больного, доходила ему до уровня подложечки. Желудочные ямки. Во время пребывания в ванне растирают все тело, в особенности ноги пациента, при помощи полотенца или фрутировочных рукавиц, а также обливают спину, грудь, а при бреде и голову, той же водою. Малых детей удобнее всего усаживать в ванну, укутанными от головы до ног, за иску. Только лица, в простыню, обливая и растирая их по простыне. Продолжительность такой ванны для лихорадящих больных определяется временем, необходимым для понижения температуры подмышками, для чего достаточно пробовать рукой, не остыло ли здесь тело. Полуванна с медленным понижением температуры воды или медленно нисходящая. Займ СНЭЙ. Применяется преимущественно у больных с повышенной температурой, особенно в тех случаях, где желательно усилить напряжение в сосудах, устранить венозные застои. Подливая понемногу холодной воды, все время обливают тело черпаемой из ванной водою, растирая при этом ноги больного. Обозначают это понижение знаком, минус 14, поставленным позади указателя температуры, напр. 24-5 метров. Обыкновенно назначается время пребывания в ванне только приблизительно, ибо понижение температуры тела подмышками служит гораздо более верным мерилом. Во всяком случае появление по телу больших синих пятен, указывающих при высокой температуре появление застоя от вялого кровообращения вследствие упадка деятельности центральной нервной системы, составляет грозное явление с настоятельной потребностью усиления фротнровки тела и более холодных обливаний до устранения застоя. Полу ванна с быстрым понижением или быстро нисходящее. Ламан Эй. Для этой цели обыкновенно назначается теплая ванна с медленным повышением. После некотарага времени. Мин. 10-15. Пребывание в ней, а именно перед самым выходом из нея, от. Ил. Крывают приточный кран для холодной воды одновременно с удалением пробки отлива. При неимении таких приспособлений можно подливать очень холодную воду ведрами и размешивать ее хорошенько до получения в самое короткое время индивидуально. По самочувствию. Низкой температуры и выйти из ванны тотчас при наступлении неприятного ощущения холода. Эти ванны укрепляют нервы без явлений нервного шока, поэтому прописываются нервным, чрезвычайно чувствительным особам. Способ обозначения как для ванны с повышением, но с двумя минусами позади формулы, НАПР. 29А плюс 1АМ. Или, запросто тепловатая ванна с понижением поламану. Остальные виды полуванн смотри. Полная ванна. Ванны, ручная и ножная, малые это погружение кистей или стоп в таз с водою с растиранием погруженных частей под водою. Продолжительные прохладные ручные ванны. 5-15 метров. Суживают сосуды в груди, а ножны и в брюшной полости, поэтому служат отличным средством. Первые при кровотечениях из носа и легких, вторые при пассивных маточных и геморроидальных кровотечениях и приливе крови к голове. Они же действуют укрепляющим образом на сказанные органы. Надо однако правильно дозировать температуру воды, дабы непосильный для слабо реагирующего организма продолжительный холод не вызвал ревматических болей в конечностях и отяснения крови вверх или вовнутрь. До приема таких ванн конечностей должны быть теплы, а трение будет поддерживать эту теплоту. Смотри. Такие же переменные ванны и хождение босиком. Кратковременные холодные для конечностей ванны. Один по один мин. Действуют местно тонизирующим образом с характером расширения сосудов, прилива крови и улучшения питания в данных частях. Смотри. Погружение. Теплые ванны более или менее продолжительного действия рассасывают выпады, способствуют созреванию нарывов, местно отвлекают кровь, но и применяются для подготовки конечностей к воспринятию впечатления последующей холодной воды. Ванны, ручная и ножная переменные альтернативные устраиваются в двух тазах, из которых один содержит горячую, 30-34 градуса. Другой прохладную воду, 22-15 градусов. Погружая конечности один или несколько раз попеременно то в горячую воду по 2-5 и более минут, то в холодную на ПБ-1 мин. Способ обозначения, как указано для полных альтернативных ванн, НАПР. 1 дробь 2, 13 рублей. То есть, в течение 9 минутного пребывания конечностей в горячей восходящей ванне надо каждые 3 минуты. Переставлять их в холодную воду на 1 см. Этот прием действует сильно на обмен веществ в погруженных частях, отвлекает кровь от отдаленных участков и составляет нашу лучшую электризацию нервов, но он несколько привлекает кровь к груди, ручная ванна, и к брюшным органам. Ножная ванна. Ванны, ручная и ножная глубокие. Верхние конечности можно погружать почти до подмышек в отдельности в ведро с водою. 112. Или вместе взятые в ванну ночью или балию, сложив руки таким образом, чтобы пальцы одной руки касались локтя другой. Ножная глубокая ванна доходит до половины икр или до половины бедер. В последнем случае больной становится в ванне на колени. Особый вид ручных ванн составляет локтевая ванна. Для этой цели сгибают руку в локте под острым углом и погружают локтевой сустав в сосуд с водою до половины предплечья и плеча. Ванна сидячая или поясная. Сицба. Обыкновенную продажную сидячую ванну. Фиг. Третья. Или подходящий сосуд. Катку, отрез. Наполняют водою, которая доходит больному немного выше пупка. Находящиеся наружи ванны, то есть вне воды, руки, спина, грудь и ноги. Должны быть покрыты или одеты. Если требуется более глубокое погружение, то применяется глубокая сидячая ванна Эфрампбот. С отлогой спинкой. Фиг. Четыре и пятое. В которой вода покрывает всю спину и весь живот. Кратковременные прохладные и холодные сидячие ванны. 22-10 градусов. Продолжительностью от 1. Бэмин. Вызывают раздражение, спазм в брюшных органах с последующим приливом к ним крови, поэтому применяются при вялости кишек, запорах, ослаблении матки, мочевого пузыря, при поносах от несварения желудка. Как слабительное. При бледной немочи и тому подобное. Продолжительная прохладная сидячая ванна. 22-15 градусов. До получасоваго пребывания с одновременным растиранием в ней живота. 113. Употребляется при раздражении в брюшной полости, связанной с потерей упругости, ослаблением органов, напр. При холерном поносе, хрон. Воспалении толстых кишек, хрон. Перелои и геморроя. Она успокаивает, тонизирует и отвлекает от головы. При холодных сидячих ваннах нет надобности в предварительном согревании холодных ног. Они здесь сами согреваются. Продолжительная тепловатая сидячая ванна. 26-23 градуса. Применяется при воспалительном раздражении, то есть там, где требуется более сильное успокаивающее действие с характером ослабления напряженности. Продолжительная теплая или горячая сидячая ванна. 27-34 градуса. Применяется при хрон. В воспалениях и выпатах в брюшной полости. Действие ее рассасывающее, которое усиливается последующими общеотвлекающими приемами, как холодным вытиранием остальных частей тела, прохладным окачиванием или простынным растиранием. Во всяком случае надо после нее хотя бы обмыть нагретые части 20-18 градусов водою. Ванна сидячая переменная устраивается в двух сидячих ваннах. Она применяется, обозначается и действует наподобие таких же полных ванн с главным влиянием на поднятие нервной деятельности в органах брюшной полости. Ванна сидячая, плоская, действует только на мочеполовые органы и задний проход и применяется в тазу или другом неглубоком сосуде. Венерические болезни. Сюда относятся перелой, мягкий и твердый шанкар. До сих пор, несмотря на усиленные старания, не удалось найти неопровержимого виновника этих заболеваний, а если и найдется какой-либо грибок, произрастающий в таких болезненных выделениях, то этим хотя и выиграет естественная история микроорганизмов и, быть может, пополнится диагностика сказанных болезней, но и обогатится количество бесцельных прививочных опытов. Смотри прививки. Относительно этиологии этих древнейших заболеваний, упоминаемых уже в третьей книге Мойся, мне кажется правдоподобнее всего идея, высказанная Дэйр. Иосифом Германом в Вене. По моему индивидуальному мнению, венерический контагик представляет бродильное начало, которое образуется при известных условиях через разложение нормальных выделений и органических веществ и не будучи летучим, тесно связано с перешедшим в брожение секретом, поэтому правильнее было бы говорить о венерическом секрете, а не о несуществующем в отдельности венерическом контаге. Приобревший венерические свойства секрет порождает на слизистой оболочке половых частей либо воспалительное заболевание с последующим продуктом его, дноем каковую первичную венерическую форму именуют трипером или перелоем, либо он образует на подлежащих покровах, особенно при случившемся поранении их, или на самой слизистой оболочке половых частей из извления, венерическую язву, каковое первичное заболевание именуется танкером. Мое мнение, что если бы ближайшие условия образования фермента как носители венерического контагия даже не могли быть. Друг здравия. 8.114. Определены с аподектической верностью, все же надо полагать, что частное смешение естественных выделений обоих полов или примесь других органических продуктов вследствие несоблюдения опрятности половых частей служит главным моментом для брожения и таким образом для развития заразительного вещества, а это тем более, если какое-либо иное заболевание слизистой оболочки половых частей действовало предрасполагающим образом. С подобным характерным воззрением я встретился в начале своих литературных изысканий в области физиатрики в трех. Томми Климента Герке, о Шротовском способе лечения, где он считает сифилитический яд, трижды модифицированным трупным ядом, объясняя заражение таким образом. Если двойное произрастающее начало или одинарное, обыкновенное мужеское оплодотворяющее вещество, не достигнет своего назначения, то есть жизни и органического развития, то единственным конечным результатом является гибель его. Третьяга исхода быть не может. Таким образом семя, не дошедшее до первой жизненной ступени, плода, умирает отдельно или вместе наподобие судьбы зерна посева в земле, которая либо пускает ростки, либо подвергается гниению. Третьяга случая не бывает. Если принять во внимание массовую растрату таких веществ у продажной женщины, если окинуть мысленным взглядом какую-либо, уподобляющуюся большому кладбищу, продажную вагину и то обстоятельство, что такая проститутка не очищает надлежащим образом сосуд ее в виновности, то получится реторта видоизмененного, так сказать, примитивного трупного яда, обильнее которой трудно себе представить. Маленькой садинки при половом соитии достаточно, чтобы привить этот яд другому лицу. Этот идейный ход позволяет предполагать возможность самопроизвольного образования венерического яда всех категорий. Приверженцы объединенной, унитарной теории доказывают, что все сказанные три формы первичной венерической болезни представляют лишь известную потенциальную разницу вирулентности самагоматериала, основываясь на том общеизвестном наблюдении, по которому после каждого из сказанных первичных состояний может наступить форменный сифилис, то есть последствия проводимости инфекций по лимфатическим сосудам с образованием опухания желез, накожных сыпей, воспаления слизистых оболочек и даже глаз в силе, зависимой от ядовитости инфекционного вещества и болезненного строя организма. Золотуха, худосочия, хрон. Отравление ртутью. Другие же, дуалисты, стараются связать понятие сифилиса исключительно с наличностью твердага шанкра, утверждая, что если сифилис наблюдается и при перелое, то причиной этому служит твердый шанкра в мочевом канале, а если сифилис наступил после явнагомехка га шанкра, то это означает существование смешанной инфекции. Наблюдаемый переход явно твердага шанкра в невинную мягкую язву остается для них невыясненным явлением. Обладая 30-летним клиническим опытом во время заведования сифилитическим отделением Венской больницы и располагая материалом в 70,0 тысячных сифилитических больных различной категории, сказанный доктор Герман Звездочка. Установил классификацию «Естествен». Звездочка. Доктор. Жозеф Ферман умер в конце 1902 года в возрасте 85 лет. Всю свою жизнь он боролся словом и делом против укоренелых заблуждений. 115. Ных форм венерических заболеваний, которые он соединил в общесобирательное название сифилитических болезней и вывел то для фанатиков ртутного лечения странное и непонятное, а для страдающих отрадное заключение, что сифилис местная, совершенно излечимая болезнь. Все же явления ее, конституциональная торговая марка, относятся либо к осложняющим местный процесс истинно-конституциональным условием. Худосочие, золотуха. Либо к хроническому отравлению ртутью. Смотри перелой, шанка, сифилис, отравление ртутью. Вентиляция. О пользе свежего воздуха вообще и о необходимости постоянной замены из работы многокомнатного воздуха свежим мы уже говорили в ой о деле книги, здесь я хочу привести дешевый и отличный способ вентиляции помещений, предложенный инженером F. Борн, в Шарлатенбурге, имеющий значительные преимущества перед другими вентиляционными устройствами. Общеизвестно, что незажиточные люди всеми силами стараются преградить зимою доступ холодного воздуха в свои помещения. Из-за экономических соображений, дабы не расходовать уютной теплоты, они редко когда открывают окна. Печи обыкновенно малы и плохи, а расход на топливо весьма чувствителен, тем более зимою, когда заработок скуднее и требуется больших издержек на освещение. Все советы, относящиеся к проветриванию, для большой народной массы бесценны, так как их невозможно соблюдать, тем более что сквозной ветер весьма неприятен для пребывающих в комнате. В чем каждый мог убедиться при утренней уборке, если он не обладает уголком, куда мог бы на это время скрыться. Рабочие, большую частью, располагают лишь одной комнатой, положительно не позволяющей производить проветривание сказанным примитивным способом. Народ нигде и никогда не просвещался ни в высоком значении чистого воздуха, ни в основах гигиены, а поэтому у него отсутствуют всякие вообще побуждения к вентилированию. Техника уже давно создала основу постоянной, не дающей сквозного ветра замены воздуха в помещениях при посредстве короткой восходящей трубы, направляющей струю наружнага воздуха между печью и стеной вверх к потолку. Для частных квартир достаточно диаметра трубки в 10-12 см, наверху которой устроен регулирующий клапан с гораздо меньшим отверстием. В 3-5 см. Для уменьшения притока воздуха во время сильных холодов. Полное преграждение доступа свежего воздуха не должно иметь место в жилых помещениях. Понятно, что такое постоянное обновление и очищение комнатного воздуха гораздо более ценно и важно, нежели проветривание в течение нескольких минут. Боковое движение воздуха здесь устранено, в чем легко убедиться, если насыпать на шатыряно раскаленное железо и держать его над входным воздухоносным отверстием. Образующийся дым быстро поднимется вверх до потолка и пройдя по нем, опустится вдоль окон вниз, чтобы обратно направиться к печи и подняться здесь вверх, если не принять мер ко всасыванию этого испорченного воздуха у пола в дымогарную трубу. Фиг. Шестое. Этот способ обмена воздуха без образования сквозной тяги вполне независим от конструкции печи. Где местные условия не позволяют весть воздух междупоследтерапией. За год до смерти, высказывая в сотый раз свой подтвержденный многочисленным опытом, взгляд на сущности лечения сифилиса, он с чувством справедливого негодования на недостойное науке игнорирования его тщательных изысканий, излил свою наболевшую душу в одной из последних своих статей. Мое учение, пишет он, говорит тяжелыми обвинениями против школы, которая до сих пор даже не имела мужества, посредством клинической проверки бороться с моими основными положениями и если возможно опровергнуть их. Непростительным образом, скажу даже более, с упрямством сознанной виновности, она в упорном веровании в свои. Законы считает уже провинностью против своей мнимой непогрешимости. Если ей выскажут слава истины в глаза и привлекут за ее явные проступки к ответственности. 8 звездочка, 116. Нею и стеною, можно пользоваться подходящим местом у противоположной окнам стены. Если в наших комнатах встать на лестницу или на стол, то мы найдем температуру воздуха у потолка значительно выше, чем над настилкой пола. Это особенно заметно при слабо согревающих кафельных печах в нынешней. Фиг, 6. Общеупотребительные и несовершенные их конструкции, дающие весьма незначительную тягу. Если же весть струю свежего наружного воздуха по стене по направлению вверх, то он смешается с теплым верхним воздухом, который мы достигли трудом и деньгами, и чистый согретый воздух опустится вниз, поступит в наши легкие, затем, в виде влажного, тяжелого, углекислого и испорченного продукта, выделится, осядет вниз и здесь всосется в выходную трубу. В народе везде, почему-то, существует предрассудок, якобы плохой воздух собирается наверху. Это имеет место лишь в тех случаях, где напр. Много табачного дыма. Поэтому в ресторанах для удаления его надо иначе вентилировать. Для квартир, школ и тому подобное. Выше приведенный способ имеет полное показание. В классах необходимо вообще устранить общепринятую вентиляцию при посредстве отдушников у наружных стен близ потолка, которые зимою ведут только к потерям тепла, а летом бесполезны, так как холодные каналы вообще мало высасывают, и даже в случае, если бы при открытых окнах произошло деятельное движение воздуха под потолком по направлению к этим каналам. Все же детям пришлось бы пребывать внизу в плохой атмосфере, поэтому, основное правило гласит. Высасывание всегда внизу. Мы часто встречаемся со многими укоренелыми предрассудками, с рекламами и предложениями различных аппаратов и изобретений, которые сбивают людей с толку и способствуют тому, чтобы, в случае неудачи, весь вопрос о вентиляции отложить в сторону. Поэтому весьма желательно, чтобы врачи естественного лечения и вся физиатрическая пресса обратили большее внимание на основательный обмен воздуха, побуждая приверженцев физиатрического способа несколько больше позаняться этим делом. Утром при вставании не должно быть в спальне ощутимо, что люди в ней пребывали, и эту цель необходимо достигнуть. Франк. Скомучреждение в гале температура больничных палат, имеющих вышину в 4 метра, измерялось врачом, и разница у потолка и пола показывала менее 1 градуса. В подздамской солдатской казарме председатель строительного комитета устроил сказанного рода вентиляцию, и расход топлива при отличном продолжительном и равномерном огревании этого, с трех сторон открыто лежащего помещения в 180 куб метров, остался ниже установленной для комнаты нормы, которая, как известно, нещедро рассчитывается. Самое убедительное доказательство пользы этого устройства дает ответ школьного служителя в Лигнецее, где магистрат установил около 300 таких приспособлений. Сказанный служитель присматривает за 30 печами, и в его интересе скорейшее согревание классов. На мой вопрос, открывает ли он клапан, приводящий воздух, я получил ответ. Конечно, этим я ускоряю согревание. Служитель в данном случае практический авторитет. Понятно, прилив и отлив воздуха должен стоять в правильном соотношении к величине помещения. Из этого следует, что с такого рода обновлением воздуха не связаны ни потери тепла, ни какие-либо неприятности, как при оконной вентиляции и проветривании, которые, конечно, удержатся при очистке, обметании пыли, в особых случаях и предназначениях. 117. Вены. Воспаление их составляет осложняющее явление при различных воспалительных, гнойных или язвенных процессах, но и наблюдается при ушибах и при узловатом расширении их. Воспаление внутренних, глубоколежащих вен можно лишь предполагать. Диагностировать их довольно трудно. Что касается более поверхностных венозных стволов, то воспаление их обнаруживается краснотою и припухлостью, идущих по направлению вены, с синей окраской центральной ее части. В дальнейшем образуется опухоль, отек, даже омертвение, лежащее ниже ее области вследствие закупорки сосуда образовавшимся кровяным сгустком. Боли бывают довольно резки. Относительно воспаления геморроидальных вен смотри. Геморрой. При лечении таких воспалительных состояний требуется соблюдение покоя и жидкой, молочно-вегетарианской диеты. На воспаленное место класть двойные компрессы 22 градуса, меняя верхний при хорошем согревании или же применять тонические компрессы до высыхания, переходя при улучшении к более сильному согреванию с целью рассасывания продуктов воспаления. Кроме этого стараться посредством более холодных, отвлекающих обмываний компрессов для здоровых частей тела способствовать уменьшению прилива крови к месту болезни. Для этой цели бывает необходимо прибегать к паровым пеленаниям с дополнительными компрессами на место воспаления 3 и 11 дробь 4 ч. И последующим вытиранием здоровых частей тела 18. 30. Марта 1896 год. Меня пригласили к госпоже А. Шмидт. Эльф Каленберге, страдющий тяжелым гнойным воспалением левой бедренной вены. Я нашел больную живым скелетом, иначе нельзя было назвать это резкое исхудание. Когда я хотел обратиться к ней с вопросом, муж предупредил меня, что говор для нее весьма затруднителен, что она часто теряет сознание и не может двигать ни туловищем, ни левую ногою. При таком безнадежном положении больной я не решился бы взять ее в свое, незнакомое ей пользование, если бы настойчивые просьбы мужа и больной не склонили меня к этому. Для побуждения ослабленной деятельности организма, а также для отвлечения, я предписал 26 градусов компресса вокруг туловища с одного Г, два часовой их заменой, после чего гной очистился от примеси крови и стал более молочным. На гноящееся бедро клались горячие компрессы по 20-30 метрам, которые очень успокаивали больную. Так как кожа не проявляла ни малейшей деятельности, я назначил два раза в день ванну 28-26 градусов, следствием чего было усиление гной отделения и улучшение кожного дыхания. После нескольких дней я заметил к своему удивлению, что вся кожа на теле стала трескаться и надрываться, так что ее можно было в ванне легко отделять. Если природа, один сказал я мужу, таким образом проявляет новую жизнь, то есть надежда на полное исцеление больной. С этого времени применялись. Один день по. Чупеленания с прохладным обмыванием, другой день-два полуванны с широким кругобрюшным компрессом. При возобновившемся от этого аппетита, который вскоре перешел в труд поутоляемый голод, диета состояла в супах, овощах и тому подобное. Воду больная получала по желанию. Рана на ноге чудесно изменилась. Она представляла теперь лишь маленький рубец. После восьминедельного пользования больная настолько оправилась, что могла опять заведовать хозяйством. Возврата не последовало. Физиатры ФР. Зимоти в Лихтенштейне. Нет 1897 номер 2. Вены. Закупорка их происходит от воспаления с образованием кровяной пробки, которая либо производит местные явления нарушенного кровообращения, либо отрываясь, заносится в сердце, легкие, мозг и другие органы и может повлечь за собою смерть больного. Поэтому таких больных укладывают в постель, остерегаясь всякого рода резких приемов во избежание оторжения частиц пробки. Закупоренная вена имеет вид твердого шнура. Лечить как воспаление. 118. Вен. Затем следует осторожное, умелое применение соответственно гомассажа, которое составляет еще спорный вопрос, тем не менее неоднократно давало прекрасные результаты. А. Г. 38 лет, родила в августе 1895 год. Крайне неблагоприятно. Искусственное удаление последа, сильное кровотечение, родильная горячка с судорогами, межреберной Н. Вральгии, слабостью сердца и закупоркой бедренной вены измучили больную до крайности. Отеки в течение трех месяцев уменьшились и больная предалась было своим занятиям, но боли в седалищной области и бедрах постепенно все сильнее давали себя чувствовать, ноги стали опять опухать и ровно через год больная слегла вторично в постель. Несмотря на большие дозы различных успокаивающих лекарств, мушек, массажа и ежедневных горячих, 32 градуса, полуван, боли в левом бедре и под коленом жжения, а не менее, ползания мурашек и тому подобное. Настолько усилились, что. За день до поступления в мое пользование, больная хотела задушить себя резиновой трубкой от кружки эсмарха. Нервная система расшаталась в высшей степени, а боли не давали ни минуты покоя. 28. Ноября 1896 год. Меня пригласили к этой мученице, которая уже два месяца лежала в постели. Наболевшая кожа не позволяла дотронуться к больной, тем более, что множество неврологических точек было рассеяно по межре Б. Рным промежутком. Пульс слабый с перебоями. Правая нога вдоль крупных нервных стволов порядочно чувствительна и в верхних частях слегка припухша, левое же бедро увеличено до громадных размеров и везде чрезвычайно чувствительно к прикосновению. Причем наружная часть бедра с явным онемением. Профессор 8. Определил закупорку бедренной вены на четыре пальца ниже паха. Больная не могла производить никаких движений. Имея перед собою столь сложное страдание с преобладанием расстройства нервной системы, я назначил следующее общее лечение. Утром обмывание здоровых частей тела 20-18 градусов. Днем ножная ванна для здоровой стопы 32 градуса 2 метра. 0. И 8 тильда. 2 тильда р. И компресс на сердце 11-ти, меняя при согревании в течение 3-х дробь 4 часа. Вечером полная ванна 28 плюс 15 минут. При спокойном положении боли через неделю совсем прекратились, обе бедра уменьшился, сон улучшился. Я велел продолжать лечение без ножных ванн. 12. Декабря бедро было уже почти нормально, а больная могла кое-как сама добраться до ванны. С улучшением чувствительности в левом бедре, начали появляться побаливания в этой ноге и клубе. Сон стал уже спокоен. Новое предписание гласило. Утром обмывание здоровых частей тела 16 градусов, а больных 20 градусов. Днем компрессы на сердце. Вечером ванна 27 плюс 15 метров. Понижая каждые два ванны температуру воды на Г0 до 26 плюс. К 18. Декабря нервы значительно окрепли, больная стала меньше волноваться, иногда еще случались познабливания, а ноги пришли к норме, но место закупорки еще прощупывалось. Чувствительность кожи хороша. Больная могла сидеть и даже осторожно ходить до ванны. Вытирание я понизил до 14 градусов и 18 градусов, а ванны постепенно до 24 плюс 10 минут. 24. Декабря состояние здоровья представляло дальнейшее значительное улучшение. Сон хорош, нервы спокойны. Больная стала ходить по комнате, но еще скоро утомлялась, а сердце от изменения положения и движений давало часто перебои и явления ослабления. Предписано. Утром вытирание 13 градусов и 16 градусов. Днем компрессы на грудные позвонки 14 градусов, меняя по 10 метрам. В течение трех дробь 1 часа. Вечером попеременно. Один день 3 дробь 4 пел. На ней 24 градуса до согревания и обмывания тела 16 градусов. Второй день ванна 23, вертикальный слэш, 8 минут. Понижая каждые два ванны на х, 2 и 1 минута. С 10. Января 1897 год. Больная начала уже выходить на воздух, наступая бодрее на больную ногу. От ходьбы стопы несколько обрекали. Болей нет, вид бодрый. Предписано. Утром, попеременно, один день. Воздушная ванна 10 минут. Другой день верхняя струя 18 градусов, затем коленная струя 16 градусов по 3 дробь 4 ведра. Днем ежедневно компрессы на грудные позвонки, вечером 3 дробь 4 пеленения 23 градуса 3 дробь 4 ч. С обмыванием 16 градусов. С 29. Января мы перешли к следующему. Первый день. Утром простынное растирание 14 градусов, вечером кругобрюшный компресс 14 градусов и 2 часа. Второй день. Утроит струя верхняя и ножная бедерная 14 градусов по 3 дробь 4 ведра, вечером пеленание 14 а дополна до согревания. По воскресеньям отдых от лечения. Поправка шла быстрыми шагами вперед, сердце окрепло, нервы тоже, а болях и помину нет. Больная начала все больше ходить. 119. Мы видим здесь, какое удивительно благотворное действие проявила эта невинная вода. Страшные боли, не подающиеся никаким болеутоляющим сред тильдаствам латинской кухни, уступили в самое короткое время простым физиатрическим приемам, нервы пришли в порядок, кровообращение восстановилось и больное воскресло к новой жизни. ФИС, ВК. Вены, расширение их. Если к ослаблению легочно-сердечной деятельности и к плохому кровообращению прибавить спокойное и продолжительное пребывание в отвесном, стоячем или сидячем положении, как этого требуют многие профессии, то неудивительно, что кровь в венах нижних конечностей будет чрезмерно скопляться, нарушая правильную работу находящихся здесь клапанов, и повлечет за собой расширение сосудов. Другие причины к подобному болезненному состоянию вен создаются препятствиями к свободному оттоку крови по направлению к сердцу. Сюда относятся хронические запоры, беременность, различные опухоли, ношение корсетов и тугих повязок. Если при этом сами сосуды вялы, податливы, лишены упругости, то расширение их под влиянием сказанных причин неизбежно. На икрах и бедрах замечаются все яственнее выступяющие, краснага или синяга цвета, мелкие венозные сплетения, жилки или же расширенные, в виде синих толстых шнуров, сосуды которые, местами, образуют выпячивание, узлы, величиною от горошинки до сливы и больше. Они воспаляются, жгут и болят. Наконец, от незначительных причин, как расчесывания, царапания или ушиб, они лопаются, кровоточат и даже изязвляются. У страдающих расширением вен, ноги к вечеру все больше обрекают и отекают. Наливаются 11. Становятся тяжелыми с чувством усталости, жжения и боли. Такие больные должны днем носить правильно наложенный марлевый бинт вокруг больной конечности, который при надобности надо ослаблять. Специальные резиновые чулки сильно греют и способствуют дальнейшему ослаблению сосудов. Если же вены или узлы воспалены, то под бинтом помещают 18 градусов корпоэйшен, компресс без клеенки, который меняют при высыхании. Ежедневная легочная гимнастика. Смотри. И сердечные компрессы 16-14 градусов 30. С 5-минутной заменой, будут способствовать присасыванию крови из нижних конечностей. Той же цели служат гимнастические упражнения и ночные кругобрюшные 18-16 градусов. Компрессы при повышенном положении ног, которые тоже должны находиться в тонических, согревательных компрессах. По утрам обмывать ноги, вечером верхнюю половину тела, 16-14 градусов. Стул необходимо регулировать диетой и клизмами, лучше всего небольшими, прохладными. Питание средневегетарианское, богатое фруктами и овощами для улучшения состава крови и возрождения сосудов. Достигнув некоторого улучшения, можно перейти к следующему. Утром, ежедневно, обмывать верхнюю половину тела. Днем триер. В неделю сидячая ванна 23-19 градусов 2 минуты. С массажем живота. Вечером ежедневно по одному приему. Первое. Ножной пар с 18 градусов обмывания ног. Второе. Длинные ножные компрессы 18 градусов на ночь. Третье. Ножная бедренная струя 16-14 градусов 1 ведро. В дальнейшем, по утрам вытирание верхней половины тела и ножная бедренная струя, вечером по 2 рублям. В неделю. Ножная бедренная струя 16-14 градусов и сидячая ванна 22-18 градусов 2 минуты. Летом сказанная струя производится днем, тотчас после получасовой солнечной ванны. 120. Во время пребывания на своей небольшой даче я в течение пасхальных каникул одевался, невзирая на погоду, так, чтобы ноги от колен до края шпуровых башмаков оставались обнаженными. То же самое я проделал в июле месяце в продолжении четырех недели ага пребывания в горах. Уже после первых дней не только потерялось всякое ощущение отсутствия прикрытия, но напротив, получилось приятное чувство наслаждения. Причина, побудившая меня к подобным опытам была та, что я имел на икрах и верхней части стоп весьма заметные, хотя уже не особенно беспокоящие, следы расширенных вен, относящихся к 1859 году. Тем более, что уже от весенней попытки они на обнаженных местах значительно уменьшились. Там же, где стопы покрывались шнуровыми башмаками они остались без изменения. Поэтому я возобновил в прошлом году сказанное лечение, заменив простирающиеся выше лодыжек башмаки КН. Иповскими сандалиями, конечно, без чулков. При этом получилось то весьма интересное явление, что расширенные вены исчезли на всей стопе за исключением того места на падеме, через которое проходил кожаный ремешок сандалий, шириной ВЧ, палец. Сказанный успех не был временным, ибо несмотря на то, что я уже давно ношу ноги покрытыми, все же почти незаметные следы расширенных вен не увеличиваются. Еще другое изменение при обнаженных ногах побудило меня к продолжению опытов, это изменение в состоянии кожи. Последняя получила не только темно-бурую окраску, но и приняла по отношению к оставшимся покрытыми частям кожи то замечательное мягкое, бархатное свойство, которое мне так часто бросалось в глаза на представлениях уголокожих народностей, негров, сингалесов, кафров, и которое я им всегда так завидовал. 11. ПРОФ. Г. ЕГЕР. ПРОФ. ДОКТО. ДЖИ. ЕГЭС. МОНАДСБЛАД. 14. Эй. 3. С. Киевской губернии. 56. Лет от роду, крепкого телосложения и отличного питания, проводил последние лет 30 в частых разездах верхом или в повозках. Особенные оговорки требуют то обстоятельство, что он не употреблял спиртных напитков и вообще вел очень правильный образ жизни. В течение нескольких лет он наблюдал все усиливающееся набрякание ног от косточек до колен, которое проходило к утру кроме чувства отяжеления и легкой утомляемости, особенных болезненных явлений не замечалось. Местные врачи определили расширение внутренних вен и велели носить резиновые чулки, которые он однако вскоре бросил, так как они вызывали нестерпимый зуд. Так тянулось несколько лет. Но вот в последний год усилились недомогания и стали его порядочно беспокоить. Какое-то крайне неприятное отяжеление, затруднение подвижности в коленях при приседании и вставании, и треск в суставах, заставили больного обратиться ко мне. Тем более, что всякая маломальски продолжительная поездка или ходьба вызывали к вечеру такое изнеможение, такой упадок сил, как будто бы он целый день занимался усиленным физическим трудом. 14. Марта 1896 год. Предписано было мною следующее лечение. По утрам быстрое вытирание тела по частям 12 градусов. К сему, попеременно, один день. До обеда или ужина, сидячая ванна 18 градусов 1. Геймин. С растиранием в ней живота. Вечером вытирание ног 120. Другой день длинные туги и согрев. Компрессы вокруг ног 12,1. 2 часа. Обмыть 120. В 9. Апреля абрикани. Ног и отяжеление значительно уменьшились. С температурой воды для сидячих ванн я советовал, поэтому сходить по 1 градусу в неделю до 12, а и 1 минута. Несмотря на то, что больной в силу своих обязанностей не мог аккуратно выполнять данные ему предписания, наступило улучшение по всей линии. Не только прошло расширение вен и восстановилась в ногах полная свобода действия, но и бывший у него кашель исчез совершенно, а также чувство усталости заменилось бодростью сил и отличным расположением духа. Я видел больного еще 6. Июля, констатируя факт излечения. С тех пор он мне передавал поклон при всяком удобном случае, извещая о полном своем благосостоянии. ФИС, ФК. Веснушки составляют всем известное отложение красищага вещества в виде светлобурых пятен различной величины, особенно на лице у русых и рыжих людей. Они являются, обыкновенно, весною и летом, а к зиме бледнеют и исчезают. Для удаления пигментированной кожицы прибегают к различным приемам. Особенно вредно применение сулемовой мази. 121. Сулимовага мыла. Смотри ртуть. Ибо при частом пользовании таковыми получаются те же симптомы, как при ртутном втирании, то есть воспалительные явления десен и зева, и порча зубов. Мы прибегаем к помощи 18 градусов согревательного компресса на лицо. С клеенкой. Вырезанного в виде маски. Утром лицо обмывают 18 градусов водою, слабо осушают и массируют пораженные места при помощи наполненного ватой куска мокрой замши, часто уманиваемого в мелкий искусственный песок. Из растолоченного дикаго камня, булыжника или стекла, просеянного сквозь густое сито. До слабого покраснения кожи. В крайнем случае можно пользоваться имеющейся в продаже наждачной или стеклянной бумагой. Можно также вечером смазать покрытые веснушками место разведенным зеленым, калиевым мылом, а утром смыть водою. После сведения пятен следует для предупреждения новых высыпаний, избегать всяких кожных раздражителей, как то мыло, резко холодных обмываний лица и прямых солнечных лучей. Одновременно необходимо позаботиться об уходе за остальной кожей и пищеварительными органами посредством обмывания тела 18-16 градусов, еженедельной ванны 28-29 градусов 10 метров. С последующим окачиванием ведром 24, ночных кругобрюшных компрессов, 20-18 градусов, 2-3 раза в неделю. И регулирование стула, ибо радикальное удаление всякого рода кожных отложений может быть достигнуто только улучшением соков организма и упорядочением обмена веществ. Влагалищный душ, промывание или спринциование влагалища производится из наполненной водой у кружки эсмарха, сматрий, с соответственным маточным наконечником из твердага каучука. Всякие стеклянные наконечники, хотя и более гигиеничны, но все же их следует избегать, ввиду весьма частых случаев лопания стекла и связанных с этим не только неприятных случаев, но и весьма опасных поранений. Здоровая слизистая оболочка не нуждается ни в каких промываниях, так как чудесный аппарат мерцательнага Йоэпителия. Мелких ворсинок. Функционирует настолько совершенно, что всякие выделения удаляются вполне самостоятельно, и ткань самоочищается, не оставляя даже следов слизи и крови, как это мы видим при месячных очищениях у девиц. Иное дело в болезненном состоянии женских половых частей, особенно при белях, катарах, опухолях, ссадинах, изязвлениях, выпатах и кровотечениях. Здесь промывание влагалища водой соответственной температуры при одновременном применении прочих физиатрических приемов имеют высокое лечебное значение. Всяких химических примесей к воде физиатрика не признает, тем более что они раздражают и разедают слизистую оболочку и лишают ее гибкости и жизненности, способствуя образованию ссадин и трещин, в которые эти-то вещества или частицы выделений всасываются и проникают вовнутрь, усложняя картину болезни. Уменьшая, вернее задерживая выделение и подавляя лишь симптомы самой болезни, такое спринцевание химическими веществами несомненно ухудшает состояние слизистой оболочки, ибо отесняет выделение и распространяет болезненный процесс вглубь, инфицируя или болезненно изменяя ткань до более глубоких ее слоев. Смотри антисептика, родильная горячка и ртуть. 122. Многие производят спринцевание сидя над беде. Однако при этом вода не приходит в достаточно тесное и продажительное соприкосновение с верхними отделами влагалища, поэтому лучше всего производить промывание в лежачем положении с приподнятым крестцом, под который подкладывается свернутая в трубку подушка и подвигается подкладное судно или умывальный таз. Кружка эсмарха, вместимостью в 5-7 стаканов, помещается у стены на аршин выше тела. Для введения наконечника необходимо сперва пропустить через него воду, дабы вытеснить находящийся в трубке воздух и уравновесить температуру воды, которая здесь всегда бывает холоднее. Свою кружку можно занимать кому угодно, но наконечники, как маточный, так и крестивный, нужно всегда снимать и хранить отдельно. Я неоднократно имел случай наблюдать заражение, напр. Перелоем, вследствие употребления кружки прислугою в отсутствии хозяйки. После пользования другими лицами, нужно, с целью очистки, отвинтить головку наконечника и промыть все части его тщательно при помощи мыла, лучше всего жидкого-зеленого и кипящей воды. Влагалищный душ в переменной. Переменное спринцевание влагалища. Примитивным образом устраивается этот прием так. После того, как теплая вода, 30-35 градусов, промывая влагалище из стеклянной кружки, почти вся вышла, вливают в нее стакана два прохладной воды, 24-20 градусов. А когда последняя почти вся израсходовалась, вливают опять теплую воду и так далее, имеется однако более удобный способ применения переменнага душа при помощи двух кружек с различной температурой воды, соединенных посредством двух резиновых трубок с особого рода распределительным каучуковым краном, на который насаживается маточный наконечник. Переменный душ доктора Генриха Шмидта. Такое устройство позволяет посредством полуоборотов крана вправо или влево быстро менять горячую и холодную воду. Этого рода души имеют свои специальные показания, преимущественно, при неосложненных случаях ослабления, вялости и катаров матки, и обозначаются на практике указанием, как раньше для переменных ванн, предельных. 5. 324 стак. Температур и числа перемен на пр. Ха больше чем 2 раза. А стак. Джей. Водобоязнь или собачье бешенство. Бешенством заболевают от неизвестных причин, главным образом собаки, кошки, волки, лисицы и другие. Платоядные. Передача же водобоязни людям совершается исключительно через укус бешеных животных. Заражение водобоязнью от укушения человеком не доказано. Болезнь проявляется в трех формах. В виде тихого, бурнага и смешанного бешенства. Бешеная собака становится странной, боязливой, проявляет какое-то беспокойство, избегает пищу, имея влечение ко всякого рода неседомым предметам. Жидкостей же она особенно боится, ибо они вызывают тотчас спазм глотки с мучительными судорожными припадками. Животное сильно худеет, бросается, бегает, кусается. Лай изменяется в хриплый, непродолжительный, своеобразный вой, наконец наступает слабость задней части тела, обвисание хвоста и нижней челюсти. Язык висит наружу и изо рта течет вязкая слизь. 123. При явлениях распространяющегося паралича собака гибнет от общага истощения сил или во время одного из припадков на 5-7 день. Продолжительность времени от укуса до проявления болезни колеблется в среднем между 2 и 9 неделями. Указать точный предел невозможно, ибо он зависит от места укуса, силой яда и индивидуальных особенностей организма. Яд бешенства всасывается очень медленно, отравляет нервы и, наконец, достигает продолговатого мозга. Чем ближе укус к голове, тем быстрее наступают явления бешенства, причем замечено, что маленькие царапины опаснее более значительных поранений, в которых большое количество крови способствует нейтрализации яда. По прошествии сказанного скрытаго периода, который иногда составляет многие месяцы, замечаются у человека некоторые изменения в состоянии раны. Незажившая рана начинает болеть, опухать и обильно отделять отвратительную влагу. Если же рана успела зажить, то рубец становится болезненным, опухает, краснеет и даже вскрывается. Больной становится неспокойным, угнетенным. Мучится страхом болезни. Его лихорадят. Зрачки расширяются, смотрят в упор. Далее являются потери аппетита, запоры, жажда, неподвижность затылка и шеи. Затем наступают, в бурных случаях внезапно и бессказанных предвестников, вдыхательные и глотательные судороги, затрудняющие глотание, особенно жидкостей, до невозможности, причем страдания настолько невыносимы, что мучимый жаждой у больной получает эти судороги уже при одном виде питья, даже при одной мысли глотания. Впадает в ярость, бросается в стороны, ругает, плюет, кусается, щелкает челюстями, бредит, кричит хриплым, грубым голосом, слюна точит, наконец успокаивается, приходит в себя и обыкновенно просит прощения у окружающих, а если чувствует начало припадка, предостерегает их. Пароксизмы все более учащаются, температура повышается, и смерть наступает, часто между 2 и 4. Днем болезни, во время самога припадка или же отследующего за ним упадка сил. Что касается лечения водобоязни, то старые способы и новые средства, построенные на тех же шатких основах, не приносят никакой пользы ни в смысле предохранения от развития водобоязни, ни в лечении уже развившейся болезни, а постеровские прививки. Смотри. Имеют в лучшем случае значение нравственного умиротворения умов. Их существование только и держится на облегчении неблагоприятной статистики громадным количеством сомнительных случаев. Законный процент смертности, 1а, а для укушения собаками и 5а, а для укушения волками. При исключении этих случаев, от них от них не уменьшился. Везопасность же самих прививок для здорового человека подвергается большим сомнениям. Физиатрика находится и здесь в несравненно лучшем положении, не имея надобности отыскивать все новые средства и устанавливать для них причудливые теории. Она лечит водобоязнь по общим правилам, принятым для пользования всякого рода отравления крови животными ядами, гнойными и гнилыми, разлагающимися веществами. Крауза сообщает следующие данные относительно способа лечения бешенства, применяемого при сницеем. 124. Он велел собаку, у которой проявились первые признаки водобоязни, так привязать, чтобы она не могла оторваться, и ожидал полного развития болезни, чтобы не вводить себя в заблуждение относительно истинного успеха, применяемого им способа. Когда наступили все явные симптомы бешенства, опыт времени до времени обливал связанное животное холодную водою из больших ушат. Судорожные припадки усиливались, как этого и ожидал присниц, до ужасающих размеров. Несмотря на это он продолжал временные обливания, пока не наступил резкий, потрясающий озноб, которому следовало яственное ослабление судорожных явлений. Животное лежало спокойно, как бы уставше тогда, так как по висящему из открытой пасти языку сочился обильный пот. Симптомы бешенства совершенно отступили. Животное еще некоторое время поддерживалось в этом состоянии потения тщательным прикрытием, затем получало свежее молоко, которое оно жадно хлебало. После вторичного обливания собака села поданное кушанье и выпила свежую воду с отличным аппетитом. Она была действительно излечена. Повторные опыты над другими собаками подтвердили с положительностью сказанное наблюдение. Бешеных собак, конечно, лучше всего уничтожать, но сказанного рода наблюдения над животными указывают на возможность исцелять и людей. Действительно, опыт показал, что если еще не исчерпаны силы больного, у катарага повышенная температура и общее бурное явление дают ясное понятие о стремлении организма освободиться от вступившего с ним в борьбу инфекционного начала, то больной может, в противоположность общепринятому воззрению, излечиться от водобоязни, даже при наступивших уже общих явлениях болезни. По аналогии с лечением инфекционных ран, смотри отравление крови, укушение змеями, шанкар. Не следует раздражать рану прижиганиями, как это обыкновенно делается, и не стараться заживлять ее, пока не выделился из нее весь яд. Поэтому надо держать пораненную часть повыше, вымыть рану летней водой безо всяких стягивающих или прижигающих примесей и покрыть согревательным компрессом, летом из 20-18 градусов. Воды зимой у 22-20 градусов, который следует менять каждые 3-4 часа, смотря по загрязнению его выделениями. Этот компресс имеет то замечательное свойство, что он всасывает и нейтрализирует яд звездочка. Диета должна быть строго молочно-растительная. Стул ежедневный. Когда рана зажила применяется, во избежание возможности общей инфекции, три раза в неделю паровая или сухая ванна до сильного потения, вслед ванна 26-24 градуса 2-3 минуты. Или же ванна 29-30 и ян 15 минут. Вслед сухое пеленание до прекращения потения, наконец, обратно в ванну 26-24 градуса на 2-3 минуты. По утрам обмывание тела 18 градусов. При жажде обильное питье для восстановления равновесия жидкости и промывания тканей. Каждую неделю уменьшать количество ванн по одной и остаться еще на несколько недель при одной ванне, чередуя то паровую, то сухую, то горячую ванну. Летом потение заменяется ежедневной солнечной ванной, 40 метров. Открыто 10-15 метров. Укутавшись, с последующей согретой солнцем полуванной 24-20 градусов 2-3 метра. Или речным купанием не ниже 18 градусов 3-5 минут. Если приходится иметь дело с уже развившейся болезнью, то необходимо больного немедленно уложить в паровое пеленание. При повышенной температуре в простое. 22-18 градусов, а когда он делается? Звездочка. В последнее время и. Преображенский после 150. Опытов над животными, в раны которых он водил стрихнин и сибириазвенный бульон, убедился, Вао Чучу, высасывающая сила компрессов обезвреживает раны. Арчив F. Физ. Ун Диад. Хейл Методен 4. 1903. 125. Опять неспокойным, усадить в полуванну 23-20 градусов на 3-4 метра. С сильным растиранием в ней тела и обливанием 18-16 градусов водою. В пеленании шею охлаждают отдельными добавочными компрессами, 16 градусов, меняемыми при хорошем согревании. При невозможности глотания, но и вообще, следует ставить 2-3 раза в день 18 градусов. Тонические клизмы по 2 столовых ложке, с примесью щепотки поваренной соли на стакан воды. Против горловых спазмов необходимо включать от времени до времени сильное простынное растирание тела 18-16 градусов до согревания. Появление пота обыкновенно означает перелом болезни и служит весьма благоприятным симптомом. С наступающим улучшением следует все более и более сокращать лечебные приемы, оставив еще на некоторое время по одной паровой ванне в неделю. Включение вышесказанных холодных приемов обязательного избежания угрожающего упадка деятельности центральной нервной системы. В 1887 году, в газете, Крюс Зейтинг было напечатано письмо графа фон де Река Волморстейн в Силезии, в котором он на основании личного опыта настоятельно советует применение паровых ванн как верное средство против последствия укуса бешеных собак. Таким образом, прав доктор Кремянский, бывший профессор Харковского университета, говоря, что от бани во всяком случае можно ждать больше пользы, чем от малопонятных малоизвестных прививок 11. В октябре 1888 год. Бешеная собака, переходящая ночью через деревню, укусила Пашу молодую собаченку, и месяц спустя она взбесилась. «Дочь моя, тогда же!» Г-летняя девочка, которая часто играла с ней, была внезапно укушена ею в правую щеку, а моя жена в левую ногу. Так как сказанное животное имело какую-то сыпь на морде, то и у моей дочери явилась эта противная высыпка на лице, ограничиваясь областью подбородка и рта. «Дочь моя питается со дня рождения строго вегетариански, есть малоповаренные соли и обходится зачастую совсем без нее, не пьет ни кофе, ни чая, ни каких-либо раздражающих нервы напитков, спит при открытых окнах и принимает часто ванны. О, моей жены ужасно разнесло ногу, а из раны сочилось чрезвычайно много гноя, так что требовалось полной внимательности с моей стороны, чтобы излечить как эту рану, так и сыпь на лице ребенка, понятно, исключительно средствами водолечения. Я пользовал их компрессами и ваннами. Многолетняя принадлежность к приверженцам физиатрического лечения, и строгое проведение век. Торионизма с женою, ребенком и всеми своими окружающими, много способствовали успешному заживлению ран у обеих моих пациенток. Опасаясь однако, чтобы после укуса собачкой не появилось в них бешенство, я немедленно, согласно наставлению бессмертного отца Ганна Звездочка, уложил своих пациенток в паровое пеленание и повторял таковое каждые два дня, всего шесть раз. Диету, которая у нас и так была скромна, я еще более упростил и достиг этим, что не явилось даже намека на бешенство, раны вскоре зажили и все дело придалось забвению. В тот день, когда сказанная собачка взбесилась, она успела покусать другую мою собаку в ухо, но это обстоятельство было упущено из виду, пока, наконец, в июле 1889 год. Эта покусанная собака не ворвалась внезапно в кухню, начала грызть ножки столов и стульев и вступила в открытую борьбу с двумя другими большими дворовыми собаками. Я это животное особенно любил и никак не хотел согласиться с мыслью, чтобы оно могло быть бешеным, но приказал взять собаку на хорошую крепкую цепь и прикрепить последнюю в углу двора у собачьей будки. Там бедное животное провело дней пять жалобно воя, огрызаясь и бросаясь вокруг себя. Вследствие спазма глотки оно не могло принимать ни воды. Ти-ич. Хан. Лэхрбач Дернатар Хейлканда. 126. Ни молока, ни какой-либо другой пищи, металась во все стороны, вцеплялась зубами во что попало, кусала и рвало находящуюся в будке солому и так далее. Я не мог доля быть свидетелем мук животного и хотел было приказать его убить, но оно само в припадке бешенца наткнулось носом на подставленные вилы и впало в бессознательное состояние. Достаточно было нескольких ударов, чтобы положить конец его страданиям. После этого я сказал своей жене, чтобы она каждый второй день делала дочери пеленания, так как я знал из опыта, что последняя всегда имела на своих руках свежие царапины и поранения, могущие дать повод к отравлению крови слюной бешеной собаки. Во время моего отсутствия, под влиянием хозяйственных забот, было забыто о бешенстве, и ребенок не пеленался. Результат оплошности вскоре не замедлил обнаружиться. Около середины октября того же года, в один прекрасный солнечный день выбирали вблизи усадьбы картофель, а наша дочь весело играла с другой маленькой девочкой, как вдруг я заметил, что ребенок начал производить какие-то странные движения, восклицая все время. Мама, дома скачут. Забор валится. Одиннадцать и тому подобное. Затем он потерял равновесие и повалился, царапая землю руками. Жена подбежала к нему, взяла его на руки и уселась с нему порога дома, а когда я подоспел, то одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что ребенок заболел водобоязнью. Разразившись горькими упреками за небрежность жены, я велел быстро приготовить полуванну и раздеть ребенка, но так как он кусался, царапался, бился, рвался и все время говорил всякие несообразности, то потребовалось содействие трех лиц, чтобы провести акт купания и этим, хотя бы несколько, успокоить тяжелый лихорадочный жар. Поданная ребенку вода была отвергнута с ужасным искажением лица. После этого мы приготовили влажно-холодную простыню, уложили в нее нашу дочь и втроем растирали ее, пока простыня не начала париться и не наступила некоторая теплота конечностей. Тогда мы сделали 18,0 пеленания с толстыми дополнительными компрессами вокруг шеи, чтобы устранить глотательные судороги. Ребенок не успел полежать 10-15 минут. В пеленании, как появился сухой жар. Поэтому я распеленал его и усадил в 18 градусах полуванну, затем следовало простынное растирание и пеленание. На этот раз жар явился через полчаса, причем бедный ребенок впал в сноподобное беспокойное состояние. Так прошла почти вся ночь. Как только наступал жгучий сухой жар, я охлаждал ребенка в 18 градусах. Полуванне растирал в простыне и укладывал опять в пеленание с отдельным шейным компрессом. Всю сказанную процедуру я проделал за эту ночь, наверное, раз 10, пока, наконец, к 6 часам. Утро не наступил более спокойный сон. Но еще не замечалось ни следа влажности кожи, около 9 час утра я подвел ложечку воды к губам ребенка. Он взял несколько капель в рот, проглотил часть ее с мучительным трудом, часть же выплюнул. К часам, после одного из пеленаний, начала кожа шеи становиться влажную, потную. Я дал ребенку ложечку черносливного компота, хотя глотание было затруднительно, все же он был в состоянии хотя что-либо проглотить. К часу дня наш ребенок лежал уже в прекрасном поту. С шеи и лба так и катились влажные жемчужины, а на теле выступил столь обильный пот, что весь тюфьяк фактически промок. Через полчаса я вынул ребенка из пеленания, выкупал в 18 градусах. Полуванье, и он мог уже выпить целый стакан свежей колодезной воды безо всякого затруднения. Бред прекратился совсем, и если бы не слабость, которая продолжалась еще шесть часов, ребенок мог бы предаться привычной игре. Таким образом потребовалось 24 часа, чтобы излечить столь резкий случай водобоязни. Не зная я водолечения и его применения в таких болезнях, наше дорогое дитя погибло бы от водобоязни при невыразимых страданиях. М. Мюнх. 10. Октября 1890 год. Клоново-Калишской губернии. Н. МЭД. МТВЛК. 1890 номер 12. Водянка не есть болезнь самостоятельная, а составляет только симптом глубокого расстройства в жизненном механизме, почему и пользование ее должно быть направлено на устранение различных причин, которые могут быть механические, затрудняющие обратное течение крови и лимфы. Смотри пороки сердца, болезни печени. или зависит от изменений в составе крови. Смотри воспаление почек, малокровие, болотная лихорадка, чахотка. 127. Кроме того, смотри. Брюшная мозговая сердечная водянка. Воздушные ванны. Воздушную ванну принимают в комнате, обыкновенно утром, точас после пробуждения, сперва при закрытых окнах, затем при более или менее открытых, нисходя с температурой воздуха даже до 8 градусов. Раздевшись для этой цели до нога следует быстро шагать по комнате или производить различные гимнастические упражнения или физическую работу в течение времени от 2-30. Мин. Смотря по температуре воздуха и чувствительности кожи. При познабливании надо прекратить этот прием, затем быстро одеть белье и лечь в постель до хороша госогревания, или одеться и делать усиленный эмоцион. Воздушная ванна успокаивает и укрепляет нервы, закаляет кожу, и применяется особенно в холодное время года, заменяя прохладные ванны. К частичным воздушным ваннам относятся также спанье при открытых окнах. Смотри таковое, а также воздушно-световые и солнечные ванны. Воздушно-световые ванны. Вышесказанные воздушные ванны действуют гораздо благотворнее и интенсивнее, если их принимать на открытом воздухе, на лоне божественной природы, где совместное влияние воздуха и света. Смотри. Усиливают полезный эффект этого приема. В заведениях отведены для этой цели особые места, окруженные забором. Легко одевшись, пациенты отправляются рано утром к этим воздушно-световым паркам, снимают здесь с себя всю одежду и босса, облачившись во дни лишь короткие купальные панталоны, гуляют, проделывают различные гимнастические упражнения, занимаются садовой работой, играми и тому подобное. В хорошие дни и при температуре воздуха от 15-12 градусов, можно принимать эти ванны продолжительностью до 2-3 часов. В пасмурные же сырые и холодные дни в течение лишь немногих минут. Одевшись, надо быстро шагать домой, чтобы искусственно согреться. При ежедневном пользовании воздушно-световыми ваннами, необходимо всегда включить раза два в неделю солнечные ванны. Смотри. Или какие-либо другие патагонные приемы для поддержки нормальной выделительной способности кожи. Исключения составляют лишь те случаи, где воздушно-световые ванны принимаются с целью ограничить выделение различных токсинов на кожу, как напр. При хронических сыпях, лишаях, экземах, и притупить чрезмерную раздражительность кожи. Волосы. Человеческий волос представляет нитеобразное гибкое образование верхняга слоя кожи. В выдернутом волосе мы различаем возвышающийся над кожей стержень. Смотри кожа фиг. 28D. И нижнюю луковичную часть или корень волоса. Е. Плотно помещавшийся в углублении кожи, в волосяной сумке. Выдающийся над кожей ствол волоса состоит из трех слоев. Из наружной тончайшей оболочки, из коркового слоя роговидного свойства и из сердцевины, заключающей волосяную мякоть или мозговое вещество. Питание волоса происходит посредством заложенных в волосяной сумке и корне волоса кровеносных и лимфатических сосудов, а находящиеся вблизи волоса сальные железки снабжают его жиром, придавая ему блеск и гибкость. Эти железки опорожняют свое содержимое при содействии мышечных ворсинок, действующих одновременно вы. 128D. Правляющим образом на волос, заставляя его напор. Под влиянием страха, становиться дыбом и производящих при действии нереактивного холода и подавляющих нервных аффектов так называемую «гусиную кожу». Цвет волос зависит от красищага вещества, помещающегося в клетках коркового и мозгового веществ, и бывает черный, русый, рыжий и белый. Седой. Витов, который имел терпение считать число волос на многих головах с волосами различной окраски, нашел следующее отношение. На 1 квадратный дюйм. 6,45 кв. Сайт. Приходится 790 светло-русых волос, 608 каштановых, 572 черным и 493 рыжих. Продолжительность жизни каждого волоса составляет от 2-6 лет, достигая при этом средней предельной длины в 60-70 сайт. Если волосяная, сумка здорова, то взамен каждого выпавшего или вырванного волоса, вырастает новый, чем объясняется невозможность истребить этим путем нежелательные волосы, что кроме того небезопасно, особенно на тех местах, где волосяные сумки находятся над хрящем как напр. На веках и в носу, ибо может вызвать воспаление с весьма неприятными последствиями. Волосы выпадения их. Самой частой причиной выпадения волос служат продолжительные и частые раздражения кожи головы с явлениями активного прилива к ней крови и отложения здесь негодных продуктов конечного обмена веществ, которые, чрезмерно раздражая корни волос, после первоначального усиления роста, ведут к быстрому более или менее полному их выпадению. К такого рода причинам относятся. Ношение тесных шляп, усиленная умственная работа, бессонница, головные боли, злоупотребление спиртными напитками и половой системой, а также продолжительные инфекционные болезни. Далее, различные местные лечебные средства, как шпанская мушка, керосин, глицерин, спирт, красящие вещества, частые обмывания головы мылом и щелочами, наконец, частая стрижка волос, которая расстраивает правильный обмен веществ в них и истощает жизненную силу волосяных луковиц. Насколько такая частая стрижка способствует последующему облысению, яствует из того наблюдения, по которому у людей, носящих длинные волосы, как напр. У женщин и у дыховенства, очень редко встречается лысина. Истощение волос у злоупотребляющих стрижкой легко выясняется следующим расчетом, приведенным ПРОФ. Хирту. Если бы человек, достигнувший 60 летнего возраста, обрезывал свои волосы ежемесячно на 4 линии, 3,9 сайт, то в течение своей жизни он получил бы приблизительно 20 футовую, 7 метров, длину волоса, тогда как необрезанный волос достигает вторых 2 фута, 76 сайт, длины. К дальнейшим причинам выпадения волос относятся малокровие, худосочие и другие общие расстройства плодотворения, как равно глубокие душевные потрясения и нервные расстройства, вызывающие недостаточное питание кожи и волос. Сюда же относятся заболевания собственно головной кожи и волос, рожа, лишаи и экземы, различные паразиты, грибки. Наконец упоминаем и наследственное предрасположение. Из всего вышесказанного легко усмотреть невозможность пользования всякого рода выпадения волос каким-нибудь одним и тем же средством. Поэтому плохо поступают те, которые обрабатывают. 129. Свои волосы различными патентованными препаратами, руководствуясь рекламой некоторых фирм, преподносящих публике заманчивые рисунки и фотографии своих пациентов, да и после лечения с надписями, прежде 11, теперь 11, причем является сильное сомнение, не перепутаны ли эти надписи или рисунки. Гигиеническое попечение о волосах состоит в частом расчесывании для очистки их от пыли и другие. Посторонних веществ, а также для проветривания волос. Далее, в обмываниях головы чистой водою, а изредка и с мылом, с последующим после высыхания, смазыванием таковой прованским или другим нейтральным маслом для воздействия на правильное отправление покрытой волосами кожи. В ношении легкого и свободного головного убора, избегая частой стрижки волос и продолжительного воздействия на голову очень высокой или очень низкой. Лед. Температуры и вообще всех вышеперечисленных предрасполагающих моментов, если возможно от них уберечься. Лечение выпадения волос звездочка. Сводится к пользованию основного заболевания согласно правилам физиатрики, указанным в соответственных главах этой книги. Из диететических средств, действующих на рост волос, можно указать на овсянку, содержащую много полезнага для волос кремнозема, и на богатую белками пищу. Местное лечение выпадения волос состоит в частых обмываниях головы 18-16 градусов водою с массированием головной кожи пальцами рук, как при мойке Йоа. Два раза в неделю обмывать голову 30-33 градусов в течение 5-6 мин. Затем сполоснуть ее полукувшином 22-18 градусов воды, вытереть и тщательно обвязать на 1 час фланелью или шерстяным платком, утром же смазать кожу головы нежным растительным маслом. Страдающим приливами крови к голове надо лечить такое состояние, а вместо горячих обмываний, делать 18 градусов смачивания головы и обвязывать ее на ночь легким шерстяным платком. Смотри. Колтун, парши, перхоть. Волчанка. Волчанка или волчьим лишаем поражается чаще всего лицо. Сперва появляются узелки, которые перерождаются, подвергаются изязвлению и распаду, сама ткань краснеет, уплотняется, а язвенный процесс, преобразование новых узелков, все более распространяется. Ползучий характер лишая допускает местами самовольное развитие обезображивающей рубцовой ткани. Теория возникновения волчьей голешая ничем не отличается от указанной для происхождения различных новообразований. Смотри. Для успешного лечения этой болезни, не подающейся ни лекарственному, ни хирургическому способам, необходимо прежде всего применение вегетарианской диеты с допущением молочных продуктов, исключая яйца, острые, соленые и пряные вещества и спиртные напитки. Кроме того, 1 рубль. В неделю пеленание 22-18 градусов 2 часа. След вытирания тела 18 градусов или. За ванна 26, 1-2 минуты. Можно также это пеленание устроить перед сном, а ночью, проснувшись, сбросить. Звездочка. У здоровых женщин, в числе ежедневно выпадающих волос не должно находиться более четвертой части волос, имеющих длину менее 15 сантиметров. Друг здравия. 9, 130. Таковое, одеть рубаху и продолжать спать. В таком случае 18 градусов. Вытирание тела производится утром. 1 раз паровая 3, а ванна до потения, вслед ванна 26-24 градуса 2 метра. Или же общий душ тех же градусов, 1 ведро. Остальное время утром и вечером вытирание тела 18-16 градусов. Летом это лечение заменяется тремя в неделю солнечными ваннами по 1 час. С последующими ванной 24-20 градусов 2-3 метра. Или речным купанием 18-14 градусов 2-3 минуты. Плавающие, в общем здоровые, могут пребывать в воде мин. 10. Остальные дни ножная струя 16-14 градусов 1 ведро. Место поражения следует пользовать ночными корпорейшн, компрессами из влажной 16. Градусов гигроскопической ваты, помещенной в марлевой оболочке, 2 рубля. В день местный пар мин. 10, вслед в испринце овывания язвы 20-16. Градусов водою. Вместо компрессов и паров можно также пользовать лишай по способу меля в Берлине звездочка. Концентрированными солнечными лучами. Последнее время много заговорили о лечении волчанки ультравиолетовыми лучами по системе проф. Финана, однако этот способ сопряжен со столь утомительным, сложным, дорогим и весьма длительным пользованием с неизбежными рецидивами, что применение рентгеновских лучей уже, по-видимому, несравненно проще и быстрее. Эд. Шиф. Из прилагаемых историй болезни, число которых может быть увеличено дальнейшими многочисленными наблюдениями подобного рода, легко усмотреть, что при применении остальных, более испытанных факторов естественного лечения, исцеление наступает гораздо скорее и главным образом, радикальнее, ибо при общем оздоровлении организма и без надобности в специальных лечебных заведениях. 17. Летний купеческий сын 3. Был с детства болезнен. Он много лет страдал злокачественной сыпью на лице. Волчанкой. Так что не мог показываться между людьми. Его пользовали несколько местных врачей. Также 9. Месячный курс лечения в заведении в Компетапте остался безо всякого влияния. В начале апреля пришел этот молодой человек ко мне и рассказал историю своей болезни. Приняв его в свое пользование в течение полных двух месяцев, я не только не замечал улучшения, но даже недуг, казалось, ухудшился, и понадобилось серьезных увещеваний для поддержки в больном бодрости духа. С тех пор улучшение пошло быстро. В течение следующего месяца от язвы, которая разела почти половину носа, ничего не осталось. Молодой человек ныне имеет совершенно гладкое лицо. Пользование состояло в следующем. Попеременно верхний и нижний пар, пеленание, частые ванны, обмывание язвы и нераздражающая вегетарианская диета. То, что медицина годами не могла достигнуть, удалось сделать физиатрическим способом в неполных три месяца. 11 физиатр Г. Вундерлихвульмя. НЭП. 1892 номер 11. Я имел продолжительное время воспаления правой щеки, но не придавал этому значения, полагая, что ранка в скором времени опять заживет. Улучшения, однако, не наступало. Я обратился поэтому к одному врачу, который определил волчанку и прописал для смазывания сказанного изизвленного места какую-то мазь и втирание. Затем я получил пять впрыскиваний по системе ПРОФ. Либрейха. Но так как последние вызывали лихорадку, то и были приостановлены. Врач очистил затем рану, которая теперь имела величину 50. Финеговой. 25. Копеечный. Монеты и прописал мне сулемовый раствор, дабы я мог сам производить дальнейшие промывания. Пользующий врач, однако, уехал и советовал мне перед своим отездом, в случае безрезультатности лечения, поступить в больницу в иене. Там мне ответили, что мой врач применял самые лучшие средства и что язва – обыкновенная волчанка. Звездочка. Удивительные результаты лечения Максимилиана Миля, изобретателя светолечения при волчанке, имеющего свое специальное лечебное заведение в Берлине, обратили на себя внимание всего мира. 131. Находится в периоде заживления, между прочим советую мне зайти через несколько дней, так как к этому времени сам профессор имел возвратиться из поездки. В сказанный день я явился в клинику, получил тот же ответ, как и первый раз, и указание – остаться здесь, чтобы получать впрыскивание. Будучи занят службою, я не мог оставаться в иене, а продолжал впрыскивание дома при содействии своего, тем временем возвратившегося, врача которым были сделаны дальнейшие восемь инъекцией. Язва, несмотря на то, распространилась во все стороны, заняла всю щеку и угрожала переходом на нос и глаз. Затем было предпринято новое пользование по системе ПРОФ. Фолькмана, а именно выскабливание с последующими прижиганиями ляписом. И это бесполезно. К дальнейшим предложениям, которые состояли в том, чтобы поехать в иену и подвергнуться лечению по системе ПРОФ. Коха, я уже отнесся с понятным недоверием и обратился по совету приверженцев без лекарств. Много пользования к доктору Баудлеру в Апольде. Сказанный физиатор начал лечение так называемой сухой диетой и паровыми ваннами. После короткого времени явились первые признаки улучшения. На ране образовались пузырьки, из коих сочился гной. Целебный процесс принял вследствие этого нового лечения весьма благоприятное течение. После 36. Ванной зажила эта противная язва, на которую никто не мог смотреть без чувства ужаса. Ныне остался лишь рубец, который при дальнейшем лечении все более сглаживается. Оттон Кирхнеропольда 22. Февраля 1892 год. НЕТ. 1892 номер 7. Воспаление. При всякого рода острых воспалительных процессах физиатрика строго проводит следующий принцип. Сперва слабосогревающие компрессы 26-20 градусов с дополнительными. Смотри. 18 градусов. Компрессами, меняемыми при хорошем нагревании или когда усиливается боль. На место воспаления или, при сильной боли, выше него. Напр. При воспалении колена вокруг бедра. Если возможно, то делают местные продолжительные. 28-24 градуса. Ванной с незначительным подливанием холодной воды, руководствуясь самочувствием. Одновременно необходимо применять сильно отвлекающие средства к отдаленным, здоровым участкам тела, напр. В данном случае к здоровой ноге, к рукам, к животу, в виде корпейшн. 18-16. Градусов компрессов, 15-14. Градусов вытираний, переменных ванн минус 180-10. 3 рубля. И клистиров. 24-20 градусов 2 стакана. Вместе с улучшением состояния следует увеличивать продолжительность действия местных компрессов, брать воду для них холоднее и покрывать их тщательнее, а ванной делать восходящие температуры до самой горячей воды, наконец перейти к местным паровым приемам и массажу для всасывания воспалительных продуктов и выпадов, не упуская из виду общих приемов. Хронические воспаления требуют сперва местной теплоты, то есть паровых и горячих приемов с последующим 20 градусов обмыванием данной части, одновременно с общими вытираниями остального тела 18-16 градусов или простынной ванной 24-20 градусов. При улучшении надобно перейти к переменным компрессам или ваннам, к более прохладным и кратковременным местным приемам и к массажу. Жидкая, прохладная и нераздражающая диета служат существенным подспорьем при лечении воспалительных состояний. Оказанный общий руководящий принцип может, конечно, в известных случаях, особенно у малокровных лиц с плохой реакцией, подвергаться изменениям, причем опытному физиатру, изучившему на деле правильно и точно рассчитывать и дозировать реактивные явления, неоднократно приходится с успехом прибегать при острых воспалениях к высокой теплоте, а наоборот при хронических к резкому, но кратковременному холоду. 9 звездочка, 132, вошь. Различают следующие три вида вшей. Первое. Головная вошь, живущая только в волосистой части головы. Самка кладет до 50 яиц или гнит, прикрепляя их к волосам. Раздражение, вызванное укусами вшей, производит сильный зуд, волдыри и даже экзему, причем расчески и гнойнички, особенно у золотушных детей, служит самой лучшей питательной для них средой. Волее запущенные случаи склеивания волос представляют скомканную, перепутанную, клейкую, противнагозапаха волосяную массу, именуемую колтуном. Смотри. Лечение вшивости тесно связано с понятием о чистоплотности. Тщательное вычесывание вшей, раздавливание гнит, обмывание головы 30, 32 градусов водой в течение 5. Мин. С ополаскиванием ее 22-20 градусов 1 дробь 2 кувшина. При струпьях, кроме того, класть на ночь головные 18 градусов компресса и смазывать кожу головы миндальным или прованским маслом. Лечение золотухи. Второе. Плотяная вошь самая большая из всех видов вшей, встречающихся у человека. Она проживает в одеждах одежды, где кладет свои яйца. Выходя на добычу, она своими укусами производит на коже зуд и волдыри, которые от царапания превращаются в расчески, ссадины, язвы и корки, оставляющие после себя сперворобцы, а затем темно-бурые пятна. Нечистоплотность – лучшая почва для их размножения, поэтому плотяные вши особенно часто встречаются у бродяг и людей вообще неопрятных, а от них распространяются далее. Лучшими мерами против них надо признать. Частая перемена белья и выколачивание одежды с обсыпкой таковой порошком от насекомых, вылавливание вшей, помещение одежды в русскую печь после печенья хлеба или стерилизационную камеру, где они от высокой температуры гибнут. Третье. Плащицы и представляют рот самых коротких маленьких вшей. Излюбленные места их пребывания суть волоса срамной области. Они встречаются также и на волосах подмышечной впадины, бровей, бороды и груди, но никогда на голове. Обхватывая волос они питаются содержимым его корня, производят сильнейший зуд и экзему. Средства против них. Вылавливание, смазывание зудящей области легким раствором зеленага мыла, а через несколько часов обмывания смазанного места очень горячей водою с последующим ополаскиванием 16 градусов водою. Относительно вреда от применения серой мази при лечении вшивости смотри. Отравление ртутью. Веки, простое воспаление их. Если при простом остром катаральном воспалении век отвернуть последнее, то слизистая их оболочка представится нам равномерно красной с более или менее выраженную припухлостью. Из глаз, главным образом из углов их, истекают слизистые выделения, которые к утру склеивают веки, образуя корки. В более тяжелых случаях слизь принимает гнойный вид и едкие свойства, разедая окружающие части. Глаза к вечеру устают, видят как сквозь туман, ощущается тяжесть век, жжение, а иногда прямо острая боль. Такое состояние лечится по общим правилам, изложенным в статье, воспаление. Здесь особенно благотворно действуют частые глазные ванны 26-24 градуса, продолжительностью до получаса, с отвлекаю. 133. Щеми средствами. Ручными ваньями 16 градусов 5 метров. И хождением в воде, 16 градусов. Или переменными ножными ваннами. Г. 3 рубля. На ночь. Глазные 20. Градусов кругобрюшные 18. Градусов и ножные чулочные 15. Градусов компрессы. При хроническом воспалении век наблюдаются те же явления, как вышесказано, но в более слабой форме с временными обострениями, смотря по состоянию общага организма и местным раздражающим причинам. В легких случаях наблюдается только краснота и усталость глаз при работе, особенно к вечеру. В данном случае вечерние глазные ванночки должны иметь восходящую температуру 28-30 и плюс 10 метров. Утром и днем личные 20-18 градусов с открытыми глазами, на ночь Корпоэйшн, компресс из влажной 18. Градусов марли и вытирания нижней половины тела 16 градусов. При улучшении надо переходить к более прохладным ванночкам до 18 градусов и 1 минута. Золотушное воспаление век с образованием корок у ресниц требует, как и всякое другое худосочное воспаление их, одновременно на пользование основной причины. Диета при хронической, а тем более острой форме воспаления век, должна быть легкая, нераздражающая, более или менее строго вегетарианская. Несколько месяцев тому назад меня пригласили к ребенку фабриканта F. Я застал пятилетнюю его дочь в самом темном углу комнаты, между диваном и печью. Родители сообщили, что ребенок, всегда хилый, болеет издавна воспалением глаз, несмотря на самое тщательное лекарственное пользование. Пребывание в приморском курорте Кранц принесло лишь скоропроходящее улучшение. Ныне же болезнь опять дошла до своей сильнейшей степени. Нехотя оставил ребенок свой темный уголок. Ко мне подошло бледное, малокровное дитя, жмули глаза так судорожно, что было почти невозможно произвесть исследование их. Я нашел яркую красноту и припухлость всей соединительной оболочки глаз с набуханием фолликул при высокой степени светобоязни. Лимфатические железы в углах челюстей и в затылке увеличены и ясно прощупывались. Таким образом, диагноз золотушнага воспаления век не подлежал сомнению. При предписании лечения принималась общая хилость более в соображении, нежели местное страдание. Я назначил днем и ночью пребывание в хорошо вентилированной комнате, легкую диету с большим количеством фруктов, овощей и молока, при следующих применениях воды. Утром и вечером 20 градусов. Общее обмывание 2 рубля. В день ножная переменная ванна 2-3 рубля. В неделю паровая ванна на стульях с последующей полуанной 26 градусов. Ежоночно 22. Градусов шейные и галеные компрессы. Местно. 3 рубля. В день по. Г часа 22 градуса. Часто меняемые компрессы на глаза и 4-5 рублей. В день промывания глаз 25 градусов. Водою. Результат получился сверх ожидания благоприятный. Светобоязнь прошла в течение первых дней, так что ребенок вскоре добровольно оставил свой темный уголок и начал играть с остальными детьми. Мать весьма усердно занялась пользованием ребенка, следствием чего улучшение все более и более прогрессировало. В 4 недели глаза совершенно пришли к норме. Однако обмывание я велел продолжать, а также еженедельную паровую ванну при соблюдении общегигиенических предписаний, благодаря чему ребенок на радость родителей все более развивался, и золотуха по-видимому почти излечилась и наверное излечится вполне. Тогда возврат воспаления век немыслим. Физиатор Е. КБАЕ в Кёнигсберге. НЭП. 1897 номер 6. 22. Марта 1896 год. Явился ко мне в приемный час один больной, вид катарага возбудил во мне чувство глубока госострадания. Лоб, яски, переносицы и щеки были покрыты мокнущей усыпью. Дзе-е-е-маю. На отдельных местах находились струбья, по краям ссадины. Сильно воспаленные глаза еле покрывались опухшими веками, края которых были воспалены. Ресницы выпали, а нижние веки вывернулись снаружи. Вследствие отдалившихся таким образом слезных точек слезы не могли уходить в слезно-носовый ход и стекали по щекам. На мои расспросы ответил этот 37. Летний больной, что он глазами страдает с детства, ибо имел золотуху. Ныне он находился полгода в поль, 134. Завание окулиста доктора Ф. Но болезнь, вместо улучшения, все более ухудшалась в последнее время настолько, что его жена не хотела показываться с ним на улице. Каким образом произошло ухудшение, я мог себе ясно представить, а рассказ больного подтвердил мое предположение. Сперва имелся простой катар в соединительной оболочке глаз с специфическим ощущением песка. Катар стал гнойным и перешел с одной стороны на глазное яблоко, с другой на края век. Несмотря на впускание капели с цинка, наконец, атропина, невзирая на смазывание белой, красной и желтой ртутной мазью или благодаря этому, припухли края век, выпали ресницы, вывернулись нижние веки, слезы полились по щекам и вызвали сказанную экзему. Внимательный осмотр обнаружил здоровую роговицу и отсутствие признаков воспаления радужной оболочки. Пользование состояло в следующем. Вегетарианская диета и молоко. Яйца исключены. Регулирование стула промывательными и ретенциионными клизмами. Для защиты глаз от сильнага, в то время, ветра и яркага солнца, темные дымчатые очки, два раза в день 18. Градусов личная ванна, на ночь кругобрюшный компресс. Кроме того, 1. День. Утром 15. Градусов верхнее обливание, днем к ней повская нижняя струя, вечером как утром, 2. День. Утром 15. Нижнее обмывание, днем верхняя струя, вечером как утром, 3. День как первый, 4. Как второй и так далее. Действие этих сильно отвлекающих приемов было прямо поразительно. В несколько дней исчезли гнойные выделения. Воспаление соединительной оболочки глаз стало опять катаральным. Через две недели начала проходить экзема, краснота глаз уменьшилась и, что трудно было ожидать, вывороченные веки стали приближаться к глазам. Затем я усилил лечение, назначив утром и вечером общее обмывание и попеременно верхнюю, нижнюю и общую струи. Улучшение шло быстро вперед, так что 25. Апреля 1896 год. Можно было отпустить больного вполне здоровым. Катар исчез, края век стали нормальными с появлением мелких ресниц, нижние веки прилегли к глазам, слезы перестали переливаться, экзема прошла, лишь более интенсивная окраска обозначала ее прежнее место. Больной чувствовал себя так хорошо и легко, как никогда в жизни. Все его существо изменилось. Да то ли унылый, нелюдимый человек, стал веселее, общительнее. Сожалею, что при поступлении больного в лечение не сфотографировал его, чтобы воочию показать разницу в его наружном виде теперь и прежде. Пациент принадлежал больничной кассе и оставался во все время лечения работоспособным. А вот и стоимость пользования. Я получил гонорары 4 марки 50 финигов. Приблизительно 2 рубля. 10 копеек. Струи обошлись около 5 марок, так что расход кассы в общем не превышал 10 марок. То, чего специалист не мог добиться в течение полугода, достигла физиатрика в 4 недели. Физиатр пепки в Брауншвеге. НЭП. НТВЛК. 1897 номер 7. Смотри. Также историю при СТ. Водянка-яичко. Веки, зернистое воспаление их. Трахома. В сущности эта болезнь представляет высшей стадии предыдущей формы. Частое массовое заболевание, НАПР. Солдат, после засорения глаз пылью во время маневров, доказывает не местную передачу болезненных выделений от человека к человеку, а влияние сходных общих причин. Конечно, никто не может отрицать, чтобы втирание в слизистую оболочку какого угодно гноя не могло вызвать заболевание ее, но такая контактная заразительность сравнительно чрезвычайно редка. Мы можем в доказательство этому привести крайне редкое опасное перелойное воспаление глаз при громадном распространении самагоперелоя. Болезнь обнаруживается ранней утомляемостью зрения, неясным видением предметов, болезненную раздражительностью глаз, ощущением жения и посторонява тела в веках и покраснением и припуханием их. В дальнейшем усиливается слезотечение и выделение слизи и гноя, а опухшие и изязвленные веки могут выворачиваться наружу или внутри этим усиливать болезненный процесс вследствие продолжительного обнажения и раздражения глазного яблока. Если вывернуть века, то мы можем заметить на воспа. 135. Ленной, опухшей слизистой оболочки, особенно верхняга века, где болезнь начально проявляется, маленькие железки в виде зернистых возвышений, давших наименование болезни. Трахома тем опасна, что общепринятое ее пользование не только никогда не дает прочного результата, но напротив способствует переходу ее в хроническую большую частью, трудноизлечимую форму. Можно ли от грубаго пользование столь нежной слизистой оболочки посредством едких, разрушительных прижиганий, ожидать в больном органе улучшения, когда здоровая ткань от них способна воспалиться и разрушиться. Физиатрическое пользование этой болезни ничем не отличается от лечения простого остраго-катаральнага воспаления. При лечении хронической формы мы часто наблюдаем временное критическое обострение болезни, доказывающее проявление жизнедеятельности в измученной прижиганиями слизистой оболочке, после чего болезнь быстро улучшается. Здесь, ввиду плохого состава крови и для отвлечения, необходимо включать 2-3 раза в неделю 3-4 пеленания 23-20 градусов 11-2 ч. С последующим обмыванием тела 18 градусов, и столько же сидячих ванн 24-22 градуса 4 минуты. Или же круга брюшных компрессов 18 градусов наут ч. 19. Летний столярный подмастерье 3, ч. Более года как почувствовал все усиливающееся побаливание. Ижение глаз с выделением из них гноя, особенно по утрам. Он обращался поочередно ко всем здешним окулистам, которые единогласно признали болезнь затрахому и лечили все время одними только прижиганиями. Кроме этого больной прошел месячный курс зондировки слезнагохода в глазной лечебнице Поповых. Следствием всего этого пользования получилось полное ухудшение. Усилилась резь в глазах и светобоязнь, боли распространились на глазницу и на область бровей, глаза еще более покраснели и стали неспокойно бегать по сторонам, а из-за пухших век, не прекращаясь, выделялся жидкий гной. Больной перестал заниматься работой, но невзирая и на это, общее его состояние стало настолько невыносимым, что, мучимой болями и бессонницей, ей, он, наконец, по совету своего хозяина, несмотря на свое предубеждение относительно пользы, мокрой водицы, решил обратиться за помощью к физиатрическому способу. В самом жалком состоянии с потерянной верой в излечимость недуга больной явился ко мне 19. Апреля 1896 год. Осмотр налитых кровью опухших век с переходом воспаления на соединительную оболочку глазного яблока, а также явно зернистым видом процесса и присутствием мокрой экземы на окружающих частях щеки, как следствие постоянного ее орошения гноем и слезами, дополнил всю незавидную картину запущенной трахомы. Я предписал. Три раза в день глазную ванну 240 по 5 минутам. С последующей ручной ванной 12,5 метров. Через пять дней уменьшить продолжительность ее до двух минут. На ночь длинные ножные компрессы 12 градусов, одновременно с 20. А глазными компрессами? К одному. Мая светобоязнь, рис и боли прекратились, глаза перестали бродить по сторонам 41, а это бегание заменилось чувством стягивания. Краснота и опухоль значительно уменьшились. Глазные ванны я велел делать постепенно теплее до 28, 29, а вслед обмывать закрытые глаза 18, 16, а при помощи ватки, а продолжительность ручных ванн сократить до одной минуты. Ночные приемы по-прежнему. Через несколько дней стало ему настолько хорошо, что он начал понемногу работать, вследствие чего к вечеру глаза краснели и к утру являлась резь с незначительным выделением гноя, но ощущение стягивания совершенно прошло. Поэтому 6. В мае я изменил температуру глазных ванн, а именно утром и днем 25 градусов, вечером 290. 9. Мая уже ни болей, ни рези, ни гной не имелась, но стали показываться, мушки, серые как воздух перед глазами, заслоняя зрение 11 как следствие усиленного рассасывания. Веки в порядке, зернышки рассосались. Я советовал продолжать лечение, но ножные компрессы чередовать с вытиранием ног 12-я. Водою. 136. К 23. Май все состояние стало прекрасным, глаза чисты, мушки и затемнение прошли, и больной с прежней энергией предался своему пыльному ремеслу. Я советовал еще дней 6 делать по двум глазные ванны в день, 26 градусов, с последующими ручными ваннами и обмыванием ног перед сном для закончения лечения. С тех пор больной больше не являлся, но 8. Апреля 1897 год. Я виделся с его хозяином, который, между прочим, сообщил, что наш больной все время продолжает у него работать, чувствуя себя вполне здоровым. Он высказал свое изумление по поводу столь быстрого исцеления и не мог удержаться от чистосердечного признания, что все окружающие, не исключая его, вначале относились с недоверием и насмешками к странному предписанию. Лечить ноги и руки при воспалении глаз. По этому поводу я вспомнил и сообщил ему объяснение проф. Караваева одной простой женщине, которой он для отвлечения назначил ножные ванны, значение которых при заболевании верхних частей тела она в душевной своей простоте не могла себе уяснить. Видишь, матушка, когда голова дурит, всегда зад отвечает, не правда ли? Ну вот, а здесь берем еще ниже. ФИС, ВК. Выкидыш. Если роды на 9 месяцы беременности называют нормальными по сроку, то плод, родившийся после 7 месяца считается преждевременным, а явившийся на свет раньше этого времени неспособным к самостоятельной жизни выкидышем. Естественные выкидыши. Аборты. Происходят от различных заболеваний и случайностей, при холере, коре, оспе, малокровии, сифилисе. Ртутном худосочи. Воспалении почек и тому подобное. При слабости матки ее о заболеваниях, от ушиба, удара в живот, падения с высоты, различных отравлений айтип. Искусственные выкидыши, подразделяются на законные и противозаконные. Первые предпринимаются врачом при тяжелых заболеваниях, при очень узком тазе или других угрожающих жизни состояниях, жертвуя плодом с целью спасения матери. Вторые практикуются с преступной целью и подлежат всей строгости карательного закона, ибо будучи пред. Принятые самою матерью или вообще невежественными лицами, обыкновенно ведут к смерти от сильных кровотечений или от заражения крови, в благоприятном же случае оставляют тяжелые последствия на всем организме женщины. При первых признаках начинающегося выкидыша, а именно при болях в крестце, внизу живота, частых позывах на мочу, чувстве выпирания с появлением крови из половых частей, следует точас лечь в постель с приподнятым тазом, то есть подложив подушку под крестец, обложить руки до плеча согревательными 16 градусов компрессами, меняя их по 2-2 Г часа, а под крестец подложить толстый компресс в 18 градусах, меняя его при согревании. Остерегаться горячей пищи и напитков, пить прикисленную воду, кислый лимонад, есть кислые фрукты. Если, несмотря на все это, сходкоподобные боли усиливаются и кровотечение не унимается, то выкидыш неминуем, поэтому следует заменить сказанное лечение кругобрюшными 18 градусов компрессами, которые надо держать до полна госогревания. 1-13 АЧ. Заменяя снятый компресс 100 час свежеприготовленным. Ночью можно держать его до высыхания. Ксему несколько раз в день обмывания бедер 16 градусов. Такое лечение продолжают, с перерывами, еще после того, как плод вышел до прекращения после родовых выделений. Надо иметь в виду, что пока находятся в матке малейшие частицы детского места или плодового мешка, периодически истощающие силы кровотечения не прекратятся. Поэтому необходимо своевременно уда. 137. Лить эти остатки во избежание общага упадка сил и заражения крови гнилостными началами. Все это доказеевает, что в подобных случаях трудно обойтись без врачебной помощи, которая при настоящем положении физиатрики, в самих редких случаях бывает хирургической. Лечение привычных выкидышей, как следствие ослабленного состояния матки или плохой ее растяжимости, составляет весьма благодарную задачу для физиатрического врача. Нагорожавшая, 39. Летняя БЛ. Два последних года не имела детей, а около двух месяцев как менструации у нее опять приостановились. Случайное сочетание различных неблагоприятных моментов, как простуды и сильный запор, против которых она принимала хину и две бутылки слабительной воды Гуниади и Янос, при содействии резкого удара ножкой ребенка в живот, повлияли на появление кровей, которые с 29. Марта шли не переставая, то в меньшем, то в большем количестве. Боли в крестце и тяжесть в животе, осложненные общую раздражительностью, ослаблением и бессонницей ею все это побудило ее, наконец, обратиться к врачебной помощи. После непродолжительного безуспешного лечения, назначено было выскабливание матки для удаления зародыша. Под влиянием невольного страха перед операцией и по совету подруг, она явилась 17. Апреля 1901 год. Ко мне. Исследование показало выделение крови и несколько увеличенную, опущенную и весьма болезненную матку. Домашнее лечение состояло только в применении, по двум разам в день узкого компресса на крестец 14 градусов 10 минут. И последующего обмывания бедер 14 градусов, но больная должна была приходить ежедневно для производства тюри-брантов скаго массажа матки. Под влиянием такого пользования боли тотчас уменьшились, кровь начала выделяться все меньше, а вместо нее все чаще выходили кровяные ворсинки, затем на четвертый день отделились без всякой боли и при незначительно усилившемся кровотечении плодовые части величиною в одном квадр. Циентиметр, в виде твердага перешит шагов нагноения и распад месистага мешка. Под влиянием дальнейшага лечения, кровь вскоре совершенно приостановилась, матка стала упругой, безболезненной, и около одного. В мае появились нормальные менструации. Начиная с 28 апреля, ввиду отсутствия каких-либо болезненных явлений не потребовалось дальнейшага лечения. Подобных случаев, доказывающих неосновательность Маднага хирургического увлечения выскабливанием живых тканей, я мог бы привезть целую коллекцию как из личного опыта, так и из многочисленных сообщений в нашей литературе. ФИСФК. В феврале 1896 год. Я пользовал приезжую госпожу. От тяжелага носоглоточного катара, причем эта малокровная, нервная дама, сообщила мне между прочим, что она уже два раза имела выкидыш на третьем месяце, из коих первый был искусственный, вследствие неукротимой рвоты, высказав желание и просьбу, чтобы я ей помог благополучно провести будущую беременность. Менструации были болезненны до обмороков, и все время шли белковые бели. От предписанных ей местными врачами многолетних 32 градусов спринцеваний влагалище разрыхлилось, а матка, находящаяся в перегибе назад, и связки сильно расслабли. Так как для лечения этого ослабленного состояния у больной не хватило времени, то она уехала домой в Костромскую ГУП. Снабженная советом пользоваться утренними получасовыми 15 градусов кругобрюшными компрессами и вечерними 26-23 градусов спринцеваниями. Вскоре я получил от нее письмо, помеченное 29 апреля 1896 год, следующего содержания. Я, кажется, вот уже с месяц в интересном положении. Месячные опоздали, чувствую тяжесть в животе, по утрам начинает поташнивать. В животе были такие боли, что не раз думала, вот-вот откроются месячные, которые и последний раз были с обмороком от боли. Опасность неукротимой рвоты меня страшит ужасно. Будьте любезны, дайте мне необходимые советы, чтобы этот раз был для меня счастливее предыдущих. Предписано. Утром, один день общий дождевой душ. Дождевой шкаф. 23-22 градуса 2-3 минуты. Другой день обмывания живота и бедер 13 градусов. Днем узкий компресс на крестец 13 градусов 8 минут. Вечером. То круга брюшной 13. Градусов компресс на Г-часа то спринцевания 23 градуса. Кроме того, два раза в день, особенно при тошнотах, принимать коленно-грудное положение на 10 минут. Носить брюшной бинт. Письмо от 29. Мая. Завтра пойдет третий, самый страшный для меня месяц беременности. Боли бывали сильные. Такое чувство, что низ моего живота прокалывают острым ножом, и так повторяется несколько раз и стихнет. 138. Души на меня отлично действуют, и даже в эти дни меньше тошнит. Положение животом вниз унимает тошноту. Аппетит плохой, но все же ем. Рвоты, слава богу, не было 11. Совет. Души принимать ежедневно, нисходя постепенно до 19 градусов, а в жаркие дни даже два раза в день тоже ежедневно круга брюшный компресс. Больше лежать. Письмо от 2. Июля. Вот и прошел мой роковой месяц. Были и боли, и постоянная почти тошнота, иногда рвота. Весь месяц старалась меньше двигаться, а самую опасную неделю не вставала с постели. Ежедневные души и компрессы не прерывало. Теперь чувствую себя получше, как-то покрепче. Тех болей почти не бывает, но тошнота и рвота подчас очень беспокоят, так как во время рвоты делается боль в животе. К счастью, рвота обыкновенно непродолжительна. Акушерка, которая меня исследовала, говорит, что положение матки правильное и она представляет из себя крепкую репу. Били еще есть. Совет. Утром дождевой душ вечером. Ввиду плохой растяжимости матки. Продлить кругобрюшный компресс до 3 дробь 1 часа, чередуя его с сидячей ванной 19-16 градусов 1, первых 2 мин. При болях заменить последнюю компрессом, а спринцевание в это время делать теплее. 28-29 градусов. Письмо от 9. Сентября. Вот уже скоро месяц, как я все в путешествии на пароходе по Волге и не имела возможности правильно лечиться. С половины августа у меня начались движения плода, сопровождаемые прямо-таки судорожными схватками или сжатием. После ходьбы, например, внизу живота что-то вроде судорог делается. Боль эта повторяется часто и вызывает слезы. Врач-акушер нашел положение матки прекрасным. Боли объясняет нервностью и ригидностью матки. 15. Числу я буду опять дома и начну гигиенический образ жизни. Что делать с частыми схватками? Совет. Утром вытирание позвоночника и живота 13 градусов. Вечером по одному разу в неделю. Кругобрюшный компресс 180 вертикальный слэш 1, минус 1 ч. Обмыть эти части 18 градусов. Сидячая ванна 28 и плюс 10 минут. С обмыванием 16 градусов. Полу ванна 27 плюс 15 метров. С обмыванием 18 градусов. Остальные дни обмывания позвоночника и живота как утром. Спринциование лишь при болях. Письмо от 1. Ноября. Самочувствие мое почти по-старому, но более тупее. Они продолжаются, хотя и реже, но ежедневно. Бывают еще боли острые, мгновенные, совсем внизу. Часто чувствую сердцебиение и шум, звон в ушах. Боюсь я в конце концов обмороков. Я всегда легко как то им подавалось, в особенности при каких-либо болях. Шевеление плода очень частое, но редко сопровождается болями. Совет. Утром 3 раза в неделю вытирание позвоночника и живота, попеременно с глубоким погружением рук, а после согревания их, таким же погружением ног, 15 градусов, у мин. Вечером по-прежнему, но включить в дни обмываний. Компрессы на сердце 13 градусов на 40 метров. С 5. Минутной заменой. С 1. Декабря перейти на строго молочно-вегетарианскую диету, избегая мучных и сахаристых блюд, и уменьшить количество всех принимаемых вовнутрь жидкостей наполовину. Лечение изменить, делая утром. Один день обмывания позвоночника и живота, другой день рук и ног, вечером раз в неделю половина на 28 и плюс 15 метров. С обмыванием 18 градусов и 2 рубля. Сидячий пар с обмыванием 160, остальные дни по-прежнему. Затем я получил телеграмму, помеченную 31. Декабря. Поздравляем Новым годом! Жена благополучно разрешилась. Приносим глубокую искреннюю благодарность. По сообщенным мне подробностям прошло от первой родовой схватки до выхода плода лишь 9 часов. Роды били легки. Мать и дочь вполне здоровы. Физ, фк. Вырождение или дегенерация. Мы совсем позабыли, что такое человек. Нельзя же на самом деле назвать какие-то бродячие фигуры человеками. Раскрасневшие откормленные быки или жирные. Пивные бурдюки и желтые всклоченные существа, или же иссохшие создания в пальто и очках, без волос на голове и без зубов во рту не предвестники ли они прекращения сущности человека. Ныне они, конечно, все-таки считаются полномерными человеками, проходят повсюду беспрепятственно и могут везде показываться без опасения быть освистанными. Иное дело в старину, во времена пророка Элисея, ставшим посмешищем из-за своей плеши. Разве, 139. То люди, которые ходят в черном как черти и перед солнцем раскрывают зонты, чуждаются света и не могут обходиться без очков. Которым ежеминутно, не по себе и приходится ложиться. Которые постоянно сидят в комнате и даже двух шагов не сделают пешком. Которые совсем уже перестают ходить, а пользуются железными дорогами и трамваями. Которые не обладают мышцами, не могут владеть ни топором, ни заступом, ни срубить, ни посадить дерево вообще ничего не могут, испечь хлебнев. Состояние, которые в 40 лет седы, а в 50 лет кончают жизнь. Нет, дорогой читатель, людьми их считать. Нельзя. Видел ли ты человека? Нет. Я тоже. Но я имею некоторое о нем представление. Люди должны быть светлыми, веселыми, сильными созданиями, обращенными к свету и находящимися в согласии со всею окружающую природою, одним словом, прямой противоположностью тому, мучим теперь, бесконечно превосходя нас. Так выражается Конрад Варзвездочка. О нынешнем человеке. Разве он не прав? Разве нынешний автомат, этот красноречивый тип вырождения, похож на то создание Божье, которое принято обозначать термином «человек-11». Если бы меня говорит доктор Яаа Боткин, просили указать некоторые детальные признаки дегенерации и желали бы знать, где их искать, то я бы ответил следующее. Когда вы встретите глухонемого, заику, косноязычного, или человека с лицом, искаженным еще с детства судорогой, клонической или тонической. Когда вы увидите ритмическое дрожание век, странные гримасы, угловатые и смешные манеры, несмотря на воспитание и дрессировку. Когда вы увидите горбатого, изуродованного английской болезнью. Когда вы увидите бородатую женщину, субекта истерического, ипохондрика или эпилептика. Или когда вы узнаете, что в детстве легкие лихорадочные процессы, даже прорезывание зубов, сопровождались судорогами, или что некоторые в детстве страдали лунатизмом, или в страшном испуге вскакивали по ночам и неистово кричали. Когда вы узнаете, что человек с детства страдает мигренью, наклонностью к галлюцинациям, крайне пуглив, совсем не переносит спиртных напитков или чувствует к ним непреодолимое влечение. Когда вы узнаете, что у человека в детстве наблюдались преждевременные умственные развития и половые стремления. Когда вы узнаете, что с детства человек угрюм, нелюдим, крайне раздражителен, зол, упрям. Что делать зло для него всегда составляло наслаждение. Когда вы узнаете, что настроение человека, его симпатии и антипатии неустойчивы и меняются без видимых и достаточных оснований. Когда вы увидите чрезвычайную тупость нравственных чувствований, несмотря на все благоприятные условия для их развития. Когда вы встретите эксцентрика, вообще человека страннага и поврежденного. Когда вы увидите человека бесхарактерного, который является игрушкой своих страстей и минутных увлечений и прочее. Когда вы встретите один из этих признаков, тогда подозревайте и ищите других признаков и если окажется их целая группа, то будьте уверены, что перед вами дегенерант. Таковы свойства врожденной дегенерации. Приобретенная дегенерация. Звездочка. Канрад Валвайр. Мэр Мэншен. Звездочка. В публичной лекции о «Причинах и предупреждении помешательства». 140. Отличается от нее отсутствием физических признаков уродства и обнаруживается главным образом изменением характера, упадком умственных и нравственных качеств, а также появлением многих расстройств в различных отделах нервной системы. Приобретенная дегенерация бывает следствием различных болезней головного мозга и его оболочек, следствием травмы черепа и сотрясения мозга, следствием пьянства, неправильной и безнравственной жизни и прочее. Раз появившийся не встречая на своем пути препятствий дегенерация, по мнению Мореля, может только прогрессировать и ожесточаться в следующих поколениях, пока не прервется в четырех. Колени бесплодным идиотизмом. Так сбывается знаменательная библейская угроза. И буду мстить я вам за грехи отцов ваших до третьяга и четвертага колена. Один Причина такому вырождению та, что человек отвернулся от природы, перестал почитать ее, слушать ее о разумных указаний. Откройте глаза. Одиннадцать воскресает Тоджик. Вар? Неужели вы не замечаете, в каком болоте вы застряли и как гораздо иначе, гораздо лучше могло бы быть на этом свете? Помогайте, трудитесь совместно, дабы стало иначе у вас и вокруг вас. Имейте мужество следовать природе и внутреннему голосу. Они поведут вас по верному пути. Одиннадцать Видно уж далеко мы удалились от этой природы, если повсюду множатся подобные голоса, все громче и настойчивее провозглашающие назревшую необходимость возврата к живительным источникам гигиии, богине здоровья, чудному учению которой всецело посвящена моя книга. Если вы при помощи указанного мною гигиенического образа жизни и закалки организма. Смотря и от книги, а также лечением различных его заболеваний естественным способом, указанным во двух отделе, постепенно укрепите и возродите свои мышцы, нервы и органы и улучшите все соки организма, то этим не только достигнете личного телеснага и душевнага благосостояния и продлите свою собственную жизнь, но и заслужите благодарность будущих поколений, дав им здоровых членов общества и отдалив грозящий период общага идиотизма на далекие времена. Вытирание тела водою состоит в более сильном трении при его обмывании, представляя таким образом соединение последняга с массажем, поэтому оно производится жесткой рукавицей, полотенцем или носком, умакиваемыми в воду, придерживаясь на конечностях направления снизу вверх. Туловище же вытирают круговыми движениями. Для нервных и раздражительных людей этот прием неуместен. Различные виды вытирания указаны в статьях обмывания и растирания. Геморрой или почечуй представляет расширение геморроидальных вен вследствие застоя крови в печеночном кровообращении. Скопляющаяся кровь растягивает сказанные вены, заложенные в нижнем отделе прямой кишки, до более или менее значительных размеров, образуя весьма болезненные геморроидальные шишки. Закрытый геморрой, который, особенно во время испражнений, могут лопаться и дать повод к более или менее обильным кровотечениям. Открытый геморрой. Эти последние, 141, могут повторяться при каждом испражнении и развить острое малокровие с упадком сил. Вместо крови иногда отделяется только слизь. Слизистый белый геморрой. Бывают также случаи, что кровь вместо заднего прохода появляется, часто периодически, из горла, носа или мочевого пузыря в виде викорирующих геморроидальных кровотечений, дающих повод к заблуждениям относительно истинного диагноза болезни. Причина геморроя состоит, как мы упоминали выше, в брюшном, застойном полнокровии при вялости сосудов и плохом кровообращении вследствие сидячей жизни, малокровия, беременности, хронических запоров и злоупотребления спиртными напитками, способствующими этим застоем. Зная это, мы поймем всю неосновательность оперативного удаления геморроидальных шишек в предположении коренного излечения самага геморроя. При лечении этого довольно мучительного состояния необходимо избегать всего затрудняющего кровообращения и расслабляющего сосуды, как напр. Сидячей жизни, ношение корсетов и узких подвязок, спанья на мягкой постели, частых теплых ванн и горячительной пищи. Крупные каши, сырые фрукты и ягоды, вареные овощи и грэмский хлеб. Смотри диеты растительные. Весьма полезны, тогда как мясная, пряная и острая пища, а также спиртные напитки, доказанным образом, ухудшают болезнь. При сильных геморрох. Кровотечениях необходимо малокровным ставить горячие клестиры 33-38 градусов в 3-4 стакана с примесью столовой ложки лимонного сока и класть 15-14 градусов компрессы на крестец, меняя их при согревании, тогда как полнокровные должны ограничиваться сказанными компрессами или продолжительными 20-18 градусов сидячими плоскими ваннами и сильным 13-14 градусов растиранием тела. Так точно при болезненных, вышедших наружу или ущемленных шишках, принимать в первом случае сидячий пар, во втором сидячую 24-22 градусов ванну 10-20 минут. Прямого давления на шишки, с целью введения их обратно, производить не следует. Лучше всего наложить на задний проход смоченную в прованском масле холстинку и при коленно-грудном положении больного, весть поверхняя палец глубоко в задний проход, слегка помогая обратному следованию шишек осторожным давлением на них пальцами другой руки. Точас после введения шишек необходимо поставить 16-14 градусов. Тоническую клизму произвесть отвлекающее вытирание рук и ног 16-14 градусов. Вместо клозетной бумаги надо пользоваться подмыванием при помощи мокрой 18-14 градусов гигроскопической ваты. Собственно, лечение геморроя состоит в следующем. 2-3 рубля. В день применять ретенционный клестир из 2-3 столовых ложек 16-14 градусов воды, особенно после стула. Утром вытирать верхнюю половину тела до пахов 18-14 градусов, вечером, попеременно, то вытирание ног 18-14 градусов, то кругобрюшный. Тонический. 20-18. Градусов компресс. Через две недели перейти к утренним вытираниям тела 16-14 градусов или погружением в 20-18. Градусов в ванну с последующими различными гимнастическими упражнениями. Днем 3 рубля. В неделе хождения в воде 16-14 градусов 3-4 минуты. Или струя ножная коленная 16-14 градусов 1 ведро, в остальные дни вечером по одному разу в неделю. Первое. Сидячая ванна 24-20 градусов 4 минуты. С растиранием в ней живота. Второе. Высокое, то есть глубоко восходящая клизма. Смотри. 18-16 градусов 4-5 стаканов 3-я. Обливание живота. 142, 22-18. Градусов дождиком. И ведра. Ежедневно по одной ретенционной клизме. Зимою надо включить каждые 2-3 недели легкую паровую ванну, вслед окачивание двумя ведрами воды 25 и 23 градуса, и вытереть стопы 13-14 градусов водою, или же посещать баню для легкого потения и общага массажа с последующим общим прохладным дождиком 2-3 метра. Причем, под конец, открыть холодный кран и, при ощущении неприятного холода, выйти из-под дождика, подставив под него только ноги. При неимении дождевого душа, можно заменить таковой ванной с быстрым понижением температуры. Смотри. Из всего сказанного легко усматривается, что коренное лечение геморроя возможно только при видоизменении всего жизненного строя с целью устранения тех причин, которые производили заболевания с одновременным воздействием на улучшение последствий этих причин. Справедливость такого взгляда доказана тысячами случаев полного излечения геморроя, несмотря на принятую его неизлечимость, исходящую из нерационального пользования такового посредством операции, слабительных и мазей. Гимнастика. В первом отделе этой книги. Смотри движения. Мы уже указывали на высокое значение телесных упражнений, особенно на преимущество естественных движений, как то. Пилка, рубка, гребля, плавание, езда верхом, бегание на коньках, свободные игры и тому подобное. Перед монотонными, автоматическими телодвижениями, преподаваемыми в школах под наименованием урока гимнастики. Иногда, однако, является необходимость в специальном воздействии на отдельные мышцы или мышечные группы, или же состояние больного вообще не позволяет применения каких-либо общих гимнастических приемов. Вот здесь-то вступает в свои права так называемая врачебная гимнастика, строго приноравленная к данному случаю. Мы подразделяем гимнастику на пассивную, активную и гимнастику с сопротивлением. При первой из них больной держит все мышцы в рассобленном состоянии, а помощник производит упражнения их безо всякого участия со стороны пациента. Вторая производится самым больным иногда при помощи палки, трапеции, параллельных брусьев, колец, лестниц и тому подобное. Приборов. Третья требует помощи врача или опытного специалиста, который мог бы правильно дозировать степень применяемого сопротивления. Вот пример последнего рода гимнастики. Вы сгибаете руку в локте. Помощник берет вас за кисть этой руки и оттягивает ее к себе в то время, как вы более или менее сильно противодействуете этому, притягивая руку к себе. В некоторых случаях известная комбинация движений может заменить помощника, напр. Сидя на стуле с выпрямленными в коленях ногами и скрещенными стопами, вы стараетесь вернюю ногу притянуть по направлению к себе в сторону, тогда как нижняя нога оттягивает ее, производя противодействие, сопротивление. Наконец, известное приспособление заменяет роль помощника, напр. Гири, резиновые жгуты, приборы ларджиадер, вайтли икселсия и тому подобное. В настоящей статье мы перечислим приемы активной гимнастики, выполнимые в домашнем обиходе, описывая и иллюстрируя более сложные движения рисунками. Кто желает иметь более подробные сведения, тому указываем на руководство по домашней гимнастике доктора Д. Г. М. Шребера или доктора Ангерштейна и Эскл. Ра. 143. Первое условие при производстве гимнастики это свобода костюма и чистый воздух. Всякие гимнастические упражнения должны производиться с известным напряжением сил, с известной энергией. Безжизненное, вялое размахивание руками и ногами нельзя назвать гимнастикой. Исключение составляет гимнастика с сопротивлением, которое производится плавно, без толчков. При обыкновенных гимнастических упражнениях нужно проделывать различного рода движения с таким расчетом, чтобы постепенно все мышцы участвовали в работе. Наступление утомления указывает на необходимость прекратить упражнения, хотя бы данной группы мышц, а при общей усталости, следует отдохнуть. То же самое относится к появлению головокружения, сердцебиения, одышки, более и тому подобное. Молодым девушкам и вообще женщинам не следует производить следующие приемы без специального на то разрешения. Высокое поднятие колен, перешагание через палку, рубка, мельница обеими руками, поднятие рук вверх, особенно с сильным выпрямлением тела. Исходным положением для большинства гимнастических упражнений служит та постановка, которой придерживается солдат, стоя во фронте. Здесь каблуки сомкнуты, носки разведены до острого угла, корпус выпрямлен, колено вдавлены, живот втянут, плечи отодвинуты назад, так что грудь выпячивается. Руки висят свободно по бокам, по швам. Большие их пальцы направлены вперед, а остальные, несколько согнутые пальцы, сложены вместе. Гимнастика головы и шеи. В исходном положении, руки в талии. Поворачивание головы вправо, влево, вперед, назад. Плавное окружение головою. Фиг 7. Гимнастика туловища. В том же исходном положении. Наклонение туловища вперед и вниз, вправо, влево или назад. Боковое поворачивание туловища вокруг оси. Воронкообразное глубокое вращение туловища. При всех сказанных приемах надо таз держать неподвижно. Лежа без подушки, медленное поднятие и опускание туловища. Гимнастика рук. Из исходного положения. Поднятие и опускание плечей. Поднятие выпрямленных рук вперед, вверх в стороны. 144. Сгибание и разгибание предплечий в разных положениях. Сведение и разведение рук в горизонтальном их положении. Выпрямление сложенных позади рук. Толчия. Пилка. Мельница боковая и передняя. Рубка-косьба. В наклонном положении, упершись о стулья, глубокое сгибание и разгибание рук. Не выпячивать зад. Фиг 7. Гимнастика ног. Из исходного положения, упершись руками о талию. Поднятие и опускание выпрямленной ноги вперед, назад, в стороны. Качание ноги взад и вперед. Круговое вращение ноги. Вращение стопы. Поднятие и опускание тела на пальцах ног. Высокое переменное поднятие колен. Хождение по лестнице. Перешагание через палку, при положении тела фиг. 9а. Медленное одновременное раздвигание и сведение стоп. Тоже, в виде прыжка. Медленное приседание и поднятие. Сложные приемы. Стоя перекладывание гиль с одной стороны на другую. Лежа, поворачивание тела с бока на бок без участия рук. При всех упражнениях, которые производятся руками, надо обращать особое внимание на способ дыхания, чтобы вдыхание соответствовало расширению грудной клетки, а выдыхание ее осужению. Этим путем сильно развиваются легкие, и получается двойная польза. Ввиду важности вопроса, мы помещаем ниже подробное описание главных приемов легочной гимнастики. Легочная гимнастика левосторонняя. Ладонь правой руки прижимается к правой груди в подмышечной линии, а левая рука закинута над головою, более кзади. При этом грудь сильно выпячивается, а туловище наклоняется несколько вправо. В таком поло. Фиг, 8. Женей производят очень медленно и, насколько возможно, глубокое вдыхание через нос, которое на высоте вдоха задерживают по мере сил, затем быстро выдыхают весь воздух через рот. Фиг. Восьмое. Повторяя эту гимнастику 5-15 раз. Правосторонняя легочная гимнастика производится таким же образом, но здесь прижимается левая грудь, при левостороннем наклонении туловища, а правая рука закинута над головою. Примечание. Всем начинающим советую на первых порах не производить задержку дыхания, а приучиться сперва к глубоким вдыханием и выдыханием, затем уже, приобрев в этом и звезд. 145. Наинавык, постепенно все дольше задерживать дыхание на высоте вдоха. Движение локтей кпереди и кзади. Руки упираются от талии. Оба локтя сперва отводятся сильно вперед, затем при глубоком вдыхании откидываются вместе с кистями рук медленно и плавно, возможно, дальше назад, в каковом положении руки пребывают во все время задержки дыхания, наконец, при одновременном выдохе направляются вперед, и так далее. Особенное внимание надо обращать на неизменное положение туловища и головы во все время упражнения. Сведение и разведение рук в горизонтальном их положении. Обе руки подымают горизонтально до уровня над плечей. Тыл рук направлен вверх, а большие и указательные пальцы касаются друг друга. Теперь медленно раздвигают обе руки при постоянном вдыхании насколько можно дальше назад, задерживают здесь руки и дыхание по мере возможности, затем сводят их к первоначальному положению с одновременным выдохом. Сгибание рук при наклонном положении тела. Упираясь ладонями о внутренние края двух поставленных рядом стульев с промежутком между ними в ширину тела, при совершенно выпрямленных в одну линию ногах и туловища, сгибают медленно обе руки, пропуская туловище между ними с одновременным вдыханием, затем задерживают последнее на некоторое время и подымаясь и не изменяя положение тела, производят выдыхание. Фиг. Седьмое. Мельница или глубокое вращение рук. Из исходного положения подымают руки медленно вперед и вверх со вдыханием. На высшей точке производят задержку дыхания, а при задненижнем вращении выдыхания. Во все продолжение упражнения корпус больного должен стоять ровно. Фиг. Девять. Если требуется односторонняя гимнастика, то одна рука упирается о боковую часть груди. Как нафиг. Восьмое. А кругообразное движение производится другую рукою. Друг здравия. Десять. Сто сорок шесть. Поднимание и опускание палки. При исходном положении надо взять в обе руки палку ладонями назад. Фиг. Девять. А. Затем медленно подымают ее с выпрямленными руками вперед и вверх. Б. Производя одновременно вдыхание, пока палка не ляжет позади головы на плечах. В. Где некоторое время ее оставляют, задерживая дыхание. Наконец, опускают руки вперед и вниз с выдыханием. Упражнение с лоржиадером. Этот гимнастический прибор, изобретенный приват доцентом докта. Лоржиадер ОМ в базе ли звездочка. Са. Фиг. Десять. Стоит, как видно, из фиг. Десять из двух деревянных точеных ручек с двумя продольными отверстиями в каждой. Один шнурок, а, прикрепленный наглухо в ручке А, проходит свободно скользя через ручку Б, другой же. Б. Закреплен в ручке Б и про. Фиг. Один один. Ходит свободно через А. Оба шнура заканчиваются, средним числом, пятифунтовыми. Два килогр. Гирями, состоящими из шести, семичугунных, легко снимаемых кружков каждая. Длина шнура каждого, считая от прикрепления к ручке до верхняга края гири, равняется вторых, два арш. Звездочка. Фабрика. Эндла Эндвеба в Штутгарте. Но имеется и у нас в крупных хирургических магазинах. 147. 184 циентиметра. Складные гири дают возможность регулировать их вес, соображаясь силами больного. Все упражнения с лоржиадером следует производить плавно. Из числа многочисленных приемов указываем на следующей, относящейся к отличной легочной гимнастике. Разведение прибора с опусканием позади. При исходном положении, ручки прибора сближены на расстояние одной ручки. Захватив их теперь в обе руки, подымают их, а вместе с ними и шнуры с гирями, медленно вверх. Затем, при вдыхании, разводят руки до крайняга предела и опускают назад до уровня середины лопаток. Здесь задерживают дыхание, а при поднятии и сведении рук производят выдыхание. Фиг. 11. Смотри. Также. Плавание и гимнастику под видом жевания и зевоты. ВСТ. Изжога и зевота. Главкома. Грунастар. Это заболевание глаз характеризуется постепенным усилением внутриглазного давления от нарушения кровообращения и обмена веществ, вследствие чего глаз увеличивается, становится твердым как камень, причем зрачки остаются неподвижными, широко раскрытыми с зеленоватым оттенком, давшим название болезни. Глазное зеркало обнаруживает прижатие и вогнутость глазного нерва. Начало болезни проявляется ослаблением зрения, которое постепенно становится все более неясным, туманным. Вокруг пламени свечи больной видит, напр, радужные круги с преобладанием зеленого цвета. Вместе с ухудшением зрения, доходящего до полной слепоты, больной жалуются на распирающие, более или менее резкие боли в глазу, распространяющиеся на всю голову. Чем раньше пользовать болезнь, тем лучше результаты ее лечения. В запущенных случаях, когда нерв от продолжительного давления перестал уже функционировать, об излечении вообще речи быть не может. Главкома развивается преимущественно в пожилом возрасте, при дальнозоркости и болезнях, связанных с продолжительными приливами крови к голове, особенно при затрудненном оттоке ее. Лечение. Утреннее обмывание тела 18-16 градусов или простынное растирание 24-18 градусов. Вечером, попеременно одну неделю. Один раз верхний пар без холодного обмывания 2 рубля. Нижний пар с вытиранием 16 градусов, остальные дни кругобрюшный компресс 20-18 градусов и вытирание ног 16-14 градусов. Другую неделю. Три раза три, тпили наши 22-18 градусов, один ч. След обмывания тела 20-16 градусов, остальные дни хождения в воде 16-14 градусов, три минуты. Летом паровые приемы заменяются солнечными ваннами с охлаждением головы. Диета, конечно, легкая, нераздражающая. Мясная и острая пища, пряности, чай, кофе и спиртные напитки, а также углекислые. Шипучие. Воды, безусловно, воспрещаются. Иногда приходится применять, сухую диету и местное лечение глаз под руководством физиатра. Глаза. Если всмотреться человеку в открытый глаз, то замечается посредине его черное пятно зрачок. Фиг. 12 шоссе. Вокруг катарага имеется кольцо, окрашенное в голубой, синий, зеленоватый, серый, коричневый, а у альбиносов. Смотри. Даже в красноватый цвет. Это радужная оболочка. Первая. Которая вместе с отверстием в ней, то есть зрачком, покрыта выпуклой наружной, очень твердой. 10 звездочка. 148. Прозрачной роговой оболочкой или роговицей. В. Переходящей далее в белую или синеватую белочную оболочку. С. Глаз, кроме того, покрыт спереди тончайшей соединительной оболочкой. Ф. Загибающейся в виде складки на внутреннюю поверхность век. К задней стороне зрачка плотно прилегает прозрачная чечевица и образное тело хрусталик. Р. Разделяющий. Внутреннюю теолость глаза. На две отдельные камеры, переднюю. И заднюю. А. Наполненные водянистой влагой. Стекловидное тело. Кью. Представляет. Прозрачный, как вода, шар, выполняющий всю заднюю большую полость глаза. Изображение придемтов попадает через роговую оболочку, зрачок и хрусталик на противоположную, весьма чувствительную сетчатую оболочку или сетчатку. Т. И передается посредством находящегося здесь зрительного нерва. А. Мозговым центром для сознательного понимания виденного. Между белочной и сетчатой оболочками помещается сосудистая оболочка. Джи. А внутреннюю поверхность роговой оболочки выстилает тонкая десция метовая или водная оболочка. Е. На рисунке, кроме того, изображены еще следующие части. Оболочка стекловидного тела. В. Хрусталичный канал. С. Шлемов канал. Резничное тело. С его отростками. И. Расположенными в виде венца кругом хрусталика и резничной связкой. Натягивающей сосудистую оболочку. Шесть узких и длинных мышц, отходящих от глаза вглубь глазницы, руководят различными движениями глазного яблока, а седьмая подымает верхнее веко. Над глазами находятся впереди глазницы две гроздовидные слезные железы, постоянно орошающие глаза соленоватую жидкостью. Излишек ее собирается во внутренних углах глаз в слезное озеро, всасывается далее через слезные точки и канальцы в слезный мешок и попадают отсюда через слезно-носовой проток в носовую полость. 149. Вспомогательные органы для защиты глаз составляют веки, ресницы, брови и сальные железки. Гигиена глаз. Приводим здесь 10 заповедей для сохранения зрения и предохранения глаз от заболеваний. Первое. При всякой работе, особенно при чтении и писании, а также при женском рукоделии, обращайте внимание на то, чтобы освещения было достаточно и чтобы свет падал на работу сверху и слева. Второе. Остерегайтесь, чтобы солнечные лучи или ламповый свет не попадали прямо в глаза, а также не раздражайте глаза ярким отраженным светом от снега, белой бумаги и т. Третье. Искусственный свет не должен мерцать, передвигаться или неровно гореть. Вид пламени надо скрывать от глаз посредством ширмы. Четвертое. Самое лучшее для глаз это шары из молочного стекла, тогда как шары и колпаки из мотового стекла с овшлифованными полосами или рисунками весьма вредны для глаз. Так точно не годятся те приспособления, которые совсем не пропускают свет, напр. Зеленые бумажные абажуры и темные стеклянные колпаки, ибо они принуждают глаза к постоянной смене яркага света и мрака. Пятое. Никогда не следует держать глаза очень близко от работы, что весьма часто случается при писании и женском рукоделии и составляет привычку, весьма способствующую близорукости. Шестое. Никогда не следует заниматься мелкой работой в сумерке, так как при этом глаза сильно напрягаются и зрение очень страдает. Седьмое. Если глаза при работе болят или слезятся, если буквы при чтении или письме сливаются, то нужно отнять их от работы и устремить вдаль, лучше всего гдядить в зеленое, и только после некотарага времени взяться за работу. При повторении же совсем приостановить ее. Восьмое. Чтение в лежачем положении, на ходу или во время езды по железным дорогам, в трамвае, на извозчике, не должно иметь места. Эта пагубная привычка вредит глазам так же, как мерцающий огонь. Тоже, после выздоровления от тяжелой болезни надо щадить глаза. Девятое. Очки нужно носить только по предписанию врача, и не постоянно, а пользоваться ими только при надобности, так как очки, при продолжительной носке, всегда ухудшают зрение. Тоже относятся к цветным, синим и дымчатым очкам. Особенно вредны пенсне ввиду раздражения глаз колебаниями стекол и прижатия переносицы. Не меньший вред наносят монокли. Десятое. Не следует, наконец, носить тесных воротников или сильно разогревающей шею одежды. Нужно избегать насыщенного дымом и пылью воздуха и следить за нормальной теплотой у стоп. Кто придерживается сказанных гигиенических правил, тот сохранит свое зрение до глубокой старости. Глаза, воспаление их. Не вдаваясь в диагностические тонкости различного рода воспалительных состояний глаза, мы можем, с практической точки зрения, сгруппировать все воспалительные явления в глазном яблоке и его отдельных частях в два больших отдела заболеваний. Первое. Чистыми снага характера и второе. Зависящих от общих причин. К первой категории относятся поранения и ушибы. 150. Глазного яблока и загрязнения, засорения или раздражения его посторонними веществами или другого рода внешними причинами. Ко вторым общие заболевания, как то золотуха, сифилис, хрон. Отравление металлическими солями, особенно ртутью, подагра, воспаление почек, кори и тому подобное. Состояние, осложняющееся воспалением глаз. При всех вообще острых глазных процессах, необходимо избегать всякого рода раздражителей, вроде едких прижигающих веществ, яркого света, насыщенного едкими газами воздуха, напряжения зрения и всех вообще условий, дающих повод к приливу крови к глазам. Придерживаясь легкой и жидкой нераздражающей диеты, которая должна быть тем строже молочно-вегетарианской, чем сильнее воспаление, надо избегать соленых, острых и пряных пищевых веществ, особенно спиртных напитков. Острое воспаление глаз выражается покраснением их, опуханием век, светобоязнью и явлениями светящихся мушек и цепочек перед глазами. К всему присоединяются боль, рейс, слезотечение, выделение слизи и гноя, закисание и склеивание век. Подобное болезненное состояние, от какой бы причины оно ни происходило, требует применения частых глазных ванн 26-23 градуса 10-15 метров. Или двойных, такой же температуры компрессов на глаза, с заменой при усилении болей. Частые полоскания горла 18-16 градусов и ручные ванны 15-14 градусов 5 метров. Дополняют лечение. Кроме того, надо следить за освободным кишечником и теплотою ног. При холодных стопах, но и вообще для отвлечения крови, необходимо вытирать их холодной водой, производить ножную гимнастику, применять хождение в воде. 32-34 градуса 2-3 минуты. 1. 15-14 градусов, 2-3 минуты. Или ножную переменную ванну 18-160-10 сек. 3-4 раза, чередуя все эти приемы в количестве, соответственно степени болезни. На ночь класть ножные 15-14 градусов и глазные 20 градусов компресса, из коих первые менять раза два за ночь, вторые, когда они резко согреются и усиливают боли. Вместе с улучшением процесса брать воду для ванночек теплее. До 30-35 градусов. А для компрессов все холоднее. До 15 градусов. Тщательно покрывать последнее фланелью и дольше держать, с целью удаления продуктов воспаления. Отвлекающие же приемы все более сокращать. Затем, при выздоровлении, перейти к укрепляющим обмываниям глаз. 18-15 градусов. И 20. градусов глазным ванночкам. 1 разделить на 2-1 мин. Иногда требуется включение осторожного массажа глаз. Смотри воспаление и воспаление век. К самым опасным острым заболеваниям глаз относятся перелойное их воспаление. Смотри перелой. Ведущие, особенно при исключительно местном, несоответственном лечении. Прижиганиями и льдом. К распространению процесса вглубь, разгноению всего глаза и полной потере зрения. К счастью, оно наблюдается довольно редко, так как глаз обладает отличными приспособлениями для самозащиты. В данном случае, кроме вышесказанного пользования, при котором следовало бы на первых порах применять глазные ванны с постоянным притоком воды или более влажные глазные компрессы, необходимо усилить лечение паровыми ножными ваннами с 15 градусов вытиранием ног и 3 опеленаниями, 23-20 градусов 1 ч 2 ч. С последующим 18-16 градусов вытиранием по 2 раза в день. Не менее опасно гнойное воспаление глаз у новорожденных, которое происходит чаще всего от непростительной ошибки мыть лицо ребенка той же водою, которой он купается. 151. Родовая слизь, различные выделения и мыло все это раздражает нежные глаза ребенка и легко вызывает гнойное воспаление, ведущее очень часто к полной слепоте. Мыть лицо надо отдельной чистой водою, а глаза на первых порах слегка прикисленные лимонным соком водою. Один тонкий кружок лимона на стакан 20-18 градусов воды. Посредством гигроскопической ваты, а не губки. Предупредитель на ее же пользование глаз посредством обработки их сулемою и ляписом, как это к сожалению часто практикуется, ведет не только к ужасающему распространению различных глазных болезней, но и к воспалению роговицы с разрушением ее. ПРОФ. ПЛЮГЕРВВЕРНИ Физиатор доктор Хаюслер говорит. Если веки утром склеены, то надо так долго класть согревающие компрессы из летней воды на глаза, пока их удастся раскрыть. Тогда нужно ежечасно или даже каждое, а часа слегка надавливать на веки и разжимать их, чтобы удалить гной. При этом каждый раз впускают по несколько капель 18-14 градусов воды в соединительную оболочку глаз при помощи пипетки капельника. В промежуточное время кладут 18 градусов компресса на глаза, а утром и вечером обмывают ноги 15 градусов водою. При таком пользовании излечивался каждый случай и не пропадал ни единый глаз. НЭП. СРЭ. 1893 номер первое. При резком воспалении прибавляют 16 градусов ножные и 22 градусов кругобрюшные компрессы, чередуя их попеременно по двум, вторых, два Ч. С вытиранием 18-16 градусов остальных частей тела после наложения компресса. Пользование хронического воспаления глаз, которое в редких случаях бывает местное, требует лечения основной болезни. Местное лечение в зависимости от случая. О том, как интеллигентный человек, не обладающий медицинскими познаниями, но знакомый с нашими принципами, может в случае беды успешно применять таковые к делу, свидетельствует следующий случай. 31. Июля 1900 год. Около двух часов дня, во время обточки твердого куска дерева длиною в 35 сантиметров и толщиною в б смотри. Случилось со мной несчастье. Сказанный брусок, под конец, выскочил из муфты и, со стремительной от быстрого вращения силой, ударил мне в левый глаз. В первый момент явилась у меня мысль. Твой глаз пропал. Произведенное мною тотчас же поверхностное испытание поврежденного глаза на остроту зрения показало ослабление таковой настолько, что протянутая моя рука виднелась в неясных очертаниях, как будто через густой туман. Тут-то был хороший совет дорог. Ближайший врач живет в Эльтенбурге и, вероятно, сегодня уже не принимает. К тому же я желал пользоваться безлекорственно. После непродолжительного совещания с содержателем бань, а моим товарищем у Карас, мы пришли к заключению о необходимости принять горячо-воздушную ванну для отвлечения застойной крови и уменьшения опухоли, что и было исполнено в тот же вечер. Предосторожности ради, так как я не мог предвидеть последствия ушиба, я на другой день пошел к местному больнично-кассовому врачу докторус. Хотя от сухой ванны и прочих приемов, о которых я упомяну ниже, опухоль уже значительно уменьшилась и сила зрения в поврежденном глазу улучшилась. Выслушав описание происшедшего и осмотрев ушиб, он воскликнул. По-видимому, удар был ужаснейший. Вся передняя глазная камера залита кровью. 11. Я подтвердил его предположение о силе удара и позволил себе предложить паровую ванну как отвлекающий прием. Досталось же мне за это. Это кайфздор. 11. Сказал он. При таком воспалении применять еще теплоту, это совершенно ложное понятие. Вы приверженец гуморальной патологии звездочка. И исходите. Звездочка. Смотри. СТР. 62 перваго отдела книги ФК. 152. Из принципа. Постхок, Юрго Проптерхок. Этот устарелый взгляд давно оставлен. Впрочем, га. Комидерфер, я не принимаю на себя вашего пользования, так как в данное время нельзя предвидеть, какие последствия повлечет за собою этот ушиб. Пойдите к глазному врачу. И вот я опять застрял со своим опухшим, лишенным помощи, глазом. Что делать? Ободренный результатом предварительного лечения, я сделал то, на что докторс. Не решался, и вечером три. Августа принял опять сухую ванну, опять. Августа мне подтвердил другой врач, что глаз совершенно здоров. Все подробности моего лечения заключались в следующем. Горячо-воздушная ванна продолжительностью по самочувствию одновременно с холодным компрессом на больной глаз. До оставления ванны я заставил горячий воздух действовать кратковременно на больной глаз, дабы растворить застойную кровь и вести ее в общее кровообращение. Вслед за сим влажно-холодное пеленание с глазными компрессами и заключительной прохладной ванной. Кроме того, я носил дымчатые очки в течение этих нескольких дней, жил по-вегетариански, производил вечером гимнастические упражнения при помощи, домашняга-друга 11. Резиновый жгут на роликах. Клал на ночь кругобрюшный компресс, а днем массировал себе глаз, не прекращая свою служебную деятельность ни на единый час. При этом я убедился, что таким пользованием избегается изязвление роговой оболочки, так как ясно, что здесь устраняется застой крови в глазу и поэтому не может произойти нагноение 11. Роберт Каннедерфер. НЭП. Ю. ВЛК. 1900 номер 10. 15. Сентября 1898 год. Явилась ко мне в приемный час 26. Летняя учительница, девица Б, приведенная своим братом. Пациентка сообщила, что она уже два месяца находится в пользовании глазного врача, которому была направлена одним практикующим физиатром, уклонившимся от лечения. После этого она обратилась к председателю нашего общества в Гамбурге, Г. Фиро, который побудил ее консультировать меня. Пациентка перенесла зимою 1897 год. Тяжелый суставный ревматизм, в течение катарага она поглотила громадное количество соли цейла. Летом 1898 год. Она предприняла большое круговое путешествие по Швейцарии, неоднократно промокала, пребывая долгое время в мокром платье, и к концу поездки, заметила слабую туманность перед правым глазом. Это ей было тем более неприятно, что она левым глазом вообще плохо видела. Возвратившись домой, она сейчас начала лечиться, как вышесказано. Глазной врач определил воспаление роговой оболочки, предписал сперва соли цейл, затем иодистый калий. Кроме того назначила, желтую ртутную мазь для введения в глаз по три раза в день. После четыре. Недель он заменил эту мазь атропином. О результате сообщила мне пациентка письменно следующее. Более двух месяцев я нахожусь в пользовании безо всякого улучшения. Напротив, сила зрения все слабеет, или вернее туман становится все гуще, так что я уже не отвечаю предметов. Время это для меня ужасное. Никаких занятий, только как можно больше пребывания на свежем воздухе при помощи провожатого. Доктор Н. Сказал, что я должна сперва на этот глаз совершенно ослепнуть, тогда может быть речь об улучшении 11. В таком виде девица Б. Явилась ко мне. Я подтвердил диагноз воспаления роговицы, а именно в его паренхематозной форме. Вся роговица имела серый отлив, тогда как соединительная оболочка глаза не представляла признаков воспаления. Правая глазная щель меньше левой, так точно зрачок правый сужен. Однако последний, как выяснилось при сильном освещении, был равномерно круглый и несколько реагировал на свет. Осмотр глазным зеркалом был понятным немыслим. Острота зрения на правом глазу ограничивалась распознаванием света и темноты. Боли отсутствовали. Все эти симптомы совершенно исключали участие радужной оболочки в болезненном процессе. Диагноз гласил поэтому. Воспаление роговой оболочки. Задачей моей было ускорить рассасывание выпада роговой оболочки и одновременно предотвратить осложнение воспалением радужной оболочки или образование гноя в передней глазной камере. Поэтому, я назначил три раза в день 180. Личную ванну несколько раз в день введения чистой прохладной воды в глаз, отвлекающие ножные ванны, а также кругобрюшные и икорные компрессы. Три раза в неделю паровое пеленание. Диета вегетарианская. Под влиянием такого пользования, тотчас после первых паровых пеленаний стала отделяться из глаза стекловидная, тягучая слизь в большом количестве, а в белочной оболочке можно было везде заметить образование но. 153. В их сосудах, особенно сильно на верхнем краю роговицы. Через 14 дней последняя настолько просветлела, что пациентка могла читать крупный шрифт и не требовала посторонней помощи во время прогулок. Тогда больная опять пошла к глазному врачу, который полагал, что она на два недели уезжала. Об этом посещении она писала. Врач был крайне удивлен и полагал, что это улучшение произошло от действия иодистага калия, катарага я совсем не принимала. Насколько значительно было это улучшение наилучше яствует из того, что доктор Рен, который раньше всегда говорил о 6-8. месячной продолжительности болезни, теперь выдал свидетельство на 3-4 месяца 11. Постепенно уменьшая количество паровых пеленаний, сперва до 2-х, затем до 1-го в неделю, я заменил их согревающими компрессами на глаз и от времени до времени подвергал последней действию пары из измененного для этой цели ингаляции и он многоаппарата. 26. Октября я начал 3 раза в неделю слегка массировать больной глаз. Улучшение шло постоянно вперед, так что девица Б. Уже один. Января могла вступить в исполнение своих обязанностей. Она на основании моего свидетельства получила еще в течение 6-ти. Неделя уменьшенные занятия. Излечение держалось прочно. Ныне правая роговица не отличается от левой. Оба зрачки черны, одинаковой величины, реагируют исправно на свет, а острота зрения улучшилась до прежней ее силы. Исследование зеркалом показало нормальное глазное дно с несколько расширенными венами, которые находились также и в левом глазу. Таким образом мы, верны нашему принципу, пользование одновременно с местным страданием, также всего человека, устранили продолжительную болезнь, ведущую к неприятным осложнениям, исключительно приемами нашего способа лечения 11. Физиат РФ. Пепки Гамбург. НЭП. 1899 номер 4. Господин Джей. Заболел сильным воспалением радужной оболочки правого глаза с высокой степенью светобоязни и чрезвычайно сильной головной болью. Он обращался к выдающимся окулистам Висбадена, Штутгарта и других мест. Применение аллопатических средств не могло победить эту болезнь. Наступало только, в лучшем случае, временное облегчение и приостановки, которым вскоре следовали дальнейшие возвраты. Он поэтому обратился ко мне, чтобы сделать еще попытку с естественным способом лечения. Применялись следующие отдельные приемы. Первое. Паровое пеленание через день. Второе. Нужные паровые ванны через день, замененные, в дальнейшем, хождением в воде 20-16 градусов 5 минут. Третье. Шейные 18 градусов компрессы на ночь. Четвертое. Прохладные глазные компрессы три раза в день. Пятое. Нераздражающее диета. Успех был поразителен. Воспаление и боль уменьшились значительно и господин Джей. В шесть недель вполне излечился от болезни, которая продолжалась целый год. С тех пор прошли годы без возврата. Физиатор доктор Шрейбер. НЭП. 1892 номер седьмое. Павел М. 41 дробь 2. Лет, поступил в мое пользование с явлениями золотухи. Шейные железы посредственно увеличены, кожа бледна и состояние питания плохое. Левый глаз погиб два года тому назад от золотушнага воспаления, несмотря на пользование двумя специалистами. Правый глаз обнаруживал глубокое помутанение роговицы со значительным понижением силы зрения, так что он распознавал пальцы не далее 8. Футов расстояние. Пользование в моей клинике состояло в следующем. Первое. Три РИП. Линания 24 Ай-3, и паровые пеленания второе. Шейные 22,0 компрессы третье. Три раза в неделю полуванно 26 градусов обливанием и вытиранием. Уже на первых днях железы значительно уменьшились, а роговица постепенно прояснялась. Через 10 дней пациент выпущен с полной силой зрения, но с предписанием продолжать еще некоторое время сказанные пеленания. Фри Теф. 18. Лет из Фарета в Лаузе Ции, получил три недели тому назад перелой и заразил себе гноем левый глаз. Примененные различнейшие аллопатические средства только ухудшили состояние. Осмотр обнаружил припухлость левой глазной впадины, выпячивание глазного яблока и частичное изязвление роговицы. Болезненность значительна, зрения отсутствует. Согласно господствующим принципам, здесь стоял на очереди вопрос об удалении глазного яблока, так как глаз можно было считать погибшим. Для здорового же глаза являлось настоятельное опасение наступления так называемого сочувственного воспаления. Сто пятьдесят четыре. Я лично не имел никакой надежды, и в благоприятном случае надеялся достигнуть сохранения формы глаза, зрение же я считал потерянным. Я начал местное и общее лечение по правилам естественного способа. Были применены восемнадцать. Градусов глазные и шейные компрессы, затылочные души посредством ирригатора, три дробь четырех пеленания и нужные паровые ванны. Через две недели я отпустил больного с улучшением состояния, предписав ему продолжать это лечение на дому. Когда, три недели спустя, пациент представился мне, он мог уже читать крупный шрифт. Осталось еще помутнене. Роговицы, но я уверен, что при дальнейшем лечении, состоящем в осторожном массаже глаза одновременно с общим пользованием, достигнется прогрессивное улучшение зрения. Физиатор доктор Шрейбер во Франкфурте на Мейне. НЭП. 1890 G&N4 и 5. Смотри. Также два. Историю болезни при СТ. Ожоги. Засорение глаз случайно попавшими в складку соединительной оболочки насекомыми, частицами пыли, угля и тому подобное. Инородными телами лучше всего устранить при посторонней помощи, отянув век и удалив попавшую частицу при помощи кончика платочка или скрученной в заостренную трубочку бумажки. При застрявшей металлической или тому подобной острой частице, которую домашним способом удалить не удается, класть примочки из прохладной воды и производить отвлекающие приемы. Вытирание ног, хождение в воде, ножные переменные ванны и компрессы. Для ограничения воспаления до прибытия врача. Часто случается, что при таком пользовании, организм сам выталкивает постороннее тело, иногда при помощи нагноения. Сказанные примочки или среднесогревательные компрессы, хотя бы из умоченного в воду угла носового платочка, покрыта гаостальной сухой его частью, необходимо применять и после удаления всякого инородного тела. Существует множество способов извлечения попавших в глаз частиц. Один из лучших состоит в следующем. Захватив пальцами верхнее веко за ресницы и оттянув его край подальше от глазного яблока вперед и вниз далеко поверх нижнего века, быстро выпускают здесь последнее из пальцев, которое при обратном движении вверх оставит инородную частицу на наружной стороне нижнего века. При засорении нижней соединительной оболочки подобного приема не требуется, т. Нижнее веко легко доступно для осмотра и очистки. Немецко-американская аптечная газета сообщает следующий врачебный совет. Несколько лет тому назад я ехал на паровозе. Когда машинист открыл переднее окно, мне влетела частица сажи в глаз, производя сильнейшую боль. Видя, что я начал потирать этот глаз обеими руками, машинист посоветовал т.е. реть лишь здоровый глаз. Я последовал совету и вскоре почувствовал, как зернышко сажи медленно подвигалось ко внутреннему углу глаза, а когда я после непродолжительного трения взглянул в зеркало, то частица сажи оказалась уже на моей щеке. С тех пор я неоднократно применял этот прием с полным успехом и советовал его другим с тем же результатом, за исключением разве тех случаев, когда попавшая частица настолько остра, что врезывалась в глаз и потребовала хирургического удаления. Известно, как вредно действует известь, когда она случайно попадет в глаз. Чистая вода ухудшает состояние, но примочки из сахарной воды, своевременно примененные в дело, вполне нейтрализуют вредные свойства извести вследствие Абра. 155. Завание известкового сахарита, не оказывающего ни малейшего вредного влияния на оболочки глаза. Смотри 2. Историю болезни при СТ. Ожоги. Глазные ванны. Наполняют блюдечко или лучше, согнутую ладонь, и погружают в нее глаза, раскрыв их под водою. Гораздо удобнее приобрести специальные глазные ванны «Звездочка», устроенные в виде стеклянной рюмочки с краями, отшлифованными соответственно кривизне глазницы. Наполнив ванночки водой и нагнувши голову, прижимают их к глазам, затем забрасывают голову назад и открывают глаза. Если последние раздражены, то следует употреблять темнага, молочнага, цвета глазные ванны или же смотреть в плохо освещенное пространство. Глазные ванны применяются в температурах от 16-40 градусов при различных болезненных состояниях глаз. При остром воспалении, например, температура воды колеблется между 28 градусов и 23 градусов, продолжительностью до 1, а часа, с частой заменой воды. При слабости зрения 23 градуса, понижая по W в день до 16 градусов, 2-1 минута. При хронических воспалениях и выпадах 29-30 градусов, плюс от 2-5 мин. Для более продолжительного орошения глаз водою с возможностью постепеннага повышения или понижения ее температуры, имеются глазные ванны. Швейгера. С притоком и отливом воды, как при ниже описанном глазном душе. Глазная ванна, переменная, устраивается таким же образом, но здесь ванночка из теплой воды заменяется точас такой уже из. Холодной воды. Смотря по надобности, производят несколько таких. 30 градусов 1 минута. Ай! Двойных перемен на пр. 1-3 раза. Они в соответственном случае весьма ценны, ибо улучшают иннервацию, кровообращение и питание в ослабленном глазу, при JTD доставляя средства довольно сильные, если разница темпе, а яшноротур более резко. Сказанные выше швейгеровские вертикальный слэш и глазные ванны для этой цели весьма удобны. Джей! Глазные души. Главную часть глазного душа соста является специальный наконечник из твердага-каучука, снабженный мелкими дырочками на верхнем его срезе. Джей! И от этого душевого наконечника идет резиновая трубка, вертикальный слэш, вертикальный слэшей, которая либо соединяется с наполненной водой у кружкой, вертикальный слэш знак регистрации, эсмарха, фиг, 25, либо при посредстве гуттаперчевой вертикальный слэш дужки, перекладывается через край стакана, погружаясь один в воду. В последнем случае для приведения аппарата вертикальный слэш в действие необходимо присосать воду в том у наконечника, дабы получить непрерывное, наподобие си, знак регистрации, фона, ее истечение. В хороших приборах включен, джей, трубку-резиновый мячик, фиг, 13, переменным нажавут, айтием на который получается такое, необходимое для действия, разрежения воздуха. Кружка или стакан устанавливаются не выше. Горшина от головы больного, а фиг К-13, наконечник держится на близком расстоянии от открытого глаза. Температура воды сходна с указанной для глазных ванн, но действие душа более сильно. Звездочка. Имеются в аптечных складах и магазинах хирургических инструментов. 156. Глисты круглые. Струнец обыкновенный составляет самый распространенный вид этого рода глистов, весьма подобных на дождевых червей. Он проживает обыкновенно в тонких кишках, редко когда вызывая неприятные явления, но когда он сильно размножается, то может причинить довольно опасные состояния. Имеются даже наблюдения смертельного исхода от заползания глистов в гортани желчные ходы. Так, Напр. Доктор Н. Парфианович в Калуге сообщил случай скоропостижной смерти, явившейся от удушения круглыми глистами. Вскрытие дало слабо выраженные изменения, свойственные асфиксии. Кроме того, найдены круглые глисты в носу. Первое. В левом углу рта. Первое. Желудки. Первое. И тонких кишках. Четвертое. Наконец, под приподнятым надгортаником, у входа в гортань, найдены еще четыре, свернувшиеся круглые глисты, закрывшие просвет гортани. Доктор Блуменал описывает во Враче 11. 1894. Следующие три случая смерти. Один из них касается 22. Летнего малокровного солдата, заболев шагово с палением легких. После выздоровления наступило внезапное смертельное кишечное кровотечение. Вскрытием обнаружено в кишечнике около ста штук. Круглых глистов, которые раздражением кишечных стенок вызвали кровотечение. У другого молодого солдата смерть наступила от закрытия дыхательного горла свертком круглых глистов, а в третьем случае смерть произошла от проникновения круглого глиста в желчный ход. К различным расстройствам, находящимся в зависимости от глистов, относятся вздутие живота, круги под глазами, скрежетание зубами во время сна, тошноты, зуд носа, головные боли, приливы крови к голове, одышка, судороги и даже повышение температуры. Физиатрика не применяет весьма ядовитого сантонина, а дает клизму в 28 градусах в 2-3 стакана с примесью третьей части молока, по 3 раза в день. Запрещает мясную и молочную пищу, а также булки, хлеб и тесто, дает в изобилии сырые яблоки, морковь, ягоды, орехи, миндаль, хлеб со трубями и ежоночно применяет кругобрюшный 18 градусов компресс. В упорных случаях следует применить лечение, указанное для ленточного глиста. Проживающая в ательёле 38 летняя девица К.С. Пользовалась у меня довольно продолжительное время. Ее здоровье обыкновенно плохое и она часто страдает кишечными недомоганиями весьма неопределённого характера. Жёлтая окраска ее покровов и частые позывы на рвоту неоднократно заставляли меня предполагать застой в печени, вследствие чего я ее два года под окторят посылал в виши, где она пребывала по 3-4 недели. Всё же остались более или менее сильные боли в левой стороне поперечно-ободочной кишки по-прежнему, а также тупые или резкие колики, сопровождающиеся то запором, то поносом. По временам раздувался живот, дыхание становилось зловонным и наступала рвота. Ко всему этому присоединилось исхудание. Сон ухудшился, глаза потускнели, окружились тёмным ободком, и лицо приняло весьма выраженную свинцовую окраску. Однажды, находясь в клозете, больная извергла рвотую одного круглаго глиста. Тогда я предписал ей употребление тыквенных семян, приготовленных с сахаром, которых она в течение трех дней приняла 120 грамм. Под влиянием этого средства вышла из нея, в два раза, всего 25 длинных глистов безо всяких болезненных симптомов, кроме поноса, который продолжался двое суток, звездочка 1. Доктор. Мэтт. Мэзер. В Париже. Эфар. Хик. Пле. 1902 номер 3. Я привел данный случай только для иллюстрации большого количества глистов, которые могут давать повод к различным ложным диагнозам и ложным способам лечения, а также в 157. Подтверждение благотворного действия наших пищевых глистогонных. В остальном удалось бы любому физиатрическому врачу при отсутствии каких-либо прочных диагностических опор, излечить такую больную, и то в самое короткое время, так как средство физиатр. Лечение, направленное даже на мнимое печеночное страдание, безусловно оздоровили бы весь организм и удалили бы, под влиянием вегетарианской диеты непрошенных гостей, чувствующих себя прекрасно в испорченных его соках. Глисты ленточные, так названные вследствие их мягкий знак узкой лентообразной формы, состоят из громадного количества белых, плоских члеников, которые иногда при испражнении отходят, служа самым верным доказательством присутствия, солитера 11 в кишечнике. Также и эти глисты не производят иногда ни малейших болезненных явлений, но всегда ухудшают общее питание организма. Из болезненных, вызываемых ими, припадков, укажем на следующее. Ощущение разнообразных острых, сосущих, ноющих мягкий знак болей в животе, особенно у пупка. Ощущение, как будто что-то слева подходит к горлу и опять опускается. Волчий голод при общем исхудании. Явление желудочно-кишечного катара. Частое онемение пальцев рук и ног. Головокружение, головная боль, тошноты, слюнотечения, различного рода судороги, расстройство слуха и зрения, межреберные невральгии и тому подобное. Различают, главным образом, три сорта ленточных глистов. Первое. Вооруженная цепень. Тейниасолиум. Общей длиною 2-31 разделить на 2 метра, членики два раза длиннее их ширины, головка вооружена хоботиком с венчиком из острых крючочков. Второе. Тученый и краткая невооруженная цепень. Тейниасоджената-С. Мадиакана-Хата. 7-8 метров. Членики почти такие же, но мясистия, головка без крючков и венчика, оснабжена четырьмя присосками. Рисунок древовидных разветвлений на члениках очень тонкий и густой, тогда как эти разветвления в предыдущем виде более широки и в меньшем количестве третье. Широкий лентец. Батриосефалас-Латас. Длиною 5-8 метров. Членики очень широкие и короткие с резко-темной точкой посередине. Мясная пища, особенно сырое или плохо прожаренное мясо, способствует переноске ленточного глиста. Нельзя не указать здесь на непростительную привычку держать кошек и собак в комнатах, особенно как игрушка для детей. Не говоря уж об опасности заразиться водобоязнью, но собаки содержат в носовой слизи множество паразитов и глистов, из которых самый опасный для человека, так называемый собачий глист, эхинокок, при целовании и лизании легко попадает в пищеварительные органы человека, а отсюда особенно часто заползает в печень, вызывая необходимость в оперативном вмешательстве с очень частым печальным исходом. Смотри печень! Хотя лекарственное лечение обладает средствами для изгнания солитеров. Папоротник, камала, гранатовая кора, кусо и т.д. Но все они опаснее сама глиста, ибо расстраивают, в самом благоприятном случае, на долгое время желудок, кишечник и нервы. Воле уже предпочтительно гомеопатическое средство, панна. Физиатрика начинает лечение обыкновенно в то время, когда замечается самовольное отторжение члеников, предписывая на не. 158. Сколько дней подготовительное лечение диетой, состоящей из легких супов, кашиц, особенно крупнозернистых, хлеба со трубями. Смотри диета вегетарианская. К всему возможно больше сырых фруктов, ягод, моркови, редьки, компотов, тогда как мясо, мясные отвары, тесто, молоко и сладости воспрещаются. Воду пить по желанию, но немного. Кроме того, надо ставить клизмы по трем раза в день и класть на ночь согрев. Компрессы, как указано в предыдущей статье. Наконец, включают более острую пищу, как кислая капуста, соленые огурцы, селедка, маринованные баклажаны, лук, чеснок и тому подобное. И приступают к собственно глистогонному лечению, состоящему из приема сырых, по возможности свежих тыквенных семян, освобожденных от шелухи, которые можно есть безо всяких приправ в количестве 180 грамм в течение двух дней, но и с примесью сахара или фруктового сока. Ремер советует взять 70 грамм очищенных семян, которые вместе с половинным, приблизительно, количеством какао и незначительной примесью с моченага водой у сахара толкут в ступке до получения мягкой массы, из коей приготовляют 15-20 лепешек, которые после приема ложки прованского масла с лимонным соком принимают по одной штуке. Каждые 10-15 минут. Неоднократно наблюдали отхождение глиста после усиленной фруктовой диеты. Земляника, ежевика, красная смородина, яблоки. Вместо тыквенных семян можно выпить натощак молоко из двух-трех кокосовых орехов и есть сам орех в течение дня. Особенно в детской практике этот орех и морковь составляют весьма симпатичное лечение. В случае надобности можно их протереть на терпке и смешать с сахаром. Так продолжать дня два, пока не отойдет весь глист с головкой, сидящий на нитеобразном окончании. После этого необходимо в течение нескольких дней питаться слизистыми супами и кашицами и класть на ночь согревательные кругобрюшные компрессы. 30. Декабря 1895 год. Представилась мне дама 51. Года от роду. Она доносила 6. Детей и имела три выкидыша между ними. Год как месячные прекратились, исчезая постепенно безо всяких болезненных ощущений. Однако много уже лет она замечала разнообразнейшие нервные явления. То там, то здесь легкие покалывания, потягивания, боли. Особенно правая рука проявляла временами паралитические симптомы. Последние четыре недели все сказанные недомогания усилились до невероятных размеров. Сперва появляется зуд или ползание мурашек в пальцах, переходят на всю, совершенно не имеющую кисть, и распространяется до локтя, который от боли судорожно подергивает. Зуд держится весь день, усиливаясь к вечеру настолько, что больная проводит бессонные ночи, корчась в постели. От этого пострадал весь организм. Она стала в высшей степени нервной, пугливой, чувствительной ко всякому шороху, страдая безустанной болью в лобноголовной части. Других недомоганий не ощущает. Стул отличный, ежедневно по двум разам. Жизнь для нее мученье. Будучи приверженцем нашего способа, она многое испробовала, но все напрасно. Пациентка была низкого роста, тучной дамой с нервными манерами. Глаза тусклые, цвет лица бледный. Осмотр внутренних органов не дал ничего особенного. Так как существовало явно выраженное чувство опоясывания, то я сперва подумала о спинномозговой сухотке, но для этого требовалось на личности прочих симптомов, которые однако отсутствовали. Два года назад больная упала и сильно ушиблась в затылок, и у меня явилось подозрение на сахарное мочеизнурение, но моча содержала. Геа звездочка. Белка вследствие плохого обмена веществ, но сахару не оказалось. Тогда я высказала предположение о ленточном глисте. Однако пациентка имела лишь в детстве круглые глисты, затем уже ничего. Звездочка. То есть больше чем, 2 грамма по 1000 гр на 1 литр мочи. ВК. 159. Более в этом роде Н. Замечала. Она не питалась сырым мясом, не имела ни рези в пупочной области, ни тошнот, а также никогда не наблюдала отхождение члеников глиста. Сильно обложенный язык и, указывающие на расстройство пищеварения, лобноголовные боли заставили меня, несмотря на хороший стул, предполагать страдания кишечника, соединенное с тяжелым нервным состоянием. Так как весь этот случай остался неясным, то я потребовала приезда этой иногородной больной для 8-10. Вневнагонаблюдение. Она прибыла. Я посадила ее на строго вегетарианскую скудную диету, предписала ей для воздействия на кровообращение общий массаж и горячие восходящие ванны с целью выделения болезненных веществ. То есть общее, слегка побуждающее и выделительное пользование. Успех состоял в том, что моча очистилась и боли в правой руке несколько уменьшились. Диагноз все же остался темным, несмотря на то, что я больную почти ежедневно вертела во все стороны, выслушивала, выстукивала и осматривала со всех концов. Я отправила ее затем домой с предписанием продолжать массаж, обкладывать больную руку еженочно-компрессом и придерживаться строго вегетарианской диеты. 21. Марта больная опять явилась ко мне. Она чувствовала себя отлично, сон хорош, нервных болей почти что не было. При этом она сообщила, якобы мимоходом, если мне это интересно, что уже две недели, как она замечает отхождение членников ленточного глиста. Сперва появлялись большие куски, теперь меньшие и более узкие. Таким образом сомнения в диагнозе рассеялись. Предписание гласило. В течение восьми дней ежедневно два клистира 18 градусов, на ночь кругобрюшный компресс 20. Градусов диета. Хлеб с отрубями, сырые яблоки и тертая морковь. Каждое утро натощак ложку тыквенных семян, отваренных в двух ложках прованского масла. Следующий прием пищи не раньше двух часов. Дня четыре спустя прибыл в Лейпциг пакет на мое имя с пояснением. Присем зверюка. Этот зверь оказался прекрасным экземпляром батриосифолаз латос, длиною в пять метров с головкой. 21. Апреля пациентка представилась мне бодрой и цветущей. О каких-либо нервных болях и помину нет. Из этого описания следует, насколько природа работает правильно в организме, если поставить его в здоровые жизненные условия. Скудная вегетарианская диета пошла чрезмерно упитанной дамя впрок. Безо всякого дальнейшего врачебнага воздействия, природа, распобужденная к деятельности, работала далее самостоятельно, изгнав болезнетворного бунтовщика ленточного глиста наружу. Возможно даже, что при дальнейшем продолжении одной только вегетарианской диеты он отошел бы полностью, без надобности в применении специя льнага лечения 11. Физиатор Мария Фойкт в Лейпциге. НЭП, Ю. ВЛК. 1896 номер шестое. Глисты нитевидные, острицы. Они проживают в толстых кишках и вызывают сильный зуд и щекотание в заднем проходе, а также поносы. Дети и женщины страдают ими более всего. Заползая из заднего прохода, в половые органы, они производят здесь раздражение, нестерпимый зуд, различные сыпи и выделения. Бели. И дают частый повод канонизму. Хорошо действуют клистеры из одного, двух стаканов холодноватой воды, 18-15 градусов, подслащенные сахаром, вместе с которой они удаляются. Женщины должны, кроме того, промывать влагалище 27 градусов водою, а дети принимать плоские сидячие ванны 28-26 градусов до 10 минут. Смотри. Три хины. Глухота и глухонемота. Эти заболевания часто связаны вместе, особенно в тех случаях, когда ребенок утратил слух до 6-7 летнего возраста, и происходит либо от врожденного недостатка слухового аппарата, либо вследствие каких-нибудь тяжелых общих и местных заболеваний, как то золотуха, корь, скарлатина, оспа, дифтерия, мозговые болезни, воспаление и катар среднего уха и прочее. При потере слуха у старших детей и взрослых от тех же причин наблюдается только глухота, говор же остается почти неизменным. Врожденная глухота пока неизлечима. Глухих детей Абу. 160. Чают грамоте и звуковой речи в специальных заведениях. Лечение глухоты смотри. Ушные болезни. Гнойники или абсцессы. Последствием различных воспалительных явлений может явиться образование гноя с более или менее значительным скоплением такового в подкожной клетчатке, мышечных влагалищах и различных органах и полостях человеческого тела. Такой гной бывает густым, желтоватым, похожим на сливки и не издающим запаха, тогда он считается доброкачественным, в отличие от жидкаго-зеленоватого, обладающего неприятным запахом злокачественного гноя, в котором примешаны продукты разложения и распада. Различают горячие и холодные абсцессы, из коих первые составляют результат остроговоспаления, обыкновенном здоровых людей, вторые же происходят от хронического воспаления у хилых, истощенных и худосочных больных. Всякого рода нагноительные процессы, а особенно холодные гнойники, имеют продолжительное течение и требуют безотлагательного усиленного пользования, дабы, смотря по стадии болезни, либо рассосать гной, а это, несмотря на общепринятое противное воззрение, доказанным образом, возможно звездочка, либо способствовать вскривгию его наружу. Лихорадочный жар, являющийся при рассасывании, как ясное доказательство гнойнага содержимого опухоли, не представляет для нас опасности, ибо вступившие в кровообращение гной и распад мы в состоянии удалять оттуда приемами нашего лечения. Если же абсцесс вскрылся наружу, то необходимо продолжать местное лечение компрессами и варками, одновременно с легкими отвлекающими и очищающими кровь приемами до полного заживления, которое должно совершаться постепенно по мере образования гранули цианного процесса, идущего по направлению из внутреннер наружу. Если не пользовать ранку высасывающими влажными компрессами, то она вскоре заструпится и закроется, гной опять скопится в глубине и новый абсцесс готов. Во избежание такого преждевременного зарастания, приходится часто прибегать к введению в рамку морлевага-фитилька для разъединения раневых краев. Лечение глубоких гнойников состоит в местном пользовании наподобие указанного для нарывов, со включением общага лечения по типу. Отравление крови, золотухи и тому подобное. Причем молочно-вегетарианская диета, исключающая пряности, яйца и спиртные напитки, играет выдающуюся роль. При холодных абсцессах приходится иногда прибегать к местному применению шотландского душа или переменных горячо-холодных компрессов для перевода их в жизнедеятельное острое состояние. В отдельных случаях для ускорения рассасывания прибегают к применению относительно сухой диеты. Где однако глубокое положение гнойника и обилие гноя при большом малокровии и упадке сил не позволяет рассчитывать на успех рассасывания, там вступает в силу хирургическое ОПО. Звездочка. Если существует нагноительная лихорадка при наличности всех симптомов гнойного выпада, и если, несмотря на то, гнойник рассосался, нельзя же в угоду принципу, по которому гнойники при общепринятом лечении не могут всасываться, говорить. Значит, там не был гной. Конечно, чем гуще гной и чем дольше существует абсцесс, тем более разрушено окончание всасывающих сосудов и тем менее шансов на всасывание. 161. Орожнение мешка, одновременно с дальнейшим физиатрическим лечением, без катарага успех операции всегда ненадежен. Антонс. 13. Лет, три последних месяца страдал накпоительными процессами, которые начались повышением температуры и образованием гнойного воспаления клетчатки левой кисти и правого бедра. Абсцесс по кисти прорвался при домашнем лечении и рука выздоровела, но бедро продолжало болеть и увеличиваться, не позволяя бедному мальчику производить ни малейшего движения, отымая сон, аппетит и силы. Солицейл, Кузьмичева трава, иот и различные втирания не помогали, а на операцию родители не соглашались. 1. Ноября 1897 год. Я пометил этого крайне истощенного лихородящего мальчика, который три месяца лежал неподвижно на спине. Температура тела 39 градусов, пульс 132. Вся, несколько согнутая в колене, конечность покоилась на подушках. Мышцы стопы и голени исхудали, превратились в сухожилия. Отеки лодыжки и вдоль больше берцовой кости. Вся область от колена вверх представляла покрасневшую, твердую бесформенную массу крайне болезненную при надавливании, будучи при этом по меньшей мере в двух раза толще, чем здоровое бедро. Эта налитая твердость простиралась и далее вверх по правой стороне живота и доходила до нижних ребер. Я назначил. Утром, обмывание здоровых частей тела 16 градусов. Вечером попеременно. Один день сложная 3-4 пеленания 20 градусов, два часа и обмывание тела 16 градусов, другой день полуванно 28. 20 плюс 20 минут. Остальное время бедренный компресс 16 градусов по 4 часа. Диета. Исключительно молоко, фрукты и овощи. 9. Ноября. После первых двух ванн болезнь якобы бросалась в разные стороны, усилились боли и бессонница. Затем постепенно стало лучше. Чувствительность бедра при ощупывании уменьшилась. Температура почти нормально, пульс 128. Над коленом образовался волякообразный, синеватый полукруг с двумя небольшими местами размягчения, под которыми явилось уже разжижение. Я велел утром и вечером обмывать позвоночник 12 градусов и класть два раза в день паровые компрессы по 1 час. На место разжижения, остальное время применять только согревательные 1Б. Градусов компрессы с клеенкой, вокруг больного бедра. Утром 24. Ноября здесь вскрылся гнойник и до вечера вытекло громадное количество жидка гогноя, я же, посредством осторожного поглаживания по направлению от паха до колена, удалил еще две полные глубокие тарелки зеленого гноя консистенции сметаны. Самочувствие хорошее, но больной несколько более ослабел. Пульс 124. Стопа и голень менее отекши. Предписано продолжать постоянно по 3 часа. Меняемые корпорейшн компрессы, обмывать позвоночник утром и вечером и класть днем 12 градусов компрессы на сердце по 9 метрам. В течение часа. 2 декабря. Пульс 120, более нет. Я в первый раз переложил больного на левый бок. Нога в колене весьма незначительно подвижна с порядочной болезненностью при попытках движения. Дно и отеков уже нет, но колено еще утолщено. Опухоль правой стороны живота вследствие уменьшения объема бедра, выдается более рельефно. Утром вытирание позвоночника и живота 13 градусов. Кроме того, попеременно, один день. До обеда компрессы на сердце, а вечером кругобрюшный компресс 16 градусов на 2 часа. Другой день. Ванна 28 плюс, 10 метров. С 20. Числа больной стал уже сам поворачиваться. Дно и скопилище уменьшилось, живот стал мягче. Я предписал усилить кругобрюшные компрессы, меняя их постоянно каждые 3-4 часа. Кроме того, производить пассивную гимнастику колена с последующим согревательным компрессом во избежание воспаления. 16. В феврале гнойник вскрылся над бедренным суставом и вытекло более 2 стаканов все рога гноя. Пульс слабый, неровный, меняется в силе и ритме, но мальчик видимо поправляется. Утром обмывание всей спины 13-14 градусов. Один день, днем компрессы на сердце и вечером вытирания тела по частям. Другой день, днем поколачивания спины. Г-2 мин. Вечером полугон на 28 градусов до 15 мин. Местный компресс на рапке менять по мере надобности. До 5. Марта мальчик начал передвигаться, хотя еще с трудом, а затем стал ходить хорошо при помощи палки. Сердце работает хорошо. Сгибание колена затруднительно. Я назначил. Утром обмывание спины 13 градусов. Днем, то компрессы на сердце, то поколачивание спины. Вечером 2 рубля. В неделю пеленание 22 градуса грелкой у ног до просыпания, а утром обмывание тела по частям 14 градусов. Один раз полугон на 28, вертикальный слэш, вертикальный слэш, 15 метров. В ней часто обмывать 16 градусов. Водою одну часть тела по другой, погружая ее обратно в ванну. Остальные дни обмывания тела 14 градусов. Гимнастика колена. С 18. Апреля больной ходил уже отлично, хотя подвижность коленного сустава осталась ограниченная до острога угла. Друг здравия. 11. 162. 22. Июня 1900 год. Я случайно видел его принцип пала, который мне сообщил, что мальчик по-прежнему у него служит и вполне здоров. Головная боль представляет чрезвычайное разнообразие в симптомах, зависящих от несчетного количества различных причин, поэтому лечение ее может только в том случае иметь успех, если оно направлено на устранение сих причин. Как нелепо поступают те, которые приемом феноцетина или антиперина заглушают боль. Причем с каждым следующим подавлением ее, болезнь все более укореняется, а пищеварение, нервы, сердце и силы отсказанных средств все более ухудшаются, уподобляясь тому несчастному, который в желании заглушить, забыть свое горе, предался пьянству, а утром проснувшись, еще сильнее чувствует свое несчастье с прибавлением тяжелаго помрачения сознания, тошнот, расстройства пищеварения и убийственного самочувствия. Чтобы разобраться в многочисленных причинах головной боли, привожу здесь некоторые ее главные типы. Первое. Голозная боль анамичная это тупая, давящая боль в макушке с ощущением пустоты, шума и холода в голове, с бледностью лица, частыми потемнением перед глазами, головокружением и обмороками как симптом малокровия мозга. Смотри. Малокровие, мозговое малокровие. Угар. Лечение. 2-3 раза в неделю обмывание головы 30-31 градус 5 минут. Вслед слить ческувшина 22-20. Градусов воды по голове, осушить и тщательно обвязать голову фланелью. Частое обмывание лица комнатной водою. Низкое положение головы во время сна. Лечение основной болезни. Второе. Головная боль конгестивная, распирающая, с покраснением лица и глаз, горячую головою, пульсацией шейных и височных артерий, шумом в голове, светлыми точками, искрами перед глазами от прилива крови к голове. Лечение. Диета молочно-вегетарианская. Из мясных блюд допускается только белое мясо и супы из него. Спиртные напитки, острая и пряная пища воспрещаются. 2-3 раза в день хождения в воде. 16-14 градусов 5 минут. Или при. 33-34 градуса 2 минуты. 1. Холодных ногах, ножная переменная ванной. 1. МРБДжей 3 раза, сидячая ванна 23-22 градуса 5 минут. Или кругобрюшный компресс 18 градусов 1 час. 2-3 клизмы в день 20-18 градусов 2 стакана. 3. Легкая гимнастика с глубоким вдыханием. 4. Массаж шеи от ушей вниз. Вот приемы, которые можно чередовать, выбрав самые подходящие из них. 5. Кроме этого, надо лечить причинные условия. 6. Брюшное полнокровие от геморроя или маточных заболеваний. 7. Холодные ноги. 8. Различные заболевания сосудов, сердца, легких и шеи, утруждающих правильное кровообращение. 9. Избегать усиленного умственного труда, ношения тесной одежды. 10. Корсеты. 10. Излоупотребление спиртными напитками и пикантной, пряной пищей. 11. Смотри мозговое полнокровие. 11. При головных болях во время острых инфекционных заболеваний делают продолжительные головные ванны 22-20 градусов или часто меняемые 18 градусов компресса вокруг головы и на затылок при одновременном общем лечении. 3. Головные боли ревматические и нервные с резкими сверлящими, ломотными болями, причем даже кожа головы чувствительна. 163. Предотрагивая. 1. Первые продолжительные, занимают всю голову, вторые являются припадочно, ограничиваясь большей частью одной стороной у головы. Здесь самое лучшее средство составляет теплота, в виде продолжительных головных 22 градусов компрессов, головного пара, головной ванны, 29 и плюс 10 метров, или теплого обмывания головы, 30-31 градус 10 метров. С последующим ополаскиванием 24 градуса 1, кувшина, осушкой и тщательным укутыванием ее. Душевный и телесный покой. Лечение основной болезни. Смотри. Эпохондрия, истерия, мигрень, нервность, анонизм, ревматизм. 4. Головная боль гастрическая – это тупая, давящая боль во лбу, являющаяся особенно после диетических погрешностей. Диета жидкая. Слизистые супы из овсянки, ячменной крупы, геркулес, риса, сага, тапиока, кашки, кисели, сухарей. 2-3 рубля. В день клизма 26 градусов 3-4 стакана с последующей каждый раз, тонической клизмой 16 градусов КБ стакана. Круга бревитной 18. Градусов компресс на ночь, при надобности и днем на 2 часа. До обеда сидячая ванна 20-18 градусов 2 минуты. С растиранием в ней живота. Смотри. Вздутие живота, желудочно-кишечный катар, запоры, понос. Пятое. Головные боли от различных других причин отличаются большую частью своей продолжительностью. Смотри. Головно-мозговые. Опухоли, воспаление и кровоизлияние. Мочекровие. Почки. Воспаление их. Сифилис. Головная ванна. Больной лежит на кровати или на тюфике, помещенном на полу, без подушки, причем вся задняя часть головы погружена в подставленный таз с водою, на дне коего положено полотенце, обхватывающее голову от лба до затылка. От времени до времени следует обливать голову по полотенцу. Прохладные, кратковременные головные ванны применяются для укрепления волос, хуже и мозга, а продолжительные при воспалительных процессах в покровах головы и в мозгу, приливах крови и кровоизлияниях в головной мозг. Теплые и горячие головные ванны имеют свое показание при малокровии мозга, при малокровных, нервных и ревматических головных болях, при заболеваниях волос и кожи, наконец во всех случаях, когда требуется усиление циркуляции крови и обмена веществ в голове. Поэтому этот прием обыкновенно заканчивается ополаскиванием головы прохладной водою с обвязыванием ее шерстяным платком. Головной мозг, этот великий администратор нашего организма, заложен в полости черепа, представляя мягкую, белагоцвета массу, покрытую серой корою с тремя наружными оболочками. Мягкой, паутинной и твердой. В мозгу берут свое начало все сознательные ощущения и действия, все волевые импульсы, исходящие из центров, заложенных в мозговой коре, представляющиеся нам с большим количеством извилин. Фиг. 14-15. Чем больше последних, тем больше поверхность мозговой коры и тем более умственно развит данный субъект. Каждому отделу мозга присуща различная деятельность, так напр. Большой мозг, именно серое его вещество, заведует психической частью, то есть мышлением, сознанием, свободную волею и движением. Средний мозг управ, 11 звездочка, 164, ляет преимущественно зрением, а малый мозг или мозжечок с его древовидными разветвлениями. Древо жизни. Дает возможность совершать правильные движения. От продолговатого мозга, переходящий год дальше в спинной мозг. Смотри. Зависит деятельность легких, сердца, печени и другие. Внутренних органов, поэтому повреждение его ведет к моментальной смерти. Вес всего мозга составляет в среднем. У мужчин 1360-1375 грамм, у женщин на 100-130 граммов. Меньше. От головного мозга исходит 12 пар нервов, а именно. Первое. Обонятельный нерв. Второе. Зрительный нерв. Третье. Нерв, заведующий движением глазных мышц. Четвертое. Блоковый нерв, управляющий возведением глаз вверх. Пятое. Тройничный нерв с двигательными корешками преимущественно для жевательных мышц и мышц верхней части глотки, и чувствительными тремя ветвями, распространенными в различных областях лица. Шестое. Отводящий нерв, заведующий боковым движением глаз. Седьмое. Лицевой нерв, который прободает околоушную железу и распространяется по мышцам лица, управляя его движением. Мимикой. Восьмое. Слуховой нерв. Девятое. Языкоглоточный нерв. Десятое. Блуждающий или легочно-желудочный нерв. Последний отдает ветви к девяти. И одиннадцать. Паром, образуя на всем пути следования соединительные ветви с симпатическим нервом. Смотри нервы. Одиннадцать. Прибавочный нерв распространяется в мышцах гортани, задней и боковой части шеи, наконец, двенадцать. Подязычный нерв, управляющий движением языка. Фиг. Четырнадцать. Головной мозг с нижней его поверхности. А. Передняя, мягкий знак. Средняя, ИС. Задняя доля большого мозга, Ди. Малый мозг, Е. Продолговатый мозг. Верхний конец спинного мозга. Воролиев мост, Джи. Перекрест зрительных нервов, Эйч. Обонятельный нерв, И. Мозговая ножка. Головной мозг. Водянка мозга представляется в виде накопления сывороточной жидкости во внутренних полостях мозга пли между его оболочками и бывает врожденной или приобретенной. В последнем случае она является почти постоянным спутником воспаления мозга и его оболочек. Симптомы этой болезни суть. Значительный обем головы с расхождением черепных костей, плохая походка, постепенный упадок умственных способностей до слабо. 165. Уми и идиотизма, непроизвольное отделение мочи и кала, судороги, эпилептические припадки. Часто симптомы болезни ничем не отличаются от таковых при опухолях мозга, особенно у взрослых, где черепные кости окрепли и поэтому давление выпада на мозг гораздо сильнее. Фиг. 15. Головной мозг в серединном отвесном разрезе. А. Передняя, мягкий знак. Средняя, ИС. Задняя доля большого мозга, Ди. Малый мозг, Е. Продолговатый мозг. Спинной мозг, Джи. Воролиев мост, ИЧ. Мозолистое тело. Свод, Кей. Зрительный бугор. Позади него четырехолмя и шишковидная железа. Мозговой намет. Между большим и малым мозгом, Т. Лобные пазухи, П. Костное и А. Хрящевые носовые перегородки, Р. Твердое небо, К. Глотка, Г. Устье Евстахеевой трубы. Лечение. Уменьшение питья. Смотри диета сухая. Молочно-растительная диета. Следить за правильным стулом. Утром вытирание тела 18-16 градусов. До обеда 3 рубля. В неделю сидячая ванна 24-22 градуса 3 метра. С растиранием в ней живота. Вечером 1 рубль. В неделю нижний пар с вытиранием сих частей 18-15 градусов 1 рубль. Верхний пар с обмыванием 22 градуса. 1 рубль. Паровое 3 дробь 4 пеленания с холодным компрессом вокруг головы и последующей полуанной 26-24 градуса 2 минуты. Остальные промежуточные дни. Глубокое хождение в воде 16-14 градусов 5 метров. Или коленное обмывание 16-14. Градусов струёл 1 ведро. При холодных ногах вместо этого ножная переменная ванна 32-33 градуса 2 минуты. 0, 16 и 7 тильда минай 8 раза. И кругобрюшный 22 равно минус 20. Градусов компресс на ночь. После недельного лечения следует дать отдых и перейти на одну неделю к обыкновенной. Не мясной. Диетей нормальному питью, особенно молока, опять недели лечения и так далее. Летом паровые приёмы заменяются солнечными ваннами х, 2-3 дробь 4 часа с прикрытием на. И часы и последующей полуанной 23-20 градусов 2-3 минуты. Головной мозг. Воспаление мозга, то есть собственно его мозговой массы в зависимости от поранений черепа, перехода воспалительных или гнойных процессов с соседних органов. Далее от острых инфекционных болезней, закупорки мозговых сосудов или разрыва их. Симптомы весьма разнообразны смотря по занимаемому положению болезнённого очага. В одних случаях болезнь разви. 166. Вается медленно при явлениях ослабления памяти, слабоумия, галлюцинаций, бреда, буйства. Иной раз болезнь проходит под видом нагноительной лихорадки с частыми повышениями температуры, ознобами, сильной головной болью, различными судорогами, параличами, упадком сил. То опять совершенно походит на апоплектический удар. Смотри кровоизлияние в мозг. Лечение сводится к общим и местным отвлекающим и тильдорассосывающим приёмам и, в главных чертах, сходно с указанным для пользования воспалением мозговых оболочек и закупорки сосудов мозга. Головной мозг. Воспаление его оболочек. Оно является следствием поражения головы, сотрясения мозга от ушиба или падения, от перехода воспалительных и гнойных процессов сухо- или носа вглубь при бугорчатке, золотухе, острых инфекционных заболеваниях, тяжёлом прорезывании зубов, наконец, как самостоятельная эпидемическая болезнь. Цереброспинальный менингит или затылочная контрактура 11. Эпидемище Дженикстер. Смотря по причинам и месту заболевания, эта крайне опасная болезнь начинается то медленно, то внезапно, у детей обыкновенно начало её характеризуется явлениями расстройства пищеварения, упорными запорами, рвотой, раздражительностью, беспокойным сном. Сюда присоединяются сильные головные боли и повышение температуры. Зрачки неравномерно сужены, сознание помрачено, сонливость. Ребёнок ночью резко вскрикивает, веки его парализуются, глаза перекашиваются, живот то раздут газами, то ладьяобразно втянут, голова откинута назад. Являются различные судороги, сведение рук и ног, бред с потерей сознания и медленное угасание жизни. В других случаях, особенно у взрослых, болезнь обнаруживается потрясающим ознобом, высокой температурой, постоянной сильной головной болью, рвотую, сведением затылка и конечностей, судорогами, параличами. Буйный бред сменяется полной бессознательностью. Болезнь продолжается около 10 дней, оканчиваясь в большинстве случаев смертельно. Нет хоть шага, как применение здесь льда на голову и резких слабительных вовнутрь. Мы неоднократно указывали на вредное действие льда на воспаленные органы. Смотри холод. Лед усиливает прилив крови, парализует деятельность мозга, а применяемые резкие слабительные раздражают кишечник и производят брюшное полнокровие, которое увеличивает реактивный прилив крови к мозгу, не говоря об ослаблении этим путем жизненных сил, которые здесь так необходимо поддерживать. А где же действие на очистку организма от продуктов воспаления, когда всякое введенное вовнутрь лекарство еще более его загрязняет, утруждая его борьбу и расщепляя его боевые силы? Есть ли чему удивляться, что редко кто из страдающих воспалением мозга выносит такое лечение? Физиатрика предписывает легкую жидкую диету, состоящую исключительно из молока во всех его видах, овсенага, ячменного или рисового отвара, яблочной воды. Смотри диета растительная. Кисловатых фруктовых соков с водою и компотов. При судорожном сжатии челюстей приходится прибегать к питательным клизмам. СМ. Три раза в день промывательная клизма 23 градуса 2, 3 стакана станической в 15-16 градусах после стула. Постоянные головные и затылоч. 167. На и 18-16. Градусов компрессы меняемые при согревании, или продолжительные головные 20. Градусов ванны. Согревать холодные конечности. 2-3 раза в день 3, меньше чем пеленание 24 градуса и 1. Минус 13 дробь 2 ч. Компресс на голову, грелка к ногам. Когда лицо начинает опять наливаться кровью, усадить больного в 26-27. Градусов в полуванну на 5-6 метров. С обливанием затылка 24-20 градусов и безустанным растиранием ног. Кроме этого чередовать по 2 часа. То круга брюшные 20. Градусов, то ножные 18-16. Градусов компрессы, обмывая после первых туловища, после вторых руки и ноги 20-16 градусов. Если нервы настолько раздражительны, что малейшее прикосновение холода уже вызывает судороги, необходимо применять более продолжительные ванны, чтобы, не ослабляя организм, достигнуть успокоения нервов. Иногда приходится действовать более теплыми температурами, даже легкими ножными паровыми ваннами и теплыми, восходящими полуванными с охлаждающими головными компрессами, особенно в тех случаях, которые представляют затяжную форму со сравнительно невысокой температурой. Последующие обмывания и ванны в таких случаях применяются более нежной температуры. В середине июля месяца меня пригласили к 4-летнему ребенку F. Откинутая назад голова, болезненность и неподвижность затылка и сжатые кулаки указывали на воспаление мозговых оболочек. Мною были предписаны. Прохладные затылочно-головные компрессы с заменой их при согревании и ежедневно два больших клестира с последующими ретенционными клизмами. Кроме того, применялись паровые пеленания с 26 градусов полуванной и 14 градусов обливанием. Сперва я нашел достаточным одно паровое пеленание в сутки, затем по два. Само собой разумеется, что водолечебные приемы производились каждый раз после предварительного обследования ребенка. Сообразно с данными осмотра я и давал свои предписания. Напитком служила свежая вода. Всякая другая пища отвергалась в течение всего шесть. Недельнага продолжения болезни. В этот период входили, конечно, различные критические дни, однако я не падал духом, так как видал излечение и в более тяжелых случаях как доказательство превосходства природного способа лечения. Я твердо убежден, что, если не преобладают самые неблагоприятнейшие обстоятельства, нашим способом излечивается из 100 случаев 90, чего аллопатический врач сказать не может. Ребенок F. Находится в настоящее время в пользовании моего товарища, доктора Абладин, и чувствует себя здоровым и бодрым. Физиатор доктор Хайос Лэр. Нед. С.Р. 1892 номер 10. 4. Августа 1897 года меня пригласили к господину Шоссе. В Ге. Годичный ребенок Катарага тяжело заболел. После тщательного осмотра я нашел паралич глазных мышц и руки, скрежетание зубов, косоглазие, отсутствие реакции зрачков, частые подергивания, смена бледности лица с покраснением, резкое вздутие живота, учащенный нитевидный пульс, запор и повышение температуры тела в 40 градусах. После всего сказанного я признал тяжелое воспаление мозговых оболочек и представил родителям этот случай весьма серьезным. Так как деятельность кожи была в полном упадке, то я тотчас назначил полуванну в 26 градусах 5-6 минут. С последующим 18. Градусов обливанием при сильном растирании ног в ванне, что вызвало отвлечение крови от головы и понижение температуры. Далее предписаны были 24,0 икровые компрессы по 3 часа с грелками у стоп и 18. Градусов компресса на грудь и спину ежечасно. В течение первых двух дней голова и затылок обкладывались холодными 8. Слойными компрессами, которые менялись, вследствие высокой температуры, каждые часа. Кишечник побуждался к удалению содержимого с громадным количеством газов при помощи Сочасовых паровых компрессов с последующими прославляющими часовыми 18. Градусов круговыми компрессами и соответствующими промывательными и тоническими клизмами. Результат лечения был прямо поразителен. На второй день ребенок притих, сердце работало уже лучше, кишечник начал функционировать, дыхание стало глубже и свободнее, косоглазие и скрежетание зубов уменьшилось. На... Третий день сознания прояснилось и ребенок стал принимать пищу в форме. 168. Молока. С этого времени менялись 22. Градусов и кровы. Компрессы по 4 часа, такие же кругобрюшные широкие и головные компрессы ежечасно, при дальнейшем применении полуван и клестиров. На 4. День подергивания и косоглазия совершенно прекратились, зрачки стали реагировать на свет, сознание вполне возвратилось. На 5. День наступила сильная пот йоне. И явился гнилостно-гнойный стул. На 6. День больной потребовал пищу, дыхание стало исправным. Пульс хотя ускорен, но более полон, стул хорош. Седьмой день. На затылке явилась ранка величиною в копейку, которая сильно выделяла гной. Паралич руки прекратился. Пользование продолжалось. При шитпе несколько дней спустя, я уже увидел ребенка веселым на руках у матери. Вся болезнь длилась 3 недели. Ребенок теперь окреп и здоров. Умственно развивается хорошо. Можно еще упомянуть, что пользовавший до меня доктор 1. Ис. Дал родителям понять, что больного спасти невозможно, так как он страдает воспалением мозговых оболочек, предписал оставить ребенка в покое и не мешать ему, и отказался от дальнейших посещений. Этот случай показывает, сколько может сделать без лекарств. Но и лечение даже там, где лекарства не помогают. 11. Физиатра. Циокерт в Ансбеке. НЭД. НТВЛК. 1898 номер 11. 18. Декабря 1894 год. Заболел наш тогда 17. Недельный сын совершенно внезапно, с удорогами которые четверо суток, с шести, восьми. Часовую продолжительностью и только с кратковременными, получасовыми перерывами, сильней пием мягкий знак, образом потрясали этот маленький организм. Вес тела ребенка уменьшался ежедневно. Глотание было парализовано. Кожа имела желтую восковидную окраску. Стул задержан. Ночью с четырех. По пять. День сила судорог достигла своей высшей степени. Ребенок после десять. Часоваго припадка хрипел так сильно два. Три часа, что наступление у души казалось неизбежным. На пятый день утром началась новая стадия. Четыре дня лежал ребенок с полуоткрытыми глазами, бессознательно, не принимая пищу. Наконец, утром десять. Дня он открыл глаза. Сознание возвратилось. Желудок действовал. Левый глаз начал видеть, правый еще смотрел в упор. Правая ножка стала подвижнее, а левая оставалась сведенной. Судороги были затем еще два раза, сперва шесть часов, затем только несколько минут. А теперь... Наш мальчик без затруднения получил шестнадцать зубов. Говорит, поет и имеет вид более здоровый, чем у неболевших детей того же возраста, представляя из себя привеселаго плутишку. Этого никто не ожидал. Всякий, кто видел ребенка во время его болезни, мотал головою, тем более, что двое врачей на три. День после заболевания признали его положение безнадежным. Спасение ребенка мы обязаны, после Бога, физиатру Джи. Дженс Севлейпциге, плагвиции, который даже в самые тяжелые дни действовал неустанно, энергично и настойчиво. Будучи приглашен во время сильнейшего припадка конвульсий для дальнейшего пользования, он предписал сперва прославляющую 24 градусов клизму с последующей 16 градусов ретенционной для побуждения кишечника. Затем следовало, всегда во время припадка, полуванно 27-5 минут, заканчивавшееся более холодным обливанием. После чего, не вытирая, укладывали больного, с целью проявления испарины, в сухую простынку и шерстяной платок. После часовой паузы наложили кругобрюшные ножные компрессы, которые менялись, смотря по надобности. Кроме того, применялись затылочные компрессы. Все перины были удалены, а задняя часть головы и спина держались прохладными при помощи сложенного несколько раз влажнага холста. Холодные стопы согревались паровыми бутылками. В следующие дни наш ребенок получил 2-3 ванны с прохладным поливанием затылка и спины и последующим получасовым сухим пеленанием. Делались также влажные пеленания, которые оказались особенно действительными во время сильных судорог. Продолжительность пеленаний была разна, от 3 четверти до 2 часов. Так как болезненные симптомы были чрезвычайно изменчивы, то и способ пользования постоянно менялся. В то время как сегодня, например, давались пеленания и ванны, завтра делались прохладные обмывания, а также согревающие и отвлекающие приемы. Вследствие постоянного сильного прилива к голове и переполнения мозговых сосудов кровью, особенное значение придавалось отвлекающим приемам. 169. В виде ножных паровых ванн с помощью паровых бутылок и ножных компрессов, проявлявших весьма успокаивающее действие, главным образом во время припадков. Против часто наступающего переполнения кишечника газами и причиняемых этим болезненных явлений, мы применяли с успехом предписанные паровые компрессы, а также высасывание воздуха с помощью пустой клестерной трубки. 169. Особенные затруднения представляло установление диеты, так как маленький пациент извергал обратно не только всякую пищу, но иногда даже часто даваемую свежую воду. 169. Кроме хорошей овсяной слизи, ребенок получал снятое молоко, которое и впоследствии давалось с успехом. Постепенно упрощались и уменьшались лечебные приемы. Наконец, давались только одна-две ванны в день, а также брюшные и ножные компрессы. Явление правостороннего паралича конечностей прогрессивно улучшалось от ежедневного массажа. Будем надеяться, что настоящие строки помогут широкому распространению познаний пользы физиатрики. 14. Учитель Крюгер в Лейпциге. НЭП. 1896 номер 10. Смотри. Также первую историю болезни при эсте. Оспа натуральная. Головной мозг. Закупорка мозговых сосудов происходить от занесенных сюда кровяных свертков из других областей. Эмболия. Что чаще всего наблюдается у страдающих пороком сердца. Но и при общем перерождении сосудов, расширении их. Эневризма. При различных гнойных и гнилостных процессах, а также при острых инфекционных заболеваниях. ТИФ, суставный ревматизм, воспаление легких. Это явление нередко. Подобные опасные закупорки имели неоднократно место при употреблении створаживающих кровь лекарств, особенно препаратов железа, вовнутри для спринциований. В иных случаях пробка образуется местно. Тромбоз. Вследствие перерождения мозговых сосудов в пожилом возрасте, а также осифилитиков. Ртуть, иот. И узлоупотребляющих спиртными напитками. Симптомы болезни те же, как указано для кровоизлияния в мозг, с той разницей, что при закупорке сосудов начальный период слабее выражен и менее продолжителен, тогда как эпилептоидные судороги бывают трещи. В неблагоприятных случаях развивается размягчение мозга с медленным развитием слабоумия, упадка силы воли до полнага умопомешательства. Прогрессивный паралич мозга. Лечение смотри. Кровоизлияние в мозг. Купец Дакс из Вассербурга страдал последствиями сотрясения мозга, которое он получил еще в детстве при гимнастических упражнениях, и должен был, по удостоверению врача, вследствие размягчения мозга отправиться в окружную лечебницу для умалишенных в Габернзе. Душевно удрученный больной обратился к завидовающему физиатрическим лечебным заведениям, С.В. АХЦА доктору Вальсеру. После трехнедельного применения отвлекающих приемов, из которых самую большую пользу оказали струйчатые обливания колен при содействии остальных лечебных факторов, как то. Воздушные и солнечные ванны, массаж, врачебная гимнастика и тому подобное. Образовался над коленной чашкой большой, очень болезненный гнойник, который моментально облегчил голову больного и весьма благотворно повлиял на тяжелую его мозговую болезнь. Из лечения этого пациента, которое совершилось на моих глазах, опять-таки доказывает верное действие и наглядную победу естеств. Много способа лечения. Г. Дакс опубликовал этот случай в нескольких газетах 41. Герман Мюллер в Боне. Н.Э. 1892 номер 11. Головной мозг. Кровоизлияние или апоплектический удар свойственны людям среднего и пожилого возраста, страдающим приливами крови к голове, перерождением и ломкостью сосудов, а также алкоголикам и иодистертутным сифилитикам. Болезнь Н.Я. 170. Ляется то внезапно, то с периодом предвестников, в виде головокружения, шума в ушах, головной боли, сердцебиения, ослабления походки и речи, затем когда сосуд лопнул, больной теряет сознание и падает. Смерть может наступить моментально или в течение бессознательного состояния, которое продолжается иногда целыми неделями, причем слюна постоянно сочится из парализованного угла рта при одновременном параличе соответствующей продольной половины тела, противоположной месту кровоизлияния. Обыкновенно больные переживают первый удар. Сознание постепенно проясняется, больной начинает невнятно говорить, ибо язык у него еще заплетается, нога улучшается, обвисшая сторона лица теряет свое безразличное выражение, слюна перестает сочиться, рука получает некоторую жизненность, и больной начинает упражняться в ходьбе. Хуже всего подается рука, которая иногда на всю жизнь остается непригодной для труда. Конечно, припадок протекает не всегда одинаково, ибо симптомы болезни стоят в зависимости от локализации и величины кровоизлияния, так напор. В редких случаях бывает поражение одной только чувствительной сферы. Если причина разрыва сосуда продолжает существовать, то припадки кровоизлияния могут повторяться. Общепринятое лечение состоит в применении иодистых и бромистых препаратов во внутрь льда на голову. Первые сильно раздражают сосуды мозга и, как я неоднократно убеждался, дают именно повод к ломкости сосудов и повторению кровоизлияний, вторые увеличивают ослабленную деятельность мозга. О виде льда мы заявляли неоднократно. Смотри холод. Вот что говорит о нем физиатор доктор Бем. Особенно предостерегаем от применения мешка со льдом с целью задержки кровотечения. Вследствие парализования сосудодвигательных нервов посредством продолжительного и высокого холода, начальное сужение сосудов переходит в последующее стойкое расслабление их, наподобие примороженного уха, которое при замерзании становится синеватым, бескровным и холодным, а затем делается горячим, красным и полнокровным. Дальнейшая опасность мешка со льдом заключается в том, что от продолжительного его действия происходит якобы замерзание мозга, которое еще более способствует параличам. Если НАПР. Здоровый, находящийся в полном сознании человек, продержал бы несколько дней мешок со льдом на голове, то у него наступили бы явления паралитического состояния. Насколько сильнее должно сказанное влияние обнаружиться в раздраженном от кровоизлияния мозгу. То обстоятельство, что лежащий без сознания и движения больной, не выражает неспокойствия от присутствия льда и не может его удалить, не должно склонять врача к тому ложному заключению, якобы лед переносится хорошо и вызывает приятное ощущение. Физиатрическое лечение Уложив раздетага больного в постель с повышенным положением головы, надо прежде всего поставить ему 20 градусов клизму в двух стаканах и класть 18 градусов сложные компрессы на голову и затылок. Затем наложить на живот 18 градусов компресс, а вокруг ног икроножные 26-24 градусов компрессы с горячими бутылками у стоп и по сторонам. Менять компрессы Первые, когда согреются, вторые ежечасно, третьи остаются до первого улучшения с заменой высохших компрессов и остывших бутылок. 171 Когда больной пришел в сознание, надо обложить его голову более тщательно компрессом, который следует держать три раза в день по одному лассу, одновременно применяя два раза в день ножную П-33340 и ременную перекрестную ванну. Можно лежа. Минус один по одному лузеем. 4-5 перестановок и 1 рубль. В день паровое пеленание ног 20 градусов 1. Два часа с вытиранием их 20-18 градусов. На ночь легкий кругобрюшный. Тонический. Компресс, который снять при высыхании. В дальнейшем перейти к следующему. Утром 15. Градусов вытирания одной руки и другой ноги, днем ножная ванна и головной компресс, вечером чередовать. То широкий кругобрюшный 20. Градусов и длинные ножные 18. Градусов компрессы с грелками у ног 1. 2-2 часа. С последующим вытиранием по частям 18-16 градусов, то тонический головной и обыкновенные икровые 16. Градусов компрессы на ночь. При этом надо следить за ежедневным стулом. Диета. Молоко, овсяный или ячменный отвар, компоты, яблочная вода, лимонад, в дальнейшем каши и овощи. Виной вообще спиртные или углекислые. Шипучие. Напитки, мясные блюда и тому подобное. Раздражающие вещества противопоказаны. При улучшении следует ослабить сказанное лечение до 2-3-3 меньше, чем пеленаний в неделю. 23 градуса 1Т и первых ГЧ. И вытирание 16 градусов. Остальные дни класть корпоэйшен, компрессы вокруг головы на. Для ночи к сему, для восстановления действия в парализованных конечностях, применять утром ручную ванну 30 и плюс 10 метров. С массажем в ней всей конечности и последующим погружением ее в 15-16 градусов воду на 10 секунд, днем гимнастические упражнения, вечером 33-35 градусов 2 минуты. Ножная ванна для стоп. Три раза. 18-16 градусов 15 сек. Джей-1. При радикальном лечении мозговых кровоизлияний следует обратить внимание на пользование производящих причин. Для того, чтобы показать разнообразие симптомов при кровоизлиянии в мозг в зависимости от места, где произошел разрыв сосуда, я привожу здесь один весьма поучительный и интересный, даже для специалиста, случай, касающийся мастера железнодорожных мастерских ГЕ. Гесси, получив шага правосторонний паралич, на излечение катарага пользующие врачи не подавали никакой надежды. 58-летний, высокорослый, сильный и упитанный больной ночью с 9 на 10. Майя 1893 год. Проснувшись после часовага сна, хотел было повернуться на правую сторону, но заметил, что это стало невозможным вследствие потери чувствительности в этой половине тела. По-видимому, проводимость чувствительности к большому мозгу была нарушена, как это обыкновенно бывает в таких случаях, вследствие раздавливания или разрушения чрезвычайно нежных проводящих нервов от кровоизлияния в мозг. Приглашенные врачи докторг. И уездный врач докторс. Признали этот случай весьма интересным. Что это действительно так, мы сейчас увидим. При осмотре больного оказалось, что вся его правая сторона была совершенно нечувствительной, настолько, что он не ощущал даже глубоких уколов иголки, причем пограничная линия области нечувствительности точно совпадала с серединной линией тела. Так называемые сухожильные рефлексы справа совершенно отсутствовали в знак такой же потери чувствительности в мышцах и сухожилиях, тогда как больной мог каждый член правой стороны самовольно двигать во все стороны, пока эти движения находились под контролем глаз. Однако и в последнем случае наблюдалась некоторая неуверенность в движениях, так как больной не имел ощущения положения частей правой стороны тела. Таким образом, кровоизлияние касалось отдела мозга, где нервные волокна, проводящие чувствительность с правой стороны тела к органу чувств. 172. Близко скучены, а это имеет место в так называемой сводовой области. Чипец. Левой мозговой ножки и в задней части левой внутренней капсулы. В этом весьма ограниченном пространстве, по всему вероятию, произошло кровоизлияние. Вот все редкостное и научно интересное в данном случае. Для страждущага человечества, однако, гораздо интереснее течение болезни, которая закончилась в 6 недель почти полным излечением. Сказанные врачи были вполне согласны в том, чтобы больной сперва 8 недель пробыл покойно в постели, питаясь усиленно. Означает. Вино, бульон, яйца и т. Пока не начнется собственно пользование. Кроме того, один из врачей прописал от Аликвит Фиат, то есть утешение, ради микстуру. Так как больной имел некоторые сведения об успехах естественного способа лечения, то у него явилась мысль испытать таковой на себе, тем более что докторг. Заявил его невестке. Ходить он никогда в жизни не будет, разве только ползать. Когда же он услышал о сказанном желании больного, он воскликнул. Разве вы хотите быть своим собственным убийцей? Одна капля воды может вам причинить смерть. Ответ паралитика, что жизнь в подобном состоянии хуже смерти, заставил докторок. Гневно удалиться. Удивительную объективность показал однако докторс, пояснив, что он лишь опасается, чтобы водолечение чрезмерно не утомило больного. Если же последний полагает таким образом получить исцеление, то он ничего против сказанного пользования не имеет. Это мнение высказал доктора. 22. Майя, когда больной уже 8 дней находился в нашем пользовании. Безгранично было поэтому его изумление, когда две недели спустя пациент, каторага он еще полагал парализованным, явился в его приемный покой без посторонней помощи. Вы ли это на самом деле? Воскликнул он. Не будем однако уходить вперед, а сообщим сперва план лечения. На ночь больной получал 18 градусов кругобрюшные ножные компрессы. Утром, после снятия компрессов, растирали его грубым, умоченным в 16 градусов воду холстом. Час спустя после завтрака он получал полупеленание в 18 градусах. После хорошага, согревания следовало 16 градусов вытирания и холодная ножная струя с посредственным вытиранием и удобным положением для отдыха. После обеда. Полупеленание. С последующей глубокой 10. Минутной сидячей вапной 25-20 градусов. Слабая осушка, растирание ног, покой. Диета растительная. Строго воспрещались. Вино, пиво, кофе, чай, мясо, бульон и яйца. В течение первых дней необходимо было достигать легкое прослабу. Нее посредством клизм, затем уже это оказалось излишним. Ванны и растирание действовали весьма благотворно на больного, общее самочувствие катарага не могло быть лучше. Лишь сон был плоховат, что легко объяснялось постоянным пребыванием в постели и возрастом больного. 19. Минутная. 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 Минутная ощущения по-прежнему расстроены. Сладкая и соленая распознавалась всегда очень поздно. С этого дня пациент получал два раза в день массаж. 3. Июня больной начал упражняться в Писании. Массаж причинял ему порядочную боль. 9. Июня он уже мог без помощи пройти небольшое расстояние. В письме он делал ежедневные успехи. Уколы и сильное нажатие в большинстве мест ощущались совершенно ясно, хотя еще с явлениями замедленной проводимости. Массаж еще болезнен. 20. Июня больной сделал прогулку на протяжении двух-трех километров при помощи только палки. 3. Июля он посетил заведение Госмана и с тех пор принимал там два раза в неделю паровую ванну с массажем и глубокой сидячей ванной. 26. 18 градусов. Жалуюсь еще на чувство стягивания в предплечье и голени. В последнем. 173. Мести это ощущение пояса по сегодняшний день. 5. ВИИДЖ. Не прошло. Больной однако начал работать и замечает при употреблении долота боли на некоторых точках руки, наподобие тех, которые ему причинял массаж. С 25. Август. Он намерен приняться за работу в полном ее размере. Августа. Состояние больного следующее. Общее самочувствие, сон и аппетит хороши, стул правильный. Больной чувствует себя при вегетарианской диете совершенно бодрым и ходит ежедневно 4 часа гулять, причем иногда более 2. Часов безостановочно ели пользуясь палкой, несмотря на то, что его левая нога несколько ослаблена после случившегося 2 года назад перелома лодыжки. Он пишет несколько неуклюже, но иголку может завлечь без особых затруднений. Ощущение прикосновения иглы все еще несколько тупое. На правой руке и ноге, менее на туловище, он часто на ширину ладони ошибается относительно места укола. Большую частью места предполагаемого ему кола лежала ближе к концу конечности. В правой кисти, в колене и стопе, особенно в пальцах, он постоянно ощущает зуд и ползание мурашек, как при онемении, что указывает на возможность дальнейшего улучшения здесь чувствительности.